Заключённые в тайге. Часть семнадцатая сегодня. Бобик вас понюхал, пропустил. Вы поставили. Правда, все поставили. Кто не поставил, снизу заходим и ставим синие перчатушки. Вот так вот. Вот так вот и вот оно. Вот так вот. Проходим. А сегодня у нас часть семнадцатая. Продолжаем. Затасковал Кузьма Иванович. Зло сплюнув, открыл дверь и вошёл в избушку. И долго молился в угол. И только успокоившись, поклонился сидевшей на лавке Матрёне. Ну, здравствуй, кума. Ходил вот по улице, да и думаю, погляжу, как суседи тут живут. Давненько не бывал у вас. Ой, давненько. И ты чё-то к нам не забегаешь? Мёд у меня духовитый нончи. Чё не забегаешь-то? Из всех годов самый духовитый будет. Заходи вечерком чайку попить. Слова у Кузьмы приветливые. Ой, приветливые, как никогда прежде. Голос аж елейный. А глаза злые, колючие, как ежи. Будь бы воля, ударил бы он сейчас даже Матрёну. Стоит у порога, как нищий. Стоит. Хоть бы сесть пригласила. А Матрёна видит смущение Кузьмы Ивановича и аж торжествует. Постой, постой, мол, помайся. Всё припомню я тебе. Раньше я у порога так же стояла. А ты и на лавке сидел. Отливаются кошки мышкины слёзки. И аж поджала губы. Благодарствую. Только мы нончи мёд в притаёжном берём. В притаёжном. Он не пример вашему. Он духовитей будет. Не перечу, куйма, не перечу. Всё больше тоскует Кузьма Иванович. Хорош мёд в притаёжном. Ну и у нас нончи шибкоотменный будет. С полдня Матрёна так и находила места в избушке. Завтра Кузьма осветит новую мельницу. Раньше бы и запросто пошла смотреть, как будут светить. Ну, а теперь так нельзя. Совсем нельзя. Это ж как унижение. До смерти хочется, да. А зазорно стоять со всеми в толпе. Ой, как зазорно. Может, Кузьма пришёл позвать на молебствие. М? И отвела даже глаза, чтоб скрыть блеснувшую радость. Ну, а здоровьица-то как, кума? А? Никто и никогда раньше не спрашивал её о здоровье. Её ж оттаяло, Матрёна. Да ты, Кузьма Иванович, проходи. Садись. А здоровье моё какое. А вот поясница болит. Да и в костях ломота страшенная. В баньке, как попарюсь, слава богу, малость проходит. Мы теперь каждый день баньку топим. Каженный. А ты чего-то картуста в руках мнёшь? Клади на лавку. И ещё тоскливее стало на душе у Кузьмы. Ещё тоскливее. Много лет другие стояли перед ним и мяли картуз. А тут сам замял. Тьфу. Но подавил раздражение. Улыбнулся широко, как только мог. А банька хорошо помогает, кума. Ой, как хорошо. Плесёшь на каменьку квасу? Квасу. И дух такой аж пойдёт. Аж до костей пронимает. А Симеон у тебя часом не на работе? Симеону стинешь в горнице. Кушают. Мы теперь на кухне одних батраков только кормим. Может, и ты, кум. Ну, щец со свежей убойнкой похлебаешь-то, а? Щец. У нас теперь каждый день тяжёлый щи. Каждый день. Ну, а что сразу тебе сесть не велело-то, ты уж прости. Теперь к нам столь всякого люду ходит сюда. Так и с толку собьёшься. Кого усаживать? Кто и постоит у порога. Да. А тебе-то мы и завсегда рады. Ишь, расхвасталась ведьма. М? Кузьма еле дух перевёл от унижения и от злости. Аж ком в горле. В голосе, всегда спокойном, уверенном, появляются нотки заискивания. Ругает себя Кузьма. Но ничего поделать не может. У меня к тебе дело, Кума. Мельничонку завтра надумал пускать. Так того это... По-суседски... Не обессуть. Хочу не только запросто в гости вас звать. А чтобы... Ну, чтобы милость мне сделали. Ставень у мельницы подняли. Вроде бы воду пустили. Может, Кума, покличишь Сёмшу? А? Сёмша! Тебе тут Кузьма Иванович пришёл. И скрипнула дверь. Кузьма чуть привстал с лавки. Здравствуй, Семён Устиныч. Мельничонку отпускаю. Так милости просим. В гости зову. По строгому рогачёвскому этикету Кузьме Ивановичу положено называть свою новую мельницу мельничонкой. Хозяин всегда чуть прибедняется. Всегда. Семён же должен ответить. Что ты, Кузьма Иванович, не мельничонка вовсе, а мельничище. Ну и тогда Кузьма Иванович опустит глаза и скажет с должной скромностью. Мол, ну, какую уж Бог послал. И только после этого уже начинается деловой разговор. Только после этого. Но ничего этого не произошло. Симеон, нарушая этикет, спрашивает. — Когда собираешься пускать мельничонку-то? — Сразу. Сходу. — Когда? Кузьму Ивановичу аж будто ошпарили. Но он сдержался. Пересопел в свои две дырки. И ответил. — Спокойно-преспокойно. — Да прямо с утра. Симеон сел на лавку, широко, по-отцовски, расставил ноги и так же по-отцовски уперся в колени ладонями. Ему все равно, что с утра, что после, но делает вид, что раздумывает, рассчитывает. — С утра не могу. — А ежели в полдень? — В полдень? — В полдень, пожалуй, смогу. — Так уж вместе с кумою и сестру твою нареченую, Ксению, тоже прошу. Каждый вечер, каждый вечер перед Ванюшкой вставал один и тот же вопрос. Куда истратить рубль? Рубль, данный отцом на сегодня. А он пил лимонады, ел мороженое, покупал разноцветные резиновые комочки. Подуешь мундштук, и этот комочек, комочек превратится в прозрачную чертячую голову с рожками. Вынешь мундштук изо рта, и чертик как закричит жалобно, как ребенок. — Уйди, уйди! Ванюшка не жалел денег, и все же ни разу не мог истратить весь рубль. Целый рубль. Ни разу. Вчера в городском саду увидел, как запускали в темное звездное небо воздушный шар — мангольфьер. Он поднялся над соснами, освещенные разноцветными фонарями, под громкие крики «Ура!». Огромный светящийся шар, утащивший в темное небо клетку свежащей собакой. Ванюшка аж приседал. И кричал громче всех. — Собака летит! Собака! Такого дива-поди, новосел не видал. А сегодня вот забрался в иллюзион. И, замерев на скамейке, раскрыв от удивления рот, смотрел, как на белой гладкой стене невесть откуда появился сначала мужик. Потом баба. Они бегали-бегали по комнате. Потом мужик бил эту бабу метлой. А народ хохотал. Хохотал, аж предпрыгивал. Так ее, мол, так ее шкуру. Не путайся с соседскими мужиками. Вот так вот ее. Ванюшка. Ванюшка тоже кричал, аж гоготал и ревел от восторга, видя, как толстая баба, подобрав широкую юбку, пустилась на утек. А мужик бегал следом и подбадривал ее метлой пониже спины. Красота! Красотища! И, выбравшись из иллюзиона, Ванюшка залпом выбил аж два, выпил аж два стакана холодного лимонада с бульбашками. Обошел вокруг иллюзиона и все прислушивался, все вглядывался в дощатые стены. Хм! А отколь на стене люди берутся-то? Чудеса! И тут увидел знакомую барыню. Ту самую, что встречалась ему у ворот постоялого. Она была такая же красивая. Такая же. Даже лучше. Белая шляпка сдвинута на бок, красная кофта в обтяжку. За эти дни понял, Ванюшка, что в городе проводник так же нужен. Точно так же, как в тайге и в горах. Да. А барыня это ведь сама обещала Ванюшке научить его. Вот только тогда двугривенного не было. А сейчас целый рубль в кармане. И Ванюшка побежал за ней. Побежал за ней. Аж в припрыжку. Барыня спустилась по лестнице, ведущей в подвал. Через тускло освещенные окна доносились задорные звуки скрипки. Ну, чего встал, как статуй. И кто-то сильно толкнул Ванюшку в спину. Иди, говорю. Не стой. Ванюшка сбежал по скользким ступеням и с разбегу ударился в дверь. Дверь со скрипом распахнулась. Новосел в Рогачеве рассказывал о городе образно, смачно. Ванюшка ясно представлял с его слов полутемный подвал. Сводчатый потолок. Ряды столиков возле стен. Лампа под потолком светит ярко, но не может разогнать полумрак. Слышатся звуки скрипки. У женщин, сидящих за столиками, обнаженные плечи и в руках папироски. Тут обычно новосел начинал причмокивать. Потирал руки, втягивал голову в плечи, улыбался и умолкал. Недомолвки и больше всего оволновали Ванюшку. Еще в детстве он слыхал по басенку, как сват рассказывал свату про именинный пирог, которым его угощала кума. Про нижнюю корочку рассказал, про верхнюю, а когда шел до начинки, так и замолчал. А на глаза аж слеза набежала. Ну-ну, торопит его сват. Про начинку-то расскажи. Она в пироге ведь самое главное. Рассказчик все чмокает и губы рукавом утирает. Так и новосел про корочки охотно рассказывал. А доходил до начинки, так сразу и умолкал. И вот Ванюшка в сводчатом полутемном подвале. Целые ряды столиков и женщины с папиросками. Все точно так же, как и рассказывал новосел. Точно так же. И лампы не могут разогнать полумрака. Эта так называемая барыня сидела в углу одна. Одна! Подперев ладонями подбородок. Увидя Ванюшку, сразу же заулыбалась. Встала из-за столика и подбочинясь, качая бедрами, подошла к нему. Красавчик! Пивком угостишь? Господи! Сколько уж! У меня ночь и денег! Вы, видать, сразу меня признали, да? Я вас... Я вас всю неделю искал. А эта женщина стояла и пыталась вспомнить его. Но так и не смогла. Разве всех упомнишь этих? Но улыбнулась ему, потрепав Ванюшкины волосы. А как же? Сразу признала. Как увидела, и сердце сразу забилось. Вот только зовут, как не вспомню. Ванюшкой. А меня Марусей. И она погладила, опять погладила Ванюшкины волосы. На этот раз от души. Не приласкала, а приласкалась к Ванюшкиной молодости, к его восхищенному взору. Эх, Ваня, Ваня, красавчик ты мой. И тут подошел официант в замасленном фартуке. Ванюшка бросил ему серебряный рубль, а Маруся сказала. Шесть пива? Горох у моченого. Да и пиво подкрепи хорошенько. Знаю, знаю, поди. Не учи. И Маруся забросила ногу за ногу. И ловко, двумя пальцами, поддернула юбку. И обнажилась колено, обтянутое ажурным фиолетовым чулком. Ванюшка даже отвернулся. Зазорно так, при народе-то. Хоть в Рогачеве и не такое видел. Там издавна повелось. Есть у девки жених? Все, к ней даже не суйся. А встретишь на улице, лучше обойти стороной. Нет жениха? Беспреданница. Или ворота ей мазали дегтем, или еще какая другая причина. Все, значит, это ничейная девка. Ничейная. А ничейных девок в Рогачеве десятки. В субботние вечера парни слоняются возле избушек, где есть ничейные девки. Слоняются и песни поют. Ждут. Терпеливо. Терпеливо ждут. Девка в баню, и сразу за ней два-три парня. Сразу же. Засядут в конопле возле бани, сидят и ждут, когда она вымоется и выйдет в предбанник одеваться. А предбанники в деревне такие, что между жердями воробей пролетит. Да. Именно такие. И все на селе знают про эти так называемые смотрины. Все. И ничейные девки тоже знают. И пользуются. Именно поэтому некоторые из них одеваются в бане к великой досаде парней. Именно поэтому. Но есть и с хитрецой. Может, хоть так бабыляк какого прельстить удастся. Может, хоть так. И Ванюшка сколько раз пробирался на такие смотрины. Сколько раз. Ну, там вроде как неписанный закон. Вроде как обычай. Красавчик, угости папироской. Несколько дней ждал этих слов Ванюшка. Несколько дней носил в кармане нераспечатанную пачку папирос. Дамских. Тоненьких таких. И с радостью положил ее перед барыней. И она жадно затянулась. Профессионально распечатала и затянулась. На белом мундштуке папиросы остался ярко-красный след. Из вас кровь бежит! В испуге крикнул Ванюшка. Маруся посмотрела на папироску и рассмеялась. Соложонок! И тут Ванюшка ощутил смутную неприязнь к этой барыне. почувствовал какой-то обман. И был очень доволен, когда подошел официант и поставил на стол бутылки с пивом. И Ванюшка налил себе стакан. Глотнул и аж закашлялся. Хм! Хуже полыни! И отставил этот стакан. А Маруся пила жадно, не отрываясь. Выпила и второй стакан. Бросила в рот несколько горошин с блюдца и налила себе третий. Глаза у нее затуманились. И она смотрела уже куда-то мимо. Куда-то мимо Ванюшки. Но все-таки продолжала пить. молчал Иванюшка. Он рабел перед ней. И в то же время росло в нем ожидание того, того таинственного, что должно случиться сегодня. И Ванюшка осторожно тронул. Он тронул Марусю за руку и спросил. А вы здесь часто бываете? почитай каждый вечер. А я первый раз. Я сам-то из Рогачева. Может слыхали? Рогачева? И барыня сразу же отрезвела. Схватила Ванюшку за руку. А притаежная знаешь? Конечно. От нас это сорок верст. Я оттуда родом. Из притаежного. Да побожесть тебе. Та вот те крест. Барня из притаежного? Ванюшке даже не верилось. Как так-то? А Маруся заглядывала ему прямо в глаза и забросала вопросами. Горы-то какие сейчас? расскажи. Давно не видела. Про тайгу, про тайгу расскажи мне. А девки? Девки на лугу водят еще хороводы? А песни какие там поют? Какие сейчас поют? Спой, спой мне, Ваня. Эх, хорошие песни. В городе такие никогда не услышишь. Да и хороводов здесь никто не водит. Эх, как же соскучилась я. А ты знаешь, я бы убежал об отсюда. Да не убежишь теперь. Он он, кобель, стоит, стережет. Кобелюка и показал она рыжего мужика, сидевшего за соседним столиком. О, как собака, сторожит. Эта так называемая барыня плакала, плакала, не закрывая лица, продолжая выпрашивать и выспрашивать. И на глазах менялась прямо, аж блекла, линяла, слизывала помаду с губ. И они, недавно пунцовые, яркие, стали сизами, как лепестки осенней таежной астры. Провела рукавом по лицу и румяна потеками, потеками поползли к подбородку. Вонюшка был просто потрясен ее горем, просто потрясен, и тем, что эта барыня оказалась вовсе не барыней, а деревенской девкой, девкой из соседнего села. И то, что она так тоскует по селу, точно так же, как и он тосковал когда-то по городу. Он был просто поражен этим. Но ежели тоскуешь, по что обратно не едешь-то? А? А чья ты? Чья? Да кто заплатит? Вот сегодня я твоя. Моя? И Ванюшка аж скачил со стула. Моя? Он смотрел на трясущиеся плечи соседки. И жалко было ее. И как-то очень гадко. Он вскрикнул и выбежал на улицу. Стой! Стой! Куда же ты? Донеслось ему вслед. В темном проулке кто-то догнал его и с силой схватил за ворот. А ну стой, говорю! Давай кошелек! И Ванюшка только сейчас увидел этого рыжего детину. Именно тот, что сидел за соседним столиком. Какой кошелек? Нет у меня кошелька? не дури мне парень! Рыжий этот как щенка поднял Ванюшку за ворот. Малыш, а ну обыщи его! И чьи-то руки зашарили Ванюшке в карманах за пазухой. Нет ничего? Хорошенько ищи! Он только что Машке хвастался, что денег у него куча. Говори, куда деньги девал, а не только кишки на шею намотаю. А? Ворот очень давил. Ванюшка только махал руками и извивался всем телом. Аж хрипел. Нет денег? Я все как есть Марусе отдал. Ври! Ты ей отдал-то всего рублевку. Я же все видел. А серебрушками восемь гривен. Не уж то руб восемь гривен не деньги? А? Деньги? Ха! Э, рыжий, дай-ка ему взошей, а? И как лязгнули Ванюшкины зубы! А фонарь на воротах птицей взмыл в небо и сразу же погас. Все, все аж погасло. Провалился Ванюшка. И вот только он очнулся. кряхтя в деревню. В азиамах, поддевках. Отдельно стоят проискатели в широченных штанах пузырями. Каждая штанина из трех полос. Как цветы в майский день пестрят женские сарафаны, кофты, платочки. А мужики стоят, стоят кучками, оглядывают постройку, оценивают, будто видят ее впервые. И она не успела намозолить им глаза за лето. Не успела. Ребятишки аж мошкарой мельчишат по желтевшему лугу. Кузьма Иванович помог Матрене выбраться из коробки тарантаса и повел ее к плотине на новый помост. На помост из золотистых кедровых плах. А рядом шли Симеон и Ксюша. Лестница на помосте застлана кумачом. Симеон зарабел. Но Матрена властно подтолкнула сына под локоть и вступила на кумач, высоко подняв голову, будто век кумачи топтала. На помосте Симеон огляделся. Легкая ряб морщинила поверхность пруда. Ветер гнал к плотине желтые и красные листья, чуть приметно шевелил темные ветки пихт. Рядом стоял сысой, а внизу, внизу шумела пестрая толпа односельчан и рабочих. И казалось, что все, что все смотрят только на него. И тут он увидел Арину. Подтянулся невольно и, гордо закинув голову, пошел за Кузьмой Ивановичем. Смотрел на жернова огромные деревянные шестерни, но ничего не видел и объяснений не слышал. Так же не слышал молебна. Упивался сознанием, что он первейший гость. Найпервейший. Первым идет. Сразу же за хозяином. На молебне стоит от него по правую руку. Это тебе не хухры-мухры. А Ксюша, Ксюша почти не слыхал этого молебна. Крестилась по привычке. Привычно. А думала только о Ванюшке. Давно вот уехал, а весточки нет. Помнит ли? Может, в городе и другая ему полюбилась там? Может, потому и к венцу не позвал? Вся в своих мыслях. Вся Ксюша. Кержакам строго-настрого запрещалось иметь своих попов. Строго-настрого. Кузьма Иванович не решался служить молебен открыто и служил его внутри мельницы при закрытых дверях. А поп? Поп старенький, седенький, сгорбленный растрига с пунцовым носом. Пел чуть слышно в полголоса. И стояли у водосвятия всего несколько человек. Кузьма Иванович, домочадцы и самые почетные гости. После молебна опять прошли на помост. Приказчик Кузьма Ивановича принес железные ведра, крашенные разной краской. Матрёне подал голубое с розоватой лентой, а Симеону красная с желтой лентой. Ксюша белая с зеленой каемочкой и такой же шелковой лентой. А Сысою лиловая с золотыми разводами. Ну, давай, крикнул Кузьма Иванович. Приказчики принесли четверти с водкой. Отбили горлышки и вылили водку в эти ведра. Кузьма Иванович ослабился и, чуть склонившись, гостеприимно развел руками. Плескайте, гостюшки, плескайте, плескайте водку на колесо. Пусть в охмелю мельница заработает. И Симеон опять зарабел. Жалко как-то непривычно выливать водку. А Матрена будто век водка этой плескалась. Будто век. Подняла ведро над головой и, перегнувшись через перила, вылила эту водку на колесо. С удовольствием даже. И очнулся тут Симеон и с силой плеснул из ведра. А рядом льют водку на мельничное колесо с Исой, Ксюша, Февронья и Седой Поп. И бежит хмельная волна по янтарному желобу. Бежит, стекает на колесо, а с колеса в нижний желоб. И оттуда уже прямо на землю. И вздох пронесся над лугом. Заколыхалась толпа. Кто осуждающе покачивал головой, кто протискивался к желобу, набирал в пригоршне водку и пил, обжигая горло. И хмелел при этом. А измельницы вышли разреженные батрачки Кузьма Ивановича и вынесли на подносах румяные шанги. Закусывайте, дорогие односельчане. Милости прошу, приглашал Кузьма Иванович. Не откажи кума Матрена. Пусти воду на колесо. Пусти воду. И подвел ее к украшенному лентами очупу рычагу. Навались как ума. Навались ка, а мы подмогнем. И все, все, кто стояли вокруг на помосте, навалились на этот очуп. И брызнула вода из-под ставня. Брызнула, аж закружилась. Запенилась и хлынула прямо на колесо. И дрогнуло оно, завертелось. Кузьма Иванович выплеснул последнее ведро водки. Хозяйское. Ура! Кузьме Ивановичу! Раздался визгливый женский голос. Ура! Разнеслось над поляной. И тут где-то рядом Вавилой раздался приглушенный голос. Помирились небось толстосумы проклятые. Кто это сказал? И Вавила сразу обернулся. Но кругом все обурлило. Не разберешь. Люди притискивались поближе к жолобу и к шаньгам. Михей, ты слышал? А вот сам ищу. А разве найдешь в этом море? Лужка в новом голубом сарафане несла калачи на подносе и все озиралась по сторонам, стараясь увидеть в толпе Вавилу. А хороша была лужка. Уже не такая бесшабашная, не задорная, а степенная, уверенная в себе. Рогачевские парни все, все дивились таким переменам. Ишь, пава заморская, морду как воротит, гля, прохрепел досадливо Тришка. Но Вавилы не видно, лужка забеспокоилась. И вдруг, вдруг рядом спокойный знакомый голос. Здравствуй, лужа. Освободишься, приходи на речку. Буду ждать у брода. И вздрогнула аж лужка. Изменилась даже в лице. Так приходи, повторил ей Вавила. Очень прошу. Не придешь? Заявлюсь прямо в дом к твоему хозяину. А вокруг, вокруг продолжали шуметь рогачевцы. Делили пиво, закуски. Слышались первые песни и первая пьяная ругань. Вернувшись домой, Матрона волчицей забегала по горнице. В ушах ее с тоном стояла. Ура, Кузьме Иванычу, ура! Вот это и стояло. Все эти шума, толпа. Под окнами несколько мужиков пьяно тянули. По синему мору корабель плывет. На высокое крыльцо лавки вышел Кузьма Иваныч. Песня сразу оборвалась. Мужики сгрудились в кучу, сдернули с голов шапченки и, не твердо переступаясь ноги на ногу, затянули. Кузьме Иванычу слава! Слава Кузьме Иванычу! И многие лета! лета и зимы! Лето и зимы! Упрямо по-пьяному выводил натреснутый тенорок. Может, еще промочьте горло, почтенные? А? Предложил Кузьма Иваныч. Хо! Можно и промочить. Ура, хозяину! Ура! Многие и многие лета! Ура! И Матрена метнулась к окну. Мужики были незнакомые, нездешние. Один увидел Матрену, приложил к голове пальцы, изобразив рога, высунул язык и заблеял. Бе! Бе! Хе! Бе! И заблеял и другой, показывая на Матрену. Ух ты, толстая харя! Хе! Жмотка! К ней золото рекой текет, а нет, чтоб народ приласкать. Ура! Кузьме Иванычу! Ура! Да нет у нее денег. У Кузьмы Иваныча все деньги. Хе! Бе! Семша, Ксюха, как закричит Матрена? Надавайте к этим паршивцам по шеям. Гоните отсюда этих паскудников, а? Симеон выбежал на улицу, но мужиков уже не было. Они сидели в кухне у Кузьмы Ивановича. А нам что? Ежели надо, мы еще омогем. Ты только заплати. Я ей не то, что язык. Я шо хош ей покажу. Не надо больше, ребята, не надо. Хватит, хлопотал возле мужиков приказчик Кузьма Иванович. Стемнеет малость и кыш. Кыш, мужички, по домам. Понятно вам? Чтоб духу вашего больше здесь не было. Ну, а пока выпейте еще постакашку за здоровье хозяина и вот закусите блинками. Сысой стоял в горнице, прячась за дверь и хохотал, хохотал аж до слез. Увидев, как мечется у ворот Симеон, он накинул пиджак сразу же и быстро вышел на улицу. Поищи мужиков дуралей, поищи, посмеивался он, глядя на Симеона. Господин Ваницкий крупную сеть плетет, а мы тут мелкоту пескаришек половим. Пескаришки то вернее будут. Поправив наброшенный на плечи пиджак, Сысой не спеша, будто прогуливаясь, подошел к Симеону. Что-то ты вроде не весел, Семша, а? Чего так? Сказал и насторожился. Если пронюхал чего, ударит еще. И Симеон схватил его за рукав. Ты кого ночь и делал? И Сысой тут замялся, но решил отшутиться все-таки. Стоял вот у забора, считал ворон. Да надо опять вот пересчитывать. Летают с места на место, и, сдается, ошибся я малость. Не то одну лишнюю пересчитал, не то пропустил одну. Мутные хмельные глаза Симеона сузились в две щелки. Хе, ворон, пойдем-ка лучше к Арине, тяпнем, хоть душу с тобой отведу. И аж отлегло на сердце усы Соя. Хе, вроде не сердится. Арина зачнет ругаться, скажет, пришли песни тут горланить. Опять от соседок стыдно. Пойдем, ежели будет ворчать, то вот. И он поднес к носу Сысоя кулак. М? Чем пахнет? У нас разговор недолгий. Пусть помнит ищей муки, ищей муки, она пироги пекет. А? Шли молча. Сысоя пробовал шутить, но Симеон угрюмо молчал. Мутным валом вскипала и плескалась обида на пьяных мужиков. Жмоты? Денег у нас нету. Да кто считал наши деньги? Тяжело было лужке уйти незаметно из дому. Ой, как тяжело! Пришлось пробираться огородами, за дами. За мельничной плотиной она оглянулась. Вроде бы никого. И тихо запела. Начинаются дни золотые воровской непроглядной любви. Эх вы, кони мои вороные, черногривые кони мои. Пелось бездумно, бездумно и легко. Лужка! Вавила стоял на поляне с заломленной на затылок фуражки в наброшенном на плечи пиджаке. Солнце светило ему прямо в спину. Низкое, красное. И Лужка видела только силуэт Вавилы. Четкий, стремительный на фоне зари. Вавила звал ее. Сюда иди, Луша, сюда. Вот тут садись. А девушка, запыхавшись, вбежала на гору. Что ты еще? Еще увидят здесь? И прижалась щекой к груди Вавилы. Оглянулась. Пойдем скорее подальше. не ровен час. Пойдем. Никуда не пойду. Пусть все видят. Ну и что? Здесь хорошо. Вон как. Смотри, пруд, гуси, березки у самой воды. А дальше? Дальше горы. И Вавил расстрелил пиджак на земле и говорит. Устраивайся поудобней. Ты что, вообще сдурел? И разом смятение. Не уж ты глумиться задумал. Ух ты господи. Но противиться нет сил. Пусть будет как хочет, прошептала Лушка. Все одно мне не жить. Она боялась даже поднять глаза на Вавилу. Смотрела на воду, на белых гусей, плескавшихся у самых кустов. Замешкались гуси. Давно бы пора домой уже. Мелькнула эта ненужная мысль в голове. Вавила взял ее за руку, погладил, прижал ладонью к губам. Лушка аж вздрогнула, вся сжалась как пружина и вдруг закричала. Что ты делаешь? Что? У нас на селе рук не целуют. И в городе? У бар только. Она пыталась вырвать руку, но Вавила крепче прижал ее к щеке. Потом заговорил тихо и размеренно. Каждое слово западало в Лушкину память так, так что даже и не вырубишь. Она сидела, подавшись к нему всем телом и неотрывно смотрела только на его губы. сильные крепкие губы, только что целовавши ее руку. Тебе надо знать, говорил Вавила. Со мной может случиться всякое. Но ты всегда верь, верь. Я не сделал ничего плохого. На моей душе есть один грех, только один. за него не судят, а надо бы судить. Молчи, Калитак. Я и знать-то не хочу ничего. А ты должна знать. Ну, после скажешь. Ладно, после так после. Но ты узнаешь об этом первое. Лужка. мы с тобой муж и жена. Вот так вот. И на его ладони, на его ладони заблестели два желтых кольца. Одно вот я надену тебе на палец, а второе, второе ты мне надень. Лужка пыталась отдернуть руку, мол, что ты Вавила? Родной, опомнись, ты же знаешь, кто я? Об этом лучше не нужно, не нужно об этом. Я на человеке, на душе твоей женюсь, а что было, то и быльем и поросло. И Вавила протянул Лужке руку. Надень мне кольцо. Я лучше в Бога не верю, но если хочешь, давай обвенчаемся в церкви. И только тут, только тут и поняла Лужка, что не шутит он, ей Боня шутит. Этот сильный пригожий парень, на которого с завистью глядели деревенские все щеголихи, всерьез, он всерьез надел ей на палец кольцо. Всерьез все это? Лужка схватила второе кольцо с колен, поднесла его к самым глазам, зажала в кулак и уткнулась лицом в колени Вавилы. Господи, да как же это все так вдруг? Вавила, Верь, веришь мне? Я даже Бога об этом молить боялась. А ты? На небе загорались первые звезды. Симеон с силой рванул дверь Арининой хаты и, согнувшись, нырнул в избушку. Арина бросилась Симеону навстречу. Судьбы людей в тайге Часть восемнадцатая у нас сегодня. Пендаль поставил, прошел, проходи. А не поставил, не забывай, Тузик все, вынюхает. Ага, хе-хе, вот так вот. Вот так вот и вот оно. А на сегодня у нас часть восемнадцатая. Продолжаем. Симеон с силой рванул дверь Арининой хаты и, согнувшись, нырнул в избушку. Арина бросилась Симеону навстречу и говорит, родной мой соколик, вчера обещал прийти, а так и не пришел. Всю ночь глаз даже не смыкала. Ждала и увидела Сысоя и ожойкнула, закрыла лицо руками. Что же это я? Не ойкай тут мне, будто Сысоя не знает, по что я к тебе хожу. Раз ждала, собирай на стол. Проходи, Сысоя, проходи, будь как дома. А ты, Арина, живей давай. И Симеон уселся на скамью, не спуская глаз с Арины. Ишь, как нарядилась. Сысой, бусы на шее, это я подарил. Смотри ты, ямочки на щеках. Крупич это баба, тугая, не ущипнешь даже. Ты хоть гостя посовестись, разбираешь тут меня по статьям, как барышни к кобылу. Зарделась, Арина, ой, зарделась. Как барышни к кобылу, говорит. Такую и любил ее, Симеон. Именно такую, смущенную, с затуманенными глазами. С нескрываемым удовольствием смотрел, как проворно орудует она ухватом, доставая из печки горшки. Хороша земляничка, ой, как хороша ягодка. Да, а у Семши губа не дура, щурился с Исой. Только и щурился. А эти взгляды мужчин так и смущали Арину и вызывали даже некую гордость. Все богатство ее крепкое, стройное тело, длинные белокурые волосы, уложенные в тугие косы вокруг головы, и эти же ямочки, ямочки на припухлых щеках, голубые глаза с поволокой. Пусть Семша увидит, как с Исой облизывается. Пусть видит. Заревнует малость, так даже крепче любовь будет. Медленно, плавно, словно танцуя, подошла Арина к столу. Взяла пышный румяный калач и, улыбаясь гостем, начала его ломать. То ли от душистого хлеба, то ли от сильного молодого тела Арины пахнуло в лицо Сысоя с запахом свежего сена. Тонкие ноздри его аж затрепетали, аж задергались. Арина положила хлеб и легко шмыгнул в подполье. Эй, мужики, примите-ка логушок с медовухой. М? Сысоя жарванулся, но Симеон его удержал. Ты поготь, поготь, тут дело хозяйское, понимаешь? И он принял логушок и поставил на печку. Не отрываясь, смотрел на припухлые ненасытные губы Арины и даже пожалел, что позвал с собой этого Сысоя. И Сысоя пожалел, что пришел сюда не один. Оба они пожалели. Шлепая босыми ногами по чисто мытому полу, Арина быстро сновала по избушке, собирая на стол. Вот все, гостеньки, вот все и готово. Садитесь по сторонам, а я, сиротинушка, посередке сяду. Семша, Семша, а ты разливай, разливай медовуху. А я тебя сегодня на мельнице видела. Князь им стоял на помосте, плечи широкие, ростом выше всех, как кедр промежду пихтушек. Угу. Ну, чокнемся, гостюшки. Выпьем. И залпом хватила Арина стакан медовухи и вытерла рот рукавом розовой кофты. В голове аж зашумело, аж затрещало. Не так крепка медовуха, как крепка рука Симеона, сжавшая Аринину ногу повыше колена. Аж кровь прилила к голове. И опасливо поглядывая на Сесоя, она опустила ладонь на Семшину руку. Ишь, как ладно, придумал Кузьма Иванович, смеялась Арина. Кумачи, кумачи, да на всю лестницу. А я чаяла, их после уберут, опослята. Немало, девкам все отдали. А как водку на колесо плеснули, у меня аж в глазах замерцало. Кузьма Иванович, только и он мог такой сотворить. Больше никто. Зато ему и почет, и слава. Видишь, что деньги-то делают? И Симеон как ударит по столу кулаком. Врешь! Сесой, у кого больше денег? Аришка Кузьму до небес превозносит. А я толкую тюх! 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 Кузьму! Раз тряхнул мошно, и все, и все, хватит. А ежели рогачевы тряхнут, ох, аж горы закачаются. Правда, Сесой? Прииск это не паршивая мельничонка. Это тебе не это. Вот они, пескаришки-то клюют, ухмылялся Сесой, небрежно ковыряя вареник двузубой вилкой. Откуда мне, Семша, знать про чужие карманы, а? Я вот только так полагаю. Кузьма Иванович давно, давным-давно деньгу добывает, и ой, как трудно его догнать. Да и сегодня он какого форса нагнал, аж в городе будет слышно. Все скажут, о, у Кузьмы капитал, во-во, а деньга деньгу ловит, денежка к денежке, так сказать. А ты вот, ты когда шахту пускаешь? На той неделе. И правильно делаешь, скромненько и с умом. Все село на работе будет. А за Кузьмой Ивановичем гнаться это, это пупок надорвешь. Так девуш там вторит Арина. В роте. Что тут Кузьма? Пять ведер водки да и лагун медовухи. А я? Да я. Да не хвастай, Семша, не следует. Ложись-ка лучше поспать, эти и постель постелю. Не замай, Арина, не замай. Схватил стакан и осушил его одним залпом и аж посерел. Беда у меня, сесой, ой, беда. Рабочие вон затевают что-то, крутят, ввертят, як кит на глине. На пятницу вон сход собирают. Я гонца к тядьке в город послал. Да разве успеет? Конечно не успеет. Тут самому надо думать, самому гадать. Да я вон ночью не сплю, все лежу и думаю. Мы слишком вот закопошилась одна. А вот беда, где же мне вина по боли достать? Водки нипочем не достанешь. Кузьма все как есть на колесо пустил. А вот спиртишка есть на примете. Кузьма хотел спиртом обмывать, да трекнулся немного. Кишка оказалась тонка. Решил сэкономить. Моя кишка выдержит. Давай сюда спирт. За наличные? Неужели в долг не поверишь? Ну, как не поверить? Поверю. Да ведь так получается поверил Кузьме, а он на попятную. Пиши расписку, а я подпишу. И наперед непременно на каждый день бочку спирта. Непременно каждый день бочка. Понял? На каждый день мне. Да и чтоб лошади в лентах везли ее по деревне. В ленточках. Чтоб на хомуте шаркунцы а на дуге колокольчики. И Арина аж руками всплеснула. Бог ты мой! Семша, неужто Ксюха такое шальное богатство нашла? А? А сама-то беспреданница и мается. И Сесой своим единственным глазом уставился на Арину. Даже забыл спрятать в карман расписку. Только и говорит. Ц-ц-ц. Ты по что это зацокал, как белка? Удивился Симеон. Тут зацокаешь. Уж больно медовуха сладкая. Да. Рина мастерица медовуху варить, похвалил Симеон, обнял и похлопал ее по одобрительному плечу. И еще на кое-что мастерица. Молчу, молчу, молчу. Так что, выходит, это Ксюха приз нашла? Да? Как бы так, между прочим, спросил Сесой. Она, подтвердил Симеон. А в заявке как записано? Так и записано? А кто его знает, как там записано? Я не смотрел. Ты пей, Сесой, пей, пей, запивай. Пряча свою довольную улыбку, Сесой напялил картуз на голову. Ну, спасибо, Аринушка, за угощение, за привет и за ласку спасибо. А не то бы весь вечер ворон пересчитывал. Симеон его не удерживал. Нет. Порывистый ветер гнал по земле сухие листья и обрывки картофельной ботвы с огородов. Но Сесой распахнул пиджак, сорвал с головы картуз. Осенний холодный ветер трепал его волосы. А Сесой казалось, что даже ласкал. В дальнем конце села хрипловатым тенарком прокричал с просонья петух. Ему ответил другой. Заливисто, разноголосо запели петухи над селом. «Да, только бы в заявке была указана Ксюха, только бы Ксюха была указана!» Как заклинание твердил Сесой. Как заклинание. Не зажигая огня, Иван Иванович обходил по кругу большую пустую комнату. Шел узеньким коридорчиком, перешагивал полоску света, падавшую из-за неплотно прикрытой двери его коморки. Гулко тревожно звучали его шаги в новой пустой конторе. Тревожная темнота по углам, тревожные мысли. Сегодня опять Михея зашибло, и опять это креп. Черт ты возьми, ну как же это так получается-то, а? Что за неподобство-то, а? Начал вынимать в очистных стойки, думал, теперь завалюсь лесом, а Симеон оторвал пять лошадей за грузом, и снова на шахте вершинник, и снова, на тебе. Итого впроголодь приходится ставить стойкий отброс, в отброс ставить, с промежутками. Да, завтра опять жди несчастья, не завтра, так послезавтра, вот-вот. И товарищи стали косо смотреть. Я понимаю, я все понимаю. Они ждали, что я стану управляющим все изменится. Да ведь я сам так же думал. Уйти, а? Так ведь еще хуже будет. Хоть вентиляцию немного направил, хоть вентиляцию. Скоро вот выброшу волокуши и тачки пущу. На тачках гораздо легче будет. Да, а Семша сразу снимет половину каталей. Сразу же половину. И опять тот же ад. Опять двадцать пять. Опять тот же заколдованный круг. Иван Иванович прошел свою коморку и лег. Взял со стола толстый журнал развернул. Прибавил в лампе огня. Воздухоплавание вступило в новую фазу. Еще недавно бесстрашный Уточкин летал по кругу на ипподромах, не поднимаясь выше забора. А теперь читал Иван Иванович, а перед глазами все равно Вавила, Михей, Егор, дядя Жура, Федор. Смотрят сукаризн на него. Иван Иванович повернулся на бок. Впереди еще одна целая бессонная ночь. Скрипнула дверь конторы. Послышали шаги и голос Вавилы. К вам можно? Входи, а книжку-то принес? Ну, садись на кровать, поговорим, а то мне что-то не спится. Хочешь чайку, может, а? Нет, не хочу. Понравилась книжка? Не все что-то я сумел понять. Далеко не все. Это ж как получается. Герой сколько бы ни бился, ничего сделать не может. Если ну, как бы сказать, пока история снизу не подопрет. Ну, в общем, ты все правильно понял. Все правильно. И Иван Иванович натянул сапоги, подошел к стоявшей в углу железной печке и снял с нее чайник. Давай все же чаевать. Садись к столу. сахар нет. Я моркови сушеной купил. Ты знаешь, вполне даже заменяет. Сосешь себе ее и думаешь леденец. Вот только правда да, вот только горчит малость. А че это ты на меня так уставился? А? Вавила отхлебнул чай из кружки. И сразу же отставил ее. Подперев кулаком подбородок, задумчиво покачал головой. Да вот с Михеем вместе читали. Он мне говорит, говорит, теперь я понимаю, почему Иван Иванович ничего поделать не может. Как было, так все и идет, ведь. Ну, вот я и решил вас спросить. «Если вы эту книжку тоже сами читали, так зачем связали себя, став управляющим, а? Зачем?» тихли ходики на голой стене, тикали и тикали. В окно стучался холодный осенний дождь. Иван Иванович отрезал ломать хлеба, густо его посолил и долго жевал, сердито разглядывая и разглаживая свои усы. Рождалась обида. Обида не на Симеона и даже не на себя, а на Вавилу, на Вавилу с этим Михеем. И он угрюмо пробурчал. Да, смотрели в книгу, а увидели фигу. Плеханов ведь писал про историю государства, А тут маленький прииск тебе. Да и разве я ничего не сделал? Кто вентиляцию вам направил? Кто? Кто проложил настил до колоды? А кто завел порядок в горе? Молчишь? Я бьюсь, бьюсь тут, как рыба об лед, а вы все по кустам. Товарищи еще называетесь. И Вавила тут понял, как трудно сейчас Иван Ивановичу и решил переменить разговор. Вот и журнал возвращаю. Тоже прочел. Все бросили. Все не унимался Иван Иванович. Еще упрекаете? Один в поле не воин. Иван Иванович, а где же хваленый морковный сахар? А? Сахар? Сейчас достану. Ну, а статья в журнале хоть понравилась? Нет. Что ты? Последние часы жизни Пушкина. Так написано, ух, я считал, аж слезы капали. И что ж тебе там не понравилось-то? А может перенесем этот разговор на завтра? Нет, говори сейчас. Иван Иванович сел напротив Вавилы. Неужели тебе не понравилось? Написано же с таким чувством. Написано здорово, да, тут не поспоришь. Ну, читаешь и слышишь, как стонет Пушкин. Прям в ухо тебе стонет. Даже аж страшно становится. Отложил я журнал и пробую вспомнить про Балду, про Салтана, про Руслана с Людмилой. Люблю я про них читать. Люблю. Даже на память маленько помню. Пробую, а не могу. Вот вроде начну. Океан поднимет вой, хлынет на берег крутой. Вот начну, а слышу один только стон. Стон и все. И что ты будешь делать? И так мне больно за Пушкина стало. Так больно. Я раньше тоже знал, что он умер. Ну, просто как-то знал об этом, да и все. А когда читал его стихи, то аж живым видел. А вот тут как раз и почувствовал, что все, что мертвец на меня говорит. Мертвец. прочел я эту статью и будто меня как обокрали. Гробокопатели эти. Ну, тут ты, пожалуй, даже прав. Я тоже, когда читаю такие статьи, как захватить, не могу оторваться. А вот в душе что-то переворачивается. Какой-то протест. просто досадно, что так много людей присосались к Пушкину, как пиявки. Присосались эти сосуд и сосуд и кормятся и кормятся и мертвят его стихи. Мертвят. Уж смотри ты, смотри ты, как правильно все понял-то, а? Да кумекал. Иван Иванович налил горячего чаю. Пил аппетитно, аж причмокивал. Громко. С примирением пришла успокоенность. Он даже гордился своим учеником. Гордился, что для Вавилы стих это не красивые пустые фразы, а рассказ живого человека, живого поэта. Молодец, молодец, повторял он про себя. И тут Вавила протянул ему исписанный лист бумаги. А это что такое? Начнем с того, что лес пишется через ять. не заметив, как густо покраснел Вавила, Иван Иванович достал из стола карандаш и исправил эту ошибку. А дальше перестал их замечать. Просто перестал. Его изумил тон решительный, твердый и неожиданность требований открыть на прииске школу и платить рабочим не по квиточкам, не квиточками в хозяйскую лавку, а деньгами и не увольнять рабочих без согласия комитета. Какого комитета? есть тут такой. Рабочие и вас выбрали в комитет, но решили пока держать в секрете. Это наши требования, наши требования. Посмотрите их, пожалуйста, и подправьте, где надо. В четверг комитет решил созвать сход всех рабочих. Провалишь опять. Помнишь, что наше собрание в лесу? Угу. Помню, но только теперь я уже не один. Чего? И сколько же вас? Считать так пальцах на руках не хватит. Ого! И Иван Иваныч даже приподнял на лоб свои очки. А не обмануешь Вавила? На прииске много обиженных, да, много недовольных, но они не годятся для действий. А рабочая боевая дружина? Это что, в мечтах, что ли? Нет, уже есть. на нашем прииске есть. Я, Иван Иваныч, сам в боевой дружине школу прошел. Сам. На каторге сколько мечтал, если бы, мол, на каждом заводе, в каждом цехе, да и создать рабочую боевую дружину. И вот главный большевик нашей партии выходит однажды на улицу и кричит «Выходи, дружинники, стройся, на баррикады, дружинники!» Ну и партия объявила «Долой самодержавие! Долой царя и этих прицарков!» К нему, конечно, жандармы, казаки. А что они сделают, если вокруг уже встали дружины с винтовками? Что они сделают? Встали уже со знаменами, если среди солдат каждый десятый дружинник. Вот тебе и революция! И он промолчал, помолчал немного. Потер шершавой ладонью горевшие щеки. Мечтал на каторге. Вот как выйду на волю, где я не буду. Первым долгом буду стараться найти боевую дружину. Свою боевую дружину. А не найду, так сам ее организую. Настоящую боевую. в тюрьму меня посадили как раз из-за этой рабочей дружины. И выйдя на волю, начну с нее. а ты постой, я слышал, что большевики сейчас не одобряют боевых дружин. «Та быть такого не может. С чего бы это? Где вы слышали? Может, плохие дружины? Ведь всякие были?» Иван Иваныч не мог вспомнить, где же он слышал о распуске боевых дружин. Но где-то слышал. Не об этом он думал сейчас, оторопело, приглаживая волосы. Ему вспомнилась Москва. Москва и трамвайная остановка. Снег, дуговой фонарь, длинный и несуразный, обрубком бревна висел прямо на столбе. И холодно-холодно, аж мозгло. Вспоров висевшую в воздухе снежную муть, вдали показались огни трамвая. Все ближе и ближе. Прогрохотав возле столба, вагон так и не остановился и ушел в белесую мглу. Вот так и сегодня жизнь проходит мимо, как этот самый трамвай. И кто же ведет ее? «Всем пишу, а в уме ничего», подумал он. «Страшно отстать и страшно остаться одному, и потом безуспешно пытаться догнать, а не догонишь». И Иван Иванович еще раз перечитал лежавшую перед ним бумагу. «Ну что ж, в общем, все правильно. Как же мы?» Иван Иванович подчеркнул именно это слово «мы». «Как же мы поступим дальше?» «Тут надо выбрать рабочую делегацию и передать требования Устину». «И опять я в стороне», думал Иван Иванович про себя. «Опять в стороне». «Да, ну давай сделаем иначе немного», сказал он. «Я думаю, нас интересует не внешний эффект, а конкретные результаты. Так ведь?» «В глазах Устина у меня кое-какой вес имеется». «Не правда ли?» «Так давайте я. Я передам ему эти требования. И подкреплю их своими словами». «Решили?» «Так будет вернее». «Я подумаю. Я переговорю с товарищами». «Ну что ж, поговори». И Вавила ушел. А Иван Иванович долго еще ходил по маленькой комнатушке. Странно. Это же были мои товарищи. Мои товарищи. Когда Вавила здесь еще и в помине-то не было. А теперь это что ж получается? Что он между нами посредник? вон оно чего? Что накручивается? И попробовал отогнать эти ревнивые мысли. Лег на кровать и развернул журнал. Но что-то не читалось ничего. Думалось совсем о другом. Спасибо Семше поставил хоть на настоящее дело. Радовался Егор поутру приступая к работе. Спасибо ему. А сейчас в конце смены перед глазами туман. Аж колени дрожат. Пальцы сжимают ручки тяжелой тачки и нет силы разжать даже их. Перехватить поудобнее. А тачка эта будто живая. Да с норовом. Упирается. Мотается из стороны в сторону как пьяный мужик. Туда сюда. И Егор с трудом поднимает голову и оглядывается. Еще утром все вокруг было завалено пихтовыми бревнами. лежали они роняя на землю смолевые слезы. Терпкие как Егорова вся жизнь. И такие же вязкие как его судьба. А сейчас эти бревна растащены все. Все растащено. И щепа засыпана желтым песком. еще заметнее стала черная дыра шахты и серые покаты, протянувшиеся к бутаре на речке. А катать тачки это по плечу только молодым. Молодым и сильным. И сейчас Егору даже кажется, что в насмешку Симеон поставил его на тачку. в насмешку. Катал бы, если бы была сила. А откуда силе прийти, ежели утром один только ломтик хлеба? Да и в полдень Ксюша насильно сунула в руки блин. Этот блин и сейчас за пазухой. Пока-то узкие, в одну плаху дорожка и разъехаться каталем негде. А тачка тяжелая, кати да бутары без остановки. Остановишься на подъеме и все. И даже с места ее потом не сдвинешь. До хруста в суставах, до радужных искр в глазах напрягает силы Егор. А тачка все равно валится на бок. «Братцы, кого же мне делать? Как же жить-то дальше?» Ксюша старшая на промывалке. «Золото могут украсть. Нужен свой глаз». И после отъезда отца Симеон приказал ей работать на бутаре. Она слышит крики Егора и бросает грибок и подбегает к нему. «Дядя Егор, дядя Егор, присядь, отдохни. Может, к утру полегчает. Обвыкнешься». И слышит, она слышит, как от шахты кричит Симеон. «Эй, Ксюха, подгони там Егора. Вишь, дорогу загородил». «Ух ты господи, гнать-то куда!» «И так вон еле стоит», шепчет Ксюша. «Но Симеон старший мужик. Она не может его ослушаться и просит. «Дядя Егор, дядя Егор, поднатужься, а?» Сем шевелит. «Давай я подсоплю». И тогда возбужденные голоса приискателей разорвали тишь. «Куда уж гнать-то Егоршу?» И так мужик обессилел. «Ироды, креста на вас нету! Звери!» «А эти крики жгут Симеона! Ой, как жгут! И надо бы убрать спакатов Егора!» «Но за ним стоят пять каталей!» «Пять!» «Ну-ну, живо!» кричит Симеон и идет уже к Егору. Симеон сегодня праздничный ярк. Бархатный малиновый жилет на голубой рубахе, как заря на утреннем небе. Русые, аккуратно подстриженные бородка, синие плисовые штаны заправлены в сияющие сапоги. «Ну, Егор, я кому сказал? А ну, живо! Других только задерживаешь, а то как двинусь сейчас!» А этот окрик штукнут. Пугливо втянув голову плечи, Егор напрягся и толкнул тачку и оступился с покатов. Падая, ухватился за Симеона. И на малиновом жилете остался шматок желтой шахтовой грязи. «Эх, марать! Нарочно марать!» И отцовская ярость аж захлестнула Симеона. И он наотмаш ударил Егора кулаком прямо в ухо. Егор охнул, присел и медленно повалился на бок. «Егоршу бьют!» крикнул кто-то. «Егоршу!» Сбегались приискатели, оттесняя Симеона к шахте. «Сход! Сход собирать! Забастовку! Куда же это такое дело, а? Забастовку!» А крылатые слова ветер разносит. И весть о том, что рабочие требуют забастовку, долетела аж до забоя, где работали Михей и Вавила. Пробираясь по низкому штреку, Вавила говорит. «Раньше времени началось. Ой, плохо это все. Но будем пытаться довести до конца. Ты, Михей, начнешь говорить с народом, а я тебе подмогу. Нужно, чтобы все, все работу бросили. Если хоть пять человек выйдут, забастовку сорвут». «Не сорвут. Которые на работу потянутся, мы их по шее, по шее». «А если их сорок будет? Что тогда?» «Ничего, осилим всех». «Ты не зарывайся, Михей, не зарывайся». И добрались до ствола. Михей встал в бадью и закричал «Эй, наверху там, поднимай на гора, эй!» Но канат висел неподвижно. «Эй, там, наверху, что, заснули, что ли?» «Я тут один остался, остальные убегли на шахту все, привалило кого? Не, из Рогачева народ с огнями валит. Батюшки Светы, батюшки, вся дорога в огнях. Что ж там такое стряслось-то? Ну, а мне одному бадью никак не выкрутить. Я один никак». И пришлось лезть по мокрой, по осклизлой крепи. Темная осенняя ночь окутала горы. Небо заволокло тучами, и только над самым шурфом сиротливо мерцало несколько звезд. «У шахты густая толпа народа. Поднимаются к небу яркие языки пламени, а с перевала сползает долину огненная река. С утра у покосившейся пятистенки Устина толпится народ. Там во дворе творилось невиданное. Чистили откуда-то пригнанных лошадей. Подбирали парами. Рыжая пара огонь, а не кони, а рядом чубария. Ветер трепал гривы с вплетенными лентами. Посредине двора мазали телеги, ходки и катили бочки. В ворота то въезжали под воду с каким-то грузом, то на вершнях наметом выскакивали гонцы и подлай деревенских собак мчались по улице. Всем распоряжался Сысой. Сысой Пантелеймонович, кричали из толпы. Скажи-ка, мил человек, чего это будет-то? Семен Устинович шахту обмывать собирается. Батюшки, что ж такое опять удумали-то, а? Шумел народ у дома Устина. Забежав в сене, Сысой опустился на катку с водой, и, расстегнув ворот, вытер платком вспотевшую шею. Еще утром он выведал у Матрены, что Арина не соврала. Прииск действительно открыла Ксюша. Удалось посмотреть заявочные свидетельства и план отвода. Ксюшина. тоже стояло именно Ксюшина имя. Надо б жениться на девке. Да тут Ваньша встрял. Эх! И еле сдержал себя с Сысой, чтобы не поехать сейчас же, сейчас же в безымянку за Ксюшей. Еле дождался вечерней зари. Сысой Пантелеймонович, пора поди начинать уже, торопили его мужики. Солнце уже садится, небось. Пожалуй, пора. Эй, запрягай! Каурую пару подать к дому Кузьма Ивановича. Каурую пару подать к дому. К дому Кузьма Ивановича. Поняли? И народ зашумел. Затрещали жерди забора. Кучер подвел крыльцу первую, серую в яблоках пару. Ух, кони! Кони-то какие! Глянь! Ахали и охали мужики. Отродясь в Рогачеве таких не видывали. А Матрёна-то! Здравствуй, тётка Матрёна! Здравствуй, матушка! Пели бабы! А Матрёна стояла на крыльце, величавая, с поднятой головой. На плечах шубейка алого рытого бархата. Голубой атласный сарафан, широкий, как степь, чуть приоткрывал носки козловых башмаков. Сам Сысой! Сам Сысой вел её под руку, как невесту. А на согнутой левой руке его голубела шаль с красными и синими цветками. Ступеньки крыльца застланы бархатом, таким же, как у ненавистной февроньи на парадной, к обедневшей шубе. «Здорово, гостюшки, всем буду рада, а сама головой даже не кивнёт. Здорово, матушка, здравствуй!» И соседи насельчане кланялись в пояс матрёне. «Матрёна Родионовна просит вас, гостюшки», сказал Сысой. «Просит вас пожаловать на открытие новой шахты, на прийске богом дарованным!» И посадил Матрёну в тарантас и сел с ней рядом. «Трогай, трогай, да потихонечку, знаешь, кого везёшь!» Орловские рысаки вынесли ходок с Матрёной и Сысоем на пыльную дорогу. За ними ходок, запряжённый каурами, каурами-лошадьми. С Кузьмой Ивановичем и Февроньей. А дальше телеги, гружённые лагунами с медовухой, бочками со спиртом и со снедью. Целую ночь, целый день пекли по окрёстным сёлам угощение для рогачёвцев. А из переулков появлялись новые брычки, ходки и новые телеги. Порожние это уже для гостей. Шумят рогачёвцы, рассаживаются по подводам или запрягают своих лошадей. Многим мест даже не хватает и они в темноте по кустам идут пешком напрямки. Ну и это предвидел Цисой. Даже и это. Всем пешим раздавали смоляные факелы и десятки огней засветили всю тайгу. Словно в светлое воскресенье шепчет Арина, мастясь на одну из брычек. На душе у неё и празднично, но и обида тоже грызёт. Мог Сёмша и меня упредить. Мог бы какой-нибудь наесть захудалый ходок послать. Я же ему за место жены. А кортеж действительно как в светлое воскресенье. Целое факельное шествие тебе. На перевале его встречают четверо верховых и палят в воздух из ружей. Течёт людской поток в безымянку. Светят во тьме факелы. Празднично ухают ружья. Кони даже пугаются, ржут, и девки визжат на телегах. А у шахты горят костры. Брёвна, ещё недавно лежавшие в беспорядке, растащены, и вся площадка застлана кумачом. Вавило с трудом разыскал Фёдора. Как забастовка? Да что тут творится такое? Какая тебе забастовка? Зашумели вокруг. Шпирт привезли. Нынче вавило не след бастовать. Сегодня гулять будем. Погуляем, а завтра можно и бастовать уже. Ты нашего праздника не замай. Не замай. А народ только пребывал и пребывал. Вспыхивали новые факелы и новые костры. Багряные отцветы плясали на лицах людей. На промывалке всё приготовлено к съёмке первого золота с шахты. Ксюша сама убрала с колоды трафареты. Сама лично. Грибком собрала в верхнюю часть осевшую на дно породу пробуторила и сейчас в голове колода лежит небольшая кучка отмытой гальки. Она прикрывает золото. Обычно старатели снимают золото, стоя рядом с промывалкой. А Ксюша забралась в колоду прямо с ногами. Вода хлистала по бродням. Иван Иванович покосился на Ксюшу и сердито сдвинул на неё брови. Хозяину нельзя запретить кататься одному в четырёх каретах. Ничего нельзя запретить. Но Ксюша-то... Ксюша зачем лезет в воду? В воду-то зачем? Выйди из колоды, ноги ещё промочишь. Прикрикнул Иван Иванович. Не промочу. Мне цыгры сшили. Цыгры? Какие ещё цыгры? Чулки такие. Это из телячьей кожи, чулки. Ксюша с детской хвастливостью приподняла ногу и показала. Ну вот только воняют они, правда. Выделывать шкуру нельзя, а то станет воду пропускать. И Иван Иванович потихоньку, стараясь остаться незамеченным, отошёл и побрёл вниз по реке. А на поляне, на поляне загорались всё новые и новые костры. Иванович это революция, получается, что ли? Всё! Власть меняется, как в том фильме. Всё! Власть поменялась! Но мне, если честно, нравится такой поворот событий. Ребята, мне действительно даже хотелось бы, чтобы Ксюша стала действительно по праву. Ведь она, это же она действительно нашла. Тогда и побить хотели за это яичко золотое. И видите, всё равно мужики взяли верх. Неужели Ксюша станет владелицей этого прииска? Интересно. Девки пляшут, да? Ну, мне было бы так, что... И мне кажется, и вам хотелось бы, чтобы так всё произошло. Ну, Устин как-то чересчур. Но тоже, как Ксюша себя поведёт здесь, это тоже вопрос. Как говорится, как только деньги, власть почувствуешь, а всё, будешь керувать уже так, как Устин, а то и хуже. Устин тоже вспомните вначале, как только нашли, его даже там выпрали за это золото, которое нашёл. И он не знал, куда тыкнуться, мыкнуться, тыкался, мыкался, да? Пока ему не сказал тот каторжник, как и что сделать правильно. Ну, а Ксюшу вообще забили в угол. Тут, мне кажется, даже будет интересно событие. Может быть, даже она Устином управлять будет, если такое произойдёт. Мне кажется, он не стерпит, он уйдёт куда-то, этот Устин. Ну, как ни на есть родичи. На сегодня, ребята, всё, услышимся уже завтра, ставьте ваши педали. Завтра увидимся в 12, ого, по Киеву, как обычно. Будильник ставьте и приключения будут завтра. Золото пойдёт, наверное. Тут прям как открытие целое. Ксюша, наверное, вытянет новое золото. Ну, тогда уже до завтра. Золото уже увидим завтра, а на сегодня по кеду. Вот так вот. Так что по кеду. Покеду. Судьбы и жизни людей в тайге. Заключённые в тайге. Часть девятнадцатая. Поставили педали, проходите. Тут у нас КПП, вы все знаете. Всё, вот так вот. КПП с Бобиком, с охранником Петровичем, всё знаете. Бобик всех понюхает, кто поставил, кто нет. Вот так вот. Вот такие правила. Вот так вот. Поставили? Всё, всё, далее, слухаем. Часть девятнадцатая. А на поляне всё загорались и загорались новые костры. Симеон даже не сомневался, что золота будет много. Но хотелось блеснуть богатством. И пока Ксюша там буторила гальку, он незаметно подсыпал в колоду золото. Матрёна прошла к промывалке и села на стул. Стул был только один. Кузьма Иванович и Февронья стоят за спиной Матрёны. Стоят как рынды. И Симеон крикнул сысою. Давай бочку со спиртом. Давай! И народ аж ахнул. Неужто спиртом будут мыть? А? И десятки услужливых рук целые десятки уцепились за тяжеленную бочку и покатили по кумачёвой дорожке к промывальной колоде. Катили неровно, рывками. Бочка то упиралась в обрубки крепи, то застревала в корнях срубленных тальников. Неровно как-то шла. А под дорожкой хлюпала болотная грязь и струйка забегала на кумач. Под заутор хватай бочку! Под заутор! Суетился Егор. Ну же! Его охватила общая возбужденность. Охватила его! Ворот холщовой рубахи расстегнут. На бурой жилистой шее на грязном гайтане висит маленький бронзовый крестик. Он попал под руку. Как раз попал под руку и зацепился. Ну язви тебя в печенки! Ругнулся Егор и забросив этот крестик за спину снова вцепился в заутор бочки. А ну дружней! Дружней бери братцы! Дружнее! Не уж ты сегодня каши мало ели! И бочку все-таки докатили до промывальной колоды. Перевалили через борт пробкой вниз. Ну вышибай! крикнул Симеон. И сысо измахнул топором и пробка вылетела. И тугая струя спирта ударила в кучу породы. вторую готовь приказал Симеон и засучив рукава начал грибком отбирать гальку. Струя спирта аж била из бочки бежала по колоде и смешивая с грязной водой в канаве стекала в ключ. Ну все пей рабя пей кричали вокруг напивайся а ну не пхайся че пхайся на руку наступили окаянные на руку же наступили крики у канавы шум гам спирт черпают кружками аж котелками чем есть а кто пьет сразу пополам с грязью кто отходит в сторону и дает немного отстояться а кто и в руки набирает задние тесни от передних ругаются бодаются Егор забрался в канаву и черпает спирт в цибарку он не будет пить а разольет по бутылкам а графена снесет их в соседнюю деревню и обменяет там на зерно да только мало удается собрать по канаве плывут вверх брюхом одуревшие гальяны давай вторую бочку Сысой Пантелеймонович давай вторую и вторая бочка так и плюхнулась в грязь Сысой поднял руку и машет в воздухе картузом ура ура подхватывают все пьяные голоса ура конечно за шпирт на ура кают слава Симеону Устиновичу и Матроне Родионовне тоже слава ура а Матрона ликует и не в силах удержаться поднимается и кланяется и кланяется во все стороны ура слава тебе долгие лета а стелек разгружает лагуны с медовухой коврыги хлеба бочонки с селедкой пей да гуляй веселись народ и загораются и загораются все новые и новые костры Симеон то будет когда-то и мой тоже может быть даже очень скоро ура кричат все какая уж тут забастовка махнул рукой вовило и пошел себе к баракам тихо шумел ветер в вершинах неслись по небу тучи за спиной полыхали костры от света их метались по темным пихтам и слышно было как высокий тенорог старательно выводил и беспрерывно гром гремел и в дебрях бури бушевали и какую-то гнетущую тоску слышал вовило в заунывных звуках этой знакомой песни певец вкладывал в нее свой смысл и жаловался себе самому ничего не ожидая и ничего не прося и ни на что не надеясь это над ним беспрерывно гремели громы именно над ним и вокруг него бушевали бури а он беззащитный против громов этих стоял и тосковал а что ему оставалось голос певца заглушили визгливые выкрики ах вы сени мои сени сени новые мои подхватили зычные голоса и в лихих переборах запела тальянка вавила рынком поднял мокрый ворот шахтерской тужурки рынком поднял и пошел быстрее хотелось скорее дойти до землянки и завалиться на топчан и гори они там всем все синим огнем хоть гори ах народец пошел то то вспыхнули как солома все забастовка да забастовка революция а привезли им жбан брашки все все пошли в присядку навстречу идет Иван Иванович на ходу ядовито бросил вавили я же говорил тебе здесь не с кем работать а ты боевая дружина да боевая дружина не она ли подгорную пляшет а кто сейчас там пляшет пойду посмотрю а то твоя дружина и шахту сожжет еще а упреки Иван Иванович это как удар хлыста по роже эх черту все уеду уеду вавилу догнал Михей и зашагал рядом погрозил в темноту поют сволочи все пошло кошке под хвост все и после таких слов вавиле стало немного легче мол все-таки не один возразил не столько Михею сколько самому себе врешь что-то осталось да что-то осталось да ничего не осталось слышишь как Егор золовьем заливается а золовьем поет а говорят из-за него бастовать хотели вавила долго еще шел молча думал заговорил опять обращаясь не столько к Михею сколько к самому себе а ты что хочешь чтобы все было как по команде бастуй и все и все тебе бастуют сразу же бери Устина за жабры и все и все берут за жабры что ли нет хочешь работать с народом так прежде поближе его узнай да разузнай все ну возьми к примеру Егора душевный он промой да может это первый праздник первейший праздник за всю его Егору жизнь тайга шумит костры голова от медаухи аж кругом идет ну вот и забылся Егор и запел впервые в жизни а завтра посмотрит на своего петюшку голодного да и у самого в животе забурчит все припомнит все вспомнит потом так ты шо думаешь а хомутаем все-таки Устина а сдался тут Михей только Устина а кого же еще у Кузьмы работал с Кузьмы требовал да а сейчас Устина кому кому еще слыхал в притаежном фронтовиков опять требуют на призывную комиссию слыхал вот смотри снова забреют Михей даже остановился ну нет уж хватит на войну не пойду хоть тресни может тоже Устину об этом скажешь так мол и так Устин Силантич не хочу я снова солдаты так и скажи ему а Устин то тут при чем ну вот я об этом и говорю крепь канаты обсчеты поденки это все Устин а война казацкая нагайка каторга это уж не Устин более эх Михей в Петербурге на фабрике намашусь бывало молотом за 12 часов делю в барак приползаю как плюхнусь на эти нары аж в ушах звон звенит а барак барак аж вспомнить страшно длинный темный а на нарах сто пятьдесят человек сидит кто на гармошке играет бабы стирку ведут детишки кричат рядом со мной жили дядя Архип с дочерью Ленкой он кузнецом был а я у него молотобойцем о человек кремень высокий сутулый руки почти аж до самых колен не работают так руки плетем у него болтаются но уж как зажмет в клеще железную полосу как ударит по ней ручником словно аж картину пишет не налюбуешься я ударю далеко не так я испорчу поковку а он меня мах по уху как треснет а кулак кулачища как арбуз аж искры из глаз а потом еще кряхтит на меня полдня мол ну прости уж люблю злю я тебя как сына но ведь ты вот железо ведь испортил так и говорит а я злюсь не твое мол железо хозяйское какое тебе дело до него а да хозяин в него только копейку вложил а я душу понимаешь ты понимаешь какой человек вавило старался рассказать все обстоятельно и спокойно чтобы Михей понял понял все и уловил самое главное чтобы ничего не упустил но голос все-таки порой срывался а в жизни дяди архип делок был в лавке его обсчитывают мастер штрафует зазря а он все молчит молчит да помалчивает однажды спрашивает меня скажи сынок есть ли правда на белом свете а я говорю да нет ее дяди архип где же и взяться врешь есть правда он еще спорит со мной рядом она говорит только не каждый видит ее вот добраться бы до царя и рассказать ему все как есть все как люди живут у царя батюшки правда только у царя батюшки и примолк тут вавила и Михей тоже молчит про 9 января слыхал Михей слыхал мы с дядей архипом в первых рядах шли хорок внесли боже царя храни пели за правдой к царю шли а у тебя закурить нету да я же не курю вавила долго искал по карманам кесет ну а дальше то что тихо спросил у него Михей дальше и вавила крепко аж до боли сжал локоть Михея дальше убили архипа дальше мы с ним рядом упали меня в ногу уранили а он только прохрипел мне запомни и вавила опять поискал кесет и не найдя продолжил одиннадцать лет уж как прошло а я до сих пор слышу вот это запомни люди показали мне где правда люди показали и вовсе не у бога она эта правда и не у царя а здесь рядом только нужно драться за нее понимаешь драться Михей по другому никак кажись понимаю но запомни Михей для всех я крестьянин и никогда в Питере не был запомни это глухо настороженно шумела ночная тайга все тише и тише доносились пьяные песни шли без дороги раздвигая колючие лапы пихтовых веток ломая стебли засохших пучек Михей тяжело дышал и переходя ручейки жадно пил воду тяжелые думы вывернул из-под спуда вовила своим рассказом все вывернул Михей видел царя на параде невысокий такой рыжеватый с одутловатым лицом он стоял с поднятой рукой и улыбался ему представлялся дядя архип на белом снегу залитый кровью а царь этот стоит и улыбается стоит и улыбается ему вспомнился фронт белокур и вятич фадей в луже крови и с распоротым животом кишки все валяются а царь стоит и улыбается ты че молчишь окликнул вавила м но Михей не слышал вопроса с полуночи начал накрапывать дождь потом полетели снежные хлопья и еще ярче загорелись костры и еще теснее окружили их люди еще чаще чтобы согреться тянулись к лагунам с медовухой тянулись а Ксюша устала она все время была на ногах то открывала лагуны то подтаскивала хлеба снимая с телеги лагун услышала как ее окликнул сысой отойдем Ксюша в сторону а это еще зачем дело есть до тебя Ванюшка приехал тише тише отойдем подальше буду ждать у сухой кедры по дороге на лесосеку и трехведерный лагун показался Ксюше легким легким вообще она бегом оттащила его костру и бросилась в тайгу не забыл Ванюшка приехал пихты скрыли огни костров и заглушили эти пьяные песни только шумела тайга и громко громко билось Ксюше на сердце вот и тот самый кедр Ванюша тут я шагнул навстречу с Исой Ксюша стояла вся разгоряченная растревоженная предстоящей встречей с Ванюшкой и Исой слышал ее порывистое дыхание хмельной от брашки он потянулся к девушке почувствовал под рукой тугое плечо и забыл забыл даже зачем звал Ксюшу и рынком притянул ее к себе и зашептал люблю люблю только одну и верил сам что никогда никого не любил до сих пор что Ксюша единственная только она Ксюшенька радости моя и губы скользнули по шее пусти пусти Ксюша уперлась ладонью в подбородок Сысоя и силой рванула и слышала как упал на землю Сысоя попятилась прижала спиной кедру и застыла но Сысой поднялся поднялся совсем хмельной Ксюша Ксюшенька радость ты моя не подходи окаянный не подходи Ксюшенька Девушка дура девка все разрушила от подлюка от сука в ярости хрипел Сысой но отступил и затаился в темноте приводя свои мысли в порядок и вдруг вдруг Ксюша услышала его смех от дура а что надумала я же люблю тебя как сестру и Ванюшку тоже люблю не подходи да не подойду я не бойся придет время сама подойдешь в ноги поклонишься сама поцелуешь вместе с Ванюшкой а сына будешь крестить меня в крестные позовешь первому и румку подаш я ведь знаю что вы уговаривались венчаться убегом я все знаю а Устин пронюхал хопа и увез Ванюшку все теперь сколь не бейтесь а не быть вашей свадьбе Устин уже подыскал Ванюшке купецкую дочку а я а по-своему повернуть могу по-своему и устин сам к тебе сватов зашлет сам уговаривать тебя будет выйти замуж за Ванюшку увидишь побачишь может слушать меня не хочешь и сызнова будешь ножом махать тут а сказывайте все сказывайте сысой пантелеймоныч ишь вспомнила как у сысоя отца зовут то-то и оно то-то и оно скажи одно слово и не позже пасхи будем свадьбу играть только одно слово какое еще слово по голосу слышу опять дурное подумала а у меня нет дурного нет дурного даже в задумке ведь это ты нашла золото ты а устин завладел богатством да еще и попрекает тебя он он какой а я знаю я знаю как тебя сделать хозяйкой богом дарованного кумэкаешь устина кукиш а у тебя миллион и сразу к тебе от устина сваты сразу же в тот же день вот побачишь а уговор мой такой я тебе ванюшку а ты мне половину прииска ну чё молчишь может счастье твое не стоит половины прииска а да про это даже и думки нет да ты шуткуешь небось а и ты пошуткуй скажи в шутку что согласна а я посмеюсь и ты посмеешься а как дело пойдет уже всерьез так вот шутки все и отбросим я перед богом клянусь будет твоя свадьба с ванюшкой ну и ты тоже поклянись что отдашь мне половину прииска да боязно как-то обман да и супротив дяди идти а убегом венчаться не обман что ли и прииск то твой ты свое вертаешь не чужое ну убегом бывает а тут что-то не пойму я сысой пантелеймоныч вроде и правильно все оно стыдно получается мне стыдно так вроде любовь то я как как бы обманом беру а никакого обмана тут нет о ванюшка ведь любит тебя да он мне сам говорил жить не могу без Ксюхи так и говорил а устин его он каждый вечер возит к невесте каждый вечер богом молил устроить вашу свадьбу ну вот я и старался изо всех сил сколько денег потратил а ты стыдно говоришь шуткуешь ванюшка мне весточку он подал так мол и так обскажи Ксюхе все как есть и делай свадьбу побыстрее а то мол тядька на масляной женит меня и все эх если ванюшку увидеть думала Ксюша а невесту я знаю видывал белая сдобная как бы ванюша сам не того ну как по рукам ну не могу я решиться вот так вот без Вани не могу так я поеду в город и все обскажу ему согласна нет мне надо Ваню самой увидеть и это проще простого утрись как будет светать я к паскотине лошадей подгоню таких подгоню что здешние не догонят нет ветер они лошади и мигом к ванюшке доставлю ну а сколь день ехать сысой так и не успел ответить ксюша сообразила рогачевские мужики бывают по месяцу в город ездят значит несколько ночевок с сысоем а кто знает что у него там на уме да и как ванюшка взглянет на ее поездку вдвоем да еще с мужиком и она тихо отступила к дороге сысой что-то говорил там за ее спиной еще а она уже не слушала и торопливо бежала прямиком на прииск как же мне ванюшку то увидеть непременно надо увидеть поговорить с глазу на глаз да и поскорее не ровен час окрутит дядя его ой как окрутит не доходя до поселка вавила сказал михей дальше один уже иди а меня должна лужка ждать наверное вместе со всеми пришла лужка погоди вавила понимаешь ты неловко в чужие дела встревать а ведь ведь друзья мы с тобой ну да конечно друзья ну тогда не обидься упредить хочу прямо прямо как брата лужка ты знаешь того как бы сказать и вавила тут перебил его она сама мне все рассказала а ты про это забудь мне лужка жена сдурел я думал ты просто с ней шаш не завел и то соромно то хотел упредить тебя жена не не хочешь видеть ее не неволю но если как сестру принял эх хорошо было бы скажи ты по бабам не бегал ну так я ж мужик человек и она человек тоже ты плюнь тому в морду кто ее первые в кусты потащил не иначе клялся вечной любви а ведь девки верят нам верят же девки же ведь любви хорошей хотят а ты плюнь в того кто платки расписные сулил а в лужку не плюй меня она не хуже вас с тобой хочу я просить тебя быть дружкой на свадьбе так ты и свадьбу хочешь править обязательно а как же у тебя займу у Ивана Ивановича займу но чтобы было дело с честью честь честью как положено все да ну и дела а ты подумай а я пойду лужку искать и Вавила нашел ее на тропе у землянок она стояла укрывшись под пихтой увидев Вавилу лужка раздвинула ветки и побежала навстречу я то искала тебя только спрашивать не решалась вот черт хорошо подумал Вавила вот так бы еще и сынишку нам идем я тебе покажу нашу хатку пока только яма но Федор с Егором обещали помочь скоро и крыша будет и двери печурку сварганем что ж делать лучше пока поживем в землянке ведь правда а господи разве я о хоромах пекусь смеялась счастливая лужка ну идем покажи ох пьяная без вина и впрямь шла точно пьяная запиналась держась за Вавилу вот это да ну смотри ты как я сразу узнала вот это и они обошли вокруг ямы Вавила показывал вот тут будет дверь а здесь будет окно вот только где бы стекла раздобыть чтобы не ставить бутылки а вот тут печка а у окна у окна вот будет стол здесь квашонку мне обещал сделать дядя Жура ну должна ж молодая жена угостить нас блинами должна конечно же угощу а в голосе аж гордость свой личный дом собственный муж семья даже не верится Вавил ай Вавил а это черемуха ты ты ее не руби не надо пусть стоит у самой двери я не буду рубить Федор меня надоумил поставь под кустом стол и лавочку чай будем пить еще месяц и свадьбу сыграем прямо из церкви сюда и конец кузьме ты больше не служишь все покончено лужка потупилась не надо в церковь Вавила не надо как так не надо ты же хотела настоящую свадьбу хотела и снова прижалась щекой к груди Вавилы наклонила голову и стала совсем совсем маленькой а Вавила гладил ее волосы и допытывался почему почему не надо церковь лужка всхлепнула родненький ты мой я как подумаю вот в церковь надо лошади ленты бубенцы под дугой аж дух перехватывает как представлю несутся кони деревни а девки стоят у ворот и аж завитки их грызут мол такой парень лужку взял да и кого лужку а у меня аж душа вся горит мой Вавила мой никому его не отдам и тихо виновата говорит нехорошо это правда но раз я такая ведь не разлюбишь не бросишь не брошу ты даже лучше такая прямая только с тобой я прямая все все тебе рассказать хочется все может другой раз и не надо а я все равно рассказываю и она помолчала вздохнула и поцеловала Вавилу а в церковь не пойдем Вавилушка не пойдем я долгого счастья хочу а вдруг там кто-нибудь еще крикнет Вавила ты кого к венцу привел а ну и пусть нет не пусть я соромить тебе не хочу я тогда утоплюсь не пойдем в церковь не надо мне бы тут рабить и устроиться вместе с тобой скопить бы к весне денег и вот как черемуха наша у двери зацветет податься бы куда подальше где лужку не знают и там где Вавилу не упрекнут я совсем другая стала Вавила совсем другая уж ежели позволишь мужем назвать так моя душа всегда перед тобой нараспашку ничего не буду таить ни хорошего ни плохого длинные остроносые лодки резали бирюзовую гладь Аксу своенравная река Аксу и очень изменчивая как избалованная красавица тунде сунде давно ли шумела она по каменной шивере по каменной шивере давно давно ли билась оскалы упругими зелеными волнами металась швыряла на берег белую пену а вырвалась под шивер и сразу все сразу утихомирилась разлилась заняжилась на глубоком плесе бежит а поверхность воды даже не шелохнется словно атласом бирюзовым покрылась река изредка только пудовый таймень сметнется над водой блеснет на солнце красными своими плавниками и заморщинет водяную гладь пологие волны из-за острого на стрежень на простор речной волны как запоет Аркадий Лореныч выплывают расписные и подхватывают на других лодках чист и свеж горный утренний воздух и плывет на доксу удалая песня пежье навалитесь не то обгоним кричит Ваницкий три лодки нос в нос плывут по аксу на центральной на веслах Ваницкий сбросил полушубок шапку сюртук и засучив рукава рукава сорочки гонит лодку вниз вниз по реке растрепались рассыпались волосы а серые глаза искрятся задором с ним Геллерстен Василий Арнольдович кормчий и запасные грибцы а ну вспомним как на море грибут и налегает на весла мсье пежье младший в его лодке отец рулевой и тоже конечно же грибцы на третьей лодке повар грибцы самовар всякая снедь прикрытая бухарским ковром мсье пежье грибет в полную силу аж раскраснелся а господин Ваницкий словно играет веслами и опять запивает все отдам не пожалею буйну голову отдам а грибцы на лодках подхватывают раздается голос властный по окрестным берегам река течет среди серых скал высоко наверху как шпильки торчат пихтушки торчат кусты и эхо вторит этой песне и кажется будто сама аксу сами окрестные горы поют об удали волжского атамана даже старший пежьен с гелерстеном не зная русского языка даже они пытаются подпевать мыкают что-то там в бороду а лодки будто стоят неподвижно на воде а горы пихты на берегу и серые скалы обрамленные чернью оголенных кустов рябин и черемух в бешеном беге мчатся навстречу и вот-вот наскочат на эти лодки разобьют их в щепки и потопят грянем братцы удалую запомин ее души и еще шире привольные льется песня и вдруг ей резко обрывает господин Ваницкий к берегу живо рулевые ослепли что ли черт вас подери к берегу и так навалился на весла что аж хрустнули гнезда уключен рулевые разом бросили на дно на дно лодок кормовые весла и схватили за шесты длинные легкие прочные окованные железом скомоля вскочили и стоя уперлись в дно шестами напряглись рулевые прячут глаза от Ваницкого ишь ты какая опложка вышла больно уж песня то задушевная застила все глаза и сильные толчки шестов развернули лодки пеня тихую воду они помчались к берегу как выводок испуганных крохолят гоп раз гоп раз подавал команды господин Ваницкий налегая на весла прозрачная вода дно зеленовато белесое и слегка волнистое будто на него набросали груды лебяжьего пуха под ударами шестов пух всплывает и шуршаледными иглами качается на волнах шуга а а за кормами лодок среди пушистых куч донного льда остаются тропинки словно лодки плыли скребя днищем по дну выскочив на берег господин Ваницкий сердито нахмурил брови и показал рулевым кулак а затем повернувшись к гостям широко приветливо улыбнулся и помог выбраться из лодок мсье Пежьену и Гиллерстену гости топтались на берегу разминали свои затекшие ноги озирались что случилось мсье Ваницкий спросил Гиллерстен с тревогой глядя на реку все в порядке мсье Аркадий Иларионович показал рукой вниз по реке оттуда оттуда доносился глухой шум будто огромный тигр или барс сладко потягивался с просонок и урчал мурлыкивал Гиллерстен вопросительно посмотрел на Ваницкого там порог объяснил Ваницкий и показал на малюсенькую часовинку стоявшую среди голых кустов черемух часовинка черная черная крыша вся покосилась как шляпка у гриба и покрыта зелеными лохмами мхов это Богородицын рынок грузовые лодки часто идут к порогу напрямую а с пассажирами причаливают именно сюда ставят в часовне свечу а затем лодки уплывают к порогу осторожные пассажиры идут по тропе через гору он через ту гору мы тоже вот поставим Мадонне свечу а себе самоварчик и обернулся к грибцам ковер на берег дохи и провизию костер и самовар понятно дым от костра тонкими струйками потянулся к воде сладкий сладкий дым тальниковый Аркадий Иларионович лежал на спине забросив руки за голову и щурясь смотрел в белесое осеннее небо пушистый мех волчьей дохи приятно щекотал щеку не переворачивая головы он тихо с раздумьем говорит ну вот наш небольшой вояж подходит к концу мне бы очень хотелось услышать месье Пежьен ваше мнение о моих рудниках и Пежьен тут замялся о таком бешеном золоте он читал только у Джека Лондона и Брэд Гарта только там а тут сам сам лично сгребал чайной ложкой золота с промывального лотка но у месье Пежьена свои расчеты и он говорит очень сдержанно ничего общее впечатление довольно-таки благоприятное да-да ничего вторит ему Геллерстен довольно благоприятное но Ваницкий доволен все равно доволен значит оба заинтересованы имеют какие-то особые виды не будь их хвалили бы без удержу и подкусил ну где же им до ваших гвенийских да впрочем я видел их еще и до войны так вот месье Пежьен мы плывем по реке большая река но пароходы по ней не ходят пороги сами видите и четыре человека неделями толкают лодку шестами везут грузы на прииски неделями а в лодке всего двадцать пудов полезного груза всего двадцать да сколько его утонет на порогах и на шиверах зимой на реке навалит снега метров аж до трех и под такой шубой лед тает и тоже не провезешь тяжеловесного груза никак он на баянкуль первый котел тащили волоком сто пятьдесят человек целое лето тащили а дробилку еще сто человек и вот что получается у меня на каждого рабочего прииска три захребетника а места здесь в трех километров отсюда мои люди разведку вот проводят так вот по секрету скажу такого золота я еще нигде не видывал а вон на той горе видите за рекой стоит пик муравьиный медведь вот именно там мои инженеры и нашли рудное золото куда там браться тот баянкуль куда там фантазер восхищается Василий Арнольдович но куда он гнет что ему надо а как же умеет он все обставить погляди только на баянкуле хорошего золота один куст а как он его сумел показать преподнести видите ли говорит целые горы золота золотые горы ну и делец здесь каждый ключ у меня клондайк каждый а каждая гора эльдорадо продолжал господин ваницкий но дороги как жирнов на шее ни встать ни развернуться вот сюда бы хорошие руки с капиталом да и с размахом с машинами мсье и мсье ваницкий вы зря расточаете красноречие мы люди дело и мы уже оценили ваш район советовались мне кажется компания пежен гиллерстен и ваницкий будут звучать довольно таки неплохо нам нужно уточнить кое-какие детали вон куда он закинул удочки опять восхитился горный инженер способностям господина ваницкого такой компании никогда не будет мсье пежен отрезал ваницкий никогда у нас есть даже такая поговорка что двум медведям в одной берлоге никогда не жить а вы предлагаете трех да еще каждый с норовом матерый как у нас говорят охотники вот видите я до конца откровенен но почему бы рядом с приисками ваницкого не появиться концессии пежен и компания гелерстен и компания например но рядом рядом они вместе вот василий арнольдович знает места он знает еще получше меня и он поможет вам выбрать самые обещающие участки в тайге вы развернете разведку строительство приисков рудников а дорогу сюда давайте строить уже на паритетных так сказать началах вместе она будет стоить хорошая гужевая дорога шоссе она будет стоить около девяти миллионов сложимся по три и сегодня же сможем набросать проект оглашения сегодня же даже и подпишем его но в силу она войдет после того как оформите ваши концессии и гелерстен тут задымил своей трубкой ой задымил этом севаницкий не совсем то что представляется нам оптимальным вариантом мне кажется все же такая компания о которой говорил мсье пежьен три медведя в одной берлоге перегрызутся обязательно перегрыземся оборвал его ваницкий вы уверены в себе гер гелерстен и в мсье пежьены тоже но я то медведь аркадий ларионов схватил шест переломил через колено и бросил в воду со мной можно приятно провести время но в делах я очень тяжелый а характера своего обуздывать никак не умею не хотите делиться спрашивает да не хочу какой мне смысл делить барыши с баенкуля на три рожи м но ваша третья часть будет вдвое больше сегодняшнего целого подумайте об этом вдвое больше я имею ввиду после проведения дороги эту дорогу я смогу и сам провести пусть не в год а в три в четыре но сам лично но тогда консессионеры пижиен гиллерстен и компания лишатся дружеского содействия ваницкого а дорогу они все равно поведут все равно потому что ваницкий выберет такой вариант который обойдет консессию стороной ведь я медведь простите господа но у нас в России есть поговорка хлебец вместе это бачок врозь тут уж простите вести дипломатию и хитрить я не умею не люблю да и не хочу потом все равно выплывет эй там у костра самовар вскипел уже тащите сюда эх друзья чайок на реке да под дымок и Аркадий Ларионович даже прищелкивал пальцами давая понять что нет такой вещи на свете которая сравнилась бы с чайком на реке на этой реке да под дымок но почего чайком гостей ему не пришлось из-за поворота реки выплыла большая черная лодка лопасти весел сверкали как четыре маленьких солнца Аркадий Ларионович даже привстал посмотрите на эту лодку помните ящики в кассе конторы гости кивнули жизни в тайге жизни и судьбы людей в тайге заключенные в тайге сегодня у нас часть двадцатая ставьте пендели и поехали поставили снизу там все все теперь можно ехать дальше сегодня двадцатая часть продолжаем ну простите господа но у нас в России есть такая поговорка хлебец вместе а табачок врозь вести дипломатию и хитрить я не умею не люблю да и не хочу я медведь понимаете ли медведь эй там у костра самовар вскипел уже тащите сюда эх друзья чайок на речке да еще под дымок вот здесь вот и Аркадий Ларионович даже прищелкнул пальцами давая понять что нет такой вещи на свете которая сравнилась бы с чайком на этой реке да еще под дымок но подчего чайком гостей ему не пришлось из-за поворота реки выплыла большая черная лодка лопасти весел аж сверкали как четыре маленьких солнца Аркадий Ларионович привстал посмотрите на эту лодку помните ящики в кассе конторы помните гости ему кивнули вчера Аркадий Ларионович показывал им свою центральную кассу две больших комнаты за решетками и столы на столах много небольших ящичков три кассира высыпали из этих банок золото взвешивали его затаривали в мешочки и обратно осторожно паковали в эти ящики а в каждом ящике целый пуд целый пуд золота пежьен долго еще стоял тогда за спиной кассиров и наблюдал наблюдал как сыпался золотой дождь на чашке весов как исчезал он в этих мешочках а в углу у окна росла целая пирамида этих аккуратных ящичков как кирпичиками складывали несколько лет назад пежьен показывал русскому гостю свои рудники в гвинее ну и показывал конечно и кассу тоже там золото хранили в железной бочке и желая тогда поразить господина ваницкого мсье пежьен приказал высыпать золото все золото на стол потом небрежно перебирал его пальцами и скосопоглядывая на гостя колоссаль сказал тогда ваницкий тогда мсье пежьен был очень доволен сейчас ну а сейчас глядя на эту пирамиду ящичков он краснел за свое тогдашнее хвостовство насколько я понимаю мсье ваницкий у вас готовят посылки аркадий ларионович поклонился вы совершенно правы и часто вы отправляете их два раза в год в начале навигации сплавляется зимняя добыча а осенью уже летняя сюда в эту кассу со всех моих рудников приисков стекаются вот эти самые золотые ручеечки ручейки отсюда уже идет отправка грузов в золотосплавочную афинажную лабораторию колоссаль совершенно искренне вопреки своему желанию воскликнул мсье пижен ну вот а в этой лодке как раз и плывет мое золото сказал ваницкий гости тоже привстали с любопытством глядя на эту лодку а с проплывающей лодки заметили людей у часовни и что-то кричали кричали махали даже а мсье пижен младший хорошо знавший русский язык сумел разобрать свечу поставьте свечку поставьте кричали да да ответил ваницкий и предложил гостям господа пройдемте в часовню а в часовне полумрак паутина на окнах а в углу под потолком висело небольшое гнездо гнездышко оставленное улетевшими на зиму птицами прямо напротив двери темная закоптевшая иконка богородицы а перед нею на маленьком черном карнизе еле теплилась копеечная восковая свеча видно кто-то уже был здесь сегодня ваницкий снял шапку перекрестился и встав на одно колено снова перекрестился широко как это обычно делают глубоко верующие люди но в полупрещуре глаз была какая-то ироничность словно он хотел пояснить гостям что все это сущая чепуха ритуал такой же бессмысленный как пляски дикарей возле идолов ну или созерцание пупа богини изиды но полтинник на свече это плевое дело а на душе а на душе становится как-то спокойнее после этого ну а потом с той же чуть заметной улыбкой он вынул из кармана свечи зажег их и поставил возле икон перекрестился еще раз и отошел в сторонку освобождая место гребцам они по очереди подходили к иконам крестились ставили свечи и отходили к двери Аркадий Иларионович вышел из часовни в торжественно приподнятом настроении неторопливо надел фуражку повернулся к скале и сделав несколько шагов по елеприметной тропе ведущей на гору он только тут вспомнил про гостей и остановился господа я предлагаю 10 минут подождать с этим чаепитием поднимемся на скалу проведем в путь лодку и посмотрим на пороги взобравшись на скалу Ваницкий предложил гостям бинокль а у меня хорошее зрение и поставив ладонь козырьком глазам стал показывать порог которым даже немного гордился как гордился и всем что принадлежало ему или находилось под его опекой и покровительством вот видите посреди валов они отсюда кажутся легкой зыбью видите а там в пороге ревут и мечутся как разъяренные звери зеленоватую глыбу видите о так вот она разделяет аксу на два рукава и зовется у нас кораблик или он как этот говорит корабель да он корабель а за ней видите вон вторая скала это барочка ход по порогу очень строгий это тебе не корабель обратите внимание лодка мчится прямо на форштевен кораблика прямо на форштевен а потому что иного хода здесь нет тут же все одни камни вокруг у самой скалы лодка круто свернет влево круто вот вот скоро рулевой начнет маневр вот вот свернет и пронесется в сливе от черт внезапно как крикнул ваницкий и рванулся вперед позабыв что стоит у края скалы пипежен младший схватил его за плечи и удержал лодка в пороге это видели все у самого носа кораблика у самого носа того самого корабеля круто развернулось влево но не скользнуло в слив а плашмя ударилась об скалу и взметнулся вал высоко задрался нос лодки и так и повис над водой видно было как люди и ящики с золотом падали в воду секунда другая третья а затем эта лодка переломилась и обломки ее исчезли в волнах ницкий позабыв обо всем и сбросив бекешу побежал вниз к берегу бежал и кричал к лодкам все к лодкам у кораблика катастрофа и вновь как испуганные вывода крохолят лодки метнулись от берега водную гладь аж заребила заходили крутые валы потом вокруг лодок вздыбились зеленые пенные гребни ревела вода меж камней аркадий ларионович стоял на носу передней лодки на коленях и громко командовал так держать левее нос левее налевее тебе черт подери вот так аркадий ларионович закричал рулевой там на скале кто-то есть вижу ты смотри на реку левее нос хватит хватит все вот так и сложив ладони в рупор закричал раздельно и громко закричал как мог эй там на скале приготовься пройду у самой скалы прыгай на меня подхвачу приготовь и рулевому кричит круто влево и лодка круто свернув шаркнула бортом о камень а впереди впереди стеной поднялся зеленый вал он просвечивал как бы светился изнутри вздыбился завихрился посветлел и рухнул на лодку и вместе с водой со скалы метнулся человек серые фалды плаща крыльями разметались по воздуху ваницкий приподнявшись схватил на лету человека в охапку и вместе с ним рухнул на дно и падая закричал лево бери лево что есть силы и рев скрежет ставшая дыбом волна бросила в лицо ледяные брызги лодка стукнулась бортом обо что-то и наступила тишина вокруг растилалась блестящая ровная гладь под порожья пологие волны лениво катились вокруг а за спиной гул зеленые стены воды но они уже за спиной с зеленой стены одна за другой одна за другой покатились вниз задние лодки нырнули в пучину и закачались рядом с лодкой Ваницкого Аркадий Ларионович поднял человека в обледенелом плаще но тот клонился на бок водки живо крикнул Ваницкий эй у кого полушубок сюда пежен старший опустил руку с биноклем и зажмурился потом резко повернулся к гиллерстену золото на дне понимаете теперь Ваницкий будет сговорчивей Каждый вечер на шахту привозят бочку со спиртом каждый божий вечер и с песнями вышибают пробку и в упругой струе домывают так сказать доводят золото Каждый вечер дядя Жура после съемки выползает из землянки сухой узкоплечий обхватывает худыми руками маслаки колен еле прикрытые залатанными портками и начинает петь запевать а голос у него сильный ух он поет про широкий днепр про парубков обнимающих под цветущими вишнями чернобровых девчин слова радостные полные жизни а в голосе тихая грусть по милому сердцу днепру мылой днепр широкой по тем далеким веснам когда и он сам черноусый парубок слушал заливистые соловьиные трели да рэвэта стогне днепр широкой иногда эта песня прерывалась лишь иногда и жура прихлебывал из глиняной кружки пахнущую спыртом бурду байду спыртяну и утирал рукавом рукавом рубахи свои усы и снова пел пел запевал и песня становилась все протяжней и протяжней жалостливей а синие глаза певца увлажнели эх хорошо пел дядя жура много народу собиралось вокруг него много слушали прихлебывая добытый из канавы спирт и захмелев подпевали подпевали как могли и каждый вечер к землянке дяди журы приходила и Ксюша приложив ладони к груди она поглядывала то на певца то на маленький перстенек с бирюзой тускло блестевший на пальце каждый вечер рядом с Ксюшей вставал Михей он слушал скрестив на груди большие сильные руки и не отрываясь смотрел на Ксюшу только на нее он мечтал что вот сейчас закончит песню дядя жура и он тихонько возьмет Ксюшу за руку и отведет по ту березу что почти до самых корней прикрылась длинными ветками и скажет скажет ей все все что у него на сердце лежит ну вот кончалась песня и Михей решал эх еще подожду а утром они вместе с Вавилой стыдили дядя журу хорошо ты поешь но хватит пить пить хватит мы же сход собирать хотели а ты что ты тут устроил дядь жура только опускал глаза и оправдывался но я же не один все пьют и я пью ну брошу все одно сход не созвать все одно не созвать пока Симеон вон спирт привозит сегодня Михей не нашел Ксюши у землянки Журы не нашел удивлялся забеспокоился куда подевалась сказывали ее не было и на работе тоже истошный женский крик разорвал вечернюю тишину родимые убивают Серафимка дерется сказал кто-то и Михей кинулся в барак у окна на нарах сидел корявый сухой мужик а на полу хватая его за ноги валялась женщина розовая кофта разорвана на плече по вздрагивающей губе стекала тонкая струйка крови Серафимушка родненький не надо молила эта женщина а ну поди сюда кому сказал пьяно ворочая языком повторял этот мужик почесывая свою волосатую грудь павленко а ну поди сюда Серафимушка родненький поди женщина с трудом приподнялась на колени увидя порванную кофту стыдливо прикрыл рукой плечо Михей хотел схватить павлинку и оттащить от пьяного Серафима но не успел даже не глядя мужик как мотнет головой и ударил жену прямо в грудь и еще и ногой добавил ох родимая ох как застонала павлинка и так и грохнулась на пол пойди сюда скрипнул опять Серафимка пойди и Михей опустился на колени вытер окрывавленное лицо женщины подолом своей рубахи и Вавилов встал между Серафимкой и его женой уйди не мешай разговаривать мужу павлинка пусти пусти рвалась женщина из Михеевых рук Михей не встревай промеж нас ты только хуже сделаешь пусти не идешь сука так я сам пойду и Вавила рынком бросил Серафимку на нары и прижал его коленом сверху мужики притащили веревки и связали его как кокон прибежавшая аграфена помогла павлинке подняться с пола усадила ее на нары обмывая лицо уговаривала да брось ты его идол такого на кой черт он тебе надо а ну на кой черт он тебе сдался такой ну как мы же венчаны перед богом изувечит он тебя и бросит изувечит милая бросит сама так думаю то виновата я перед ним аграфена торопливо шептала павлинка не девкой замуж что вышло не девкой тверезый он ласковый а вот как выпьет никак не может простить мне это а ну поди сюда потаскуха ты хрипел связанный серафим вавилу потянул за рукав мехея надо кончать с этим спиртом с этими обмывками идем к симеону идем но симеон только рассмеялся услышав требования вавилы ему действительно стало смешно вот сам не пьешь и не пей а другим не мешай Михей ты не видал Ксюху получив отрицательный ответ подумал откуда запропастилась девка аграфена сказывала что и ночью ее тоже не было это же в субботний вечер симеон приехал с прииска врагачева осмотрел как идет строительство нового дома хороший получается дом добротный просторный в сравнении с этой хороминой крестовый дом Кузьма Ивановича это так лачуга зайдя в избушку поздоровался с матерью и сразу же спросил где тут Ксюха замешкалась я там с ног сбился а она прохлаждается тут дам я ей прохлаждаться пришла взяла хлеба и сразу обратно в безымянку что ты третий день уже Ксюхи на прииске как нет Матриона растерянно засуетилась по избушке переложила с места на место хлеба горшок со щами приготовленный на обед засунула в печку и сев на лавку заголосила Ксюшенька доченька родимая моя неужто сгубили тебя лиходеи неужто я более очей твоих не увижу голосила аж слезы лились рекой а про себя думала все теперь не оберешься стыда что про нас суседи то подумают самого по судам таскают а тут девка еще пропала и снова взахлеб сиротинушки мои разнесчастные сиротинушки черной змеей вьется по снегу длинный ременной бич и конец его распущенный как беличий хвост взрывает на дороге снеговые фонтанчики вихрем мчатся кони расстилая по ветру длинные черные гривы а устин недоволен по проселкам можно тащиться как хочешь а по улице рогачева надо лететь ведь люди смотрят не простакиш увезешь а ну поддай и привстав устин бодрит ямщика подбок кулаком чем пахнет откинувшись в кашеве смотрит по сторонам а рогачевская улица целые ряды подслеповатых черных домишек зима едва началась а на крышах снеговые грибы голубой стрелой пролегла между ними дорога почти пятьдесят лет устин ходил этой дорогой босиком и в золотаных броднях месил осеннюю грязь в подшитых пемишках бродил по снегу в метель кутался старенький полушубок или шабур и никто никто не обращал на него внимания он чего идет себе пусть идет мало ли таких врагач но не сейчас сейчас приезд устина это целое событие бабы мужики ребятишки только заслышав перезвон ямщицких колокольцев бросаются к окнам и выбегают на крыльцо смотри смотри не как в лисьей шубе а шапка то шапка то глянь за такую со всей десятины пашеничку отдай а кони гля звери а не кони а ну поддай говорю не то на чай не получишь а ну поддай напоминает устина ямщику эй залетные взвейся ямщик крутил короткую ручку бича хлыст поднимается вверх и вьется в крутых замысловатых спиралях эх привстает ямщик с облучка черная ременная змея аж с шипением со свистом распрямляется и описав широкий круг обжигает потный круг передней гусевки и как хлыст снят и лошадь аж присела аж рванулась и летят из-под копыт снежные комья ой ой как летят вон она показуха но иначе никак нельзя а в тайге снега глубокие и обыкновенная тройка коренник и пристежные не пройдет не пройдет здесь лошадей запрягают цугом одна за другой на длинных постромках бегут гусевые на длинных таежная тройка это тебе не клубок лошадей с разлетом голов пристежных а длинный длинный стремительный поезд матрена заслышала перезвон бубенцов и припала к окну господи не как сам хозяин а как же я встречу его как расскажу родимому что сгинула наша Ксюшенька как скажу про нее как поведаю не снижая скорости тройка завернула к воротам белыми веерами брызнул из-под полозьев наезженный снег пррррр стойте соколики а ну прррр и Устин выбрался из кашевы и распахнул шубу огнем вспыхнули рыжие лисьи хребты не торопясь постукивая ногами в белых чесанках выше колен пошел к избушке а за ним из кашевы вылезла девушка в продранном полушубке матриона аж сплеснула руками не как Ксюшенька доченька ненаглядная солнышко ты мое ясное и выбежала на крыльцо едва набросив на плечо шубейку Устин Силантич где ты это Ксюху то встретил а ну перестань голосить перестань веди Ксюху в избу да и готовь вот же уму разума буду учить взглянул на запорошенный снегом сруб нового дома и нахмурился это по что на доме никто не работает а а ну-ка пошли сюда Семшу утопая по колено в снегу побрел к срубу внутри него снег человеческого следа не видно и подошел Симеон здравствуй тятя Здорово те заложил большие пальцы в карманы в карманы синего пиджака и прищурился Прикажи чтоб амбары готовили амбары за мной обоз идет барахлишко там разное тащит для нового дома и сказал это как-то так небрежно будто всегда за ним приходили эти обозы и спрашивают а на шахте то как хорошо золотит а шурф а супротив прежнего вдвое прибавил вдвое ладно а по что на постройке рабочих не видно чего затоптался как бык на бойне а чё так у Кузьмы Ивановича на мельнице плотину прорвало там богом просил уступить на время рабочих они мол плотинщики других таких населения нигде не найти я мол всегда вам навстречу лошадей надо было милости просим да с лошадями бес хитрый от бес начисто шкуру спустил не надо было плотинщиков ему давать пусть бы сам в воду лез я бы посмотрел на все это и большими шагами прошелся по заснеженному полу по-хозяйски проверил как отворяются рамы и похлопал по косякам да не следовало было давать плотинщика в Кузьме ох не следовало эх ты куська куськина мать а сильно плотину прорвало так если бы не наши рабочие плотину бы это унесло и мельницу напрочь подмыло добро хе-хе ну-тка идем куськину плотину смотреть идем да вон мать чаевать кличет подождет мать с твоим чаем подождет глубокие сугробы рыхлого снега намело по берегам выдрихи ой как намело лежит он и на березах аж клонит деревья к земле снежными шубами укутаны приврежные тальники на крыше мельницы надувы надвинуты по-ухарски на бекрень надувы река еще не застыла бежит в снеговых берегах черная аж смоляная а над талой водой кружится порог куржаками садится на плотину на стены на деревья все белым бело все в этих куржаках и среди белизны черная черная смоль воды а в плотине да в плотине рано зияет будто зверь вырвал клок и в промоину хлещет вода и тяжелыми свинцовыми струями падает в омут на крутых берегах на лугу ниже мельницы народу как галок черными стайками на белом снегу батюшки светы силища то какая охают бабы глядя на воду застыли они уходят ежели сорвет плотину куда теперь зерно то везти молоть а ежели сорвет достанет бабам толкам ступит а лочь достанется не иначе а заиндивевшие лошади тащат плотине в возы целые возы хвороста пихтовые бревна тащат а у самой промоины огромный костер длинные желтые клочья клочья огня мечутся крутятся на ветру и гаснут в дыму кузьма иванович сгорбленный суетливый бегает там по плотине то подбежит к мельнице и замашет настолпившийся народ осадите вы ради христа не мешайте тут то подбежит прорану и поторапливает рабочих дружней братцы дружней мороз то крепчает не дай бог шуга шубой повалит и пропали все наши труды и тут устин подошел поздоровался а сам аж не нарадуется ну бог помощь кузьма иванович как тут у вас дела спасибо семше устин и чу век буду помнить платин щеков отдал второй день тут пластаемся чуть остановишься вода таких дыр понавертит не приведи господь так так обойдя косогор устин взглянул в проран а там бурлила вода поля шуги лениво крутясь подплывали к платине и срывались в пучину в промоине по колено в воде стояли трое главных платинщиков хворост кричит Михей хворосту братцы хворосту милые суетится Кузьма Иванович хворосту помоги нам господь тарас стоя в воде рядом с Михеем принимает вязанку хворосту подцаби и сразу рывком бросают вязанку в воду и прыгнув на нее топят вода шклокочет пытается вырвать этот хворост пенный вал с ревом поднимается выше колен только крепкие веревки подвязанные подмышками держат платинщиков только веревки страсть какая крестится Кузьма Иванович и пятится от промойны эх Устинушка как пошла вода ой как пошла ставень открыли а она прибывает и прибывает аж валом идет в притаежном сказывают мельничонку вообще снесло а повыше черного мыса еще одну другую и вся вода здесь вся здесь ой спасибо Семше спасибо Михею еле управу нашли на нее где-то говорит затор был и как прорвало вот его и все камни кричит Михей камни стоя на хворости в рывущем потоке Михей принимает большие угловатые камни и опустив их в воду прижимает эти прутья еще камней живо еще холодный хворост в воде сразу же леденеет и становится скользким а за спиной Михея рвет водопад на Михея надвигается целое поле шуги товарищи наверху уперлись баграми и льдина аж хрустит ломается рвется в поток камни камни живей и вновь наклонившись Михей укладывает валуны на хворост а вода хлещет на плечи прямо сверху Михей льдина срывается камни тащи камни говорю Михей Михей берегись и льдина льдина с хрустом летит прямо на Михея тащи Иустин тут не выдерживает и сбросив шубу вместе со всеми тащит вверх на веревках плотинчиков а Михей вися над плотиной видит как под ногами метнулась льдина хворосту братцы хворосту торопит Кузьма Иванович подожди со своим хворостом дай отдышаться устало бросает Михей и выброшись наверх подходит к костру от мокрой одежды аж пар валит и как раз в тот момент Устин подходит к Михею это как понимать а твое место в забое а ты что чужую плотину чинишь Симеон приказал а в проранку так только одного Михея Устин напряженно думает о чем-то думает и дум угадает и круто повернувшись к Михею спрашивает за сколь рублей подродились Кузьме плотину чинить за сколь за полсотни на круг всей артелью маловато будет за такую работу и сотни не жалко и он распахнул шубу и достал туго набитый бумажник и отсчитал шесть десятирублевок получай шестьдесят и считай работе конец ты утрись забой остальные дом достраивать все решено неладно хозяин задумал отдернул руку Михей а не твое дело попов судить получай деньги и пшел слыхал слыхать то слышу но опять говорю неладное ты задумал я твою руку держать не буду где народу зерно молоть потом а где а ну ка понюхай иустин поднес к лицу Михея сжатый кулак чем пахнет не боись бить не стану а упредить упряжу склизко на плотине недолго из рук веревку и выпустить на которой плотинчик висит и на моем пути не становись понял не грози непужливый бережливого бог бережет а Михею не больно то и охота стоять по пояс в холодной воде и смотреть как наплывают на него круглые хрустящие льдины зазеваешься не отскочишь вовремя и все вот она смерть да и деньги нужны а устин еще и подливает дружки видать стали с кузькой ишь как пластаешься для него а дружки уже видать да любо смотреть и даже отвернулся эй мужики кончай работу кончай говорю я плачу за место кузьмы и ведро водки вам сверху еще ставлю ведро пошли а слушникам утрись расчет а кто на плотину сунется во и он показал кулак стоящим всем на берегу ага усекли мужики правда нерешительно потоптались но пошли за устином а тарас с михеем остались одни одни у костра устин в расстегнутой шубе большими шагами шел к дому а за ним семенил испуганный кузьма иваныч устин силантич устин силантич как же оно так получается то а может может ты пошутил так а не по-божески это не по-божески не гнуси тут как начнет саму мельницу подмывать сразу же прибеги мне сказать непременно приду посмотреть христа на тебе нет устин разорусь я же ведь ой разорусь дружбу нашу помни а ты ее помнил когда лошадей мне в аренду давал а шкуру с меня живого спускал я я тогда еще говорил что учусь у тебя ну вот видишь у тебя и научился цепляясь за устинову шубу Кузьма Иванович вошел с ним в избушку прямо с ним за шубой как подкошенный рухнул на лавку и сидя крестился Матрона Родионовна кума хоть ты у совести Устина то голым меня пускает на старости лет Матрена с затаенным злорадством посмотрела на трясущегося Кузьму подобрала губы и пошла в горницу я Кузьма Иванович в мужицкие дела не встреваю Ксюха поди-ка сюда Видишь Кузьма Матрона в наши с тобой дела теперь не встревает Все как раньше встревала Иустин снял шубу и сел с силой бросил на стол кулаки И я в твои дела не встреваю Твоя мельница А мне новый дом новый дом позарез как нужен Видишь вон в каком живу Вот так-то К утру твоя мельница уже далеко будет А жернова не унесет Не бойся Жернова то поди потонут Ну и чё летом достанешь Вот и вернешь часть убытка Глумился над ним Иустин Эй кто там Есть кто Дайте Кузьме кваску попеть Он видать умаялся нонче Взапрел весь Смотри ты Сидит Дух не может перевести И глаза как плошки И когда Кузьма Иваныч напился квасу сказал ему вкрачего А хочешь Кузьма Я тебя выручу Хош Устинушка родненький Сделай такую милость Бога буду молить за тебя Моли Это правильно Иустин достал из кармана бумажник и бросил на стол две сотенных Получай И мельница моя Сдурел Мельница две тысячи стоит И это самое малое Сто Ила А утрись за нее тебе и копейки никто не даст Бери двести и радуйся И кашкукорился А? Ха Будто тебя бревном не придавило Скукорился Ну вот Сиди и думай Не то мне в баньку надо идти А после баньки знаешь Мирские дела на ум как-то не идут И поздно уже будет рядить А после баньки то мельница твою то все фью-фью унесет Смелуйся Матриан Готова там банька не? Готова? Ну вот и добро Сейчас пойду Ну Устин Силанчич Устин Силанчич Ну хоть тысячу по дружбе А? Э Двести Кузьма Больше не дам Ну пятьсот Пятьсот А? Двести не хочешь Ну и давись своими жерновами И спрятал деньги в карман И даже так зевнул Точно так же как и тот тогда в избушке Старался даже скопировать Я и забыл Кузьма Иванович передать тебе привет от Пантелеймона Назарча Вообще как-то забыл Он наказал чтоб ты непременно ему деньги за товарищка переслал А то чего доброго он расписки твои в суд передаст Непременно передаст И аж черные круги поплыли перед глазами Кузьма Ивановича Ладно Давай двести Давись А я передумал Кузьма Я уже передумал Ха Хошь сто пятьдесят Давай Пиши расписку Купчую Ой Не могу я сейчас Руки трясутся Врешь Напишешь У меня в тот раз с лошадями тоже руки тряслись А ты до утра ждать не стал Нет Семша Семша Принеси к бумагу И пиши Кузьма Получил мол две тысячи рублев Две тысячи рублев получил Сполна А то не поверят что ты мельницу за сто пятьдесят мне продал Ну вот Получай и молись за меня Молись Эй Семша Прикажи там Михею и всем остальным Всем прикажи Чтоб на нашу мельницу немедля шли рабыть Немедленно И к утру плотина новая должна быть Должна как новая стоять Да и проводи Кузьму А то он вроде занеможил малость Света Божьего не видит Скажи чтоб Феврония малинкой его попоила Малинкой Проводив Кузьму Ивановича Устин так и не пошел в баньку Позвал из комнаты Ксюшу Смотреной И усадил их на лавку против себя С чаем Матрена погоди малость погоди Сначала я с Ксюшей потолкую Знаешь где я на нее натакался А? Угорелой Почитай отсюда без малого двести верст будет Да как натакался что-то А? На постоялом дворе знакомого мужика повстречал Ну слово за слово он и говорит Я Устин Силантич сегодня твою девку видал Так и говорит А я ему врешь говорю Ксюха отсюда за двести верст будет на прииске там управляется А он мне свое трендечит Едем говорит мы обозом А навстречу нам девка приметная такая рослая Даже лыжи описал Красный кушак и шомполка за плечами Ну думаю все сходится И я разбудил ямщика разбудил подвязали мы колокольцы чтоб не брончалы Да и дуй не стой в погоню В одном селе нет А видали проходила В другом селе нет Я как волк по дорогам рыскую людей бужу всех И в третьем селе вот говорят была мол ночевала Вот только сейчас как ушла и мы за ней Увидала наших лошадей Ксюха как увидала на лыжи да и в горы как воды город В какой такой город Зачем Городов на земле много Судьба Бобик всех будет нюхать, кто поставил, а кто нет. Вы знаете, у нас тут КПП, КАМПМП, вот так вот. Петрович все проверяет на КАМПМП. А сегодня 21 часть, продолжаем. Молчит, я из жару, а она молчит. Вот скажи ты, всю дорогу молчит? Есть, сядем? Молчит. Морду сотрю воротит. Может, и Матрена вызнать сумела? Куда это она бегала-то, а? Да куда там, Устинушка, как воды в рот набрала? А ну давай, вожжи, вожжи сюда мне. Одно из двух. Или вожжи об нее измочались. Или последний раз спрашиваю, будешь ты говорить или нет? Буду. Вот так вот. Куда это ты, не спросясь, собиралась? М? В город. Какой такой город? Зачем? Городов на земле много. Ежели в Томск, альщегловск, то от Горелой надо в одну сторону. А ежели в Кузнецк, альщегловск, то совсем в другую. Мы по извозным делам чуть не во всех городах побывали уже. А ты? Ты в какой собиралась? И тут Ксюша действительно задумалась. Неужто и впрямь на свете не один город, а их много? На селе все говорят, в город уехал. Мол, в город повез. А действительно, в какой же город? Где Ванюшка? Подумала, но в упор взглянула на Устина и ответила твердо. Все города обойду, а чего надо, найду. Слыхала, матрена? За хлеб-то наш, за соль чудочка вон отмачивает, а? Все города она, не спросясь, обойдет. И прищурился. Ты чё сомневаншу пошла разыскивать, а? — А? — пугаясь собственных слов, Ксюша тихо сказала, по-прежнему глядя прямо в глаза Устину. — Ванюшку! Наотмашь, что было сил, Устин как хватил по столу кулаком, как бабахнул, аж сдрогнула Ксюша, сжалась, но глаза так и не опустила. Не отвела. Непривычная жесткость, решимость в плотно сжатых ее губах, в голосе, они и бесят Устина, но он понимает. Сегодня плетью обуха не перешибешь. Сквозь ярость мелькнуло давнее восхищение. — Хм! Не девка, а кремень! И заговорил спокойно, спокойно, насколько мог. — Про Ванюшку, Ксюша, забудь. Я тебе еще должен за свадьбу убегом. — Рассчитаюсь, не бойся. За Устином не пропадет. — А про Ванюшку забудь. — Врать не буду. Невесту ему окончательно не облюбовал еще. Несколько девок с приданным есть тут на примете. — Но я торопиться не буду. — Пусть чай, Ванюшка, в городе малость грамоту одолеет. — И цена ему больше станет после Янтова. — А там? — А там посмотрим. — Да чего я буду с тобой в прятки играть тут, а? — У Сысоя вон племянница подрастает. — Невеста к весне. — М? — Поняла? — Не отдам, Ванюшку. — Что? — Я тоже не бесприданница. Я прииск нашла. Это мой прииск. Мой. — Что? Ты-то чья сука, а? Это моя кобыла дров привезет, да и скажет, не бери дрова, Устин. — Мои, мол, дрова кобыльи, да? И как выскочила за стола, аж затопал ногами. — А ну вон, вон из моей избы и дорогу сюда позабудь. — Вон, говорю тебе, вон. Всю ночь Устин с Симеоном провели на мельничной плотине. Целую ночь. Глаз не смыкали. К утру все-таки заделали брешь. Какими усилиями, но заделали. Вода усмирилась. Наполняла пруд, ломая ледок. Дни через десять-двенадцать мельница заработает уже в полную силу. — А Устин довольный. Приказал поставить плотинщикам две четверти водки. Две четверти. Да и на закуску аж полтину выдал. Отсыпаться не стал. А сразу приказал Симеону. — Вели запрыгать лошадей. Да покрепче выбери. Лыжи вели в кашовку положить. Веревки там, топор. Дорога у меня дальняя. — Куда это ты, тятя, не спавший? Ты же ведь только приехал. — А про то, что Ваницкий золото на Аксу утопил. Слыхал? Или уши тебе заложило? — Слыхал. — Ну и что? — Вот дурак! С мельницей вел себя как дурак. И сейчас дурак дураком. — Ты куда золото возил сдавать? — А? Куда? — На прыск. Ваницкому. — Вот. Так оно потонуло теперь. А у нас расписки его на руках. — Ты, может, грезишь? Купить чего на эти расписки, а? — Купишь что-то за них? — Толкнулся в его контору. Там, говорят, надо разрешение от самого, от хозяина. А хозяин остался на приисках. Золото, сказывают, из реки добывает. — Понял? — Иди, вели запрягать. — Я и в Кашеве отосплюсь, за милую душу. И вот Устин подъехал к порогам в солнечный полдень. Река аж искрилась. Прямо как летом. И вода казалась издали теплой. Тоже прямо как летом. Но это только издали. Целые поля шуги с хрустом наползали одно на другое. Ломились среди камней, и гудела река. Как гудит степь, когда табуны лошадей мчатся по ней, взрывая копытами всю землю. В шагах в двадцати от реки среди молодых кедрачей Устин увидел избушку. Ее совсем недавно срубили. Желтые бревна были бесстыжи голыми. Устин велел остановить гусевку. И вошел в эту избушку. Как обычно, без стука. Ведь в тайге никто не стучит. А после яркого света в избушке темным темно. Ни черта тебе не видно. Против двери фонарем светилось оконце. Кто там? Я занят. Голос Ваницкого. Подчиняясь окрику, Устин привычно отступил к двери. И сразу озлился на себя самого. На себя самого. Распахнул лисью шубу. И, сбросив на пол рукавицы, говорит. Рогачев я! Устин! Глаза немного привыкли к сумраку избушки. И Устин увидел стол у окна. Ваницкого в теплом меховом пиджаке. Он что-то писал. И Устин точно так же медленно и значимо говорит. Рогачев я! А, Устин Рогачев! Иваницкий повернулся на табуретке и отложил карандаш. Богом дарованный? Помню, помню. Он смотрел на Устина, будто видел его вообще впервые. Тогда по городу ходил мужик в серой пасконной рубахе. С флосклокочной бородкой, с затравленными глазами. Он казался маленьким-маленьким, сгорбленным, тщедушным. А сейчас... Сейчас перед Ваницким стоял богатыр. С аккуратно подстриженной бородою. Бобровая шапка под матку. Огнем аж переливались лисы на шубе. Совсем другой человек. Иваницкий показал ему на скамейку. Садись, Устин Рогачев. Какая нужда притащила тебя на оксу? К вашей милости, Аркадий Ларионович. А в словах робость, униженность даже. А голос на равных. Посчитаться мне надо б на. Тут мои золото сдавали вашим в контору. И расписки скопились на шестьдесят две тысячи. Мне деньги нужны. Сколько? Все шестьдесят две тысячи пятьсот семь рублей. Все. Попрошу тебя подождать. Ты слышал, конечно, у меня утонул золотой караван. В обычное время шестьдесят тысяч для меня пустяки, сам понимаешь. Но сейчас, признаюсь, с наличными очень трудно. Сколько ждать? Ну, пока не поднимем золото. Хе, до морковки на заговенье, значит. Насмешливый тон Устина задел Ваницкого. Но он сдержался. Закурил и продолжал говорить совершенно спокойно. Ждать придется, возможно, недели даже две. А может быть и до весны. Я сейчас тебе объясню подробно. К каждому ящику, каждому ящику с золотом привязана веревка с буйком. Выше идет шпагат. И еще один поплавок. Будь сейчас лето, я бы поднял все ящики за один день. Но ты сам видел, что на реке творится. Шуга ж везде. Значит, нужно ждать река Става. Никуда не денешься. А там, если шуга не оторвет поплавки, мы поднимем золото за неделю, если не оторвет. А если же шуга оторвет верхние поплавки, да еще и передвинет при этом ящики с золотом, подумал про себя Ваницкий. Он только подумал, что если еще и передвинет при этом ящики с золотом, то придется искать подо льдом нижние основные буйки. А это, конечно же, затянет дело. Но к весне все золото будет поднято. И я обязательно расплачусь. Даже с процентами. Так вот, подожди. Такая удача Устину даже и не грезилась. В его руках не Кузьма тебе с его мельничонкой, а сам Ваницкий, господин Ваницкий. И, отвернувшись, Устин говорит. — Мне деньги сейчас нужны. Позарез. — Ну, для чего тебе сразу все? — Я в чужие дела не мешаюсь, Аркадий Ларионович. — А свои про себя таю. — О, черт! — вырвался Ваницкий. И, смяв папиросу, швырнул ее на пол. — Один, два, три, четыре. Начал считать по привычке. И где-то на двадцати пяти успокоился немного. Переставил табурет и подсел поближе к Устину. Хлопнул его по колену. — А у меня сейчас нет наличных. — А я ведь и в суд могу. — Раз, два, три. — Снова считал про себя Аркадий Ларионович. — В суд? — Ха! А ведь может подать стервец. — Ох, стервец! Пельков как-то уладил сейчас с этими кредиторами. Но если они только услышат, что один подал в суд, а Ваницкий не может платить, то они ж все в суд полезут. И он снова закурил папиросу и сплюнул. Все двадцать шесть, все двадцать семь. — Устин Силантьевич, могу тебе выплатить сейчас только семь тысяч. — А остальные пятьдесят пять? — Через две недели. Ну или весной уже. — Весной я отдам тебе. — Отдам тебе не пятьдесят пять уже, а пятьдесят восемь. — Согласный? Но Устин стоял на своем. — Мне деньги сейчас надобные. Позарез. Все шестьдесят две тысячи пятьсот семь. Все. — Ну хорошо. Пятнадцать тысяч сейчас, а остальные пока подожди. — Все надобно. — Ну пойми ты. Ну пойми же ты меня. — Все как есть, понимаю. Я вам платил за то, что вы золото мое принимали. Копейку с рубля платил. — А теперь мне рубли мои надобно. — Ну а коли денег нет, так манатками рассчитайтесь. — У нас в тайге именно так полагается. — На, возьми мою шубу. — По что шубу? — Шуба может и стоит, то может два ста. — Мы цену знаем. — Денег нет? — Есть прииски. — Отдайте Аркадьевский. — Аркадьевский прииск. — Аркадьевский? — Ваницкий аж закусил губу. — И заходил от окна до двери туда-сюда, туда-сюда и от двери к окну. Аж шея забагровилась. — Ишь, индюком расцветился. — Злорадствовал Устин. — Не Люба, как тебя за жабры берут, да? — А меня он как на суд таскал. — Думаешь, мне Любу было? — Постой, постой. Дай в полную силу войду. Еще не то тебе будет. Немного успокоившись, Ваницкий подошел к столу. Что-то стер на бумаге. Что-то опять записал. И закусил карандаш. — Нет. Как хочешь, Аркадьевский я тебе не отдам. — Да ты ли имеешь представление, сколько он вообще стоит? — Мэрэкою малость. Кумэкою. Иначе б не торговался. — Так я же и цену справедливую тоже дам. Не то, что ваш адвокат, за богом дарованный, пять сотен сулил. — Угу. Я все помню. — Ну, хорошо. — А сколько, к примеру? — М? — Ну, как это сколько? — Да сколько стоит. И он поскреб грудь, шею, все тело аж зудило. — Ну, сколько? — Настаивал Аркадий Ларионович. — Погодите, малость. И он еще раз раскинул в уме. — Аркадьевский намного богаче богом дарованного. — А тот дает в месяц тысяч тридцать. — А то и больше. — Он как прижат, Живаницкий, а? — Аж некуда деваться ему. — Некуда податься. — Надо работать. И, уставившись в столешницу, пробурчал. — Тысяч пять отвалю. — Фю, дорогой мой. Не будем тогда зря тратить время. — А ежели семь? — Да нет, дорогой Устин Силанчич. — Даже сейчас при такой нужде, нужде в деньгах, а нужда большая, не скрою, я, Аркадьевский, ценю не меньше, чем двести тысяч. Не меньше. — Тю, двести. Да откуда я такую махину денег-то возьму? — Это уж твое дело. — А я с Аркадьевским не напрашиваюсь. Это ты о нем завел разговор. — Хорошо. Пятнадцать. Ваницкий, молча, отвернувшись, начал писать. Восемнадцать. — Устин Силанчич, не мешайте писать. У меня дорого время. — Двадцать. — Я сказал свою цену. Устин набавлял понемножку. — С Аркадьевского за месяц полтора-ста тысяч. Это ж нечего делать. Сто пятьдесят тысяч в месяц. Подумал он и хлопнул рукой по столу. — Сорок тысяч. — Якоря, кошки, заказать немедленно согласно эскизу, — писал Ваницкий и повторил слух. — Немедленно. — Что? — Это я про себя. Не мешайте мне, пожалуйста. — Сорок пять. — Сорок пять даю. — Двести, Устин Силанчич. — Ты вон выйди на улицу, пройдись по тропке, обдумай все, прикинь. — Да и поторопись, ведь я могу и передумать. — И вот, дойдя аж до ста сорока тысяч, Устин нахлобучил шапку и стал собираться домой. Медленно натягивал шубу и долго топтался возле двери. Взявшись за скобку, остановился. — Не оборачиваясь, проговорил. — Сто сорок. — Сто сорок даю. — Что ты, — оглянулся Ваницкий. — Говорю, сто сорок. — Не хотите? Еду прямо сейчас, прямохонько в суд. — Ну, не в защите уже. Так что, до свиданницы, значит. — Эх, черт с тобой! — Иваницкий отбросил на стол карандаш. — Деньги нужны. — Ладно. Давай сто сорок. — Шестьдесят две расписками, семьдесят восемь наличными. — Откуда я их возьму? — засопел Устин. Но скобку отпустил. Медленно, вроде бы нехотя пошел к столу. — Золото же вам все сдавалось? — Сейчас у меня от силы, от силы на десять тысяч. Ведь все же золото вам сдавалось, которое вы же и утопили. — Значит, шестьдесят две расписками, пятнадцать наличными, а остальные в долг. — Но уж если в долг, то хочешь не хочешь, а сто пятьдесят. И уперся, все, и не подвинешь. И сколько ни спорил Устин, сколько ни хлопал шапкой о пол, пришлось согласиться на сто пятьдесят. Но, правда, остальное пошло гораздо легче. — Значит так, все будет по уговору, — подытожил Устин. — Как сделаем все документы, я отдаю расписки на шестьдесят две тысячи. Плачу наличными пятнадцать. Остальное уже в долг. До самой весны. — Хорошо. Смотри, я тебе верю. Я в долг отдаю. — А ты как сделал? — Нечестно, Устин Силантьевич. — Ну, дело есть дело, Аркадий Ларионович. Сами ведь понимаете. Дело. — У вас, я слышал, для Аркадьевского всякие машины были заказаны? — Были. Аркадьевские не твои мучи, та. Грунт водянистый, и туда без машин не суйся даже. — А ты что, купить их хочешь? — Ну, ежели в цене сойдемся. — Ну, раз я прииск уже продал, то и машины ненужные, получается. — Тут даже торговаться не будем. — Если хочешь, бери по той цене. Бери по той цене, по какой их продали мне. На заводе прям. Ну, и само собой, оплати провоз от завода до города. Доставка. — По рукам? — По рукам. — Но машины тоже в долг. — Эх ты какой! В долг-то и в долг. А сам ждать не хочешь. — Ну, черт с тобой. Бери в долг. Гусевая примчала Устина на Аркадьевский прямо к господскому дому. Прямо к нему. Сбросив доху, он сбежал на крыльцо. Дверь рванул так, что аж косяки заскрипели. В темный прохожий никого. Он рванул дверь в комнату. — Кто это там есть? Кто ломится, как пьяный той медведь? А? Из дивана поднялся тучный немец. Это был управляющий господина Ваницкого. Распахнул на волосатой груди бухарский халат. Глазки на жирном лице аж как щелки. — Кто есть ты такой? А? — Ты кто такой? Куда ты ломишься? — Кто я? Ха! Хозяин! И прям под нос ткнул. Прям в нос ткнул управляющего купчую. Купчую прям в нос. — А? — Очень, очень приятно. Вот есть диван. Садитесь вы, пожалуйста. — Я-то сяду. А ты а ну пшел отсюда. — Как есть пшел? — Я есть управитель. — Иуда ты! — Ваницкого продал? — Шурфы беднее, чем ясть показывал. — Показывал? — И меня продашь не за грош. — Чтоб к обеду тут тобой даже и не пахло. А то голым выкину на мороз. И вышел на крыльцо. Велел созвать всех рабочих Аркадьевского прииска. И объявил. — Теперь я ваш хозяин. Управителя пришлю немного после. — Пока. — Эй, старшинка, становись со мной рядом. Становись. — Вот покуда вам голова. — Хватит землю без толку дырявить. Хватит. Нече шурфы проходить. Лес готовьте. — Управлюсь малость. Шахту заложу. — А это что? Что это такое? — показал Устин на вывеску, которая висела прямо над крыльцом. — И это есть надпись. — услужливо вставил разговор трясущийся управлитель. — Надпись. — Прииск Аркадьевский господина Ваницкого. — Снять к чертям собачьим. — Старшинка, ты грамоте мастер? — Пиши хоть углем. — Шо прииск Устиновский. — Так и напиши. — Господина Устина Силантича Рогачева. Только на третий день Устин добрался до богом дарованного. Осмотрел все работы и остался доволен. Вернувшись в контору, приказал кучеру принести из кашовки медовухи, городское вино и харчи получше. Пригласил Симеона и Ивана Ивановича. — Садись, Иван Иванович, не побрезгуй хозяйским. И сам лично разлил по кружкам медовую брашку. Выпил и вытер усы. — Слыхал про мельницу-то? — Хм. — Наша теперь мельничонка. Наша. — За полтора-ста рублев. — Слышал. — Считаю, что нечестно вы поступили, Устин Силантич. — Нечестно. Устин только усмехнулся. Сознание силы, власти не давало ему вскипеть, как обычно. — Ты, Иван Иванович, жизни, смотрю, совсем не понимаешь. Добродушно сказал он. — Было время. Я на тебя, как на икону, молился. Думал, поучишь уму. О, сколько ты мне сказок ночами сказывал. И не счесть даже. Блажь одна в твоих сказках. У тебя для всех одна только правда. А их много. Для каждого человека ведь своя правда. Понимаешь? — Да ты пей, пей. Медовуха она, ух, она силу даёт. — Нет уж, хозяин. Пить я с вами не буду. Посижу, послушаю, с удовольствием. А пить буду своё. Гордый! Вот за это я тебя и уважаю. Гол, как сокол. А голову держишь высоко. Сёмша, а ну налей-ка мне городского. Ты поди, думаешь, мне мельничонка шибко нужна? Тьфу! Велика в ней корость. Мне у Кузьки зубы выбить надо. Вот чего. Чтоб кусаться больше не мог. Вот моя правда. Иди да и доглядывайся. Увидишь кого возле себя. Первонаперво зубы ему выбивай. Чтоб потом не покусал тебя. Что, спорить ещё будешь? Все люди, мол, братья, да? Как обычно, ты говоришь. Спорить я с вами, Устин Силантьевич, не буду. А удивляться... Удивлюсь. Когда это вы в волка превратиться успели? А? В волка? Ха! Ха! Сёмша! Похож твой отец на волка? А? Вот даже нисколько. Врёшь, Сёмша. Иван Иваныч правду говорит. Все люди, как волки. Все. И я волк. И ты волк. И Егорша тоже волк. Отащавший только, правда. Беззубый. Но волк. Все мы волки. Когда надо. А подкорми. А подкорми малость Егоршу. Дай ему зубы. Ого-го! Только ноги уносить будешь. Видишь, Иван Иваныч. Видишь, Иван Иваныч, ежели ты скажешь правду, я с тобой соглашаюсь. Видишь? Ведь соглашаюсь ведь. А Егор волк на привязи. А я волк свободный. Одинокий волк. И Устин встал. Расстегнул поддевку. И чванливо ударил себя несколько раз в грудь кулаком. Несколько раз. Свободный волк. Ядрёный. Зубастый. Рыскаю, где хочу. И кусаю, кого хочу. Жру, что хочу. И на всех, и на всё мне наплевать. С самой высокой сосны сверху. И сел довольный весь такой. Возбуждённый. О, каков твой отец, Сёмша. Вот как я жизнь понимаю. Не загрызёшь, не проживёшь. Живу, как хочу. А ежели кто на пути мне встанет, перекушу пополам. И даже не оглянусь. И если б я не такой был, Что бы вам досталось, а? Что, Иван Иваныч? Чё смотришь так на меня? Душу я тебе свою распахнул. Вот чего. Всё как есть, наизнанку вывернул. И для Сёмши, вот сказываю. Чтоб на будущее науку отцовскую перенимал. Да и для тебя, чтоб боялся и знал, с кем дело имеешь. Ну как, по-твоему, по-учёному, а? Правильно я обсказываю? Нет, неправильно. Ну-ну, сказывай. А я послухаю. Так волк я или не волк? Волк. Только не свободный. На облаве бывали? Обложит волка флажками. Справа флажки, слева флажки и за спиной. И волк бежит себе трусцой прямо на охотников. Он тоже, наверное, думает, что свободный. Не хочу, мол, бежать назад, где ведрами громыхают. Не хочу направо лезть на флажки. Пойду в кусты. А в кустах охотник с ружьём. Точно такая же и у вас свобода, Устин Силантьевич. Справа Ваницкий, а слева банк поджимает. И всё. Всё? Остаётся только одна дорога. И не идёте вы по ней, а бежите и бежите трусцой, потому что вас подгоняют, подгоняют и следят за каждым вашим шагом. Брэшишь ты всё. Это я не свободный? Я? И как загремит Устин? Да я твоего Ваницкого безмало слопал. Прииском его завладел. А банк? Да управитель мой, приятель. Приятель мой, управитель. Приврал он и потянулся к бутылке. Сёмша, налей-ка ещё городского. Погодите, Устин Силантьевич. Ты что, перечить? Мне сегодня с вами нужно поговорить, поговорить по срочному делу. А с пьяным я говорить не могу. Да ты забыл, с кем говоришь. Я и в морду могу. А я могу и ответить. Эх, как будет красиво. Пойдут хозяин с управляющим по прииску, а морды у них расквашены все, носы, как картошки. Сёмша, налей. Погодите. Где-то с минуты Устин так и сидел молча. Сидел и молча зверем глядел на Ивана Ивановича. Вроде совсем подмял под себя. А он вот шесть и выскользнул и насупился. Говорит, ну, сказывай. Только давайте уговоримся. у меня разговор длинный и неприятный. И прошу слушать и не перебивать. Ну, говори. Буду молчать. Рабочие вот составили требование. Кого? Требование к хозяину. Вы же обещали не перебивать. А как же слушать такое? Какое еще требование? Рабочие требуют, чтобы немедленно был прекращен сполоск золота спиртом. Немедленно. Спокойный размеренный тон Ивана Ивановича трезвил, охлаждал Устина. Да и требование показалось ему разумным. Действительно. Устин как приехал сказал Симеону, что прекратили эту дурь. Но одно дело решать самому, а совсем другое выполнять чье-то требование. И он уперся в колени ладонями. Аж набычился. Кому не по нраву, скатертью дорожка. Давай дальше. Что там дальше у тебя? Рабочие требуют, чтобы платили деньгами, и они могли покупать товары, где хотят, а не забирать в долг в хозяйской лавке. Да кто это смеет такое? Кто такое смеет говорить? Рабочие. Ты мне имя скажи. Затем рабочие требуют крепь. Хватит тут мне, хватит. Кто требует? Кто требует, тех хозяин уволит. Так им и скажи. Этого я пока им не скажу. Не хочу обострять положение. Рабочие дают пять дней сроку. Пять дней? А по что ты морды им не набил всем? За пять дней то? А? Все вы одним миром мазаные. Я тебя спрашиваю, ты по что им морды не набил? И аж встал. И уперся в столешницу кулаками. И я считаю требования рабочих справедливыми и со своей стороны прошу их принять. Что? Да ты знаешь с кем говоришь? Устин Рогачев у самого Ваницкого приз перехватил. У Ваницкого. Услышав, что Ваницкий вернулся в город, управляющий банком досадливо поморщился. Надо идти высказывать соболезнования, выслушивать сетования, словно на панихиду, но не пойти никак нельзя. Шел медленно, оттягивая неприятную встречу, готовя слова утешения. Возле дома чуть приостановился. Форточка в кабинете была открыта и слышался голос Вяльцевой. Гейда тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом, светит месяц серебристый, едет парочка вдвоем. Напился что ли из горя? Как нибудь другой раз может зайду, подумал управляющий банком и хотел пройти мимо, но Ваницкий увидел его в окно и заколотил по стеклу. В кабинете Ваницкого на столе груда граммофонных пластинок. Целая груда. Загоревший возбужденный Аркадий Ларионович встретив в дверях управляющего сразу похвастался. Послушай, дружище, послушай, каких мне пластинок прислали из Питера. Хорошие пластинки. Шедевр! Фабрика гарантирует первые отпечатки, наипервейшие. Садись. Ты обедал сегодня? Да, как сказать. Понятно. Скоро будет обед, а пока перекусим. Мне вот прислали онежских сигов. Онежских. М-м-м, пальчики оближешь. Ты, как видно, доволен своей поездкой? Очень довольный. Во всех отношениях. Прекрасно поохотились. Пежин-младший очень недурно стреляет, кстати. Очень даже недурно. А папаша его умный делец. С ним приятно иметь дело. На этих днях к тебе поступит устав нашей компании по постройке дороги на прииски. Общая стоимость около десяти миллионов. Это тебе не хухры-мухры. Десять миллионов. Треть вложу я, а остальные поступят из Парижа и Копенгагена. Откуда у тебя три миллиона? Хм, как откуда? А ты слыхал про историю с утонувшим сокровищем? Послушай, кто пустил слух о моем банкротстве? Газеты ведь сообщили? Хе, черт бы побрал эти дурацкие газеты. Ты только подумай, утонуло несколько ящиков с золотом. Неужели я такой дурак, чтобы отправлять все золото в одной лодке? А? Хе-хе! Это раз! А второе, его уже давным-давно подняли. Каждому ящику была привязана длинная веревка с поплавком. И стоило только несколько раз провести якорьком по порогу и все зацепили. А вы тут без меня что-нибудь натворили, что ли? Натворили что-то? мы прекратили платежи по твоим счетам. Все платежи заморозили. Кредиторы бушуют. Хм... Ваницкий неопределенно гмыкнул. Не то одобряя действия приятеля, не то осуждая его. надо было раньше сказать ему. И управляющий банком потерял уверенность. Ну а дальше что? Напомнил ему Ваницкий. Дальше говори. Ну и я стал подыскивать покупателей. Я ищу покупателей на Софийский отвод. на дом Ваницкого гневно перебил Аркадий Ларионович. Библиотеку Ваницкого и любимую собаку Ваницкого. Управляющий не смело запротестовал. Ну ты же ведь сам подал повод, Аркаша, продав Аркадийский. М? Ты несколько раз говорил, что это жемчужина в короне Ваницкого. Как же так? И начал продавать все оборудование. Минутная слабость, неохотно объяснил Ваницкий. А кредиторы что? Слушай, открой завтра же все платежи и предложи полтинник за рубль. Я в долгу не останусь. Ну а теперь идем. Идем. Идем отведаем Онежских Сишков. Михей и Вавила уперлись плечами в крепежную стойку. На лбу, на шее веревками вздулись толстые вены. Черт возьмешь! Выдыхает Вавила. Держи, 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 Баклуши ударь. Липкая грязь хлюпает под ногами Вавилы. Трещит огонек в сальной светильне, бросая на мокрый креп черные тени. Стойки возле забоя аж выгнулись, аж выгнулись душками. Стонут словно живые, аж трещат. Правая даже лопнула. Обломками ребер выперли из нее нутра желтые щепы. Нужно скорее подбить новую стойку, и Михей давит ее, но огнево садится, стойка дрожит, не идет в гнездо. Держи, держи, размахнувшись, Вавилов как ударит тяжелой баклушей по стойке. И, застонав от боли в руке, опасливо покосился на крепе. Идет, идет, бей, идет. Михей перехватил плечом пониже и, изогнувшись, надавил до хруста в костях. Давай, а глаза скошены в угол. Там под стойкой лежит ком породы, а в нем, как натек живицы на бурой коре, желтеет золотой самородок. Темно, не видно ни стойки, ни кома земли, а самородок блестит. бей, бей, давай. И вавила бьет баклушей по стойке, а мысли лоскутками рвутся. Бежать надо бно, а то завалит. За что головой рискуем? Спасаем рубли в кармане устина своей головой. но не бежит, не бежит, а бьет. И Михей не бежит, а давит плечом на стойку. А сверху сыплется галька, а он давит и требует. Бей, бей, давай. На этой неделе такое уже третий раз. Два раза Михей и Вавила побежали в гору, успевали усилить крепь и подбить новые стойки. Но вверху что-то пискнуло, тонко-тонко, как мышь, аж зашуршало и как треснуло. Стойка качнулась, будто живая, и ударила Михея прямо в плечо. «Жми!» крикнул Михей. Но Вавила отшвырнул его к стенке и треск. В грохочущей темноте валились огнева. Валилась и порота. Михея сбила с ног. Под щекой холодная липучая грязь. «Живой!» слышит Михей встревоженный голос голос Вавилы. Чувствует, как руки его прошлись по груди, по лицу и добрались до плеч и тянут. Постойт он меня, как девку, щупает. И только сейчас начинает соображать. Кажись, был обвал, что ли? А Вавила все повторяет. «Михей, Михей, отзовись! Живой ты, Михей?» «Вроде бы живой!» «Кого мне доспеется?» «Как рванулся и застонал!» «Привалило!» «Засвети-ка огонь! Спички вон за пазухой!» «Засвети! Чувствуешь спички?» «Вот, вот!» Красное тусклое пламя вспыхнувшей спички с трудом раздвинуло тьму. Ноги Михея были придавлены переломанными огневыми. Над самой груди его висит огромный розоватый валун. И кажется, что он дрожит, аж шевелится. Вавила, подопри этот валун стойкой. Нет, трогать его нельзя, упадет. И спичка гаснет. Сверху сыплется мелкая галька. Падает на грудь, на живот, давит. И теперь становится уже трудно дышать. Михей старается выбраться, извивается весь и месит руками шахтовую грязь. «Скорей, вавила, валун!» Вавила зажигает светильник, скребет лопатой по мокрому грунту. Он торопится и дышит тяжело с надрывом, чтобы успеть, только бы успеть. «Скорей». А Ваницкий не дурак. Мне кажется, даже это он специально что ли так все подстроил. Да Тот думает того надурит Это думает того надурит Так получается Кто кого перехитрит А эти работают действительно Своей головой За чьи-то карманы И даже не подумают вылезти Такая она правда жизни На сегодня ребята все Благодарен вам что вы поддержите наш канал Включаете плейлист Гоняете его ночами и днями Это очень помогает нашему каналу Надеюсь что восстановится наш главный канал Вот сегодня завтра Подам заявку На восстановление Держим цурики Как я говорил в детстве цурики Как оно там будет А на сегодня все ребята Услышимся уже завтра в 12 Ого по Киеву как обычно Ставите будильник и завтра в 12 продолжение А на сегодня все Увидимся Услышимся По Кендова Вот так вот Жизни людей в тайге Заключенные в тайге Часть 22 Сегодня Бобик знаете он всех понюхает Знаете конечно Вот так вот У меня Бобик такой Петрович его на блатыков Все Бобик всех нюхает Всех вынюхает Кто поставил Кто что поставил Он все знает Как рентген Вот так вот Поставили Все Проходим Дальше Слухаем Ну а сегодня продолжаем 22 часть А над самой грудью его Висит огромный розоватый валун И кажется даже что он дрожит Аж шевелится Вавила Подопри валун стойкой Не трогать его нельзя Упадет И тут гаснет спичка И сверху сыплется мелкая галька Падает на грудь На живот Аж давит И вот только сейчас Становится Трудно дышать Михей старается Выбраться Извивается Месит руками Шахтовую грязь Скорее Вавила Валун Скорее И Вавила Зажигает светильник Скребет лопатой По мокрому грунту Он торопится Дышит тяжело С надрывом Струйки воды Стекают скрепи И со звоном Шлепаются в лужи А у Михея перед глазами Пляшут разноцветные искры То синие То зеленые То красные Их становится Все больше и больше И мелькают быстрее Быстрее И быстрее И хороводы этих искр Скрушиваются В цветные спирали И мчатся куда-то И тут видит Михей Михей увидел Как к нему Склоняется Ксюша Больно Да Нечем дышать Ксюша Ой Нечем Конечно Нечем Тебе же ведь Земля придавила Но ты Терпи Вавила Тебя откопает Обязательно Откопает Ой Конец Мне Ксюша А в углу Там Самородок Самородок Это я Для тебя Схоронил Возьми Его Тебе Жить Надо Да Михей Мне Теперь Не на что Жить И тут Ксюша Исчезла Как Растворилась А вместо Нее Самородок Огромный И аж Горит Как Кусок Жаркого Солнца А воздух Горячий Аж Перехватывает Дыхание А самородок Все ближе Шипит На нем Вздуваются Пузырьки Как На оладьях Один Пузырь Больше Других И Растет Растет Становится Аж С кулак Потом С голову И Неожиданно Лопается И Красные Языки Пламени Взвиваются В воздух Они Как Стрел Разлетаются В стороны А Наконечники Черные Черные И Коптят Где-то Михей Уже Видел Эти Черно-красные Коптящие Стрелы Они Тоже Точно Так же Мелькали Перед Глазами А Потом Потом Была Черная Тишина Где Это Ах да В Галиции Не Высокий Курган А на нем Три Молодых Бука И Оттуда Строчит Пулемет Ура Ура И Михей Тоже Бежит С винтовкой И Тоже Кричит Ура А Впереди В Предрассветной Мгле Огоньки Пулемета И Михей Швыряет Гранату И Видит Эти Черно-красные Стрелы А Потом Наступает Тишина Госпиталь Тускло Горит Ночник Возле Михея Сестра Милосердия В белой Косынке С маленьким Красным Крестиком А Лицо Лицо Ксюшина Ксюша Я Ночи Самородок Нашел Шепчет Михей Самородок И Вдруг Видит Своя Избушка Своя Лошадь И Ксюша Распрягает Ее А потом Идет В избу Достает Из печки Горшок Со щами И Зовет Михея Иди Щи Хлебать Забористо Пахнут Чи Сваренной Заботливой Ксюшей Михей Обнимает Ее Прижимается Усами К щеке Смуглой Упругой И Шепчет Жена И Михей Хочет Скочить И Бежать На Гора Чтоб Сейчас Же Сейчас Же Увидеть Ксюшу И Сказать Ей Есть На Земле Красивше Меня И Добрее Но Нет Мужика Чтоб Любил Сильнее Чем Я И Как Рванулся Михей И Застонал Боль Прояснило Сознание И Заставило Открыть Глаза А Сверху Сверху Так и Продолжали Сыпаться Комья Земли Волун Над Головой Стал Еще Больше И Кажется Вот-вот Упадет На Михееву Голову И Михея Тут Охватил Страх Я Жить Хочу Жить Вавила Мне Ксюшу Увидеть Надо Я Солнце Видеть Хочу Жить Хоровод Помогать Товарищу В ноги И Тянет Ее Шатает Туда-сюда И Тут Сверху Посыпалось Еще Сильней Волун Он Первого Вавилу Захватит Эх Оба Помрем За Раз Михея Не Может Отвести Глаз От Этого Волуна Так Смотрит И Думает А Вавилу То Зачем Вот Если Сюда Устина Устина Этого И Кричит Беги Вавила Беги Волун По Что Тебе Помирать Тебе Нельзя Помирать Ты Ксюхе Скажи И Острая Боль Вспыхивает Яркое Яркое Солнце Вавила Рывком Выволок Михея Из-под Завала Рывком И Оттащив На Несколько Шагов Привалил Его К Перевернутой Тачке Опустился На Колени И Стал Тормошить Михея Жив Живой Да Скажи Ты Хоть Слово И Тут Михей Приоткрыл Глаза А по Что Это Я В Луже Лежу Наверное Помер Подумалось И Он Пошевелил Пальцами Руки Шевелится Живой И Извернувшись Застонал Отполз В стене И Радостно Закричал Живой И Вавила Перевернул Тачку Сейчас Я тебя Уложу И На Выход Подожди Немного Дай Хоть Отдышаться В голове Шумит Как С Похмелья Темно Чуть Приметно Светит Жировичок Холодные Капли Воды Падают Сверху Так И Падают Сознание Происляется Медленно Очень Медленно Михей Поднимает Голову И Видит Над Собой Крепкое Огнево И Оглядывает За Бой А Волун Все Висит Висит Но Теперь Уже В стороне Сбоку А В груди Появляется Трепещущий Горячий Комочек Он Ширится И становится Все больше И больше И Трепещет Все сильнее А Михей Ликует Выбрался Живой Постой Вавила Дай Хоть Оглядеться Огонек Жировичка Кажется Ярким Ярким Аж Режет Глаза А Холодная Вода Текущая За Ворот Ласковой Ласковой Родная Собравшись С силой Чуть Подвинулся И Говорит Садись Вавила Рядом Чтоб Я Твое Тело Почуял Смотри Как Меня Трясет Аж Колени Стучат Да И Руки Одно Другую Поймать Не Могут Детям Своим Всем Накажу Чтоб Поклоном Тебя Встречали Перестань Оборвал Вавила Выбрался Да и Хорошо Давай Потащу Нагара И Уже Укладывал В тачку Спросил А Ксюше Сказать Что Ты Ее Одну Звал Что Ты Не В Жесть И Грохот Захлушил Заглушил Грохот Слова Михея И Вавила Почувствовал Удар Прямо В голову И ему Показалось Что он Летит В глубокую Черную Пропасть На дне Которой Блестит Яркий Огонь Блестит И Первое Что увидел Вавила Когда Очнулся Было Синее Синее Небо И Солнце Оно Било Прямо В глаза И Даже Слепило Потом Солнце Заслонило Голова Аграфены И Вавила Почувствовал На лбу Ее Руки И Вспомнил Забой Радостный Крик Михея Неужто Снова Солнце Увижу И Тихо Спросил А где Михей Михей Где И Тут Опустила Голову Аграфена Отвернулась И Спрятала Глаза Вавила Аж Рывком Сел Сначала Перед глазами Все Поплыло А потом Он Разглядел Группу Людей Они Стояли Без Шапок С Поникшими Головами А у Их Ног Лежало Прикрытое Солдатской Шинелью Тело С Одной Стороны Из-под Шинели Торчали Рваные Михеевы Бродни А с Другой Золотистый Михеев Чуб И Вавила Снова Упал На Спину Ему Хотелось Кричать От Горя Но Челюсти Свела Судорога Вавила Вавила жили и спали под одной шинелью. И словно сквозь сон он услышал голос Аграфены. — Господи, очнулся ведь? — про Михея спросил сердечный и снова впал без памятства. — Вавила хотел ей что-то возразить, хотел ей крикнуть, но губы никак не разжимались, и только вырывался хрип. — Господи, ну за что же так? — глотая слезы, прочитала Аграфена. — Михея прибрал. — Господи, хоть Вавилу оставь. — Перестань, Аграфена! — прикрикнул Иван Иванович. — И без твоих причитаний тошно. — Товарищи, помогите отнести Вавилу в избу. В мою комнату понесем. — И Михея в контору. Он погиб, как солдат. — Как солдат, — повторял про себя Вавила. — Что-то он не успел мне сказать. — Да. — Он нашел тех, кто писал прокламации. — Обещал рассказать после смены. — Но так и не рассказал. — И мысли туманились и рвались. — Второй раз Вавила очнулся ночью. — Тело, как перемолото все. — После жерновов. — В висках стучало. — Казалось, под подушкой мчался тяжелый железнодорожный состав. — И кто-то держал его руку и медленно гладил ее. — Лужка. — Вавила попытался приоткрыть глаза. — Но ему так и не удалось сделать это. — А Лужку очень хотелось видеть. — Много, надо сказать. — Сейчас бы самое время. — А вдруг еще умру. — И все же не было сил даже поднять веки. — А устала, устала плакала Ксюша. — Лужка сидела без слез, сгорбившись, сжавшись в комочек на табуретке рядом с топчаном. Не видела Лужка ничего вокруг, только Вавилу. Гладила его руку, бессильную, как неживую, и шептала, но так, что не слышал никто. — Никто не услышит. — Ты не умрешь. — Не умрешь, ты слышишь? — Бежала, не чаяла увидеть живым. — А теперь не умрешь. — Вот я, рядом. — При мне не умрешь. — Скоро фельдшер придет из Притаежного, и она поправила мокрую тряпку на лбу. — Ну, открой же глаза, открой. — Посмотри. — Землянка наша стоит без крыши. — Да строить надо. — Освавила и уходила все. — Сама жизнь уходила. — Казалось, не станет вот его, и завтрашний день не наступит. У крыльца скрипнул снег. — Послышалось ржание лошади. Лужка опрометью выбежала на крыльцо и тотчас же вернулась. — Нет, не Тришка, не фельдшер. — И Аграфена спросила. — А Тришка при чем? — За фельдшером поехал Егор. — И поняла. — Лужка наняла Тришку и отправила в Притаежное. — Все деньги, что заработала за год у Кузьмы, все деньги отдала за подводу. — Ишь ты какая, — подумала Аграфена. — И когда Лужка села на прежнее место, пристроилась рядом и тихо погладила ее голову. — А Вавила так и лежал, как прежде, закрыв глаза. — Слышал приглушенные голоса в соседней комнате. — Он все слышал. — И Федора, и дяди Журы, и Тараса. А потом хлопнула дверь, и где-то рядом голос Ивана Ивановича. — Ну как, Аграфена? — Лежит. — Господи, царица небесная, все-то без памяти. — Неправда, — подумал Вавила, но сказать так и не мог. — Перестань, Ксюша, плакать. — Слезами теперь не поможешь. Агустин даже в хорошей крепе и то отказал. — Вот так вот и вышел в соседнюю комнату. — Товарищи, приезжал Симеон. — А че ж ты его сюда не позвал? — Я б, мать его... — Тише. Не ругайся у гроба. — Так вот, товарищи. Устин все наши требования отверг, начисто отверг и приказал Симеону рассчитать меня, а также Вавилу, Егора, Федора и Михея. Вавила услышал гул этих голосов и понял, что в соседней комнате много народа. — Слышались выкрики. — Михея больше не рассчитаешь. — И вас рассчитать не дадим. — Бастовать! Бастовать надобно! — Бастовать! Кто супротив? — И тишина. — Ребята, значит, все бастовать порешили? — Это спрашивал уже Федор. — Ребята, возле гроба клянемся. — Еще раз хочу упредить. Ежели есть супротив кто, сказывай сразу же. — Да. — А давно ли он говорил, что супротив хозяина восставать грех? — Давно ли это было? — Это все одно, что супротив Господа Бога. — Угу. — Я-то все помню. — И тишина. — И среди этой тишины Вавила услышал услышал отчетливый голос Михея. — Кажись, я нашел того писателя. — Помнишь, что на доске против войны писал? — Отпирается вроде. — Отпирается. — Но он это. — Он. — Он. — Вечер вас с виду вместе. — На другой день вечером Сысой сидел в тесной избушке на Сысоевском отводе. — Два топчена, стол, железная печурка в углу. — На столе план разведки Сысоевского горного отвода. — Так что ж такое у нас получается-то, а? — Допытывался Сысой у своего управляющего. — Сам не пойму, Сысой Пантелеймоныч, — Че у нас получилось-то так? — У Устина Рогачева на богом дарованном Ох, как золото сыплет, Как пшеничка из куля в закромах. — А на соседнем Аркаевском придиске, На Аркадьевском господина Ваницкого В шурфах слышно. — Что ж такое золото, какое даже и не снилось тебе тут? — А у нас хотя бы хоть бусинка какая попалась. — Задавил черный шлих, и все тебе тут. — Что, ни одной золотинки, что ли? Неужто бросать? — Бросать, Сысой Пантелеймоныч, надо. А что нам остается? — Что, деньги в землю закапывать? — Эх, сколько же я дум на этот прииск имел. И что, все впустую получается. И тут скрипнула дверь, и сквозь клубы морозного пара увидел беличью шапку и ствол шомпальной сибирки. — Ксюша! — и он вскочил навстречу. — Проходи. — Садись. — Чайку хочешь? — Можно. Мне бы с вами и она аж зарумянилась. — С глазу на глаз. — Ты походи по тайге, голубчик. — Так, к рабочим зайди. И выпроводил Сысой управляющего. Повернулся к Сюше. Хотел помочь расстегнуть полушубок. Но она отвела его руки. Поставила в угол ружье и спросила. — Сысой Пантелеймонович, вы тогда про мой прииск сказывали. Вы не шутковали тогда? — Чистая правда. Ей-богу. — Так я согласная. Берите себе половину, а половину мне. Но только, Сысой Пантелеймонович, уж очень прошу и хочу упредить. Половину прииска я отдам только на второй день. На второй день после моей свадьбы с Ванюшкой. Раньше не дам. А вдруг он передумал жениться? Я-то при чем? А тогда мне и прииск не нужен. Вспомнила наказы Арины. Потом непременно, чтобы на все было согласие Ванюшки. Без его согласия и я не согласна. — Кхм-кхм. Ванюшку, Ксюша, мудрено сюда привезти. Но уж для тебя разобьюсь, а привезу. — Только, Сысой Пантелеймонович, без согласия Ванюшки я прииск не отдам. — Будет согласие. — Будет. Но и ты тоже поклянись. — Клянусь, встав на колени и крестясь на икону в углу, Ксюша говорила. — Клянусь отдать Сысой Пантелеймоновичу половину богом дарованного на второй же день после нашей с Ваней свадьбы. — И чтоб было согласие Ванюшки. — Все, Сысой Пантелеймонович. — Все. Сысой снял икону и подал ее Ксюше. — Целуй. Ксюша поцеловала икону, поднялась с колен и начала собираться. — Весточку, ежели надо, на Арину присылайте. — Я у нее, покуда живу. — Ну, бывайте здоровы тогда. А снег валит хлопьями, крупными и пушистыми, как совиные перья. — На высоком пригорке, откуда виден весь прииск, три высоких березы, а между ними свежий могильный холм. Ксюша стоит на крыльце конторы, прислонившись спиной к двери. Неотрывно смотрит на березы, а перед глазами ее глубокая могила. Сиденький священник в черной бархатной резе тянет на треснутым старческим тенарком. — Вечная память! — А Вавила сидит в санях. — Федор и Лушка поддерживают его. — Он говорит над гробом. — И в памяти Ксюши всплывают только отдельные фразы. — Михей был мне братом. — И мне вроде брата, — подумала тогда Ксюша. — Я не забуду тебя. — И я никогда тебя не забуду. Не таясь, плакала и плакала Ксюша. — Не забуду, что немецкая пуля тебя не нашла. — Пощадила. — Не пощадил. К могиле привел свой. Свой. Российский. Богач. — Этого я никогда не забуду. Клянусь. — Клянемся. — Клянемся. — Клянемся. — И Ксюша глухо повторила. — Я тоже клянусь. — Слезы мешали понять, в чем клялся Вавила и в чем клялись все приискатели. — Но Ксюша чувствовала, что ей необходимо сказать на прощание Михея что-то очень-очень большое. И очень важное. — А слова потерялись. — Я клянусь отомстить за Михееву смерть, — сказал Вавила. — Я тоже. — А перед Ксюшей у края могилы гроб, покрытый старой солдатской шинелью. — Рыжий чуб прикрывает рану на лбу. И, кажется, Михей просто спит. — Отдыхает. — И все опустились на колени. — И Ксюша тоже опустилась. — Увидев, как снежинки падают, не тая на щеки, скопляются под бровями, закрывая веки Михея. Она вскрикнула и сдула снежинки с лица и обхватила руками плечи Михея. Больше Ксюша ничего не слышала, что говорил Вавила, что говорили другие. Она сама говорила с Михеем, словно с живым. — Ты, — сказал, — на земле у тебя никого нет роднее меня. — И ты мне, Михей, братом был. Был бы ты жив, я бы все-все-все тебе рассказала. — Вечная память, — пропел еще раз поп, и шесть приискателей три раза выстрелили вверх. Горы эхом ответили, будто тоже прощались с Михеем. И Ксюша первая бросила в могилу на гроб прощальную горсть земли. Сама с друзьями равняла могильный холм, а Михей перед глазами, как живой, стоит. Кажется, он не в могиле, а где-то тут, за углом. Смотрит и идет по дороге. Сейчас вот-вот выбежит на крыльцо и скажет, как прежде. — Здравствуй, Ксюшенька! — Здравствуй, красавица! А слезы так и текли по щекам у Ксюши. — Прости, Михей, невольная была в своем сердце. Не целовала тебя живого, а только мертвого поцеловала при всех. Когда живой был, досадовала на твои слова. А как не стало тебе, сердце кровью так и облилось. Другие, может, и забудут тебя. А я буду помнить, всегда, всю жизнь буду помнить. Как мы с тобой о чуб качали, как грамоту вместе учили. Ведь ты первый, ты первый про любовь мне рассказал. Спасибо, Михей, такое никогда не позабудешь. С пригорка от могилы Михея спустился человек. Ксюша вгляделась. — Не как Кирюха без руки. — Он, точно! Подошел Кирилл и поздоровался. — Здоровайте, Ксюха! Мне бы Вавилу надобно повидать. — Вроде спал, Вавила. Погодь, погляжу. И вернулась. — Не спит. Проходи. Только недолго. Он еще очень слаб. — Не бойся. Не замаю. — А там более никого нету? — Никого. Скоро Лужка придет. За молоком убежала. Ну и ладно. И прошел. Ксюша притворила за ним дверь. Вавила лежал на постели Ивана Ивановича. Голова замотана полотенцем. На покрасневшем лбу, на пунцовых щеках крупные капли пота. Будто Вавила недавно вернулся из бани. Обмотал голову полотенцем и прилег отдохнуть. Только дергались веки, да и странно кривились крупные губы. — Пить! 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 И он открыл глаза. И увидел незнакомого человека в серой шинели, в потрепанном харьковом треухе. Припав к столу небритой щекой, он ставил ковш и спросил. — Ты кто? И Кирюха уселся на табуретку у самой постели. — Ты чей? — Откуда ты? — снова спросил Вавила. Кирюха будто не слышал этих вопросов, наклонился к самой подушке и прошептал Вавиле прямо на ухо. — Душевно ты нынче над могилой Михея сказывал. — Дружок ему, видимо. — Друг. — У Михея хорошие были дружки. Про одного он нам намекал. — Не про тебя ли? И тут Вавилу насторожился. Иван Иванович говорил, что сегодня у въезда на прииск опять была прибита доска. Та самая, а на ней надпись углем. — Устин — убийца Михея. — Долой кровопивцев! — И восклицательный знак. — Ты чей? — допытывался Вавила. Но Кирюха опять про свое. — Михей сказывал, что любили они с дружками в лесу собираться. — Бывало. — Возьмут бутылку водки, закуски, гармонь. — Костер разведут. — От напряжения аж мысли работали четко-четко, а во рту все пересохло. — Ивавила потянулся к ковшу и отпил еще воды. — Сказывал, натыкались они по осени в тайге на доску. — Прибита была к пихте. — Не слыхал, — продолжал Кирюха. — Вопросы были прямые, даже чересчур прямые. — Ивавила насторожился. — Было, кажется, и такое. — Только дождь поразмыл все. — Но Михей сказывал, будто не поразмыл. — Сказывал еще, дружок у него умел на гармошке играть. — И, пригнувшись к самому уху Вавилы, пропел без слов. — Смело, товарищи, в ногу. — Пропел и тотчас же выпрямился и огляделся по сторонам. — Свой или на бога берет? — Вавила всматривался в лицо безрукого. — Заросло оно бородой аж до самых бровей. — А глаза пытливые, грустные. — Безрукий не опускал их, не отводил. — А ты откуда эту песню узнал? — На фронте от товарищей слыхал, а потом от Михея. И опять, полушепотом пригнувшись к Вавиле. — А на доске-то мои дружки писали. — И сегодня мы про убивцев Михея. — Ух, аж душа горит. — Ты большевик? — Это как? — Ну, партия есть такая. — Не слыхал. — Мы тут сами по себе. Трое нас всего. — Слыхали, будто в Новосельском краю кто-то вроде нашего ганошица. — Ищем. — Да вот наткнуться никак не можем. — А вас? — Вас-то много? — Есть люди. — И опять шепотом Кирюха. — Я чаю, ежели хорошо поискать на селе, такие, как мы еще поди, есть. — Да вот только сторожаться. — И кабы всех собрать, эх, сила была бы. — Прямо бери царя за глотку да по зубам. — Уж больно я жал на него. — А меня-то Кирюхой зовут. — Нас, Кирюх, на селе Пятеро. — Ты... Ты безрукова спрашивай. — Эх, радость-то какая. Нежданно-негаданно Друха нашел. — Обсказать, сколь надо. — Да тебе, видать, плохо смотрю. — И собрался уже идти, но задержался. — Ваши-то забастовку затеяли. — Может, и мы чем поможем? — С кем обговорить-то? — К Федору иди. — К какому Федору? — Тому, у которого шрам на лице? — Сегодня, когда по Михею салют давали, то он у самой могилы стоял. — Он? — Он же сусед мой. — И кум. — Вот тебе на. — Никак тебе сызного плохо стало? — Ксюху позвать? — Позови. — А я, значит, к Федору. — Спасибо, товарищ. — За что спасибо-то? — Тебе, друг, спасибо. — А то мы одни. — На маленьком оконце землянки пухлый куржак. — Холодный туман тянется от двери, тает и тонкими струйками уползает под нары. — От железной печурки, сделанной из ведра, забористо пахнет разопревшей коркой, корой черемухи и рябины. Ребятишки дерут лыка. Вокруг них ворот разопревших прутьев. Из-под длинного сарафана показалась капкина голая пятка. Петька быстро хлестнул сестренку прутом по ноге и захлопал в ладоши. — Голые ноги не люблю, как увижу, так и бью. — Голые ноги не люблю. — Мамка, Петька опять хлестается. — Вот я ему сейчас нахлестаюсь. Где Розга? Испуганными лукавыми мышатами забегали Петьки на глазенки. И он юркнул за сестренку за груду наваленных на нары веток, прикрыл ладонями две большие заплаты на штанишках и заголосил. — Мама, я больше не буду хлестаться. Я больше не буду. — Смотри у меня. Не буду. И опять тишина. Тишина и спокойствие. У дверей зима, а от печки пахнет весной. — Ставит снег. Я вот лук себе сделаю. И стрелы. — мечтает Петюшка, запустив белые зубы в мягкую прелую кору рыбины. И бурундучков настреляю. — Шти сварю. — Тятьку Егора накормлю. Мамки дам. Няньки дам. А капки не дам. — Ну и не давай. Больно ты надобно. — Сама лук поделаю. И сама бурундучков настреляю. И сама, сама себе шти сварю. — Да еще с кандыками сварю. — Эх, с кандыками-то шибко сладко. Увлеченные мечтами ребятишки перестают работать. И а графена строжится. — Уснули не то? А ну дерите. И ребята опять дерут лыка. Один за другим они выдергивают из вязанки прутья. Как бельчата вгрызается в кору зубами. Обдирают ее и бросают на противень из бересты. А во рту терпкий вкус неспелых ягод. Он вызывает даже тошноту. Вот уже второй такой же противень, полный коры, стоит у самой печурки. Сохнет кора. А третий у ног аграфены. Она бросает в ступку сухую, как кость кору, и крошит ее песком. Перетирает в муку. И хлопнула дверь. Петюшка сорвался с нар, запрыгал. — Тетя Ксюша пришла! Тетка Ксюша пришла! — Принесла картошки. — Картопки принесла? — Принесла, принесла. — Мамка, давай картопку варить! Аграфена, скрывая радость, оценила сброшенный Ксюшей на нары мешок. Ведра полтора, а то и два. И укорила. — Опять притащила. — А сами-то как там с Ариной? — Да хватит нам! А не хватит, неужто не поможете, как забастовка кончится? — А вот еще белки. Пять штук. Вчера сна стреляла. — Ой, спасите, Аксюшенька! — Егор вчера весь день проходил. Одно и только принес. — А ты пять. — Я петушиное слово знаю. Прокукарекаю, и белка ко мне вся бежит. — Ты, Ксюшенька, и чичас ровно не из села, а из тайги идешь. И с картопкой. Заходила к Михею. Ветку пихтовую ему принесла. И не сказала, что долго еще стояла над могилой Михея с этой пихтовой веткой. С живым, да, с живым не делилось горем. А теперь все к нему. Жизнь тревожная. Одно и не понять, что к чему. А с кем еще поделиться? А графена с Аренью своей занята. Арина только и оживляется, когда разговор заходит о Симеоне. И Ксюша уверена. Михей живет сейчас. Живет. И на небе. И тут, у могилы. Стоит, наблюдает. У могил он будет жить, пока помнят о нем на земле. Пока нужен он людям. Михей нужен Ксюше. И она почти каждый день приходит к нему на могилу. Приносит пихтовые ветки. И мысли свои. А у Михея просит совета. И ей кажется, что после разговора с Михеем Понятней становится жизнь. От Ванюшки Михея весточки нет. Не ведаю. То ли запамятовал меня. То ли не любил никогда. То ли жизнь его так сложилась. Что нет ходу по городу. От Сысоя Пантелеймоновича тоже весточки нету. Ежели Сысой насмеялся надо мной. Убью. Так и порешила. Из ружья, как есть, застрелю. Ежели он не один насмеялся. И Ванюшка туда же. Себя порешу. Ну, прощай, покуда, Михей. Папаню там увидишь. Маманю. Поклон передает меня. Ксюша очень редко молилась Богу. Крестилась на дню несколько раз. А молилась... Молилась только раз в год. Не чаще. Далеко он, Бог-то. Чужой. Незнакомый. И могила отца с матерью далеко. И начали они забываться. А Михей свой. Свой родной. Близкий. И вот так вот с мыслями о Михее дошла до графениной землянки. А здесь совсем другая жизнь. Совсем другие заботы. Тряхнула головой и прогнала все невеселые думы. Вошла оживленная. Даже смеющаяся. Словно солнце внесла. А я есть хочу, графена. Что у тебя там в цыбарке кипит? А? Тюрка. Видишь, коры натолкла. Мучкой сдобрила. Люблю тюрку. И вытащила из-за пазухи ложку. И подошла к печурке. Зачерпнула тюрки. Попробовала. Ух, как упрела. Сарынь, давайте тюрку хлебать. А после картопки наварим. А? Я вам сразу скажу. Вы будете кору драть? А я вам буду сказку сказывать. А графена? Дядя Егор-то где? Да все в конторе. Судят да рядят. Как жить там? Многие трекнулись в сторону. Подбивают забастовку кончать. И то скажи. Как дальше без заработка? М? Эй, сарынь. Идем лбы крестить. И потом за столом хлебая тюрку. Искары, рябины и чуремухи. Сказала, самое затаённое. Ой, Ксюша. Я вот боюсь, кабы Устин из землянок нас не погнал. Лес-то на стропилах явонный. Хозяйский. И двери из явонного леса. Все двери. Эта часть какая-то грустная. Повалило всё. Мне кажется, как раз тем волуном, наверное, и придавило Михея. А как же этот выжил? Землёй, что ли, её? Ну, мне кажется, ребята, даже землёй, если так завалит, то всё. Всё. Кирдык переломает, аж перемелит все кости. Ну, всё-таки выжил. Видите. А по поводу, ребята, что самородок блестит, я даже задумался. Я вот смотрел передачу про Януковича. Вот этот вот, как он называется, дача его, где он был. Межигорье. То там рассказывалось, что у него была такая большая, серебряная люстра здоровая. Януковичу не понравилось, и он решил его куда-то сдать, и за сколько-то там миллионов его озолотили. И тоже люди удивлялись, говорили, что почему так она не блестит? То есть золотая. И он говорит, да, золото не так блестит, как вы думаете. То есть оно даже меньше блестит, чем серебро, получается. Вот что удивительно. Может, от чеканки зависит, не знаю. Но чистое золото, оно блестит меньше. А как же самородок тогда? Если чистое уже афинажное, самый финиш блестит. Ну, то есть, как бы... Ну да, он как желтенький, наверное. Но он не блестит же так. А как же, сколько мы читали, что на солнце золото прямо блестит, аж сверкает. Это что, неправда получается, что ли? Оно как желтенькое такое. Я смотрел, сколько передач. Оно просто желтый металл, но не блестящий. Нет. Он просто желтый такой, матовый оттенок. Так что это получается? Нас обманывают в этих рассказах, что ли? Все думают, что золото блестит. А оно не блестит. Оно просто желтое. Такой темный желтый металл. Вот так. Напишите мне ваши интересные комментарии. А мне кажется, все вот эти, у которых вы носите кольца обручальные, да? А там же ж не чистое золото. Там же ж оно с медью, с никелем, с палладием, если это белое золото. Кстати, вот это белое золото вообще мне не нравится что-то. Так вот, мне кажется, как раз если оно с другим металлом, если это какая-то проба уже, не чистое золото, то оно, наверное, блестит больше, чем чистое золото. Вот чего. Интересно, что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Оказывается, что чистое золото не так блестит. Вот чего. Оно, оказывается, если добавить туда металл и смешать его, оно блестит даже больше. Вон оно чего. Вот так вот. На сегодня у нас все. Рассуждения я вам дал. Пишите ваше, интересно, что вы думаете. Сравните. Чистое золото и нечистое. Что больше блестит. Ну, на сегодня все, ребята. Увидимся уже завтра, как обычно, в 12 уго по будильнику. По киевскому будильнику в 12 уго. Наматывайте будильник на ус. Вот так вот. Ставьте ваши педали, проверяйте, что все поставлено синенькое. Все, значит, это завтра приходите опять. Заново. С пендалями. Ну, на сегодня все. Услышимся. Увидимся. По кендалу. Вот так вот. Жизни людей в тайге. Заключенные. Часть 23 сегодня у нас. Ставим пендали. Пендали, как обычно, все знаете. Вы все у меня понимаете. А Бобик вас все понюхает. Кто поставил, кто нет. Вот так вот. Сегодня часть 23. Продолжаем. Приключения наши. В конторе было шумно и тесно. Сизыми тучами плавает махорочный дым от цигарок российских. Киржаки ежатся. Кашляют. Ругаются даже в полголоса. Но не уходят. Только жмутся поближе к приоткрытым дверям. К свежему воздуху. Ребята. Да тише, ребята. Дайте хоть обсказать до конца. Просит журавель и махрит резенькие волосы на своей макушке. Кхм. Кхм. Я, ребята, про себя б скажу. В животе печушки поют. Отощал совсем. Покеда не сгинул концом. С концами уже. Надо аль подаваться от себя два. Аль кончать эту самую забастовку. Ну что тогда надо делать? Так куда податься-то? Зима на дворе. Под кустом не заночуешь. Отмахнулся Егор. Вот то-то и оно. А я так скажу. Выкрикивает лобастый чернявый парень. И словно рубит ладонью каждое слово. Заманить Устина. Накоцать. Чтоб помнил. Небось согласится. Господи, боже мой. Да разве можно на хозяина руку подымать? Крестится у двери киржак, как мохом заросший аж до самых ушей. Крестится. Народ-то какой пошел нонче. Аж слушать срамно. Да и подыхай ты тут. Без срама. Пустить красного петуха на Устина. Красного петуха. Не думал Вавила, что так упорен будет Устин. Как кремень упорный. Ничего себе орешек. У кого на селе есть хозяйство, пусть самое плохое. Все разбрались по домам. По домам. По норам. Сидят. Кое-кто из пришлых пригрелся возле солдаток. Но большинство по норам. Такова жизнь. Можно есть деревянную кашу, вспоминает Вавила Аграфенину Тюрку. Но после нее и в животе ж тяжело. И в сон сразу бросает. А ноги дрожат. Третья неделя уж как пошла. Все проели. Сбережений Ивана Ивановича всего на пять дней хватило. Всего-то на пять дней. Робь. А, Робя. Опять поднимается журавель. В шахте же золото. Под ногами прям золото. Ребята. Ну, возьмем на харч малость. Вавила, правда, все против. Так его связать. Товарищи. Начал Вавила. Федор его за локоть и прикрыл спиной. Постой. Я со своими поговорю. Мужики. Вы меня знаете. Золото взять это не штука. Даустин только этого и ждет. Понимаете? Это вам не шутки. Грабители, скажет. Вот чего. Воры. И все. В тюрьму. Оно вам надо такое? Кончай. Вавила уже все обсказал нам. Половину в тюрьму. Продолжал Федор. И шрам на его лице стал синебагровым. С останных три шкуры сдерет. Возьмем на десятку. А взыщут на сотню. Да еще чего-то найдут. Припишут. И опять тишина. Новую заковыку сказал Федор. Новую. А Федор свой. Деревенский. Не пришлый вовсе. Аустин от кель допытается то про то золото. От кель допытается. Хм. Да пытаться не диво. Шкуру спустим с наушника. А после то драки да кулаками махать. Угу. Я вот что скажу мужики. Напрягая голос кричит Федор. Я каждую ночь возле шахты с ружьем ночую. Каждую ночь. Так что не суйся. Ты нам еще грозить. Щенок. И верно. К чему это он грозит. Досадует Вавила. Но Федор лучше знает односельчан. Гораздо лучше. И опять возвышают голос. Легко отстраняет протянувшиеся к нему кулаки. Не грожу мужики. А хочу упредить. Предупредить. И сразу же сбавив голос. Говорит проникновенно. От самой души. После еще спасибо мне скажете. Мужики. Уберег мол. Вы же мне родня. А которые пришлые тоже поймут. Я себе воли хочу. И вас от тюрьмы спасаю. Так то оно так. Но делать кого? Ты скажи. Кого делать? И вновь забурлил на минуту притихший сход. Кончать забастовку. Сгинем как мухи. Вавилу повязать. И Федором вместе с ним. И управитель точно такой же. И несколько человек засучивают рукава. Протискиваются к Вавиле. А Тарас бочком, бочком и в сторону. Впереди Вавилы Федор встает. И рядом с ним, плечо к плечу, трое товарищей из дружины. Назад! Назад! Говорю! Кричит Федор. Размахивая над головой кулаком. Это они меня от рабочих, от товарищей защищают? Хм! Дожились! Неужели я неверно пошел? Ему вспомнилась самая первая забастовка в Питере. Там проще было. Так хозяину хвост прижали. Просто? Это мне кажется, что просто. Я в Неве рыбу удил. А тем, кто забастовку вел? А? Да. Каково им? И все же их, кажется, от своих не охраняли. И он оттолкнул Федора и рванулся вперед. Пусти! Если заслужил, пусть бьют. Пусть! И тут настежь входная дверь. Из порога испуганный Лужкин голос. Мужики! Симеон за мной едет. Рабочих везет. На шахту работать хочет поставить. Я на лыжах вот бежала. А они на конях. Обогнали меня. Наверное, уже и на шахте. Чего? Не дадим? Ребята! На шахту! Вавила! Веди! И плотной стеной обступили приискатели шахту. Прибывшие с Симеоном рабочие растерянно сбились в кучу. Не ожидали такого приема. Симеон ходит, храбрится и плеткой постукивает по голенищам валенок. Позвать ко мне Ивана Ивановича. Быстро! Вавила отстраняет Ивана Ивановича. И сам выходит вперед. Говорить буду я. Ты кто такой? Мне управителя надо. Вавила пусть говорит. Все зашумели вокруг. Вавила говорит. Вавила? Вавила! Лужка ни жива, ни мертва. И страх за Вавилу, и гордость одновременно. Вот он какой! Атаман! Симеон Устиныч, начинает друг Вавила. Мы не позволим тебе сорвать забастовку. Правильно! Не позволим! Правильно! Зашумели все. Мы не позволим тебе поставить на работу привезенных людей. Мы требуем хорошей крепи. И справедливых расчетов. Правильно! Говорит Вавила. Требуем! А по дороге от поселка бегут те, кто не был в конторе. И только узнал о привозе новых рабочих. Бегут! Бабы бегут, старики, ребятишки. Все бегут! И вперед вырвалась Аграфена. Полушубок расстегнут. Платок съехал на затылок. Мужики! Да что вы стоите! И она оттолкнула Симеона. Заметалась между стеной приискателей и приезжими. Вколья их! Бабы! За мной! Расцарапаем эти бесстыжие морды! И рванула вперед, увлекая за собой Ксюшу, Павлину и мужиков. Забыла Аграфена себя. Забыла и про свое больное сердце. Про все забыла. Разъяренной волчицей кинулась на приехавших мужиков. А за ней, так же стеной, шли приискатели. Не дадим сорвать забастовку! Вкол я их, окаянных! Накол их! Лужка, не помня себя, схватила палку, как размахнется и как вдарила. Аж палка сломалась. Тогда она вцепилась кому-то прям в волосы и кричала истошно. «Бей их! Бей их, подлюков!» А удары так и сыпались, и на лужку тоже. И она падала в снег, потом вставала и снова бросалась в самое пекло. Жгла только одна мысль. Угнать скорее. Не то Вавилу могут ударить. Вавила же еще не оправился. Приехавшие все, мелькая в кустах, как чернотропные зайцы, пустились на утек. Все пустились. Приехавшие. Симеон запутался в полах поддевки. Упал. И тотчас над ним взметнулись кулаки. «Чем пахнет?» «М?» «Стой! Стой, товарищи! Не троньте!» «Стой!» Крикнул Вавила. Федор поддержал его. «Лежачих не бьет!» Симеон боязливо, озираясь, поднялся. Хотел бежать, но Вавила остановил его. «Не бойся!» «Не тронем!» «Не тронем же ведь, товарищи!» «А?» «Пусть уходит!» «Только нас не замай!» «А то пришибем!» «Вот так, Симеон Устиныч!» «Забастовку мы тебе сорвать не дадим!» «Верно, товарищи?» «Правильно говорит Вавила!» «Молодец, парень!» Кричали все приискатели. «Разгоряченные, они забыли про недавнее собрание!» «Забыли про все тревоги и беды!» «Им и впрям казалось сейчас, что нет такой силы, которая бы могла сорвать их забастовку!» «Нет такой силы!» «Не придумали еще!» «Мне управителя надо!» «Прохрипел Симеон, вспоминая строгий наказ отца!» «Пожалуйста!» «Я вместо него!» Под ногами вертелся Петюшка. Вавила подхватил его на руки и подошел к Симеону. «Товарищи мне поручили вести переговоры!» «Рассказывай, чего тебе надобно?» «Шахту-то осмотреть дадите?» «Смотри!» «Ты здесь хозяин!» И Вавила поискал глазами Лужку. Она стояла чуть в стороне, растрепанная вся и возбужденная потасовкой, и жадно глотала с ладошки снег. Вавила ободряюще подмигнул ей и помахал рукой. «Мол, подожди меня!» В тесном кольце забастовщиков Симеон прошел к шахте. Заглянул в нее. «Кажись, сухо!» «А тядька боялся, затопят шахту!» «Еще обвалится!» И Вавила понял. «Шахту откачиваем!» «Держим в полном порядке!» «Согласитесь на требования рабочих, и утром можно работать!» Симеон позвал Ивана Ивановича. «Пошли в контору!» «Говорите здесь!» «У меня, товарищи, нет секретов!» «Это правильно!» «Говорите при всех!» «Все закричали вокруг!» Улучив момент, Симеон шепнул Вавиле прямо на ухо. «Получай сто рублей и уезжай!» «Хоть на месяц!» «Симеон Устинович, если я передам товарищам ваши слова, от вас только мокрое место останется!» «Неужто скажешь, а?» «Крови не хочу!» «Лучше уезжайте по-добру, по-здорову!» «А Устину Силанчевичу так и скажите, что мы крепки и с нами сила!» «Да чего говорить!» «Сами смотрите!» «Вот, нам продукты везут!» «Эй, Кирилл!» «Скажи своим, чтоб заворачивали к конторе!» «Конторе заворачивают пусть!» «Три подводы картошки, да и два куля муки!» «Все тут!» «Говорил Кирюха, пока проискатели разгружали вазы у конторы!» «И больше Вавила, однако, не наберем! Больше не!» «Последние вот подсобрали!» «Вот еще российские наказывали передать, пришлют вам денег, рублев пятнадцать!» «Потом, когда рабочие разошлись по землянкам, а в конторе на печке закипала картошка в пузатом чугуне, Кирилл рассказывал Иван Ивановичу и Вавиле и Федору!» «Слушок ходит, будто Устин хотел супротив вас казаков из города вызвать!» «А вот ему только их не дали!» «Там такие дела сейчас заварились!» «На мыловаренном, кажут, тоже забастовка!» «На железной дороге вот-вот вспыхнет!» «И шепотом!» «У российских, сказывают, заправляет Арон!» «Не слыхали?» Вавила несколько раз встречался с Ароном, но промолчал! «Арон, точно!» «Продолжал Кирилл!» «Я выспрашивать еще его стал!» «Он отперся!» «Но больше некому!» «Вот скажи ты!» «Наши-то чешашны!» «Их за людей не считают!» «А как туго пришлось!» «Я это про вас обсказываю!» «Чешашны-то все в кусты!» «Даже родню не выручат!» «А те из последнего собирают!» «Из самого последнего!» «Хоть сами понимаете, какая у них достатка!» «Это Арон про деньги-то сказывал!» «И душевный такой!» «Куда там нашим?» «Как увидишь, спасибо от нас передай Арону!» «Попросил Вавила!» «А сам подумал!» «Где же Лужка?» «Наверное, у Аграфена заболталась!» «И набросив полушубок, вышел из конторы!» «Лужка стояла на тропе, запорошенная снегом, дула в замерзшие кулаки и притопывала ногами!» «Эх ты, дуреха!» «Замерзла!» «Иди-ка сюда скорее!» «И Лужка подбежала к крыльцу!» «Идем есть картошку!» «Ну!» «Вспомнила!» «Не ела с утра!» «И поднялась на две ступеньки!» «Остановилась!» «И говорит!» «Нет, не пойду!» «Там ведь одни мужики!» «Ну, ходила же, когда я лежал!» «Там тоже одни мужики были!» «А ты не ровняй!» «Простимся давай!» «А то завтра прийти не смогу!» «Нет, не простимся!» «Ты мне сегодня нужна!» «Эх, черт с ней, с этой картошкой!» «Идем ко мне!» «Или опять заортачишься!» «М?» Лужка молча, но зашагала рядом с Вавилой!» «Он, смотри, какую мы землянку сварганили!» «И Вавил распахнул дверь!» «Вход и печурка протоплено!» «Тепло!» «Входи!» «Ну, входи!» Лужка счастливо вздохнула!» «Хорошо тут у тебя!» «Прямо страсть как хорошо!» «И лучше даже не надо!» «И Вавиле даже показалось, что землянка и впрямь стала пригляднее!» «Он показывал Лужке каждую мелочь и радовался ее радости!» «Вот квашонка в углу, веселка, логушок!» «В нем я буду тебе воду носить!» «А вон нары!» «Кедровые!» «А пахнут так как, а?» «Ну ты понюхай, понюхай!» «А?» «Ага!» «Вот бросить на нары только нечего!» «Так вот я сеноприпас!» «Настоящая сена!» «Пырьевое!» «А у меня, Вавилушка, перина есть!» «И подушка тоже!» «Да ну!» «Эх, парни не знали, что у тебя такое преданное!» «Из под носа вырвал богачку!» «И они оба рассмеялись!» «Лужка смеялась так звонко, аж заливисто!» «И от ее смеха действительно светлели темные стены землянки!» «Она быстро сбросила валенки и растянулась на сене во весь рост, раскинув руки крестом!» «Эх, хорошо-то как!» «Даже не верится Вавила!» «Почему так хорошо?» «Горе придет, сразу поверишь!» «А счастье!» «Около да около ходишь!» «Думаешь, вот оно, вот оно уже!» «Рядом, в руках!» «А все, кажется, и мимо идет!» «А ты поцелуй!» «А я закрою глаза!» «Ох ты, ласкунья!» «Нелюба!» «Больше не буду!» «Хватит!» «Хватит же, говорю!» «Отбивалась Лужка!» «Нам скоро горько станут кричать!» «Вот когда будут кричать, то оттай и целуйся, сколько хочешь!» «А тогда небось губы вытянешь и приложишься, как к покойнице, да?» «Да нет уж!» «Схвачу в охапку и так поцелуешь, что три дня будешь губы чесать!» «Не буду!» «Будешь!» «Я ж тебя знаю!» «Будешь!» «И Лужка опять рассмеялась!» «А я топор новый купила!» «Пусти меня, хозяйка, поди, заждалась!» «Да!» «Топор новый купила!» «Подожди!» «И Вавила подложил руки под Лужкину голову и сел рядом и посмотрел ей прямо в глаза!» «Они у нее большие, серые, как белки зимой!» «И как белки шустрые, точно таких же!» «А на верхней губе золотой пушок и крошечная-крошечная родинка!» Эту родинку Вавила приметил впервые, и с ней Лужка показалась ему даже еще лучше, чем прежде. С силой провел по ее плечу, по груди, и Лужка сразу села. «Пойдем, скорее! Скорее! Идем!» «Подожди, Лужка, дай хоть закурю!» «А ты же не куришь!» «Не курю! Ну, иногда бывает и надо!» «С чего это надо?» «Да что это с тобой?» И аж встала на колени и заглянула ему прямо в глаза. «Что с тобой?» «Луша!» Вавила взял ее руку и погладил ладонь. «Помнишь, я говорил тебе, что у меня есть грех на душе?» «Я не хочу даже знать про это!» «Нет уж, Луша! Слушай!» «Может быть, не для тебя это надо, а для меня даже!» «Ну, если для тебя, так говори!» «Лет двенадцать назад я встретился с одной девушкой, Ленкой. Жена. Ребенок у нее был. Мой!» Теперь уже Лушка сама не спускала глаз с лица Вавилы. Ссутулилась, ожидая удара. «Да, Лушка. Ну, так получилось. Сошлись по молодости. Понимаешь? По молодости. Зеленые!» «Понимаю!» И она ссутулилась еще больше. И лицо ей все исказилось. Ну, а после того, как убили дядю Архипа, ее отца, Ленка ушла из барака к тетке. И мы с ней встречались уже только по праздникам. И когда она сказала, что у нее будет ребенок, я испугался. Я действительно испугался. Молодой совсем. Двадцать лет с небольшим. «Живу же на нарах. На нарах. В общем, бараке живу. А заработок на хлеб да и селедку. Ну, ты сама понимаешь меня». И он провел по щеке. Будто гнал что-то. А пальцы его дрожали. Лушка решительно качнула головой. «Нет, не пойму. Другого бы поняла. Но ты не такой». Ленка, видно, очень меня любила. А ты? И я тоже. Но струсил. Понимаешь, струсил я. А Ленка даже не упрекнула меня. Просто перестала встречаться. Не врешь. Ну, вернее, я перестал. Но Ленка тоже меня не искала. Не искала вовсе. Она, наверное, ждала меня там. А через два месяца отравилась. А ребенок? Постой. И когда я узнал об этом, прямо в рабочей одежде в больницу. Двое суток я сидел возле Ленки. Двое суток держал ее руки. Так она и умерла на руках. А ребенок? А он так и не родился. Она тебя прокляла? Если б прокляла, было бы легче. Знаешь. Даже не упрекнула. Вот чего. Все говорила о том, как я жить буду. Говорила, что тебе будет трудно жить. Ты добрый. Добрый, отозвала Слушка. Добрый ты. А перед смертью даже поцеловала. И если я и сейчас добрый, то это сделала Ленка. И у нее были точно такие же волосы, как у тебя. А ты любишь ее? До сих пор любишь? Да. Лужка еще очень долго молчала. Думала. Переваривала сказанное. А как же я? Ленка хотела. Ленка хотела. Она очень хотела, чтобы я нашел хорошую девушку. И сказала еще. Поклянись, что никогда не поступишь так, как со мной. И лужка закрыла лицо руками. Она представила себе Ленку. Русые волосы, доброе лицо. Нос маленький, вздернутый, как у умершей сестры. И большие ресницы, тоже как у сестры. Тихо опустила руки и положила их на колени. Ты знаешь, а я бы так не смогла. Как она. Не смогла бы я. Лужка, ты понимаешь. Я не мог тебе не рассказать. Да. Такое лучше знать. Я сейчас думала. Могу идти за тебя замуж после Ленки. М? Могу. Я, Вавила, буду такая, как Ленка. Ты, сказывал, у тебя еще что-то есть на душе? Тоже страшное? А? Нет, лучше. Не страшное. Просто об этом не время пока. Подожду. Эх, видно, не веришь мне. Верю. Но просто не время. Лужка смотрела открыто, участливо. И Вавиле захотелось до конца довериться ей. А я вовсе и не вавила, Луша. Не вавила я. Час от часу не легче. Меня зовут Николай. Но ты просто про это пока забудь. Есть на свете люди, которые хотят другим людям добра. Борются за свободу. И их царь бросает на каторгу. Вот я из таких. Понимаешь? Нет. Ну, как бы тебе объяснить. Сегодня вот ты помогала нам, да? Забастовщикам. Помогала ведь? И за это тоже могут тебя бросить в тюрьму. Понимаешь? Так я же с добра. Ну, вот про это я и говорю. Вот точно так же и меня упрятали на каторгу. Я оттуда бежал и назвался Вавилой. Иван Иванович знает меня вот такого. И показал чуть выше нар. Да, вот такого. Вот и все. Так ты с каторги? Да? Этого я Вавила никак не пойму. Господи. Ну, совсем-то ты на других людей не похож. Не ходи меня провожать. Я одна. Шестью три восемнадцать. Шестью три восемнадцать. Шестью три восемнадцать. Звучало уверенно, бодро. Но стоило только закрыть тетрадь, и голос делался робким. Шестью три. Шестью три. Да сколь же оно будет, а? Ванюшка загибал пальцы, крутил пуговицы. Чиркал на бумаге, и получалось то пятнадцать, то девятнадцать. А время бежало. Сумерки сгущались. И приходилось вновь раскрывать тетрадь и твердить. Шестью три восемнадцать. Шестью три. Ванюшка даже щурился, упорно смотрел в угол на выцветшие обои в голубых васильках. И лезли в глаза ржавые разводы от сырости. Ржавые. И висевший лоскут. Трижды шесть. Трижды шесть. Это шесть плюс шесть плюс шесть. С обеда вот бьюсь и хоть ты сдохни, а? Вот приклетучие. Трижды шесть. Три шестерки. Пфу ты. Трижды пять разом. Безмало за два часа он выучил. Трижды пять, трижды пять. А трижды шесть хоть ты сдохни тут. И Ванюшка чуть не плакал. Неужто и трижды пять позабыл, а? Трижды пять, трижды пять. И он швырнул тетрадь на пол и подпер лоб ладонями. Глаза мутные, как вечерний сумрак за замершим окном. Фух, да шо ж я за разнесчастный-то такой, а? Да кому это надо? Трижды раз трижды. Раз пяти рижды. И он закачался на стуле из стороны в сторону. Скорей бы Сысой пришел. Трижды раз пяти рижды. Сысой появился как-то вечером, когда Ванюшка сидел за тем же столом, обвязав голову мокрым полотенцем. На нем был голубой вискру пиджак, зеленые брюки дудочкой, на ослепительно белой манишке черной бабочкой галстук. И прищурился весело. «Ну здравствуй, Ванюшка! Как поживаешь в нашем доме?» «Здоровайте!» Ванюшка поправил на голове мокрое полотенце. Поморщился. И показал на смятую постель. «Все больше на ней. Вот так вот. Врешь, шельмец!» «Успел обмиршиться?» И Сысой, присев на кровать, погрозил пальцем. «Я вчера приехал под вечер, а мне, папаня, про тебя. Если заявится в полночь, так еще хорошо. Ты смотри, я Ксюхе заскажу, а она надерет тебе уши. Она тебе поклон посылает. Помнит меня». И Ванюшка улыбнулся. Но потом опять поморщился и схватился за голову. «Ой, болит». «Болит?» «А похмелиться тебе надо бно?» Участливо сказал Сысой. «Ох, да чего, да чего надо бно. Трижды распи трижды. А куда тут похмелишься?» И он злопнул лежащий на полу задачник. «Тятя сказал, будешь жить у Пантелеймона Назарыча. Харчиться с Пантелеймоном Назарычем. И если что надо, то тоже. Только к Пантелеймону Назарычу. А ваш папенька как отрезал. Руб в день, и все тут». Говорит, Устин Силантич настрого наказал больше рубля ни копеечки. «Ага». «Да и то, ежели уроки все выучу. Трижды расти трижды. Ай, бог мылый, а! Трижды шесть». «А ты сам-то батя слышал? Сам-то батя выпивать зачал? Выпивает». «Бывает». «Дня по три на прииск носа не кажет, да?» «Гуляет, аж стены трещат». «Да хмель, мол, отцу не в укор». «Смотри ты. А я вчера зашел в пивную вот. Ко мне парники-то подсели. Мол, угости, мельенщик». «Угостишь, когда в кармане руб пятаками. Руб, да еще и пятаками». А у Ванюшки в голове гуд, а Сысой потянулся лениво и спрашивает. «Хочешь румашечку, а?» «Сысой Пантелеймоныч, уважьте уш, а». «Только не здесь. Умойся пойди и оденься получше». «Ну куда ты розовую рубаху тянешь, а? Да еще мятую». «Куда?» «А у меня боли нет». «Нет?» «Ну, пойдем тогда ко мне. Что-нибудь отыщу». «А потом куда?» «Потом в коммерческий клуб». И Ванюшка сразу помрачнел и закрутил головою. «Э, нет. Сывался как-то однажды. Меня оттуда взошей. Со мной пройдешь». И надел Ванюшка Сысоев черный костюм, белую сорочку и черную бабочку. Глянул на себя в зеркало. «Батюшки! Не узнать! Аж тиблеты! Аж тиблеты! Аж тиблеты! Аж скрипят! Курлычут! Как журавлиная стая на перелете! Да и лицо! Ля! Ля! Бо! Лицо вообще не мое!» «Оно и верно! Хорош сероглазый Ванюшка в черном костюме. На высоком лбу русый чуб. Эх, если б меня такого Маруська увидела! Хуч раз! Закатиться б нончик не и так, а! Вот бы дело было! Ну, прежде в клуб, а потом уговорю Сысоя купить колбасы, водки бутылку и к Маруське. Она поди ждет там. Вчера собещался. Но к Маруське в эту ночь он так и не попал. «Да куда там?» Только сегодня вспомнил о ней Ванюшка и всплюнул сразу же. От нее по утрам псиной пахнет. Вот чего! В тот вечер Сысой нанял извозчика, и бесом в клубах снежной пыли подкатили они к ярко освещенному подъезду клуба и распахнулись широкие двери. «Со мной, Филатыч!» сказал Сысой, кивнув на Ванюшку. «Это со мной!» «Пожалуйте!» И швейцар даже помог снять полушубок. Почистил щеткой плечи Ванюшкиного пиджака. «Хм! Не то, что вчера!» Подумал Ванька. «Пропустил!» «Действительно!» По красному мягкому ковру прошли туда, откуда слышалась музыка. Распахнулись двери, и в глаза ударил яркий свет. В хрустальных подвесках бра и люстр сверкали радуги. Все аж горело. Все аж искрилось. Красные стены, как в зареве. Голубыми, зелеными, розовыми цветами женские платья. И музыка! Музыка везде! Да и пахло здесь сильнее, сильнее даже, чем вечерами на лугу. Запах! И ошеломленный Ванюшка аж застыл на пороге, как вкопанный. Нос похватился и быстро догнал Сесоя, и пошел с ним рядом. Потом они сидели за столиком и тянули сладкий ликер. В голове светлело, и на душе становилось как-то празднично и легко. Музыка звучала еще задорней, а всплески людских голосов, как всплески волн на реке. Ванюшка больше не робел. Не робел вовсе. А даже смеялся. Вообще расслабился. Эх, хорошо-то как! Легко! Просто диво! Сейчас, кажется, и таблицу умножения запросто выучил бы. И трижды распи трижды. Вот так что-то неохота. А есть же, поди! Есть же, поди, на свете такие люди, что всю таблицу знают. Знают, как отче наш. А? Есть, поди? Эс, Исой! Смотри-кась! В том углу баба, разголымшись, чуть не до пупа. Видишь? А так их в пивную не пускают. И по что это бабы? А? Чем богатей, тем сильней галышатся-то. Хм! А как же эта царица-то ходит там? Поди! Неужто вовсе без никому? И бородатые купцы за соседним столиком услышали и рассмеялись. Чокаться потянулись. А Ванюшка охотно чокнулся с ними. И продолжал забавлять соседей. Э-э-э! К музыке вон вылез какой-то, видишь? Вылез и поет. Поет! Что здесь всех заставляют петь, что ли? А? Ну уж дойдет мой черед, я ломаться не буду. Как рявкнуем всем, чтоб слышали. Сплошной пасхой покатились дни после приезда Сысоя. Как все перевернулось. И каждый день особенный, не похожий на другой. Цирк. Бегает паренья длинноволосый и коротконогий рыжий мужик. Одна штанина у него белая, а вторая зеленая. И хлещут его кому не лень. Всех лещут. Стукнут дубинкой. Гром. А он бряк на землю. И лежит. И лежит словно мертвый. А второй в длиннющем колпаке мертвецу под нос бутылку с водой сует. Ох-ох-ох! Хватается за грудь Ванюшка и не в силах сдержать душившегося смеха. Лошади мчатся по кругу, а на них черкесы. Черкесы. Во рту зажженные факелы. С ними они и под брюхо лошади сползают. Прям под брюхо. Под низ. И на седло вскакивают. Да еще и саблями махают при этом. Господи! Красотища-то какая! Шепчет Ванюшка. Раз врага врагачой такое увидишь-то? Не в жизнь! И вот третьего дня после волчьей облавы в избушке лесника гуляли. Ванюшка плясал. И с черноглазой лесниковой дочкой. И с Дебелой плясал. И со стройной лесничихой. И один тоже плясал. Удержу не было. И действительно вспоминал он. Вспоминал он ту приказку-пословицу. Вот оно стоило. Вот оно. Всех перепробовать надо. И действительно. Первое всегда кажется тебе наипервейшим мерилом. А оно вот оно. Вот где она жизнь. Жизнь держись. А вчера, вчера на тройках гоняли с цыганами. Дивно ты как! Вспоминает Ванюшка. Глаза у цыганки как угли. Посмотрит их. Аж мурашки по телу. Эх, уломать бы отца. Чтоб хоть трешку на день давал. Я бы тут наворотил. А у самого денег вон куром напоклевать. А сыну рублевку сует. И Ванюшка берет тетрадь. Опять берет ту самую тетрадь. Трижды пять. Пятнадцать. Трижды шесть. Восемнадцать. Трижды пять. Эх, что-то долго с лесой и нету. Тоскует уже он. Совсегда в это время уже приходит. Может мне одеться? Сразу же приготовиться. И он зажег свечу, умылся. И долго наряжался в сысое в костюм. Особенно досаждались сорочки и вот эти вот галстуки. У сысое ловко как-то так все получается. Момент и готово все. А Ванюшка вертит, вертит эту бабочку тунды-сунды. И все косо-крыво. Ну когда же он ночь и меня уже повезет? Сулил показать такое, такое, что аж дух захватит. А ежели он сказал? Ну ежели он сказал, так уж точно захватит. Я-то его знаю. И вот скрипнула дверь. И вошел сысой. Да шо ты так поздно-то, а? У меня аж, аж на жданке все лопнули. Вот, бабочку прицепить не могу. Все, кикось-какось, накось. И увидел, что сысой не в костюме. Сысой не в костюме. И не в скрипучих штиблетах. А в поддевке. В смазных сапогах. И желтая косоворотка. На вшуск. Да ты еще и сам не оделся, что ли? Наряжайся давай скорей. Я есть хочу. Звали обедать, да я не пошел. Вот и хорошо. Пообедаем вместе. Маманя там щи разливает. Как щи? Ванюшка аж оторопел. Какие щи? Ты же обещал мне. Ну, мало ли что я обещал. Дела. Приходится ехать. Проводи на вокзал. А пока... Пока пошли щи хлебать. Ванюшка оглядывает серые обои в голубых васильках, смятую кровать и растерянно спрашивает. Уезжаешь? А как же я? Да так же, как и жил. Получишь свой рубль и к Маруське пойдешь. Эх, аж стоном вырвалось у Ванюшки. И он тяжело сел на койку. Аж бухнулся. Только-только увидел жизнь. Только раззадорился. Раздразнился. И что? Что? Все кончено? И снова вырвалось стоном. Эх, как жить-то теперь? Господи! Ничего впереди. Трижды пять и все. И жди, пока отец не помрет. А помрет, так еще хуже будет. Так хоть он рублевку хоть какую дает. А Семша и полтины не даст. Я уж его точно знаю. Поспело яблочко, решил сысой. Поспело. Только сорвать осталось. И похлопал себя по надгрудному карману поддевки. Ванюшка, а Ванюшка, а у меня для тебя здесь миллион. Он нарочно отделял каждое слово, чтоб весомей звучало. И еще повторил. Миллион! Да брось смеяться-то. И так тошно. Иванюшка вскочил с кровати. Но сысой удержал его. И подал ему бумагу. И говорит. Читай. Настоящим управление окружного горного инженера разъясняет. Читал по складам Ванюшка. Согласно имеющимся в управлении и документам, открывателям и владелицей прииска богом дарованного Ксения Филаретовна Рогачева. И подпись. Черный двуглавый орел на печати. Кто-кто? И он еще раз перечитал. Ксения? Ксения Филаретовна Рогачева? Рогачева? Вот это поворот, ребята, да? Вот это поворот. А мне сысой даже понравился. Действительно, мужик работает, смотри. Работает. Как он его обрабатывал? Психологически. Да и сам же Шон Сысой тоже из этого Рогачева, я так понял. Он же деревенский. Как он знал это? Все цирки, все эти клубы, все эти обработки. Молодец. Молодец. Действительно, Вань как бы что-то пустился вообще во все тяжкие. Он уже так бы и забыл вообще. Он только про деньги начал думать. Заметили? Рубль в день, три рубля в день. Даже заметил, если не станет того, сколько будет. То есть, у него только одни эти... Доллары одни в этих глазах. Золото в глазах. Бэм-бэм. Блэймэйт. Ну, молодец все-таки сысой обработал. А сейчас этот... Увидит все. Деньги теперь у Ксении. И все. И все. Вот это поворот. Теперь уже все. Деньга все решает. Он сразу все вспомнит, влюбится и пойдет, поедет дело. Будет не три рубля в день, а сто, а то и тысяча. Ну, это мы так думаем. А как будет дальше, узнаем уже завтра. В двенадцать, ого, по Киеву. Так что ставьте ваши будильники и пишите ваши комментарии, как оно будет. И мне интересно. Вот как вы, как вы Нострадамусы, как вы видите, что будет дальше. Вот напишите, а потом интересно узнать, или оно так будет. Я же тоже не знаю, что там дальше будет. Но я думаю, что все. Любовь пошла. Любовь расцветет вообще. А самое удивительное, что когда они, наверное, встретятся уже все. Вместе будут. Все-таки, мне кажется, сама Ксения, Ксюша его отвергнет. Вот я что-то так думаю. Потому что это уже совсем не то. У нее все-таки искреннее все. А у этого все. Гроши, гроши, два гроша и все. Ну, я так думаю. А как думаете вы, напишите. Интересно почитать и узнать, как оно будет. А на сегодня, ребята, все. Услышимся уже завтра. Ставьте ваши пендели. И я благодарен вам, что вы гоняете эти плейлисты. Это очень помогает для нашего канала. И на главном канале тоже. Все у нас упала. Статистика надо заново. Включайте плейлист и помогайте слушать на ночь. Это надо. Спасибо вам. Помогайте, пожалуйста. Это все надобно. Хорошо. Это вы какие-то самые главные наши шпионы. Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Ну, на сегодня, ребята, все. Услышимся уже завтра. Интересно, что там будет. Так что, вот так вот. А сегодня, как обычно, как я говорю? Я говорю, покедва. Правильно? Так что, вот так вот. Покедва. Вот так вот. Вот так вот. И вот оно. Покедва. Жизнь людей в тайге. Судьбы, заключенные в тайге. Сегодня у нас часть двадцать четвертая. Продолжаем. Ну, читай давай. — Читай! — И Ванюшка зачитывал по складам. — Настоящим управлением окружного горного инженера разъясняет, — читал Ванюшка, — согласно имеющимся в управлении документам, открывателям и владелицей прииска Богом Дарованного, является крестьянка Притаёжинской Волости Ксения Филаретовна Рогачёва. — И подпись. — И чёрный двуглавый орёл на печати. — Кто-кто? — И он ещё перечитал. — Ксения? — Филаретовна? — Рогачёва? — Неужто Ксюха? — Ксюха владелица прииска? — Неужто правда? — Чистейшая правда! — подтвердил Сысой. Ванюшка схватил подушку и, как подбросит её к потолку, поймал и снова подбросил. Бросал и хохотал, хохотал и подпрыгивал. — Мельен! — Хе! Праздник на всю жизнь! — Источно кричал он. И вдруг брови чёртиком как полезли вверх и спрашивает. — А тятя знает? Ну, пока ещё нет. Иванюшка аж сник. Всё. Аж почернел. Он шкуру с нас спустит. Всё заслонил разъярённый отец. Ксюшу, тройки, цыганскую пляску. — Так я и знал, — сплюнул Сысой. — Телыпень! Баба! Калач непропечённый! — Неужели деньги зря тратил? И зло как выкрикнул! — Что, струсил, подлёныш? — Не, что ты, Мельен! — Да ради Мельена, Сысой Пантелеймонович! — Поезжай на село хоть сейчас и устрой там всё. Я тебе за это сто рублёв отвалю. Вот тебе крест! Отвалю! — Сто рублей? И Сысой выругался так, что жванюшка испуганно отскачил к двери. — Я миллион тебе, а он мне сто! — Сто целковых! — Эх ты, слезнек! Сморчок! Да Ксюха мне обещала целую половину прииска! Страшен стал Сысой, но Ванюшка забыл страх. — Полмиллиона тебе? — Это за что? Всего ожидал Сысой. — Что струсит Ванюшка? Что позабудет про Ксюшу? — Но чтоб вот так вот торговаться, как цыган заворованную кобылу. — За что, пёсей ты, сын? — А вот я сейчас разорву эту бумагу, и ты побегай! Попробуй-ка её получить! — Он подумал и говорит. — Тыща! — Рву! — Нет, рвать не буду! — Крикну в городе! — Невеста с миллионом! — Красавица! — Найдутся и получше тебя! — Благородные! — Офицеры найдутся! — Ты что думаешь? — А ты что против них, а? — Тьфу! — И торговаться даже не будут! — Может, думаешь, Ксюха устоит, — Ежели к ней офицеры да на санках со шпорами приедут, а? — А ещё кольчиками усы! — И пошёл к двери понемногу. — А ты подыхай здесь со своими трижды распи трижды. — Да? Как там? — Трижды пять? — Ха-ха-ха! — Сысой Пантелеймоныч, постой! — Согласный я! — Пускай половина тебе, пускай! — Только езжай сегодня! — Сегодня же! — И весточки шли! — Как там? — Да и что? — Нет! — Ксюха условия поставила, чтобы ты сам приехал и сам рассказал, что да и почём, чтобы сам рассказал о согласии. — Так что собирайся! — Едем! — Сейчас, сейчас соберусь. — Да кого собираться-то? — Да готов я! — И начал совать в мешок одеяло, подушку. Всё вместе. И снова перед его глазами стоял разъярённый отец. — Он за порванную рубаху мне тут шкуру спускал. — А что за прииск-то сделает? — Ой, господи! И Ванюшка аж съёжился, втянул голову в плечи и прохрепел. — Не в жизнь не поеду! — Что? — Не поеду! — Ну и сиди тут! И хлопнула дверь за Сысоем. А Ванюшка, не раздеваясь, бросился на кровать лицом вниз. Потрескивала свеча на столе. За обоями шуршали тараканы, будто деньги пересчитывали. Без стука вошёл Ванюшка в Сысоеву комнату. Морщины на лбу взрослили его. И суетливость исчезла. — Согласны я. Едем. Лужка проснулась ещё затемно. После вчерашней предпраздничной уборки тело словно всё избитое, как в ватное. Каждая жилка ноет. Веки слиплись, аж не раздерёшь. А ничего не сделаешь, надо подниматься. Ещё с вечера наказала себе проснуться до петухов, а иначе тётка Февронья ни за что не отпустит. Ни за что. Но чё-то никак не вставалась. Никак. Приподнялась в полусне и снова лицо в подушку. Бэмсь! И мерещится ровная степь кругами и вьюга метёт. Подуют, аж кости стынут, а укрыться негде. Сугробы. Вздула огонь и ёжась от холода сразу к укладке. Открыла крышку. Кесет лежит. В руки не стала брать, а отступив немного, чтобы свет на него упал, любовалась. Кесет алого шёлку, и на нём крестом вышитое сердце, стрела, а под ними слова. Кури и помни лужку. И похвалила сама себя. А хороший кесет я вышила. Во дворе закричал петух. Лужка ожойкнула и закрыла укладку. Торопливо перекрестилась. Господи! Господи, помоги рабе твоей лужке и Вавилу спаси. Помоги ему в забастовке. Обычно она молилась дольше, обстоятельно рассказывала о своих делах, о Вавиле, но сегодня не было времени. Подоткнув подол, налила в шайку воды из кадушки и, ступая на цыпочках, пошла в малённую мыть полы. Феврония вышла на кухню с зарёй. Только с зарёй. Худая, жёлтая, будто кости китайкой обтянуты. Ключицы крыльями аж выперли. Поскребла поясницу и сразу на лужку. «Ты по что это тесто месить зачала? Надо полы ранее вымыть, а после уж зачистые. Ух ты, дура!» «Я тётке Феврония полы везде помыла, вымыла уже и в маленную, и в горнице, и на кухне. Вот только у вас остались. Воды вот напасла». «Откуда такая прыть, а? Мне тётка гостиниц прислала. Во как надо за ним сбегать. Так что так», провела возле горла ладонью, обмазанной в тесте. «Ну, как управишься туда, можешь идти. Ну, мне надо бы пораньше, а? А ну, не перечь, хозяйки, а то морду-то нарумяню. Знаю я твои гостиницы. Вызнала уже. Ежели не бросишь своё, прикажу цыгану, он тебе надехтярит гостевое место. Ой, как надехтярит!» И всё, лужка аж притихла. Надехтярить для неё это страшнейшее слово. Идёт за девкой дурная слова. Дехтярит ворота. А нет у девки своих ворот, так хозяйские. Хозяйские ни при чём, правильно? Так что дехтярит уже саму девку, а не ворота. Повалят, подол задерут, да и мазилкой, которой колёса мажут. А ещё и народ соберут нарочно, чтобы все видели. и всё же под вечер лужке таки удалось отпроситься. Всего на часок. Сунув кесет за пазуху, она надела полушубок, нахлобучила рыжую шапку из сусликов и побежала. Она точно знала, что хозяйка стоит там у окна и смотрит, наблюдает, куда направилась девка. свернула в переулок и задами-задами на тропу, что вела на Богом дарованный. А ноги, ноги сами несли. Эх, мамка, мамка, была б ты жива, вот бы радость тебе. Плакала надо мной. Сломаешь ты лужка голову, не видать тебе счастья. Увидела мамка счастье. Увидела, да такое, что и не снилось. Посмотрела бы ты на Вавилу. А может ты увидишь, может ты и видишь все оттуда, от Бога, и радуешься за свою дочку. Всю дорогу лужка бегом бежала, припозднишься и хозяйка голова мойку даст. Мечтала глины бы белой достать, да и землянку внутри побелить. Было б немного зерна, можно сменять и на глину. Да забастовка все, забастовка это все съела. А чугунок? В чем же я варить-то буду? Ну, ложки на первый случай даст аграфена. Эх, мамка, мамка, да чего же жить хорошо твоей лужке? Горе мыкало, помнишь? Не жалилась никогда. А уж радость пришла. С кем еще поделишься? нет, наверное, нет. Наверное, ложки надо купить. Ложки. За хозяйкой есть рубль зажитый. Вот чугунок куплю и ложки и непременно, чтоб расписные. Хорошо бы и чайник, конечно, еще завести. Да денег уже не хватит. мечтала лужка, а, подбежав к прииску, забеспокоилась. Что это? Над землянкой дымок даже не курится, и подбежала поближе. А дверь, дверь колом подпертая. Внимательно осмотрела следы на запорошенной тропинке. Утром ушел и больше не приходил. Хм, не судьба увидится. Что ж поделать, приберу тогда, подмету, оставлю ему кесет на столе и домой. А может, может, а графена знает, где он? И она спустилась в землянку Егора. «Здравствуй, тетка аграфена. Здравствуйте, ребятишки. А не знаешь, куда Вавила ушел?» «Знаю. В село ушел с мужиками. Кустину». И вздохнула лужка. «Эх, не судьба значит. Ну, прощайте пока». «Постой, лужка. Постой. Раздевайся. А времечка нет. Хозяйка стражиться будет». «Нет, постой. Я сама грезила. Уберусь вот и пойду на село к лужке. Шибко мне надо тебя. Но раз ты уже пришла, так садись». «Капка, Ольга, забирайте петюшку и идите с гор кататься. Пока не крикну, не приходите». А те побежали. И обставила на печь недомытую посуду. Стряхнула передником со стола и, прикрыв за ребятами дверь, опять настойчиво пригласила. «Раздевайся, лужка. Садись». И тут лужка аж притихла, похолодела. Неужели свавилось что? Не спуская глаз с Аграфены, сняла полушубок, шапку, не отряхивая валенок, присела боком на краешек нар. «Ну, говори же скорей, скорей, тетка Аграфена». «А тут быстро и не скажешь». «Разговор-то лужка тяжелый». И долго вытирала фартуком руки и не решалась начать. Все стояло у печки, а потом присела на нары. «А ты мне накрепко пообещай слушать, не брендить. про Вавилу говорить хочу». Лужка аж зажала руки в коленях, чтобы не дергались, не дрожали, и губу закусила. «Хороший мужик, Вавила, даже шибко хороший», начала Аграфена. «Но все же мужик, а мужики все по-своему понимают, не по-нашему. А ты не думала, по что эта Вавила берет тебя в жены, а? Про тебя ведь, Лушенька, много болтали». «Берет, значит, нужна. Я убога не огрызок. А думать то надо. я Вавилу так поняла. Сошелся с девкой и бросить зазорно перед собой. Себя самого боится». «Тетка Аграфена, опомнись». И вырвались руки из зажатых колен и зашарили в воздухе, будто что-то ища. «Ленка! Это Ленка его заставила! Ленка!» И все, все, что силой глушило в себе, заново всколыхнули слова Аграфены. Все подняли. «Знала я, чуяла, чуяла, что из жалости все это. Как про Ленку сказал, сразу подумала. Да только сказать побоялась. Счастье хотела». И, схватив Аграфену за локоть, крикнула. «Ты знаешь про Ленку? Он тебе говорил?» «Тише, Лушенька, тише!» «Про Ленку я ничего не ведаю. Ничего. А что сказываю тебе, сама поняла. И Егор так понял». сникла, аж слиняла Лушка. Глаза угасли. «Все одно пойду за него. Неужто все из-за Ленки? Почувствую, что в тягость стало, так сразу уйду. Сразу уйду». «Не уйдешь, Лушенька. Час от часу больше любить будешь. Только больше». «Тетка Аграфена, я буду хорошей женой. Он меня непременно полюбит. Полюбит. Полюбит». «Это уже не Аграфену, а саму себя убеждала Лушка». «Точно полюбит». «Эх, Лушка, павлинку-то нашу видела? Серафимка супротив павлинки вообще сморчок. Все знают, в ногах у нее валялся, замуж просил. Ведал, не девка она, а богом клялся, что не попрекну. И верно, трезвый не попрекает ведь. А выпьет, да. Сама чать видала, водой отливают павлинку. А мужик, да, мужик он завсегда такой. Вавила не такой, он никогда не ударит, не в жизнь цеплялась за последняя Лушка. не ударит, да и тяной раз молчанка мужицкая хуже удара будет. А что будет, ежели вавила слово черное бросит? А? Что тогда? Молчала Лушка, мертвела, ущипнуть не услышит даже, и поднялась. Куда это ты? у нас за ночу никуда не пущу, ты девка бедовая, не знаю еще чего натворишь. Пусти, богом клянусь, ничего над собой не сделаю, ничего. И Лушка так и вышла, не застегнувшись, и шла, не видя дороги. Переходя безымянку, вскрикнула и захохотала, как филин захохотала. Хе, вот Лушка и все, вот и все твое счастье. И вот где-то у самого перевала она вдруг услышала. Она вдруг услышала впереди голос Вавилы и аж вскрикнула. «Мамоньки, что же это?» И кинулась прочь с дороги в сугробы под пихты. Рождество Устин встречал в новом доме. В большой горнице стоит пушистая елка. От нее пахнет хвоей. От свежесрубленных стен пахнет смолой. От свежевымытого пола, покрытого сеном, луговой свежестью. А на столе на белом фарфоровом блюде лежит поросенок. Румяный такой, поджаренный, с корочкой, начищенный душистой гречневой кашей. А на шее его пушистый воротник из белых бумажных кружев. А на ножках бумажные кружевные манжеты. И кажется, что вот-вот вздремнул поросенок. Прилег посредине стола, а крик нечуть погромче, и все, как вскочит он, захрюкает и убежит. А вокруг, вокруг на тарелках пирог с грибами, пирог с ливером, с морковью, с капустой, блины, грибы, целые груды тушеного мяса, рыба, соленые грузди и мороженое брусника. А поросенок пахнет забористей всей этой прочей снеди. Перешибает запах хвои, все перешибает, и запах сена, и этой смолы от стен. И Устин видит только его, только его и бутылку коньяка, что желтой башней высится прямо около этого поросенка. Матрёнушка, ну, поди уж пора, а! И Устин выглянул в кухню. Матрёна, улыбчивая вся, умилённая и вместе с тем подтянутая, строгая, заправляет у печки работой батрачек и даже не слышит его. Матрёна, Матрёнушка, не пора разговляться уже. А? Напоминает ей Устин. Чё ещё кажу? Торжественность праздника в новом доме, необычная ласковость мужа ещё больше умиляет Матрёну. Услышала? Кутая плечи в янтарного цвета шаль, она неслышно плывёт Устину навстречу. Как корабель. Потерпи, Устин Силантич, потерпи немного. Только что выбегало на крыльцо, небо всё розовое, закат вовсю полыхает, а звезды ещё нету. Подожди, подожди немного. И кричит, обернувшись к печи. Фроська, не тряси так холодец, не шишки с кед разбиваешь. Полегше. Нагрей миску в воде и холодец сам из неё вывалится. Глинцевитый, приглядный, сам вывалится. Что, не знаешь, что ли? Парашка, беги за пельменями. Катька, да брось ты эти горшки мыть, кутю надо уже делать. Господи, куда же этот отваренный рис они затыркали, а? Рис, рис где? Кутя давно на столе, буркает Симеон из горницы. Давно уже. Так и знала. Кутю поставили, а свечи-то позабыли. Господи, господи, держите свечи-то. Фроська, не как свечи на божничке? А ну тащи их. И, получив свечи, шепча молитву, одну втыкает в середину рисовой кучки, а девять свечей вокруг по краям. Богу отцу, богу сыну, богу духу святому, богородице деве, архангелам, серафимам и херувимам. Выждала, перекрестилась и, укрепляя девятую свечу, зашептала. Не забудь, господи, нас грешных, Устина, Матрёну, отрока Ванюшку, Симеона и Григория, воина убиенного. И подумала про Ксюшу. Но так и не помянула. И пошла от стола. Аустин сидит и смотрит на этот частокол свечей. Промоткашливается и снова ходит по горнице. Тунды, сюнды, ожидает поросятка-то. Он и Симеон сегодня в новых жилетах при параде. Новые сапоги со скрипом. Симеону, правда, немного тесноватый. Он то и дело поднимает ноги, как журавель на болоте. Пробует шевелить пальцами, аж губы кривит. Устин ходит большими шагами и, глядя на поросенка, на пироги, на коньяк, остро переживает перемену. Перемены, наступившие в его жизни. Посмотри-ка, Семша, поросенок у нас на столе, поросенок. Сколь лет жил на свете Устин, всю жизнь поросят выкармливал, всю жизнь, а на своем столе впервые его видит, вот только сейчас, впервые. Правду говорят, сапожник без сапог, вот тебе и вот оно. все разговлялся картопкой, дыхал отцом, а сегодня он, смотри, поросенок. И Матрена тихо вступает в комнату и трогает мужа за локоть. Устин Силантич, пора прощение творить. Пора, Матрена, пора. Клич народ. Рогачевские это кержаки особого толка. Вокруг села живут сибиряки, никуниане, табашники. Там прощение творят в последний день, в последний день масляной недели. Ну, а в Рогачеве же издавна ведется прощенный день творить, именно в сочельник. Прощение. Христош срождается, спаситель, и все люди истинной веры должны встретить его безгрешными, чистейшими, чистыми. Иустин усаживается в кресло, в угол, под иконами. Ладони в колени, локти фертом. Первый подходит батрачка Фроська и тихо опускается на колени. Прости, батюшка Аустин Силантич, прости, ежели чем согрешила перед тобой. Ненароком грешила, ненароком, не сердцем, это меня лукавый путал. Бог простит тебе, Фросенька. Бог все простит. Иустин поднимает ее с колен, целует шершавую конопатую щеку. И меня прости, ежели где убедил. и Фроська аж схлипывает. Когда так с ней? Фроська аж схлипывает от полноты чувств и отходит на шаг и снова бухается на колени, уже перед Матрёной. Прости, матушка Матрёна Родионовна, ежели в чем согрешила перед тобой. Ненароком грешила, ни сердцем. А в горнице полумрак звучат приглушенные голоса. Вот уже как год прожит, целый год, а в совместной жизни бывает всякое. Нужно очиститься от житейской скверны и от взаимных обид. И одна за другой, одна за другой опускаются на колени перед Устином все его батрачки. Прости, хозяин, ежели в чем согрешила. Бог все простит, отвечает Устин, и чувствует, и действительно чувствует, что из сердца уходит обида и зло. все уходит. А батрачки кланяются уже Симеону, кланяются друг другу и, тихо скрестив руки, отходят к двери. Симеон поклонился отцу, поклонился матери и всем батрачкам по очереди. Батрачки даже смущались при этом, краснели, видя перед собой на коленях хозяйского сына. Один раз в году во всем рогачеве наступает тишина и покой, когда все просят друг у друга прощения. Вот и Матриона опускается на колени перед Устином. Прости, Устин Силантич, прости, ежели чем согрешила против тебя. Но у Матрионы особая миссия. Она мать, она заступница за всю семью. и получив прощение себе, Матрена прон продолжает стоять на коленях. Прон продолжает. Не помяни лихом, не таи в сердце своем злобу на сына Григория, убиенного на войне, просит Матрена и аж слипывает. «Не таю», отвечает Устин. «Прости уехавшего от рока Ивана, ежели он чем согрешил против тебя». «Бог, Бог он все простит». И Устин ждет, он действительно ждет, что вот-вот, что сейчас Матрена упомянет про Ксюшу. Он не знает, что будет завтра. Но сегодня, сегодня он готов простить и ее тоже. Но Матрена медленно поднимается с колен и уходит к столу. Матрена так и не упомянула о Ксюше. Не очистила душу от зла. Остался в семье непрощенный. И батрачки приметили это. Заглушая досаду, Устин говорит нарочито громко. Прощаю, прощаю истроптивую Ксению. Видит Бог, видит, нет в моем сердце зла на нее, нету. А Матрена Матрена аж поджала губы и подталкивает к двери батрачек. Идите, идите к себе в старую избу и разговляйтесь там, чем Бог послал. Семша, погляди однако, Семша, звезда зажглась, звезда, гля. Я сам посмотрю. И, пропустив батрачек, Устин выходит за ними на высокое резное крыльцо. Хрустящий морозный воздух. Недвижно столбами стоит над трубами дым. Мохнатые куржаки окутали березу на огороде, а за рекой над горами разлилась по небу заря. И стоит береза вся эта розовая-розовая, аж красная, словно кровь струится в березовых жилах. И она сама по себе без зари зарумянилась. И какое-то глубокое-глубокое спокойствие. умиротворение и тихое умиление с жизнью переполняло Устина. он всех простил. И его все все сегодня простили. И ни одна скверная мирская, ни одна суетная мысль не волнует сегодня его. мир и покой на душе, тишина и спокойствие. Давно бы так. Забастовка и таны не кончилась. все кончилось. Пошумели, посвоевничали и покорились. Покорились. Ну, правда, да. Правда, и мне тоже кое в чем пришлось уступить. Не без этого. обещал не выгонять с работы зачинщиков. Обещал. И заработок повысить. Да и год длинный. Всякое может еще приключиться. Всякое. А забастовка действительно. Забастовка действительно причинила Устину большие убытки. Но он не может сегодня сердиться в такой прощенный день. Даже велел приказчику лавку открыть и отпустить рабочим все, что надо. Пусть разговляются. Много прощенных дней пережил Устин. Но раньше жизнь текла как-то серо, бесцветно, и прощенные дни проходили незаметно. Правду говорят, что только после сильной грозы, только тогда по-настоящему почувствуешь в природе покой. Только после бурей житейской по-настоящему уже чувствуешь умиротворение на душе. И точно такой же покой над всем Рогачева, над всем селом. Повисла над крышами и дорогами прозрачная морозная тишина. Устина дается всем своим существом. целиком и полностью отдается ощущению тишины. Теперь уже только тишина, только покой кажутся ему единственно важными в жизни. Еще вот только утром он спорил. Да, он спорил с забастовщиками. Прычал, стучал кулаком по столу. А сейчас сейчас утренние волнения казались далекими, такими далекими, сторонними ему. Устина глядел дом Кузьмы. Оглядел Кузьма и действительно сегодня он даже не нашел в себе злобы к соседу. Захотелось даже встретиться сейчас и сказать «Прости, кум Кузьма, ежели в чем обидел. Ненароком я это делал, ни сердцем, ни по злобе. Ну, а с мельницей с мельницей это, кум, не я такой, это жизнь такая. Да, она и меня попутала, и тебя вон, как окрутила. Жизнь, кум, понимаешь? Э-да, эта жизнь она вот и Ксюшу прогнала из дому. Вот она какая. Жизнь, держись! И только сейчас вот шевельнулась неясная мысль, что золото принесло в дом не только довольствие. не только. Не только он, Устин, завладел золотом. Да, но и золото получается как-то завладело мной. Но он сразу же заглушил эту мысль, сразу же ее пресек на корню. не следует сегодня думать о мирском. Не следует. И опять на душе тишина, тишина и спокойствие. зябка, передернув плечами, Устин наглядел сугробы, сороку в ветвях заиндивевшей березы. и это розоватое небо. И вздохнул. Он действительно себе этого мало когда позволял, если не сказать никогда. И действительно вздохнул. вот скажи ты на милость, а звезды то все нет и нет. Постой, постой, никак к нам кто-то идет, что ли? Гости никак? Чиновник? Да, он. Вроде тот самый, что писал бумагу на прииск. вот бы Кузьма увидел, как в мой дом чиновники запросто приезжают. И все. Тонкий ледок спокойствия треснул. Раскинув руки, Устин большими шагами пошел навстречу. Дела. Маркел Амбросич, почет-то какой, а? Радость-то мне какая. И только тут он увидел, что следом идет Ванюшка. Обрадовался. Но рядом с ним шла Ксюша. Но все же Устин ласково заискивающе поздоровался с чиновником, расцеловался с Ванюшкой и, встав на тропе, загородил Ксюше дорогу. Прости, дядя, ежели чего, ненароком. Устину польстило, что такая строптивая Ксюша смирилась все-таки и сегодня просит прощения. Бог простит. Я на тебя не таю зла. И, круто развернувшись, быстро пошел на крыльцо, широко распахнул двери и говорит, проходите, гостюшки дорогие, проходите. Ваняшка, а где это твои лошади? Я тятя лошадей у Арины оставил. У Арины? Неладно, не в отчий дом приезжать. Шибко неладно и кивнул на Ксюшу. Это эта чернохвостая скромница раньше отца пронюхала про твой приезд, что ли? Ну, заходи, потом все обскажешь. Иустин вошел в кухню последним, самым последним и крикнул Матроне. Смотри, какие гости на праздник нам приехали, а? Давай раздевай гостей и приглашай к столу. Это Маркел Амбросич, чиновник, а? Честь-то какая! Матрена молча обняла сына, схлипнула и засуетилась, пытаясь скрыть смущение при виде Ксюши. Маркел Амбросич, проходите, родименький, проходите в горницу. Проходите, не стесняйтесь. Устин Силанчич много про вас сказывал. Все, говорит, в городе жулики, все, так и говорит, все супостаты. И ежели, говорит, не Маркел Амбросич, не видать нам прииска. Он, говорит, один, как есть, святой души человек, святейший. Он только один горой за правду стоит. Так говорил мне. Ну, проходите к столу, проходите. Устинушка, звезда-то как, а? Да зажглась уже, поди. Зажглась, а! чиновник расчесал гребеночкой баки на отвислых щеках, поправил на груди ордена и за руку поздоровался с Симеоном. Покосился сразу на стол с закусками и тоже сразу так оп! на поросенка. Хорошо бы с Морозу пропустить рюмашечку, но помня строгий наказ Сесоя сердито крякнул и отвернулся. Встал спиной к столу, спиной к поросенку и протянул Устину бумагу. А я, собственно, Устин Силантич по делу. По делу я. Делу не убежит. Будьте любезны, прочтите, а потом уж как Бог прикажет. И снова покосился на стол. Поросенок! Бог приказал звезду за столом встречать. Истину изволите говорить, Устин Силантич, но все же прочтите. Устин поморщился и передал бумагу Симеону. Читай! Да скорей! Управ... Управл... окружн... окружн... окружного... горного инженера. Читал Симеон по складам. Разъясняет. Открывателем и единоличной владелицей прииска богом дарованного по ключу безымянки является крестьянка. Крестьянка при Таёжинской волости Ксения Филаретовна Рогачёва. Я аж опустил эту бумагу. Взглянул на Ксюшу и даже хохотнул. Хе! Ты что ли Филаретовна то? Владелица прииска? Девка владелица! Хе! Что мелишь ты непутёвый? Растерянно прикрикнула на него Матрёна. Тучная медлительная она шагнула к Симеону с лёгкостью молодухи. Пять свечей горели на блюде с кутёй. Не успела Матрёна запалить остальные. Не успела. Так и осталась в её руке украшенная позолотой зажжённая громовая свеча. Пока горит она, гроза никогда не разразится над домом. Управление горного инженера вновь читал Симён бумагу за печатью с двуглавым орлом под короной. И голос его теперь уже дрожал. владелицей прииска богом дарованного по ключу безымянки является крестьянка. вон она ксюха владелица прииска стоит у двери рядом с Ванюшкой. Вон она и лица на ней нету. В гроб и то кладут краше. Дышит порывисто, будто из воды её не вынули. Батюшки, Богородица Дева Мария метнулась Матрена к мужу. Устинушка, Устинушка, что же он читает такое? Не встрывай, Матрена. Я сам ещё не всё понимаю. И сел опять под иконы на то самое место, где прощение творил. Садись, Маркел Амвросич, нас упротив и расскажи всё по порядку. Всё как есть. Так моя в гневе неуёмный. Сам себя могу изувечить в гневе. Так уж ты мне без баловства здесь, без присказок. Всё как есть. А то я анти присказки ух, до чего не терплю. Расскажи мне, расскажи, чей же теперь че прииск богом дарованный? М? Всё-таки забастовка прошла, я так понял, что уже всё. Оказывается, вот. Но, правда, они, конечно, день выбрали, да? Как раз праздник прощения, и они пришли идут разбираться. Мне кажется, это, ребята, так сделано специально для рассказа, чтобы как-то действительно как бы повлиять на него, на этого Устина. Ну, для красочности. Ну, как в такой праздник такие вещи, а? Это ж, наверное, это ж по-кержаковски даже как грех, наверное, ну, нельзя так это ссориться в празднике-то, а? А может быть, тут какой-то задел есть наперёд? Вдруг они это специально думали, что ссоры большой, чтоб не было, или ещё чего? Посмотрим, как дальше будет. Ну, Ксюша, я думал, что всё разобрались, видели, когда у нас закончилась уже забастовка-то. Всё, забастовки нет. Ну, единственное, что я вот думаю, что Устин, да, он так просто всё, нет, они отпустят это всё. А ещё у нас тут вот постоянно по тексту идут вот куржаки и кержаки. Заметили? Вот мне кажется, это как специально делают, что ли? Куржаки, я так понимаю, это наледь какая-то, как лёд, куржаки висят на берёзе, например, куржаки на окне, на стекле, да? А тут кержаки. Кстати, я читал, кто такие кержаки, это от названия реки какой-то, кержаки, вот это всё пошло. Как-то ещё прочитаем, это я по памяти говорю, в гугле нашёл, что кержаки, вот это слово, как раз пошло, они, видно, жили на берегу этой реки. Кержачихи или кержаки, как-то, или керж, река называлась. В общем, по реке вот это и пошло это название. Вот так вот заплутывается у нас, ребята, всё заплутывается, интересно, интересно, да? И как оно дальше будет? Не мог себе позволить даже поросёнка этот, Маркел. Так это когда всё хорошо, а я так понял, что у него, что он уже обеднел, оказывается, нет, сейчас у него всё хорошо, и он себе раз в жизни только смог позволить. А что будет, когда Ксюша всё заберёт, а? Как оно всё будет? Уже будет не до поросёнка тебе, а? Прижимистый, да? Ну, мне кажется, это со всеми так. Богатство делает. Кого не поставь, как говорится, копейка гривню береже, или копейка рубль береже, вот все так. Все так. Потому, наверное, и разбогатели. Вот такое вот мышление, наверное. А сегодня, ребята, у нас всё. Увидимся, услышимся уже, как обычно, завтра. По Киеву в 12. Ого! Ставьте ваши пендали, проверяйте, ставьте будильник, что вы это самое на месте будете завтра, чтобы не пропустить. И всё. В 12. Ого! Завтра слушаем вместе. Заходите, не проходите мимо. Вот так вот. Хе-хе. Эй, прохожий, проходи, да? Эх, пока не получил. Ить. Вот так вот. Так что, завтра в 12. Ого! А на сегодня всё. Пока-два! Судьба людей, заключённые в тайге. Часть 25 у нас на сегодня. Продолжаем наши приключения. Чего там дальше будет интересно? Часть 25. Пендали поставили? Поставили все вместе? О! О-о-о-о! Пошло вот так вот. Вот так вот, а так вот и вот оно. Хе, поставили. Всё. А теперь слухаем. Часть 25. Управление горного инженера вновь читал Симеон бумагу за печатью с двуглавым орлом под короной, и голос его дрожал. Владелицей прииска богом дарованного по ключу безымянки является крестьянка. Вон она, Ксюха. Хе, владелица прииска. Стоит у двери рядом с Ванюшкой, и лица на ней нет. В гроб кладут и то краше. Дышит порывисто, будто из воды её вынули. Батюшки, Богородица Дева Мария, метнулась Матрёна к мужу. Устинушка, Устинушка, что же он такое читает-то такое? Не встревай, Матрёна. Я сам ещё не всё понимаю. И сел опять под те самые иконы, на то самое место, где прощение творил. Садись, Маркел Амбросич, садись на супротив и расскажи мне. Всё по порядку расскажи. Только моя в гневе неуёмный. Сам себя могу изувечить в гневе. Так и знай. Так уж ты без баловства тут. Без присказок. Я эти присказки ваши, ух, до чего не терплю. Ну, расскажи мне, чей же теперь и чё прииск богом дарованный? Ксении Филаретовны Рогачёвой. Вот их, значит. Так... А по какому такому праву? Устин как можно старался говорить спокойно, насколько это было возможно. И держался спокойно. Но кулаки сами собой сжимались. Комкали скатерть. И красноватый туман начал заволакивать всю комнату. Маркелом Вройсович тоскливо поглядывал на дверь. Проклятый сысойка. Вот бес одноглазый. Обещал сразу за мной притиживать. Вот сейчас самое время, а? Сейчас. А его нету. Ух, бес. А устин все наступал и наступал. По какому такому праву, спрашиваю? По закону-с? Они с... Ксения Филаретовна-с? Золото ведь нашли. Филаретовна ведь нашла золото. Первой. Вот так и в заявке здесь указано. Вот, значит, и получается, что прииск по праву их. Так... Устин скомкал в кулаке скатерть и задвигались на праздничном столе, поползли к краю и пироги, и холодец, и тот самый поросенок с гречневой кашей. Это что ж... Это что ж... Это что ж получается? Ежели телок поперек хозяина морду сунет в избу, и что? Что это получается? Изба уже его, что ли? Портки пожует, и все. Скидывай, хозяин, портки. Отдавай телку, что ли? Да ведь девушка не телок, Устин Силантич. Хуже телка, хуже. Телушка коровой станет и хоть молока даст. А девка эта-то что? Рыбенка в подоле притащит, и того у нас на ее родителей впишут. Аль на женатого брата. Понял, Маркел Амбросич? Понял, конечно. Ну вот и весь разговор. Забирай ты свою вот эту бумагу и садимся разговляться. Звезду встречать надо б на. Эх, и поросенок у нас все одни. А поросенок так и смотрит на него, подтянулся ведь скатертью и прям на него в упор. И Устин, потирая ладони, повернулся к столу и потянулся за поросенком. А мне, Маркел Амбросич, не шибко богом дарованный и надобный. Кичится он. Я аркадьевский отвод купил, но это не в пример богаче богом дарованного. Да сейчас должишки кое-какие надобно только отдать. Это одно дело. А другое, пойми ты, ну пойми, ну не может мужик допустить, чтобы девка его обставила. Не может. Девка никак не может обставить мужика. Понимаешь ты? Вот так. Ну раз все утряслось, забирай вот эту свою бумагу, Маркел Амбросич. Да и другой раз пужай и на дверь оглядывайся. А то Устин может и кулак не сдержать. Ваньша, Семша, че стоите? А ну подсаживайтесь к столу. И ты? Тихоня! Погрозил кулаком Ксюша. И ты, Бога моли, что сегодня прощенный день. Не то б заставил я тебя собственную башку проглотить. Садись вон в уголок, садись вон в уголок, прииск. Прииск ведь мой. — Как ты сказала? — Маркел Амбросич, а ну вразуми девку. Она правду говорит? Правду-с, Устин Силантич. По закону прииск действительно ее. И в бумаге казенной написано-с, единоличной владелицей признается Ксения Филаретовна Рогачева-с. — Так ты нас урьет, что ли? — Нет уж. Шиш всем вам! Шиш! Видели? Не отдам я своего преска. Никогда! И как рванет скатерть, и поросенок, и холодец, и пироги, все, все посыпалось на пол. — А-а-а! Как закричит Матрена! Устин оттолкнул ее и шагнул вперед, схватил Ксюшу за полушалок. — Уйди, проклятущий отец, уйди сегодня! Не встревай! Это убью и сам не замечу. А сегодня прощенный день. Не доводи меня до греха. И даже легонько надавил на Ксюшина горло. А у девушки аж дух занялся. — Ваньша, а ну отойди от Ксюхи! А Ксюша еще крепче сжала руку Ванюшки. Еще крепче. — Не ходи! И резко вскинув голову, сказала с вызовом. — Не убьешь! После моей смерти прииск Аринин будет, а не твой дядя. Понятно тебе? Никогда еще прежде, никогда Ванюшка не видел, чтобы кто-нибудь перечил отцу. Никогда такого не было. Даже попусту. Не то, что в таком деле. Наклонив лохматую голову с налитыми кровью глазами, Устин держал Ксюшу за полушалок. Пальцы у самого ее горла. И она, не отрываясь, смотрит ему прямо в лицо. Не отступает. Только из прокушенной губы течет на подбородок тоненькая-тоненькая струйка крови. — Убью! — Не убьешь. Прииск Арини достанется. И тут багровая пелена закрыла глаза Устина. А рука опустила. И даже сам не понял Устин, почему она опустилась. — Я найду праву на вас. На всех найду. Выхватив из рук Семена бумагу, Устин рвет ее на клочки и топчет ногами. И топчет. — Вот вам! Нате выкуси! Вот на вашу бумагу! И как плюнет на нее! — Пху ты! Мой прииск! Мой вам говорю! — Дядь, бумага-то за печатью! в ужасе кричит Симеон. — Бумага-то с орлом! Она же ведь царская! — Бумага-то с орлом! — Бумага-то царская! — всплескивает руками Матрена и падает на колени, собирает клочки. — Бумага-то ведь царская! — И на царя есть управа! — Бог-то он выше будет! — Повыше сидит! И Устин хватает за ворот чиновника. Золотые пуговицы аж градом летят на пол. — Господи, о Господи! Что же будет сейчас такое? — вскрикивает Матрена. Из уст в уста передается в Рогачеве предание о бесшабашной голове. — О кинфии Рогаче. Одни говорили в рекруты, что его забрали, а другие спорили, что к заводу приписали. И как разъярился тот о кинфий Рогач и разорвал казенную бумагу с царским орлом. — Ой, били его плетьми! Ой, боже, как били! Как ударят по голой спине, так аж красные лохмотья! Так и летят! Так и летят! И после увезли Рогача, и никто по сей день не знает куда. — Господи, что же будет? — эхом повторяет Устин, глядя на лежащие на полу золоченые пуговицы на клочки бумаги с царским орлом. — Что же будет? И обмекает друг. — Но ярость еще кипит. И Устин бросается к двери. — Лошадей мне! В город! В суд! — Самому каторги не миновать, но я и вас на каторгу упеку всех. Будете знать у меня, где раки зимуют. Ванюшка падает перед отцом на колени и, закрыв с собой дверь, ловит руку отца. — Тятя! Наш прииск останется! Наш! Благослови только! Ксюша ласковая! Она ласковая! Она хорошая! А откажешь? Я руки на себя наложу! — На ком? На воровке? — У нее приданное! У нее миллион! Ты этим миллионом царскую бумагу закроешь и на каторгу не пойдешь. Устин оттолкнул Ванюшку и кинулся в сене. Сорвал со стены вожжи и ожег ими по спине Ванюшку. По спине! И плашмя кинулась Ксюша, прикрыла Ванюшку с собой. — Хо-хо! Хо-хо! — хлестал Устин. Ксюша даже не кричала. Только корчилась при каждом ударе и еще крепче сжимала дрожащие плечи Ванюшки. И, не выдержав боли, впилась зубами в руку Устина. Устин как схватил ее за косы и отшвырнул подальше. Хлестал, не разбирая, где сын, а где там-то Ксюша. Падали со стола тарелки с едой, гасли на куте свечи. Маркел Амвросевич ежился при каждом ударе. С тоской укосил глаза на окно и шептал. Временами ему казалось, что за окном маячит какая-то тень. Во-во! Сысой, кажется. Он махал даже рукой, но тень исчезала. А Устин все хлестал и хлестал. Кровь залила все лицо Ксюши. Ванюшка уже перестал стонать и только вздрагивал. И только тут Устин начал приходить в себя и метил уже больше по Ксюше. Бил, что есть силы, с оттяжкой. Так что клочьями летел изорванный сарафан. Бил и выкрикивал. Не убью, не боись. Арине ничего не достанется. И действительно он был рад, что чувствует свою власть сейчас, свою силу, и что никто не смеет остановить его руку. Никто! Запыхавшись, Устин схватил Ванюшку за волосы и, оставившись в искаженное болью лицо сына, выкрикнул ему. Что, одумался? Нет. Жени тятя на Ксюше. И Матрена тут кинулась к сыну. Ваняша, этому не бывать. Чему не бывать? Чему? Раньше мужа суешься, как зарывет Устин. Второй раз в жизни он слышит эти слова от Матрены. Давно это было. Узнав, что Устин собирается свататься к Февронье, Матрена выследила его на улице, прямо на улице, и, обдавая горячим дыханием, сказала прямо в лицо. Этому не бывать. И действительно, по ее получилось тогда. Но с тех пор Матрена не решала сказать при Устине такие-то слова. «Вот тебе не бывать!» Отбросив вожжи, наотмашь как ударит жену по лицу прям. Утирая кровь, Матрена отпрянула к печке. Тяжело дыша, косолапя, Устин перешагнул через Ксюшу и сказал облегченно, будто закончил тяжелое, нужное дело. «Ну, вроде бы все!» Отряхнул руки, как от пыли, и тут увидел Маркела Амбросевича, испуганного, затаившегося в темном углу. И разом опомнилась. «Не кончено дело!» «Прииск-то на Ксюху записан!» Маркела Амбросич приехал ее хозяйкой вводить сюда. «Прииск-то на полу затоптана царская печать!» И закричал, аж задыхаясь, давясь словами. «Семша, вели лошадей запрягать!» «В город поеду!» «В город!» «Адвокат на всех вас тут управу найдет!» «Его не купишь!» «Он-то правду отыщет!» «Ванюшку!» И ткнул пальцем в сторону младшего сына. «В солдаты тебя!» «А Ксюху!» «В тюрьму!» «А тебя!» И шагнул к Маркелу Амбросичу, как схватил его за ворот и аж приподнял над полом. «А тебя, продажная ты шкура, кнутом стягать и ноздри рвать!» «На Сахалин тебя в подземелье и на цепи посадить!» «Тыщи не пожалею, а вас с Ксюхой на цепь посажу!» «Это мой прииск!» «Мою кровиночку да какой-то там девке!» «Уф!» Отшвырнув этого чиновника, сорвал с вешалки шубу, шапку и стал одеваться. И как раз тут вошел Сысой. Он даже не ахнул и не удивился всему увиденному. Я только протянул руку Устину и сокрушенно сказал. «А зря ты так разбушевался, Устин Силантич! Я вот как узнал о твоем горе, сразу заторопился к тебе. Упредить хотел, уберечь от убийства. Да вот, видите ли, задержался малость. Справки наводил кое-какие. С адвокатом твоим совет держал». «Что? И что адвокат сказал?» «Адвокат?» «Да я его прямо сюда привез, чтобы здесь уже прямо на месте разобраться». И Устин сбросил на стул бобровую шапку с малиновым бархатным верхом, лисью шубу и кивнул Сысою. «Садись!» «За адвоката тебе о как спасибо! Вовремя!» «Ты сколь ему посулил?» «М?» «Пять ста!» «Многовато!» «Но ежели запрячет этих вон шаромыжников!» и кивнул на Ксюшу и на трясущегося в углу чиновника. «Я еще сотню не пожалею!» Весь прииск шумел. Из кузницы доносилась дробь ударов рушника в наковальню. Хлюпали помпы на шахте. Хлюп-хлюп! Хлюп-хлюп! Вода была чистая, как слеза. Успела отстояться за дни-то забастовки. Дятлами стучали топоры креподелов. У каждой землянки свой митинг. У каждой тебе. Но больше всего людей у открытой двери магазина. Егор вышел из магазина первым. За спиной тяжелый мешок. Шапчонка сбита на бок. Рядом шла аграфена с корзинкой в руке. «Стало быть, их прям дают!» Ахнул Жура. Спустился Егор с крылечкой и тут же на утоптанном снегу откаблучил. «Тра-та-та! Тра-та-та! Вышла кошка за кота!» «Эх, ма!» А из толпы выкрики. «По сколько дают, Егор?» «Сколько хочешь?» Егор, ухмыляясь, довольно ответил. «Эй, нет! Пошаливаешь!» За прилавком стоит Вавила. Рядом приказчик. И сказывает, кому сколь вешать. «Список ведет! Все записано!» И вот от шахты прибежал раскрасневшийся Федор. «Вавила в забое огнево сломала!» «Подкрепить?» «А как же!» «Обещали Устину, все будет блестеть, как рыбий глаз!» «Крепи, да по-хорошему!» «Подходи, Павлинка, подходи!» «Ей, значит, муки!» «Пут десять фунтов!» Распределяя продукты, Вавила все чаще смотрел на дверь. «Долго нет чего-то лужки!» «Неужто хозяйка ее задержала там?» «Нет, наверное, пришла все-таки!» «Убирает сейчас землянку или стряпает что-то!» «Пять дней не было уже лужки!» «Скучает Вавила!» «Выйдя вчера от Устина, нарочно задержал товарищей возле дома Кузьмы!» «Нарочно!» «Говорил громко!» «Нарочно!» «Что все слышали!» «И смеялся!» «Не вышла лужка!» «А приходить Кузьме в дом запретила!» «Уже темнело, когда Вавила закончил раздачу продуктов!» «Вышел на улицу!» «А над горами, над всей тайгой повисла сизая-сизая дымка!» «Скрепел под ногами снег!» «Вавила торопливо шел по пустынной улице!» «Сталбы дыма над каждой землянкой!» «Сизые, стройные!» «Как березки с пушистой кроной вверху!» «Вот такие столбы дыма!» «Смолевой дым!» «Запашистый!» «Плотный дверь землянок!» «И все же улица пахла не только дымом!» «А еще и щами!» «Хлебом!» «Кашей!» «А то и пирогами!» «А на морозе запах забористый!» «Все слышно!» «Аж ноздри щекочет!» «И дразнит голодный желудок!» «И Вавила ускорил свои шаги!» «Что там моя лужка готовит, а?» «Что там сегодня?» «Из силы как рванет дверь!» «Темно!» «Печка не топится!» «И нежелью пахнуло прямо в лицо!» «Хм!» «Где же это она?» «Графены, что ли?» «И спустился в землянку Егора!» «Петька навстречу бросился!» «Дядя Вавила!» «Дядя Вавила!» «Мамка щербу сгоношила!» «Ох и щерба!» «И заныл!» «Исть хочу!» «А она до звезды не дает мне!» «И Вавила поднял Петюшку на руки!» «И прижался мальчонка к его плечу!» «И замолк!» «У печурки Оленька!» «Присев на корточке, мешала угли!» «Капка с аграфеной накрывали на стол!» «Торжественно притихший Егор сидел на нарах!» «Увидев Вавилу, как-то сразу скукожился!» «И задергал свою бородку!» «А где Лушка?» «Не видал нончелушку!» «Ответил Егор и отвел глаза!» «И тишина!» «Только в чугуне булькало что-то!» «Хлеб неси, капка!» «Хлеб тебе говорю!» «Засуетилась аграфена!» «Хотя калачи стояли на полке рядом!» «Необычно аграфена суетливость!» «Необычно аграфенина суетливость!» «Ой, как необычно все это!» «А также необычно молчание Егора!» «Ну, заболела!» «Сразу бы сказали!» «Что же случилось?» «Думал Вавила!» «И опять повторил!» «Аграфена!» «Аграфена!» «Где Лужка?» «Да что ты ко мне!» И она набросила полушалок на голову и к двери!» «Пусти-кась! К соседке мне надобно!» «Вавила загородил дорогу!» «Где Лужка?» Лужка растерянно повторила аграфена, уже не пытаясь уйти из землянки. Стояла, теребя концы полушалка. «И понял Вавила!» «Случилось что-то такое, о чем аграфена не скажет!» и опустил Петьку на пол и выбежал из землянки. «Вавила! Вавила! Куда же ты?» кричала вслед аграфена. «Хлебать сейчас будем!» «Куда же ты?» «На село пойду! К Лужке!» «Батюшки! Что ты удумал?» «Вернись! Вернись! Слышишь?» По дороге в село Вавила терялся в догадках. Пробовал рассуждать спокойно, но никак не получалось. «И о чем рассуждать, если ничего не известно?» «Одно только ясно, что надо поскорее увидеть Лужку, поскорее найти ее!» Лужка стояла у печи с миской в руках. Увидев Вавилу, отступила к окну и опустилась на лавку. Глаза огромные, аж синева под глазами, и кажется, будто они в пол лица. Услышав стук двери, на кухню вышел Кузьма Иванович. Удивился, увидев Вавилу. «Кого тебе, молодец?» «Здравствуй, Кузьма Иванович! Я вот к Лужке пришел. Мне ее надобно». «К Лужке?» вскипел Кузьма Иванович. «Полюбовников на дом заманивать!» Это он подумал так. «Но сегодня прощенный день, и не пристало пастырю душ выдавать свои чувства». Перекрестив Вавилу, сказал как можно смиренней. «Завтра придешь». «Я ей муж». «Муж?» «А что ж ты, Лужка, не пригласила меня на свадьбу?» «А венчались где?» «Поди под кустами где-то?» «Ты молодец!» «Иди-ка протрезвись, молодец!» «А не то я народ крикну!» И сразу за дверь. На лице Вавилы такое, что уж в горнице, прикрывшись творками, зашептал. «Разбирайтесь там сами!» «А я уж спрошусь по тоскухе!» И Вавила подошел тут к Лужке. И говорит. «Одевайся!» «Пойдем!» «Что ты? Куда?» В руках у нее все еще была миска. Из миски струился пар. И за этим паром лицо казалось совершенно бесцветным. И странно двоилось. Вавила принял миску и поставил ее на стол. И взял Лужку за руку. «Пойдем!» Лужка закрыла глаза. «Вот-вот свалится с лавки!» А Вавила тянет к дверям. Она идет, не открывает глаз. И повторяет. «Я не пойду!» «Не пойду!» И вот скрипнула дверь, и морозом пахнула в лицо. И она как очнулась. На плечах полушубок. Рядом Вавила говорит что-то. «Что?» Лужка даже не слышит. О своем думает. «Нельзя мне идти!» «Нельзя!» «Отказаться надо!» И произносит. «Не люблю я тебя!» «Врешь!» «Я... Я другого нашла!» «Получше!» «Что?» Лужка видела, как исказило лицо Вавилы. И он потянулся к ее шее. Лужка закрыла глаза. «Удушит?» «Хоть бы поскорей!» А вавильные пальцы скользили по шее. Что-то искали. И затрещал сарафан. Нащупав крестик, Вавила прижал его к Лужкиным губам. Гайтан больно врезался в шею. «Целуй!» «Целуй!» «Говорю крест!» «Если не врешь!» Лужка крутила головою, прятала губы, а руки поднять не могла. Вавила привлек ее к себе. Сдавил плечо одной рукой, а второй силой прижал губам холодный нательный крест. И Лужка вскрикнула. «Пусти!» «Не пущу!» И Лужке даже радостно в середине, что Вавила не верит ей, радостно ощущать прикосновение его сильных рук. Голова то кружилась, то внезапно светлела. А в душе, в душе то отчанье, то тоска, то ключом торжество. А Вавила все говорил, говорил. «Лужка, нужна ты мне! Во как нужна!» «Помнишь, когда на палец тебе кольцо надевал?» «Я про любовь не говорил». «Сам не знал, любил ли тогда». «Врать не буду. А сейчас вот полюбил». «И ты любишь. Я это точно знаю». «Давай сегодня же свадьбу справим, а?» «Что ты? В сочельник-то?» «А мне все равно. И сейчас же на прииск. Я тебя тут так не оставлю». Поздняя ночь. Адвокат еще раз перечитал лежавшие на столе бумаги и решительно отодвинул их от себя. Встал. «Сысой Пантелеймонович, вы напрасно испортили мне праздник. Напрасно увезли из дому. Документы, вот я смотрю, в полном порядке. И оспаривать тут нечего. Прииск действительно принадлежит Ксении Филаретовне Рогачевой. И точка». Сысой прям ликовал. «Ради того, чтобы услышать это, он и вез сюда адвоката из города». Но вслух глухо и растерянно как-то произнес. «Я думал, Устину Силантьевичу еще можно чем-то помочь». «А?» «Не в чем ему помогать. Нет никаких оснований оспаривать решение горного округа. Никаких». Устин упрямо пододвинул документы к адвокату. «А ты посмотри. Посмотри еще раз. Ну, не может такого быть, что вот так вот просто, по-человечески. Или как-то по-божецки». «Да тут и по-божецки, и по-человечески все равно одинаково получается». «Нашла приз Ксюша». «Правильно?» «Так и отдай ей его». «Ну, совсем другое дело, если бы за вашу ласку, за вашу любовь она сочла...» «Она сочла необходимым поделиться с вами». «Но воз же...» «Воз же в крови. Это первое. Первое, что я увидел в этом доме». «И я думаю, Ксюша заплатила вам сполна». «Значит, что это получается? Значит, все?» «Никак? Все кончено?» «Да, никак. Это все», — Устин Силантич. И Устин снова пододвинул документы. «Слышь, я шесть тысяч сулил. Семь дам. Отыщи, лазейки. Ты же ведь умеешь. Отыщи». «Аустин Силантьевич, это уже подкуп!» Злым шепотом заговорил адвокат. «Боюсь, чтоб за уголовным делом об оскорблении действием Маркела Амвросевича и избиении Ксении Рогачевой не добавилось еще дело о попытке подкупа присяжного поверенного». И все тут. У Устина безнадежно опустились руки. Он все понял. «Это конец». И вдруг, обхватив адвоката за плечи и глядя ему прямо в глаза, зачастил скороговоркой. «Друг, во всем свете, во всем свете верить только тебе одному. Ты уж столько раз меня выручал ведь, а? Так пойми ты меня. Не по закону, а нутром своим пойми. Через пять дней банку платить. Ну, на первый раз я еще найду как-то, а второй раз банк меня хлесть этими вожжами. Пойми же ты меня. Дом-то большой, а в доме весь хлеб покупной же ведь. «Так вот, Сергей Алексеевич, отсоветуй. У ваш. Впервой в жизни ничего не таю. Впервой. Отсоветуй. Только одному тебе верю». «Совет, пожалуй, дам. Прежде всего, не доводя до суда, закончите миром дело с Маркелом Авросичем. Миром закончите». «И Устин тут отвернулся. Кругом виноват. Ну и прощения просить шея тоже не гнется. А может, ты это... Ты сам с ним того, а?» Басит Устин, теребя бороду возле уха. «Хорошо. Я переговорю с Маркелом Авросичем. И второй вам совет. Жените Ванюшку на Ксюше. И всю вашу беду, как рукой, снимет. Вот увидите». «Этому не бывать. Может, еще придумаешь что?» «Нет, не придумаю. После праздника, а может быть, даже и утром, сегодня, Маркелом Авросичем поедет с Ксюшей на прииск. Соберет народ там. И уже официально введет ее в права». Полночь. Все в доме уснули. Только один Устин бродил по кухне туда-сюда, скрипя половицами. И за печкой иноцадно свербил сверчок. Будто жилы тянул. «Все по закону, видать. Все по закону. Ничего поделать нельзя. Как стенки приперли», — рассуждал Устин. «Да, если б можно было, адвокат бы помог. Обязательно. А по закону, видать». «Эх, табак — мое дело». И тоска все наваливалась и наваливалась. «Ксюша сидит у окна. Поземка бросает в стекла пригоршни сухого зернистого снега. И, кажется, Ксюше, будто далекие звезды тоже скребутся в окно». «Сколько людей на свете живет, — задумчиво говорит Ксюша, глядя на звезды. Сколько живет? Несчесть». «Мама мне еще сказывала, как родится человек, на небе звездочка вспыхнет. «Одна ясная, светлая, значит, счастливая жизнь выпадет человеку. А другая, чуть приметная, значит, значит, и жизнь такая. Эх, найти бы мне свою звездочку и узнать, что же ждет меня в жизни». И, встав коленями на лавку, Ксюша прильнула лицом к стеклу. «Приятно холодить стекло, разгоряченный лоб». «Боже, как приятно!» Арина сердито загремела заслонкой печи. Попыталась тряпкой вытащить чугунок с чаем и обожглась. И от боли аж досада вспыхнула. «Что ждет?» — передразнила Арина. «Вчерась так же вот все утро ныла и к вечерам порки дождалась. Да и только. Что, выпрали?» «Вот тебя и ждет. И сегодня дождешься, ежели мудрить будешь». Но боль от ожога немного прошла, и досада поубавилась. Ирина села рядом, рядом с Ксюшей, обняла ее и заговорила душевно, ласково. «Сиротинушка ты! Ну, дался тебе этот Ваньша, а? Ни кожи, ни рожи. Да и блеет по овечьей. Только имя есть у него человечье. М?» Ксюша чуть отклонилась от Арины. Выгнулась, чтоб рубаха не касала спины. «Крестна, меня как хочешь ругай. Срами сколько хочешь. А Ваньшу не трогай». «А что он за принц такой, а? Принц? Ругнешь его еще раз и уйду. Уйду, куда глаза глядят. А к тебе не вернусь больше. Ты меня знаешь». «Ой, Ксюшенька, родненькая ты моя. Солнышко ты мое ненаглядное. Я ведь за тебя кручинюсь. Ну, полюбился он тебе, а?» «Ванюшка, и Бог с тобой. Не зря же старые люди в поговорку взяли. Любовь зла, полюбишь и козла». «Крестна». «Не буду, не буду. Все. Поди их прям, Ванюшка твой, червового золота. Угу. А не то пряник какой медовый. Видишь, как больно его оберегаешь, а?» «Ксюшенька, да ежели правда, что приз теперь че будет твой, да тьфу на того Ванюшку-то, а? Я тебе такого херувимчика подыщу. Ух, пряник. В ноженьки кланяться будет. Эх!» И вдруг как вскочит с лавки, и ухватила Ксюшу за руку и потащила. «Прячься, прячься, девка, скорей!» Устин прямо к нам шастает. «Лезь в подполье. Подполье лезь!» «А я на западню кадушку подвину». «Стой, крёстно. Не буду я прятаться. Хочешь за печку сердечно схоронить? За печку!» «Пусть будет, что будет. А дядя Устина я не боюсь боли. Пусть идёт». «Ксюшка, ты никак умом повредилась, что ли? Да спрячься ты хоть за меня. Пусть идёт». И вот захрустел снег на крыльце. Распахнулась дверь. Пригнувшись, тяжело дыша, ввалился Устин. «Эй, кто живой? Вздуй огонь-то!» И закряхтел, как запальная лошадь. Арина раздувала угли в печке, и красные от цвета румянили её взволнованное лицо. «Свят, свят, свят!» — шептала Арина. «По что это его окаянного принесло, да спозаранку так? Ещё не зарелось!» «Свят, свят, свят! Пронеси грозу стороною!» На крыльце хрустел снег. Там кто-то ещё переминался с ноги на ногу. «Ой, свят, свят! Пронеси грозу стороной!» — молилась Арина. Ксюша осторожно вынула из-под печки тяжёлый ухват и встала рядом с крёстной. Твёрдо решила для себя. «Живой не дамся!» «Хватит!» — поизмывался уже. Устин аж горел от стыда. Всего лишь год бы назад никакими уговорами не заставили бы его переступить этот ненавистный порог. А сейчас сам пришёл. Да сам ли? Нет больше устиновой воли. Нет её. Вроде взнуждал его кто-то и ведёт на тугой узде. Затеплился огонь коптилки. Устин шагнул вперёд, комкая бобровую шапку. «Ариша, Ксюха-то у тебя?» «Дэк, с вечера вроде была, а утрись...» «Тут я!» И Ксюша отстранила Арину и выступила вперёд. Боль и отчаянную решимость прочёл Устин на Ксюшином лице. Насторожился. Насторожился. «Ехали, значит, ехали», — проговорил Устин, выпрямляясь. «А глаза красные, ажа пухли, как с перепоя. За реки, за горы ехали, за красным товаром. Всю землю объехали. И слышим, будто лучший товарец у Арины имеется. И всё, мы, значит, сюда. Не врут ли про товар-то?» И, не дождавшись так ответа, закричал. «Эй, Ваньша! Ваньша! Иди-ка сюда! Смотри! Подходит товар-то? А? Ой, как подходит, да? Ну, а ежели подходит, значит, торговаться зачнём. И тут затопали на крыльце. Ой, как затопали! В клубах мороженого пара вошёл Ванюшка в избушку. Скрывая смущение и зло, Устин держался развязно. Говорил больше обычного. «Ну как, Ваньша? А? Подходит нынче товарец? Подходит, тятя. Подходит. Ты меня хорошенько смотри. Потрогай. Пощупай везде. А? Пощупай, пощупай. Не боись. И ещё на зуб попробуй. Подходит? Ну, Ариша, говори. Какая твоя цена? Да ты бы хоть бы сесть предложила. Да и стакан пива хоть поднесла. Сам будущий свёкор сватом тебе пришёл. Ты хоть это понимаешь? Ой, садись, Устин Силантий, садись, Ванюша. Садитесь. Скидывайте шубы-то и шапки на лавку кладите. На лавку-то. А вот подчевать, чем даже и не знаю вас. У нас с Ксюхой только одна картопка варёная. Вот как перед Богом осталось. Не дострепни нам было. Нет, так у соседей займи. А я опосля рассчитаюсь. И никак перестал Сёмша рубли-то сюда таскать. М-м-м, подумал Устин, но вслух сказал. Или постой. Посиди. Так вот, Ксюха, какое вишь дело. Вашему счастью, я поперёк не пойду. И замолчал. А сейчас сама бы Ксюша должна сказать. Благодарствуй, мол, тебе, дядя, благодетель ты мой. Должна сказать и бухнуться в ноги, как положено. И добавить. Пущай всё остаётся, как прежде. Бери себе прииск и хозяйствуй по-прежнему. Какие счета меж своими-то? Вот так бы и надо б навести себя, Ксюша, В таких-то ситуациях. Да при таких-то условиях. А у нас всё молчит да молчит. Глаза огромные стали и беспокойно мечутся. Тонды-сюнды. С Ванюшки на дядю Устина, затем на Арину и потом опять на Ванюшку. Мол, правда ли это всё? Может, опять подвох какой устроили? Да нет, Ванюшка вроде улыбается. А дядя, дядя вроде всерьёз всё говорит. Сколько же раз мечтала Ксюша об этой минуте. В мечтах они с Ванюшкой стояли рядом, держались за руки. А голова, голова аж кружилась от радости. И вот эта минута наступила. А радости почему-то нет. И одна только мысль беспокоит. А может, всё это подвох, а? Может, насмехаются, что ли? И Арина дёрнула её за рукав кофты и запрочитала. — Эх, Ксюшенька, Ксюша, радость-то какая тебе привалила. Да что ты стоишь тут истуканом, а? Благодарствуй батюшке, будущему свёкру своему. — Сам смотри ты, сам с ватом пришёл. Это ж честь-то какая. — Постой, малоскрёстно, постой. — Собиралась с мыслями Ксюша. Ну, что вы думаете, ребята? Прогнулся всё-таки Устина, а? Али всё-таки вот это всё затеял действительно, чтобы ему прииск вернули. Думает, хоть отдам Ванюшку, но прииск всё равно будет мой. Может, он опять всеми своими путями хочет это сделать. Раз уже не так, так хоть так. Ну да, раз уже ничего не получается, вот даже его так-таки и пускать свои. Даже родного сына для решения своих дел, своих задач. Как раньше действительно было. Это удивительно, что выбирали сами, за кого пойти, как пойти. И даже не встречались люди, а просто вот так отдавали и решали свои вопросы. Интересно, да? Как говорят, время придёт, полюбите. Да? А время не приходит. И действительно, жили же, не разводились, что самое удивительное. То есть терпели аж до конца своей жизни. Вот оно что. И всё это от того, что, наверное, а что люди скажут? Вот это вот было, наверное, самым главным. А что люди скажут? Вот так вот, ребята. Это вам не сейчас. Все на мнение как-то. Ну, мне кажется, самым главным фактором было, наверное, не люди, что скажут. Хотя это тоже. А всё-таки, что родители. Родители ведь как? Они же выбрали всё. Это закон. Наверное, так. А на сегодня, ребята, уже всё. Пишите ваши комментарии по этому поводу. Очень интересно узнать, что вы пишете. Я пишу, смотрю, пишу, читаю всё, что вы там пишете. Ставлю вам пальцы. Вы тоже не забывайте мне пальцы ставить. Правильно? Вы там и ругаетесь, комментарии. Что только там не делайте. Мне читать интересно по литературе, по тексту, скажем. Вот так вот. Вот так вот, ребята. На сегодня всё. Услышимся уже завтра, что там будет продолжение. Отдаст ли этот прииск? Что за приключения там дальше будут? Ведь у Ксюши действительно была одна только цель. Быть вместе с Ванюшкой. Про прииск она даже не мечтала. Может и отдать. Встретимся уже завтра, как обычно, в 12. Ого. Ставьте будильник на 12.00 по Киеву. А на сегодня всё. На сегодня всё. Увидимся уже завтра. Так что пока два. Вот так вот. Заключённые в тайге часть 26-я у нас сегодня. Проходим, усаживаемся. Перчаточки поставили Петровичу. Петрович проверил. Всё. Снизу перчаточка стоит. Всё. Проходим, проходим. А на сегодня у нас продолжение. Часть 26-я. Продолжаем. Много раз мечтала Ксюша об этой минуте. В мечтах они с Ванюшкой стояли рядом. Вот так вот. Рядом и держались за руки. Сколько раз представлялось. А голова аж кружится от радости. И вот эта минута так и наступила. А радости почему-то нет. Одна только мысль беспокоит. А может, это всё подвох. Подстроили. Может, насмехаются. Ирина дёрнула её за рукав кофты и запрочитала. Ах, Ксюшенька, Ксюша. Ксюша, радость-то какая тебе привалила, а? Да что ты стоишь истуканом, а? Благодарствуй, батюшке. Благодарствуй будущему свёкру своему. Сам смотри ты. Сам с ватом пришёл. Честь-то какая. Постой, малость-крёстно. Постой. Собиралась с мыслями Ксюша. Ох, да чего же красивая Ксюха, подумал Ванюшка. Век бы смотрел на неё. Представил себе, что встанет скоро к налою и поцелует Ксюшу. И аж зажмурился. Засоромилась девка-то. Ну, не взыщи уши, Шустин Силантич. Засоромилась. Я, как крёстная мать, за неё отвечу. За неё. Согласные мы. Эх, теперь бы пивка. Побегу-ка я к суседям. Постой, крёстно, остановила Ксюша Арину. И подошла к углу печи. Прислонила к челу спиной и ойкнула. Выгнулась. Закусила губу, чтобы не заплакать. А вместе с болью ясность в мысли пришла. Не взыщи уж, дядя Устин. Нет у меня ни матери, ни отца. Доводится мне собой себя взамуж-то выдавать. Самой. Вот и хочу узнать наперво, когда будет свадьба. Да ты что, девонька, кстись, замахала Арина. Разве девки спрашивают такое? И Устин тоже опешил. Скорее конь заговорит по-человечески, чем девка спросит при людях. Да и про свадьбу свою. Совсем не таких слов ждал он. И Ванюшка тоже. Ванюшка тоже застыдился за Ксюшу. Как баба выспрашивает всё. Ой, срам-то какой. Постой, крёстно. Так когда будет свадьба? Сговоримся когда? Не в последний раз поди видимся. Мне сегодня знать надо бно. Когда будет свадьба? Да ты и впрямь прёшь на рожон. Ну, к примеру, на Красную Горку. Не к примеру, дядя. Мне определённо знать надо бно. На Красную Горку напирает, как медведь. Обещал ведь Матрёне не означать свадьбы. И как это так получилось только? А Огласка когда? Да ты мне что, не веришь никак? Дядя, Огласку надо бно сегодня сотворить. И благословишь нас сегодня же при людях. А с прииском как? Прииск мой. Пусть твой. А хозяйствовать буду я. Как и прежде хозяйствовал. Нет, дядя. На прииске до свадьбы одна я управлюсь. Ах, вообще сдурела девка-то. Не твоё это дело. Самое моё. Во как! И он взялся за шапку. Ну и управляй им до морковки на заговенье. А про свадьбу? Про свадьбу и думать забудь. И взял шапку. Поднялся. А уходить мешкает. Мол, прикручу. Бросишь блаш. Ге! Чуть не вскрикнул Ванюшка. Так вон по что ты, батя, затемно потащил меня свататься. Вон оно что. Хм. Вон по что пошёл сам сватать. Сам лично. Чтоб свидетелей не было. А Ксюха-то, Ксюха. Ксюха молодец. Подумал он. И шепчет отцу. Дядь, тебе ж без богом дарованного зарез. Тебе же скоро надо на банку деньги платить. А ну замолчи. А ну замолчи. Ну, пока два. И отстранив Ванюшку, направился к двери. Высокий, могучий, под маткой пригнулся. Иди, ответила Ксюша. Сам знаешь, иначе сделать я не могу. Если я отдам тебе приз сейчас, в свадьбе не бывать никогда. Ммм. Всё вызнала стерва. Выругался про себя Устин, но выругался уважительно. Даже удивительно. Как на ровню выругался. Как на ровню себе самому. Верно. Замуж сама себя выдает. Ты смотри ты, как умело крутит, а? Уважительно подумала и Арина тоже. И не стала вступать в разговор. Устин тут остановился. Хотел толкнуть Ксюшу, но она задержала его руку. Не трожь. Не трожь меня, дядя. Спину, как огнём, палит. Заденешь ненароком. Чёрное слово могу не к месту сказать. А то и ударить. Аж сама себе удивлялась Ксюша. Голос спокойный. Устину смотрит прямо в глаза. Только вот плечи озноб трясёт. Ну так чего ты сулишь? А? Напомнил Устин. Сегодня огласка. И чтоб все свидетели видели. Чтоб все были. Свадьба на Красной горке. А до свадьбы на прииске я одна хозяйка. И Устин отступил. Мне прииск нужен. Ежели я, дядя, отдам тебе прииск сейчас, то не бывать в моей свадьбе. Хм. А дядю, значит, вот так вот, да? По шее. По шее его. Хм. Ух, и хороша же невестушка, а? Дядя, на кресте поклянусь. Никому не скажу, что тепереча хозяин не ты. Никому. Были и раньше дни. Ты прииск на меня оставлял. Ведь было. Вот вроде так и будет. Денег тебе надо станет? Так я дам. Но прииск мой. И на прииск ты не кажись. Ксюша, ты сдурела никак? Одернула Арина. Ломишь, словно сук через колено. Ты с мужиком, чать, говоришь. С мужиком. Да еще с будущим свекром. Устин обрадовался такой поддержке и почувствовал некую силу. Правильно, Арина, сказываешь. У совести-то девку. Крестна, не встревай. По ножу иду. И Ксюша провела ладонью по горлу. Не хватало воздуха. Огласка сегодня, дядя. Сегодня. Тогда? Тогда дом и все, что нажил, я оставлю тебе. А мне только лошадь дай и кашеву. Да еще дай мне рубль. А после отдам. У нас скрестной муки нет вовсе. Не то в суд подам. И дом отберу. И лошадей. И шубу с тебя сниму. Ведь мою шубу носишь. Что? Глава пятая. У крыльца конторы стоит сухая-сухая береза. Верхушка обломана ветром, и всего два толстых сучка торчат в стороны. Будто всплеснула береза руками от удивления. Да так и застыла, глядя на высокие стены новой конторы. Бараки, россыпь избушек по склону, на невиданные досели шахты, шурфы и на беспокоенных шумливых людей. Вьюга нахлобучила на березу мохнатую шапку сверху. Морозы укутали в куржаки. А Иван Иванович повесил на сук обечайку. Обрубок пустотелой сосны. Морозный туман повис над прииском. Колючий, густой. Сквозь него не видно ни звезд, ни зари. А запоздалый серпик луны тусклый и унылый, как догорающий уголек. Трещат на морозе стены бараков. Трещат, потрескивают. Вспыхнул огонь в окне конторы. Заскрепел тяжелый засов на двери. И Иван Иванович спустился с крыльца. На нем только валенки и ватные брюки, подпоясанные узким ремнем. Узлами ходят под смуглой кожей упругие мышцы. Взмахнув несколько раз руками, Иван Иванович побежал, побежал по дорожке. Он бежал медленно, но уверенно. Иногда, останавливаясь, приседал даже, делал несколько взмахом руками и снова бежал. Потом, немного разогревшись, подошел к той самой березе и, выдернув из сугроба тяжелое било, заколотил им в обечайку. Глухие призывные звуки разнеслись далеко по тайге и разбудили целый поселок. Кончилась забастовка. Все, закончилось. Собирайся, народ, на работу. Когда в окнах бараков зажглись огоньки и заскрипели двери, Иван Иванович аккуратно воткнул било в сугроб. Быстро обтерся колючим снегом и вошел в контору. Почти сразу же у крыльца заливисто зазвенел колокольчик. — Хозяин приехал. Рано сегодня. И сердце Ивана Ивановича болезненно сжалось. У большинства людей веселый перезвон колокольцев вызывает представление о желанной дороге, о каких-то надеждах, о стремлении к чему-то светлому и неизвестному. Для Ивана Ивановича он давно стал символом крушения надежд. Звон колокольцев напомнил знойную сибирскую степь, колонну уставших кандальников, передвигающих ноги по пыльной дороге. Изнуренные лица товарищей Каторжан, а позади, позади родные места и тюрьма, а впереди только каторга. И чужбина. И вот все ближе и ближе звенит колокольчик. Скачет почтовая тройка, обдавая кандальников пылью. Промчалась. И умолк колокольчик. И на сердце тоска. Кажется, что тройка увезла с собой последние силы, последнюю надежду и веру. И все. Идти стало тяжелее. Каторга. У тюремных ворот залился и смол колокольчик. Совсем как сейчас у конторы. Истоном отозвали сердца всех Каторжан. Все, начальство приехало. Опять ревизия, карцеры, порки. Ничего хорошего не сулил Иван Ивановичу ямщицкий колокольчик. Ничего хорошего. Сколько же надежд возлагал он на свое правительство. А сделать так ничего и не удалось. Звенит у крыльца колокольчик. Все. Значит, приехал хозяин. Сейчас он примет дела и пойдет Иван Иванович работать за бой. Не торопясь, Иван Иванович снял с железной печурки кипевший чайник. Отрезал ломать хлеба и присел к столу. Дверь отворилась и вошла Ксюша. Закуржавела на ней шаль. Закуржавел и полушуба. И лицо, казалось, тоже закуржавело. Посерьезнело. Морщинки пробороздили высокий лоб. Ксюша не вбежала, как прежде, а вошла. Вошла и остановилась у самых дверей. Не зашумела, как бывало, от порога. Не крикнула «Здрасте!» Не спросила о здоровье, а оглядывалась, будто впервые, будто впервые видела все эти стены. Ивана Ивановича удивил приезд Ксюши. И он говорит ей, «Какими судьбами?» «Да вот, на работу приехала. Неужто не рады?» Голос звучал как-то даже огорченно. И шагнула к Ивану Ивановичу и снова остановилась, ожидая ответа. «Ну, всегда тебе рад. Но как это ты, а? Выходит, помирилась с Устином?» «Помирилась». Ксюша старалась говорить весело, ничего не высказывая. «Как есть, помирилась». И вот снова на прииск. «Куда вы меня определите, а? Я на промывалку хочу». «А это Ксюшенька от меня не зависит. Устин Силантьевич выгнал меня». «Нет, не поняли вы его». И Ксюша села рядом с Иваном Ивановичем. «Дядя Устин, он заболел. А мне наказал. Пусть Иван Иванович не сумлевается». «Да». Так и сказал. «Пусть не сумлевается и пусть робит, как прежде». И, увидев протестующий жест Ивана Ивановича, она заторопилась. «Да». И еще сказал. «Пусть поставит Егора и Аграфену на промывалку». «Да». «Так и сказал». «Чего?» «Вот это чудеса!» «Да перед самым Рождеством мы с ним в этой самой конторе до хрипоты ругались. Я просил его за Аграфену. Он отказал мне. За Егора просил. Тоже отказал. А тут на тебе». «А Симеон? Симеон скоро приедет?» «Семша?» «Семша будет робить на Устиновском прииске». Ксюша говорила быстро, чувствуя на себе испытующий взгляд Ивана Ивановича. И даже покраснела. Не привыкла она так. «Нет, Ксюшенька, управляющим я больше не буду. Хватит. Довольно». И Иван Иванович встал и взволнованно заходил по комнате тунды-сюнды. И сердце его болезненно сжалось. Недавно здесь шумела густая тайга. А теперь все. Теперь прииск, поселок. И в каждом бревне, в каждой тачке породы, в каждом золотнике добытого золота частица его труда. Тяжело бросать дело. Прикипел душой, как говорят в Рогачеве. И все же решил. «Нет, Ксюшенька, все, баста. Пойду в забой, а управлять больше не буду». «Да как же так, не буду? С дядей работали ведь, с Семшей, а сёдни? Сёдни я очутилась одна, и вы сразу...» И ей так захотелось рассказать, всё рассказать Иван Ивановичу, что Устин больше не хозяин над прииском. Всё, всё кончено. Но нельзя. Обещала молчать. И вдруг неожиданно для себя почти вырекрикнула. Крикнула. «Иван Иваныч, хозяин просит остаться». Иван Иваныч резко обернулся. «Хозяин?» Ксюша смотрела ему прямо в глаза. «Да, хозяин. Он не будет мешать вам боли». «Всё?» «Не будет». «Неправда». «Как перед Богом клянусь». «Согласны?» И даже не дав Иван Иванычу ответить, протянула ему полушубок, шапку и потащила его на улицу. «Идёмте». «Я такое вам покажу?» «Такое?» «Прямо ахните». У крыльца стояла гнидая стройная лошадь, запряжённая в лёгкую чёрную кашеву. Ксюша сбежала с крыльца, обхватила руками лошадиную шею. «Вы, Иван Иваныч, на грудь посмотрите». «А?» «Грудь-то как широкая, а?» «А головка махонька, сухая и каждая жилка видна. Видно аж, как кровь в жилах ходит». «А копыта? Копыта какие!» Ксюша, как заправский лошадник, схватил лошадь за щётку, дёрнула волос над копытом и крикнула «Эй, не балуй!» и поднял лошадиную ногу. «Ры умочки, а не копыта!» «М?» «А Иван Иванович рад возвращению Ксюши, рад её такому оживлению и рад её восторгу. Для него все лошади на одну стать, всё на одну стать, и различает он их только по цвету, да и только. Но, деля Ксюшину радость, всё-таки щупает грудь у лошади, поддакивает и гладит по морде по этим самым румочкам и удивляется копытом. Действительно, как румочки. «О, хороша, хороша кобылка!» «И румочки тоже!» А Ксюша хохочет. «Жеребец это!» «Да ежели девка на кобыле поедет, её и замуж никто не возьмёт!» «Хм!» «Садитесь, Иван Иванович! Садитесь в Кашеву!» «Мигом домчу вас до работ!» «Посмотрите, какая побежка у ветерка!» «Пляшет!» «Садитесь!» «Уселись!» «Удобно?» «Ну, ветерок! Поехали!» Ксюша стояла в Кашеве, крутя вожжами над головой. Гикола свистела и приседала в ухабах, как заправский ямщик. Она боялась сейчас разговора с Иваном Ивановичем. Очень этого боялась. А он, он прям любовался ею. что-то с девкой поменялось. Что-то тут не то. Но действительно радовался этому. Было в ней сегодня столько удали, столько жизни. Никогда Иван Иванович не видел ее такой жизнерадостной и веселой. действительно никогда. Но возбуждение ее казалось каким-то неестественным, что ли. Сквозь него проглядывала непонятная грусть. Вы не на меня на лошадь смотрите, кричала Ксюша, разбирая вожжи. А ну, держитесь на повороте. Э, стели гриву по ветру. Иван Иванович сейчас вцепился за отводья. Да тише ты, тише ты, оглашенный, что вывалишь меня тут? Устин узнает, как ты лошадь гоняешь. Ого, не оберешься ругани. А не заругается. Это мой, это мой конь, мой. Пррррррр. Ну, вот, приехали. Ну, как? Как вам конек? Хорош. Ничего не скажешь. Действительно ветерок. Не хорош, Иван Иванович, а просто чудо. Вылазьте. Я сейчас за графеной поеду. Эй, ветерок, поехали. И лихо с места пустил лошадь на машистую рысь. Чёртом провела по крутым поворотам дороги. Запыхавшись, вбежала в землянку Егора. Здравствуйте. Скорее собирайтесь. Лошадь ждёт. И а графена пусть тоже собирается. Дядя велел тебя на работу поставить. Чего? Меня? Да как же так? Но Ксюша уже стучала кулаками в дверь соседней землянки. В соседней уже бомбила. Вавила! Вавила же! Ну где ты там? Выходи на работу! Я за тобой на коне приехала! Вавила! И из дверей выглянула лужка. И говорит, Вавила давно ушёл. И впрямь поженились. Сразу же мелькнуло в голове у Ксюши. Действительно не врут на селе. Ну ничего. Скоро и я тоже. Неодолимое тревожище любопытство толкнуло в землянку. Всё будто прежнее. И стены, и это оконце, и печурка. Только вот пол выметен чисто начисто. Да и пахнет чем-то новым, сдобным. Бросился в глаза взбитый пуховик на нарах. А лужка, лужка умиротворённая вся, притихшая, словно боялась резким движением расплескать именно это новое, которое наполняло всю её душу и стояло возле стола. Садись, Ксюшенька. Ксюша присела на краешек нар, продолжая оглядываться. Спросила, чтоб просто нарушить молчание. вот так и живёте теперь. Так и живём. Только думка меня томит. Как же я? Ну, как же я вот так вот на вавиловой таше? Устин-то твой на работу не нанимает баб. А на село вавило не пустит. Вот и сижу, казнюсь. Немного подумав, Ксюша сказала. Я с дядей потолкую. А ты готовься завтра. Завтра же заступить на работу. Он, наверное, дозволит. Нет, не дозволит. Я уже толкалась не раз. Просилась. А вдруг и возьмет. Эх, я бы тогда ну, прямо сказать не могу. Свой бы кусок в дом принесла вместе с вавилой. А он для меня высоко-высоко не достать. А тут я хоть чуточку вместе. Ксюша, приходи к нам после работы. Я щами тебе накормлю. И такая гордость в голосе лужки, что она может и в гости даже позвать, что может даже и угостить. Чу, тебя дядя Егор кличет. Так придешь, Ксюша? Ну, может, завтра. Сегодня нельзя. Поднимая клубы снежной пыли подкатила Ксюша к промывалке. Высадила графену с Егором. А графена неуверенно озиралась по сторонам. А Егор торопливо подбежал к Ивану Ивановичу. Ксюша сказывала «Ты управителем остаешься? Это правда?» «Не знаю, Егор Дмитриевич». А еще Ксюша сказывала «Будто меня на промывалку и а графену на промывалку». «Правда ли?» «Но Ксюша сказала, что так распорядился сам Устин». И Егор снял шапку и даже перекрестился. «Слава тебе, Господи! Есть Бог на свете! Есть! Да чего мы стоим, Аграфена? Иди сюда! Кто же у нас старшим-то будет на промывалке? Ксюша так и сказала, что Устин велел тебя старшим поставить». «Меня? Господи! Это сколько же он будет платить-то? Семь гривен? Да графенушке поди не менее трех». «Руб! Господи! Рубель! Аграфенушка! Слыхала? Рубель получать будем! Цельный рубель!» Егор суетился у промывалки, не зная даже с чего начать. Аграфена стиснула Ксюшины плечи. «Болезная ты моя!» Сарень то обрадуется. «Последние дни тебе не видно?» Петюшка вообще соскучился. Все спрашивает да спрашивает когда тетя Ксюша приедет. Да и девки соскучились. «А ты с Устином совсем помирилась?» «Совсем». «Ну и ладно. Серчать это только беса тешить. А я нончаробить пойду». «Господи! Хорошо то как! Ну идем! Идем!» Пока бастовали, промывка льдом заросла уже вся. Чистить надо бно. Ксюша стоит в самой головке колоды и грибком на длинной березовой ручке месит пески, разбивает куски вязкой глины, освобождает гальку и мелкие золотые крупинки. А вода рыжей жижей бежит по колоде. Отвыкла Ксюша от горнятской работы. Избивается с ритма, а жлоб покрыло испарина. И девушка сбросила шаль, полушубок. Осталось беличьей одной шапки, да и ватной коцовейке, подпоясанной красным кушаком. А рядом с ней таким же грибком аграфена шурует гальку. Таким же. А впереди и гор. тщедушный, неуклюжий, очищает от снега канаву и бурчит что-то себе под нос. Счастливый, наверное, напевает и временами добродушно счастливо поглядывает на Ксюшу. Вон оно, счастье как воное. Да и Ксюше тоже радостно на все это смотреть. Хочется даже крикнуть. Это мой прииск. Мой теперь всем вам хорошо будет здесь. Но она молчит. Перед глазами у нее стоит только один Ванюшка. Нынче утром он встретил Ксюшу у самой Паскотины. По всему видно давно дожидался. Замерз. Увидел и птицей к саням подлетел. Уселся на облучик спиной к лошадям. Ноги забросил в короб кашевы и застучал валенками под днищу. Морзно спорил о тебе. Чуть ты заспорил. А он как крикнет на него. Тебе бума хоть половину того, какой у Ксюхи есть. Ты б поди губернатором был. А потом подвыпил и говорит эх сбросить бы мне двадцать лет. Я бы сам за Ксюху посватался. Счастье говорит тебе привалило Ваняша. Вон оно счастье. Да, так и говорил. А я ему а чё ж ты спорил тогда целый год, а? А он только мне рукой махнул. Вот так вот. Замёрз Ванюшка, но проводил до самого перевала. Да ещё вылезать не хотел. Куражился. Вези меня на прииск и показывай своё преданное. Опять гудит обечайка. Обеденный перерыв. Всё. Притуший костёр на отвале снова лижет морозный туман красноватыми своими языками. Ксюша разбросила полушубок и раскладывает на нём обед. Егор, Аграфена, Фёдор, Тарас, идите сюда, кликните из обоя вавилу. Арина заботливо уложила продукты в мешок из овчины, сунула туда бутылки с горячей водой и блины, словно только из печки с парком. Дымятся куски жареной моролятины, а запах чеснока на морозе щекочет ноздри. Устин расщедрился. Пять рублёв дал займы. Сюда, все сюда, сегодня я угощаю. Аграфена, разливай чай. Иван Иваныч, к нам. Иду, иду. Это кто такой сегодня раскошелился-то, а? Ксюша? Обед будет твой, а ужином уже я угощу. Другой раз. Сегодня мне надо в село. И присела на чурбану костра. Усадила рядом Ивана Иваныча. Ты скажи, когда Устин Силанчич приедет? Может быть, снова? Прожевывая блин, Иван Иванович щелкнул себя пальцем по горлу. А? Частенько он стал водочкой баловаться. Мне его позарез нужно. Канат на шурфе надо менять. Так меняйте. Меняйте. Хм. Легко тебе говорить. Ну, во-первых, без спроса нельзя. А во-вторых, ключи от склада Устина. ключи вот. И Ксюша достала связку, целую связку из кармана своей коцовейки и протянула Иван Ивановичу. Какой тут спрос? Ижели дядя ноль чеболен. М? Меняйте. Меняйте, что надо. А я обо всем ему обскажу. М? Ну, добро. Канат я сменю. А то вот-вот оборвется та бадья и пришибет еще стволового. И все же мне все равно нужно самому увидеть хозяина. Самому. Опять на шахту везут вершинник. Да. Я к возчикам. Они показывают на торец. А там клеймо Устина и знак. Какое обрывно на шахту, а какое на шурф, а какое на стройку. Угу. Иван Иванович, делайте все как нужно. Хм. Тебе легко так говорить. Ты ему там передай. Передай ему. Не приедет завтра к началу работ? Все, я ухожу в забой. А с прииском пусть медведи возятся. Поняла? Так и передай. Куда ж девать нам это золото? Я увезу. А ключи от склада оставьте у себя. Проводив Ксюшу, Иван Иванович до поздней ночи сидел у железной печки направляя Кайлу и лопату для завтрашней работы в забое. Сидел обдумывал сегодняшнее. И вот утром Ксюша как вошла в контору так сразу увидела Кайлу и лопату стоявшую порога и поняла решение Ивана Ивановича. Здравствуйте. Вот все и решилось. Тонкую крепь пускайте на дрова. Открывайте кузню и все делайте как надо. Все по правилам. Чего? Хозяин так и сказал? Видать забастовка научила его кое-чему. Ой как научила. А ну постой постой Чего это ты глаза прячешь? Я хочу знать Как это у тебя все так легко получается А? Ксюша старалась скрыть свое смущение но никак не получалось А я петушиные слова знаю Кукарек ну и все все готово Ты меня не дури кукарек ну тут петушок нашелся Не дури Сегодня я все сделаю как ты сказала А завтра шо? Завтра все Завтра приедет Устин Не приедет Как так-то? Откуда ты знаешь? Нет хватит Пусть Устин сам расхлебует А А я беру Кайлу и взобой Иван Иванович Ну что тебе не приедет дядя Это еще почему? Господи что же мне делать Клялась же тайну хранить Иван Иванович взбрасывает на плечо лопату с Кайлой и идет к двери Иван Иванович Нет не могу Че это ты не можешь? Наврала все А теперь боишься и глаза поднять Я не врала Я правду говорила Хозяин велел все делать как надо Хозяйка то я Только вы никому никому Хорошо И в лавке все будет теперь как надо И платить буду выше Все все за что бастовали я все сделаю Сама понимаю Только вы никому ладно И Лужку на работу поставьте Мол Устин так велел Почему Ой Господи что же мне теперь делать Клялась тайну хранить И Иван Иванович сбрасывает на плечо лопату с Кайлой опять и идет к двери Подготовка к Сюшиной свадьбе целиком захватила Арину Времени немного А дел столько что аж голова идет кругом С утра начинала Арина краить и отбросив сторону недокроенная бежала в лавку Кузьмы Ивановича за ленточками а потом в Новосельский край к портнихам ругалась с ними аж до хрипоты Вот ты посмотри сама солнышко чего накроила Этот рукав накость накость выкость смотрит Ну как есть накость Ворот давить будет Батюшки Светы Да ты не как лапушка и шить начала Распари При мне распари На свитки приданные только краить можно тебе А иголкой зачнешь колупать непременно родиться слепой Ты чего золоце несчастье Ксюше сулишь М? Делай все по-хорошему Не лапти плетешь А приданное готовишь И подумай кому Первейшей Найпервейшей красавицы на селе За ценой не стоим А ты будто нет креста на тебе И бежала ко второй портнихе что готовила атласное одеяло И к третьей что собирала пуховики и к чеботарю и снова в лавку справляться когда привезут из города полусапожки козловые полусапожки яловые да чтоб были со скрипом тебе и непременно на пуговках и чтоб мыло привезли духовитое и ленты и ленты не забыли а то совсем хороших не видно уставшие растревоженные в сумерках добиралась Арина до дома вот и сегодня еле дошла а в голове а в голове все заботы переступив порог сразу закидала вопросами Ксюшу давно с безымянки приехала к пимакат уходила смотрела какие тебе чесанки закатали хороши ну уж нет я к нему чеча забегала и расхаяла все как есть из такой шерсти чесанки нищим катают а не тебе стыдно будет на улице показаться ой уморилась давай ищи хлебать обжигаясь горячими щами продолжала говорить не в силах сдержать переполнявшее ее волнение а ты бы Ксюшенька погодила эти дни на приста ездить делов и так полон рот а приезжаешь спозна ой лапушка наперники на подушке заказала какие а голубые атласные атласные это правильно а голубые не в век не в век голубые крестно а я люблю голубые мало что ты там любишь голубые для девичьих снов хороши а на бордовых супружеская ласка куда горячее будет ты голубушка не красней я то лучше знаю я уж бабье дело до тонкости все знаю ты садись на лавку рядом и обдумаем вместе хорошенько сгущались сумерки но лампу не зажигали в сумерках лучше мечтать так одеял стеженных значит четыре четыре одно сделаем красное одно голубое ну будь по-твоему Ксюшенька одно голубое одно непременно пунцовое а исподнее сама буду тебе шить никому Ксюшенька не доверю никому а то еще сглазит хорошая ты крестна ласковая заботливая и в кого только ты такая пошла кругом на селе все угрюмые о своем пекутся а ты только да обо мне лапонька ты моя да как же иначе моя свадьба так как была хлеба краюха да лагун медовухи а приданого перина одна да телушка как сысой с бельмом на глазу я сейчас сызного молодость свою провожаю а ты то приданые не в узелке понесешь а на подводах батюшки светы сундуки то у меня из ума вон сундуки то утреск приказчику побегу пусть немедля в город по сундуке шлет немедленно да надо чтоб жестью были окованные муравленой да и замки чтоб со звоном были как там наши заключенные поживают в тайге а сегодня у нас часть двадцать седьмая жизнь и судьбы заключенных в тайге продолжаем ставьте пендали и слухаем далее вот так вот только так больше никак вот так вот поставили нормалек на мана на мана на мана а теперь продолжаем часть двадцать седьмая сегодня у нас бог ты мой какое счастье тебе привалило Ксюшенька нежданно негаданно жданно крестно я свое счастье зубами вырывала а теперь порой страх нападает жила жила девкой и вдруг расплетай косу надвое все баба эх соромно гостинок как да дура ты дура Ксюша ведь ты любишь Ванюшку что тебе еще надо даже сказать не могу закрою глаза он возле меня и стоит улыбчивый ласковый — А открою, а он все одно возле меня. — По жилам аж жар идет, крестна, аж во рту сохнет. — Эх, ладная ты моя, — Арина всхлипнула. — Не видала я счастья своего, так хоть возле твоего пригреюсь. — Как не видала, крестна, а не кифор. — И тут поняла Арина, что сболтнула лишнего. И можно бы еще затаиться, да рвется из души наболевшая. — Да не любила я, Ксюша, Никифора-то, не любила. Это все мать, мать принудила. — Как не любила? — А когда вестушку получила о смерти Никифора, ты же ревмя ревела здесь. Головой билась о пол. — А это как? — Билась, Ксюшенька. — Чтоб суседке сказали, ежели бы не билась. — А? — Чтоб суседке сказали, если бы не прочитала. — Да и то сказать, жалко Никифора. Человек-то смиренный. — Ой, Ксюшенька, никак в окно снегом бросили. Слышала? Скребется кто-то. Обрадовалась Арина возможности оборвать этот неприятный для нее разговор и прольнула к стеклу. Санная упряжка пролетела мимо двора. И послышались песни, крики и хохот. Прямо под окнами возился кто-то большой, черный. На серебристом снегу четко рисовались толстые лапы, покрытые густой черной шерстью. И гружное-гружное тело. Эти лапы скребли по бревнам, тянулись к окну. И Арина испуганно, Арина испуганно взвизгнула. — Ксюша, медведь! — Ряженый, крешно! Хе, неужто не видишь? Это ряженый! Целая толпа парней в бабьих коцовейках, в юбках, в тулупах, с мочальными бордами и чугунками на голове держали веревку. И только сейчас, только сейчас разглядела Арина, что у окна в сугробе тоже парень в полушубке, мехом на выворот. А на голове, на голове мохнатая шапка. Кто-то играл на балалайке, а Ванюшка звонким голосом подпевал. — Ой, княгинюшка, выйди из терема! Ясно солнышко, выйди из терема! И парни подхватывали разноголоса. — Ой, люли-люли, выйди из терема! — Ой, люли-люли, на гладку дорожку! И снова Ванюшкин голос. — Ой, княгинушка, махни-ка нам платочком! — Ясно солнышко, махни-ка нам платочком! — Ой, люли-люли, махни нам платочком! — Люли-люли, одари пирожочком! Увидя Ксюшу, Ванюшка замахал ей рукой, закричал и задергал веревку. — Мишенька, Мишенька, позабавь княгиню, покажи, как бабы по воду ходят. Широко расставляя косолапя ноги, парень в шубе выбрался из сугроба и пошел, переваливаясь, клыша ноги. Руки растопырены, будто несет коромысло. Дойдя до дороги, затоптался на месте, завертел головой из стороны в сторону и вокруг все хохотали. — Ой, умора! Не дать мне взять наша тетка Акуля! — Хе, умора! Я не могу! — Мишенька, Мишенька, покажи, как девки в лесу ягоды собирают. А? И ряженый присел на корточке, делая вид, что собирает ягоды в передник. Как стал раком и собирает. И вдруг побросал все, выпрымился и кинулся обнимать парня. И все, хохот, гам, шуми-гам. — Парни, небось, слаще ягодь, да? Хе, эх ты, Мишаня! А по улице несутся и несутся новые упряжки. Смех, шум, шуми-гам, визг девчат, пляски, звон бубенцов. — Ой, княгинюшка, покажись нам в окошко, снова запел Ванюшка. И тут Ксюха набросила на голову шаль и побежала к двери. — Куда ты, княгинюшка обрученная? Помаши им ручком, помаши. — А за тебя к парням уже я выйду. — Ой, да и чем же я их одарю, а? Вдруг оживилась Арина. — Ксюша, там в углу орехи стоят у меня. А ну-ка, сыпь меня в передник. А? Все сыпь. Поболе, поболе. — Ой, княгинюшка, поднеси-ка нам пиво, а? И в окно Ксюша увидела, как Арина одаривала орехами ряженых. А те хохотали, толкали ее и требовали княгинюшку. Потом повалили Арину в сугроб и натерли ей снегом все лицо. Аж красное. Пока Арина там барахталась, Ванюшка вихрем ворвался в избу, схватил Ксюшу в охапку и поцеловал ее в щеку. Зарделась Ксюша, ожойкнула. Ваняша крестную еще увидит. Ее там крепко держат, нескоро вырвется. Ксюша, а? А поцелуй меня. Ну, хоть раз. Ну, и что? Ксюшенька, крикни сейчас. Ваняша, прыгай с горы, и я прыгну. Я прыгну. А скажи, руку отрежь. Я даже не ойкну. Смеяться доживу, да? Лапушка ты моя. Беги, Ваняша, беги, торопила Ксюша. А сама обхватила его за шею и прижалась к нему. Гладила волосы, щеки. Пальцы у нее теплые, легкие. Хмелела. Кружилась голова у Ванюшки. Ваняшка, Ваняшка, беги, донеслось с улицы. И Ванюшка еще раз поцеловал Ксюшу и выбежал. Ксюша подошла к окну. Ярко светила луна. Искрился снег на дороге, в сугробах, на крышах домов. Везде. Ксюша старалась разглядеть Ванюшку, но видела только, как убегали ряженые и как кто-то помог Арине подняться. Отряхнул от снега и вместе с ней шел в избу. Ух, ворнаки, ух, ух, сорванцы, а! Всю морду на егорели. Арина смеялась, вытряхивая из-за ворота снег. Ксюшенька, вздуй-ка огонь, к тебе гости идут. Ну, че ты стоишь, будто к месту пришили, а? Действуй! И вот через порог шагнул Иван Иванович. А за ним Аграфена. И Егор, и Вавила. Проходите, гостишки, проходите, желанные, суетилась Арина, пряча разложенные на лавке приданные. Иначе нельзя. Увидит до поры до времени мужицкий глаз, у жениха сразу же по любовнице заведется. Нельзя так. Ксюша подосадовала. Приход гостей нарушил задушевную тишину. Тишину предпраздничных сумерек. Она все еще чувствовала на щеке Ванюшкины губы. Все еще ощущала тепло его рук. И Ксюша зажгла лампу и тихонько сказала «Раздевайтесь, проходите». И села. Щеки ее красил неяркий румянец, а в глазах светилось счастье. И вся она была какая-то светлая, спокойная. Как никогда раньше. Гости почувствовали ее отчуждение и затоптались на пороге. А графена рвалась сюда поздравить Ксюшу с неожиданным счастьем. Рвалась. Только вчера они вместе работали на промывалке. Только вчера ведь вместе обедали у костра. И Ксюша была своей, такой близкой. Ну, а сейчас близости не было. Вся простота исчезла куда-то, как испарилась. И Вавила попытался рассеять возникшую отчужденность. Ну, чего у двери повставали? Проходите. И обратился к Ксюше с Ариной. Весело у вас на селе, а на прииске скучно. — Скучно, — поддержал Иван Иванович. — Да, вся молодежь вон ушла на село. Все, одни старики остались, а мужики все напились. А я а святки очень люблю. Пушистый снежок, морозец, девушки о женихах гадают и песни поют. Да, песни. Слушаешь и подмывает аж в пляс пуститься. И пустился бы, да ноги стали не те. Все, боюсь осрамиться. Что люди скажут, а? Ага. Да, ноги как вермишель уже вообще. Не те стали. Заплетываются. Вот так вот. А ты, Ксюша, ты, Ксюша, сегодня у нас похожа вообще на фонарик. Аж светишься. Просто вся светишься изнутри. Это я тебе точно говорю. Правда, встрепенула Ксюша, это действительно правда. Мне так сейчас хорошо, вы даже не поверите. Никогда так хорошо не было. Прямо высказать не могу. Обняла бы всех и к сердцу вас прижала. Пусть всем нынче хорошо будет. И подбежала Карине и шепнула. Угостить-то найдется нам чем? Угостить гостей надо бно. В грязь лицом не ударим, ответила. И Арина засуетилась возле печи. Застучала посудой. Егор учуял запах жареной баранины и аж завертелся на лавке. Вавил отодвинулся от стола. Арина, не суетись ты там так. Мы скоро уйдем. Ну уж нет, любезные вы мои, запросто так вы от меня не уйдете. Праздник чать. Че это люди то скажут, а, ежели запросто вот так вот уйдете? Вот угощу и тогда уже идите с Богом, ежели уйти сумеете. А нет так спать уложу на лавках. Мы, Ксюша, к тебе пришли по делу, перебил Арину Вавила. Вот слух тут идет, что ты стала хозяйкой прииска. Правда ли это? И этот вопрос захватил всех врасплох. Она же ведь обещала дяде Устину хранить тайну. И посмотрела сразу же на Ивана Ивановича. А он блем-блем тут руками развел. Я, тут ни при чем. Угу, блем-блем. Потом посмотрела на крестную. Та пожала плечами. Че, мол, дескать, пристаешь? Угу, все обымают. Я и сказал это всего приказчику, что, блин, ты привез поярче. И портнихи, чтоб шила получше. Хозяйке, мол, прииска шьешь. Угу, вон оно чего. Блем-блем. Тайна как угли за пазухой. Вот она тебе, тайна. Ну, чего ж, Ксюшенька, таится, ежели утрес на проруби бабы только о тебе и выречали? М? Успокаивала ее Арина. Правда, Вавила, правда. Иван Иванович все как есть, правда. Хозяйкой стала Ксюша. В ножки ей теперь поклониться надо и расцеловать. Одних, слышь, подарков Коль вам возила. М? Рублев на пятнадцать без мала. Это ж надо ж такое сморозить, а? Егор аж закашлялся. Вавила взялся за шапку. А Ксюша? Ксюша вдруг почувствовал вокруг себя пустоту. Как бывает всегда, если встретишься с неровней. Товарищи уходили. А они нужны. И сегодня даже больше нужны, чем вчера. И не отдавая себе отчета, Ксюша вскочила с лавки и загородила дорогу вавиле. И зашептала сквозь слезы. Нет, не уйдешь. А графена, выходи на круг. Спляшем. Ох, люлешки-люли, прилетели журавли. Длинноногие, длинноклювые, длиннокрылые, серогрудые. И Ксюша сорвала с головы платок, и как взмахнет им, поклонилась гостям в пояс и пошла по кругу, глотая свои слезы. Руки ее сильные, гибкие, извивались, словно Ксюша и вправду была журавлем, и летела сейчас в поднебесье. Ксюшенька, ты же невеста, что это ты такое придумала? Что люди-то скажут? Пусти, крестна, пусти! Носки башмаков шустрыми мышатами выглядывали из-под праздничного сарафана и прятались. Всю тревогу последних дней, всю радость недавней победы, всю нежданно вскипевшую удаль, горячие чувства к товарищам и нерастраченную любовь вложила Ксюша в этот свой танец. Движения ее то стремительно порывисты, неподевичьи страстные, то медлительные, еле приметные, торжественно важные. Она шла с высоко закинутой головой, но, подходя к кому-нибудь из друзей, склонялась в глубоком поклоне. Мила по полу белым платком, как бы желая сказать им, что все остается по-старому, что она их по-прежнему будет любить и просит любить ее так же, как и раньше. Подойдя к Вовиле, она низко поклонилась ему, выпрямилась и, прищурившись, так повела плечами, что Вовила забыл, забыл про обиду, забыл, что не хотел идти к Сюше, все забыл, и, как швырнет на пол шапку и, притопнув ногой, топом и прескопами, пустился в присядку с ней. Прилетели журавли на зеленую мураву. Вот так. Ксюха, Ксюха, вообще рыхнулась. Ну, разве можно такое? Стонала Арина. Батюшки, чтоб глаза мои не видели. Можно, люлюшки-люли, можно? И Ксюха схватила Арину за руку и вытащил ее на круг. Можно, крестна. Это моя семья. Вся моя семья ведь. Не было пугающей пустоты. По-прежнему ласково смотрят на нее и слезятся глаза Егора. Как прежде довольно поглаживает усы Иван Иванович. А Вавила, как зашелся в присядке, так и идет вокруг Арины. Только стаканы аж звенят на столе. Прилетели журавли на родимую сторону. Ну, все, а теперь к столу, гостушки дорогие, приглашала Арина. Вавила весело подмигивая и попросил. Ух, умая все, дай-ка промочить чем-нибудь горло-то, а? За стол, за стол садись. Там и промачивай, сколь хочешь. Ну, за новую хозяюшку прииска, за нашу Ксюшеньку, поднял стакан Егор. Быть тебе счастливой, доброй и товарищей не гнушаться. не погнушаюсь, дядя Егор, и вы меня тоже не гнушайтесь. Спасибо, что хоть проведать пришли. Вавила пил пенную медовуху. Он не хотел идти с прииска. Считал затею Ивана Ивановича пустой тратой времени, даже вредной. Ну, а сейчас, сейчас сидит и смотрит на Ксюшу и уже начинает сомневаться в своей правоте. Она простая, как и прежде. Богатство, пожалуй, вообще не испортило ее. Вот только уверенней стало это, да, вроде как выросло. Пусть я ошибся. Согласен сто раз ошибиться, если это на пользу будет. Но все равно ничего не получится. Власть не позволит, подумал он и потянул стакан Ксюша. Желаю тебе счастья, Ксюша. И забастовку нашу тоже не забывай. Не забуду Вавила и Михея. И Михея никогда не забуду. Ешьте, товарищи. Аграфена, дай я тебе грибочков положу. Крестна, почуй Ивана Ивановича. Почуй. Че он сидит? Накладывай ему. Ничто не расскажет так о хозяйке дома, как праздничный стол. Ничто. Изобилие блюд на столе это тщеславная хозяйка. Пыль в глаза хочет пустить. Стоит румяный пышный пирог. С краю нарезан. Зажаренный гусь целиком. А рядом маленький ножик. Тоже тщеславна хозяйка. Да скуповато. Ясен намек, что на столе для гостей. А что для виду. Все понятно. Если блюда полные и сколько бы не ели гости, а все пополняется и пополняется, то таровита хозяйка радушно встречает. А у Арин на столе и грибочки, и пельмени, и брусника мороженая, и вареники в сметане. На столе нет места. Так на лавке миски даже стоят. Ждут своего череда. Все подходит по очереди. Но грибочки переломаны. Видно, перекладывали их из посуды в посуду. Да и укропу в них переложено. А капуста пресная. Пресная капуста. Не свое, конечно. Куплено у разных хозяек. Не свойская. Свое таксюша перетаскала все забастовщиком. На прииск. Все на прииск. Да вы ешьте, ешьте, гостюшки, угощает Арина. Иван Иваныч, отведать-ка ты мои пирожки с морковкой. Да спасибо, я уже и так сытый. С морковкой попробуй. Попробуй. Зацени. Ну уж все сытый. Ну уж сытый. Ни почем не поверю. Вон шанишки берите. Но увидя перевернутый стакан с кусочком сахара на донце, сразу же примолкла. Все. гость точно сыт. Раз уж сахар. Кусочек сахара перевернутый. Перевернутый стакан с кусочком сахара на донце. Теперь угощать можно только беседой. Ну да разве еще орехами? И тут Иван Иванович встал. Прошелся по избушке, нервно потирая руки. И начал. А мы ведь к тебе, Ксюша, по делу зашли. Помнишь, я рассказывал про фаланги, про общины? Помнишь, рассказывал? Нет, что-то запамятовала я. А вот про сны Веры Павловны да, помню. А помнишь, ты мне как-то сказала, эх, если бы это все наяву увидеть, помнишь? Да я и теперь хочу. Так может, и начнем на твоем-то прииске? Мы затем и пришли. На моем прииске? Вот будет ладно. И Иван Иванович облегченно вздохнул. Даже пригнулся и торжествующе шепнул в Авиле. А ты еще сомневался. И сел за стол. Подкрутил фитиль лампы, чтоб ярче горело, и вынул из кармана тетрадь, папиры. На обложке написано «Устав Рогачевской Золотопромышленной Артели». Сколько дум вложено в эту тетрадь! Сколько бессонных ночей проведено над ней! И Иван Иванович провел рукой по обложке. Надел очки, а читать не мог. Снял очки, протер их и снова надел. И заговорил с паузами, глотая подступивший горлу комок. Друзья, друзья, я тридцать лет ждал этой минуты. Думалось, зря живу даже. «А выходит, не зря. Не зря я на каторгу шел. Сколько людей жизни отдали!» «Артель» «Есть добровольное объединение равноправных свободных работников», читал Иван Иванович. Во главе артели стоит выборный комитет. Он организует работу, производит закупки оборудования, расчет с членами артели, намечает порядок отработки месторождения. Довольным котелком пофыркивал на столе самовар. А графена согласно кивала головой и повторяла про себя. «Так, так, истинно так!» Ирина подтолкнула Ксюшу под бок. «Смотри, девонька, как ладно-то все получается, а? Я ведь боялась, как ты управишься с этой вот махиной-то, а, сама-то. А смотри ты, помощь сама по себе тебе с неба валится». «Да помолчи ты, не мешай!» одернул Егор. «Мовчу, мовчу! Правду говорят, в народе свет не без добрых людей. Комитет будет распределять жилища», читал Вавила. «Правильно», перебила Ксюша. «Аграфенушка, тебе с саренью в землянке тесновато. Иван Иваныч, как только организуем артель, так сразу отдадим аграфене угловую комнату в новой конторе». «А? Она мало стесновата, но зато светлая, теплая. Главное, что теплая. Господи, Ксюшенька, так нам не пляски устраивать. Нам лишь бы стены да потолок. Спасибо тебе. Ну, читай, Вавила, дальше. Читай. Все возможные конфликты, то есть недоразумения по работе и в общежитии будет разбирать именно выборчий комитет. «Вот смотри как хорошо, а?» Снова встряла Арина. «Тебе одной с рабочими не управиться, а тут все сообща. Аж на зависть меня донимает. Действительно? Откуда у тебя такие друзья завелись?» «Правильно говорят. Не имей сто рублев, а имей сто друзев». «Хорошо, Ксюшенька, а?» «Хорошо, крестна». И Ксюша обхватила Арину за шею и прижалась к ее плечу. «Шибко даже хорошо». А тот продолжал. «Все намытое золото, поступает в собственность артели и продается. А деньги? Деньги все делятся поровну. Поровну на всех». Арина отстранила Ксюшу и аж выпромилась. «Это как так делить? Как так-то, а? Вот тут я что-то не все понимаю». «Да очень просто, крестна. Рабить будем все сообща, и все у нас общее. Ну, получается, и золото тоже делим поровну». «Ты что, совсем сдурела?» Сплеснув руками, Арина свалила. Свалила на пол тарелку с холодцом. Как бэмкнула эта тарелка. И разбитая тарелка еще усилила негодование. «Это что ж такое выходит? Все деньги артели? А Ксюше что, шиш что ли?» «Ксюшенька, приз кто это ж твоё преданное? Ты думаешь, устин косой твоей пристился? Плевать ему на косу твою, плевать. Сделаешь приз картельным, тогда уж все, кусай лохти. Да Иванюшка чаю тряхнется жениться на нитей, а? На ничейной? А ты что выдумал, старый? Что ж ты тут выдумал нам? Как накинулась арена на Ивана Ивана Ивановича. На девки на предание? рот раскрыл что-ли? Даром я баба, я живо те тряпки его заткну. Стой, помолчи, командир бесштатный. Ухватив Арину за сараван, Егор с трудом усадил ее рядом. Погодь, че гавкаешь? Молчи, говорю, молчи, дай дай Ксюхе хоть слово сказать. Не дам, не дам, пусти окаянный, вырывалась Арина. Ксюха еще малолетка, долго ли ее обмануть? А вы как коршуны сразу на нее все налетели. Ксюша не унимала Арину, а опускала только голову все ниже и ниже. Ксюша, может быть, ты не все поняла? Забеспокоился Иван Иванович. Я поняла. Я все поняла. Ну а че ж ты молчишь? Разве тут написано не то, о чем мы много раз говорили с тобой? А? Все как есть. Все как есть. И она еще ниже опустила голову и прошептала. Все о чем у костра грязили вместе. Все как есть. Да, вместе грязили у костра, вспоминала Ксюша мечты Ивана Ивановича об артельном народном доме, таком большом и светлом. А в нем много много всяких разных книг и обязательно сцена, как он говорил. Для чего та сцена нужна, Ксюша хорошенько даже и не поняла. Но народный дом это очень понравилось тогда Ксюше. Они подолгу обсуждали с Иван Ивановичем и даже выбирали место и даже выбрали место на сухом солнечном пригорке. На нем потом похоронили Михея. Вместе работать, вместе жить. Эх, как бы дивно-то было, мечтала тогда Ксюша. А сейчас слышались только одни слова Арины. Может, думаешь, Устин косой твоей прольстился, а? Только это слышалось сейчас и ничего больше. Ксюша, чего ж ты молчишь? Снова спросил Иван Иванович. До свадьбы Иван Иванович никак не могу. Вот ежели после свадьбы. И она отвернулась к окну. Арина опять скачала с лавки и замахала на Ксюшу. Погодь обещать, погодь. После свадьбы тебе хозяйством надо обзавестись. Дом там, то да сё, то другое. А потом Сарин пойдёт. Как же? И о ней надо подумать. Так что, гостюшки дорогие и подбочин и Лосарина, ищите себе другой прииск. Тайга-то велика, матушка, а на чужой каравай рот не разевайте и отсюхи меня отстряньте. И вон как заговорили. Присвистнул Егор и взялся за шапку. Иван Иванович привстал и протянул Ксюше руку с тетрадкой. Ещё надеюсь, что в чём-то ошибка и что всё сейчас вот-вот прояснится. Но Ксюша только смутилась. И разжалась его рука. И тетрадь, шелестя, как осенние листья упала на табуретку. Последним куском ведь делилось во время забастовки. Последним. Видно, последним куском поделиться легче, чем лишним. И он смотрел на Ксюшу, стараясь разглядеть. Разглядеть, что сейчас у неё на душе творится. Как сменила она своё мнение, будто душу свою сменила. Посмотрел на Вавилу, тот руками развёл. Я ж, мол, вам говорил, что пустая затея. И девушка подняла глаза и тоже смотрела на Вавилу. В них был испуг и отчаяние. И Вавиле стало жаль Ксюшу. Трудно ей сейчас, да и некому поддержать. Трудно выбрать, с кем пойти, с любимым или с товарищами. И какой бы она путь не выбрала, потеря для неё будет очень тяжёлой. Зачем же ты, глупая, полюбила его, а? Ведь неровня он тебе, неровня, подумал он и подал ей руку. Прощай, Ксюша. Она думаешь? Приходи к нам опять, мы тебя завсегда ждём. Приходи, но уже навсегда и поспешно вышел. И он опять оказался прав в споре с Иван Ивановичем. Но победа эта не радовала его вовсе. Иван Иванович не пошёл по улице, где ещё шумели ряженые, а свернул сразу в переулок. падал душистый снег. Он запорошил тропинку, и Иван Иванович сбивался с дороги, увязал в сугробах. Но шёл вперёд и только вперёд. И эта тропинка увела его в поле, упёрлась в сток сена, и Иван Иванович остановился и подумал. Подумал, что потерял дорогу. Не эту неторную снежную тропу, а большую дорогу жизни. Да, уметь жить — это уметь предвидеть. Вавила последнее время предвидит, предугадывает события, даже лучше меня. Да, лучше, гораздо лучше. Сам с собой спорил старый учитель, заглушая поднимающийся протест. Да, действительно, я сперва не соглашаюсь с ним, спорю, ругаюсь. А что в итоге? В итоге завсегда оказываюсь неправ. И где же научился этот? Всем пишу в уме ничего, а? Где же он так научился жизнь понимать-то? и и совсем недавняя гордость за ученика сменилась завистью. А Иван Иванович гнал ее, гнал, отгонял от себя. Но она только росла, все росла и росла, как на дрожжах. Только один Бельков знал о приезде Ваницкого. Только он и встретил его на вокзале. Извозчик машистой рысью прогнал лошадь на перрон и осадил ее у самого вагона. Станционный жандарм оторопел, не зная свистеть или тревогу или задерживать этого нарушителя или вытягиваться во фрунт, ожидая особы. На всякий случай даже заложил свисток в рот и вытянулся рядом с дугой. Прими чемоданы. Голос властный, знакомый. Здравия желаю, Аркадий Ларионович. Рявкнул жандарм, подхватил чемоданы и выплюнул изо рта ненужный свисток. С приездом вас, Аркадий Ларионович. Рявкнул снова, укладывая чемодан в сани и помогая господину Ваницкому поудобнее усесться рядом с Бельковым и почтительно прошептал «Премного благодарен, Аркадий Ларионович» и опустил в карман голубой шинели хрустящую бумажку. «На, а ну пошел», крикнул извозчик и огненно-рыжий жеребец вынес легкие сани на улицу. Бельков начал свой доклад. «Супруга ваша здорова». «Тоскует, ждет», перебил Ваницкий. «При случае передайте ей, что и мы живы-здоровы и тоже тоскуем». «Дальше». Именно так начинался разговор при каждом возвращении господина Ваницкого в город. При каждом. Бельков, давно уловивший издевательские нотки в тоне хозяина, как-то сразу же начал прямо с деловой части, опустив информацию о здоровье супруги. «Стоп!» перебил Аркадий Ларенович. «Как здоровье жены, а?» и погрозил даже пальцем. «Не забывайте меня, сударь!» «Правление железоделательных заводов, продолжал доклад адвокат, забраковало нашу руду. Там, говорят, повышенное содержание глинозема». «Прекрасно! Напишите письмо. Ваницкому нужны деньги, и он предлагает правлению купить у него их акции, а в случае отказа выбросите их на биржу». Так, идем дальше. Как там Боинкуль? Много у Ваницкого скопилось дел. Много. И только перед самым домом дошла очередь до Богом дарованного. А теперь Устин Рогачев не хозяин своего прииска. Хозяйка его приемная дочь. Сэсой? М? Да. Во время вашего отсутствия развернул такую кипучую деятельность здесь. Ой. Порощистки дороги в омут. Взятки давал. Было дело. Все. Все зафиксировать свидетельскими показаниями. Все. Все, что можно. Все зафиксировать. А то, что во владение введена новая хозяйка, это нашему козырю масть получается. Конечно, Аркадий Ларионович. А как Устин? После потери богом дарованного он устремился на Аркадьевский отвод и нашел себе нового инженера. Сейчас как раз шахту проходит. Строит большую котельную и здание под золотомойную машину. А это, пожалуй, для нас преждевременно. А впрочем, какая разница? Месяцем раньше, месяцем позже. Но с Исою да, с Исою надо всыпать горячих. Что там у нас сегодня? Сегодня воскресенье? воскресенье. В дворянском собрании благотворительный бал в пользу раненых воинов. Спасибо. Извозчик, стой! Что, не знаешь моего дома, что ли? Отвезешь господина Белькова домой и подкатывай обратно. Ты мне сегодня еще будешь нужен. Старый Липатыч, швейцар в дворянском собрании, еще издали увидел Ваницкого и широко распахнул ему двери. С приездом вас, Аркадий Иларионович! Как съездили? Спасибо, Липатыч! И бросил ему на руки шубу и шапку. Как жизнь, старина! Как-то мой крестник поживает. Спасибучки, Аркадий Иларионович! Как устроили его в ремесленные, вроде бы выправляться стал. А сейчас вообще совсем как есть чеботарь стал. Да, чеботарь! М-м-м! У него же ведь на днях вроде день рождения, да? На этой неделе был именинничком, Аркадий Иларионович. На этой неделе. И господин Ванильский достал серебряный рубль и сунул Липатычу. Это крестнику, на зубок, так сказать. И стал подниматься по широкой мраморной лестнице в зал. Примного с вам благодарны, батюшка Аркадий Иларионович! Кланялся вслед старый Липатыч. И шипкинские медали звенели на широкой груди его при каждом поклоне, при каждом. Все аж звенело. Святой души человек, Аркадий Иларионович. Святейший, рассказывал Липатыч гардеробщику. Другой заведет как у нее есть ловчонку. И все, все, нос аж задирает, все, даже не достать. А этот куда как прост. Годков десять назад вот так же приехали они в наше собрание. Да. И спрашивают, как живется, Липятыч? Да. А я отвечаю, хорошо, мол, живется. Внучок вот у меня народился. Да ну, говорит, а крестный отец-то есть? И я, значит, тут и опешил. Сразу-то не знаю, что ему отвечать-то, а? А они хлопнули меня по плечу и говорят, может, меня возьмешь в крестные? А? Крестные отцы. И что ты думаешь? Не погнушался? Покрестил? Эту историю и гардеробщики, и дремавший на стуле хлопей слышали уже много-много раз. И много раз видели, как, закончив свой рассказ, Липатыч смахивал кулаком свою старческую слезу. Но слушали его уважительно каждый раз. И соглашались с ним. Ну, да, просто это верно. А в простоте это и сила его, добавил Липатыч. простого человека и бог привечает. Вот я, к примеру, приставлен их дверям, и будто ничего, кроме их, и не вижу. Ай, нет. Все бары проходят через двери и промежу себя говорят. Слышу я, многие сердце имеют на Аркадия Иларионовича. И зла ему, зла ему всякого желают. А я вот так скажу, святейший души человек. Если б все такие были на свете, то и помирать бы не надо. Ну, что верно, то верно, соглашался с ним гардеробщик. Другой пятачок сунет. А то и рукой махнет. Мелочи, мол, нету. Все. А Аркадий Иларионович никогда, чтоб меньше двугривенного не дает. Никогда тебе. Ваницкий поднялся в зал. Духовой оркестр играл вальс на сопках Маньчжурии. С хоров из лож сыпалось конфетти. С хрустальных люстр свисали ленты серпантина. И сразу же от двери Иларионович приметил незнакомую девушку, сидевшую в углу рядом с пожилой женщиной. Видимо, с матерью. И он подошел к ним, поклонился. Разрешите пригласить вас на вальс? Смотрите, смотрите, господин Иларионович приехал. Все зашептались вокруг. А с кем это он танцует там, а? С кем это? Мамаша была очень довольная. У ее дочери, впервые выехавший на бал, сразу же такой кавалер. Ваницкий тоже был рад, вальсируя. Он имел возможность спокойно осмотреть публику и избежать нежелательных встреч и выяснить, где находятся нужные ему люди. Он приметил, как погрозило ему пальчиком губернаторша. Ага. И как губернатор, увидев его, приветливо улыбнулся и даже шепнул что-то чиновнику для особых поручений. «Все как и следует быть», довольно отметил для себя Ваницкий. И, сдав партнершу мамаши, поспешил через зал. А интересно история закручивается. меня в эта часть на такие размышления наводит. Ну, вот представьте вот вы, что вам дали кучу денег. Миллионы посыпались. Вроде бы это как бы хорошо. Но вот что я заметил, ребята, вот когда нету денег у человека, ты думаешь, я бы и то сделал, и это, и купил, и то, и сё, и у каждого своё. и дело открыл, чё только б не сделали мы. Правильно? Но когда действительно тебе даются эти деньги, ха, что тогда? Тогда всё, ты как Ксюша, а ты думаешь уже. Совсем другими категориями, наверное. Правильно? И казалось бы, дайте простому человеку всё, деньги, власть, и всё будет хорошо. Казалось бы, да так? Вот так подумаешь. Но почему-то всегда, когда человек это получает, всегда что-то в нём меняется. Вот чего. Он уже становится не таким простым, мыслит уже совсем по-другому, как говорится, перенимает черты чиновника, господина. так что может и правду говорят действительно, ребята, что деньги портят людей. Тут ты не поспоришь. Я думаю так. Наверное, просто человек переходит в совсем другую категорию. Ну, тоже так. Я так думаю. Естественно, ему просто не хочется общаться уже с теми, с кем общался до этого. Ну, потому что это совсем другие люди, категория людей. Тоже это имеет место. Правда? Ну, вот если так подумать. Тебе уже как-то зазорно с ними. Ну, правда, говорят, зазнался или еще что-то. Ну, как обычно, да? А вот если ты олигархом стал сейчас, тебе же будет интересно общаться с каким-то своим... Ну, будет, но просто тот мелкий человек, скажем, тебе просто не знаю, он будет черной завистью на тебя смотреть. И только из-за этого тебе будет уже даже неприятно с ним общаться. правда, так? Так что такая вот она жизнь. Правду говорят, что вот, да, вот Сюше дали все сейчас, все. Сюша все вроде имеет, но уже что-то ей не нравится, уже вроде бы первые как бы вот это прошли у нее, как она хотела, она сделала все-таки все, как она хотела. Тому дать то, тому дать все, но тоже здесь же нужен опыт, нужно поставить опытных людей, а не того, кого ты хочешь. Тут очень много нюансов, чтобы тоже не прогадать. Ну, это, как говорится, дело здесь, а у нас сейчас, говорят, это бизнес, то есть, в принципе, то же самое. Бизнес это и есть дело. Бизнес с двумя СС. Как это вот. Так что вот так, ребята. Тут уже надо деловое мышление, а не простецкое. С простецким мышлением ты прогадаешь во всем. Тут надо как Устин, возьмите даже Устина, согласны вы? Устин тоже вначале у нас рассказа какой простак был. Он мечтал вообще на краю хлеба иметь и все, это для него счастье. А потом он прошел этот этап, пошел выше, дальше, дальше и дальше, и все. И совсем другой человек. Как говорится, это уже совсем другая история, так что на это можно смотреть все очень сверху философски. И очень интересно над этим наблюдать, как оно трансформируется. Я как-то, ребята, тоже так думал. Вот представьте, что у вас уже все есть. Вот все, что вы мечтали, ребята, вот все у вас сразу же все есть. Вот представьте себе только это. Казалось бы, да, вот оно счастье. Но это пройдет недолго. Мне кажется, это время пройдет быстро. Период этот будет моментальный. Потом тебе просто уже не будет, ну, вот если так вот, представьте, все, что вы, каждый мечтает о своем, вот у вас-то все есть. тебе тебе потом перестанет интересно жить. А самое главное, то, что если ты от чего-то раньше так прям радовался от какой-то мелочи, сейчас ты уже не будешь этому радоваться. Это будет, ну, да, есть, да, есть, да, есть, да, есть. Ты будешь уже радоваться каким-то гораздо большим делам. Вот чего. Вот такая на сегодня философия. Так что, ребята, ставьте ваши пендали, пишите комментарии и посмотрим, как тут дела будут дальше развертываться у нас. Мне кажется, Ксюшу это реально будет намного легче Ваницкому снести, чем Устина. Это она зеленая. Сметем, адвокатом напишем и то сделаем все. Посмотрим, как дальше будет. Ставьте ваши пендали, не забывайте. А на сегодня у нас все. Услышимся, как обычно, завтра. Ставьте будильник на 12 Ого! ПОКЕДВА! Вот так вот. Заключенные в тайге, часть 28 у нас сегодня. Ставим, как обычно, пендали, вот так вот, снизу, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, натюкали, все. И слухаем далее. Заключенные в тайге, часть 28, продолжаем. Ваницкий тоже был рад, вальсируя. он имел возможность спокойно осмотреть всю публику и избежать нежелательных встреч и выяснить, где находятся нужные ему люди. Он приметил, как погрозило ему пальчиком губернаторша, и как губернатор, увидев его, приветливо улыбнулся и шепнул что-то чиновнику для особых поручений. «Все как и следует быть», довольно отметил для себя Ваницкий и, сдав партнершу мамаши, поспешил через зал. Губернаторша его встретила притворно сердито. «Неисправимый по весу. Не успел приехать, не представился друзьям и уже строит куры молоденьким девушкам. Да? Кстати, Ваницкий, как вы попали на бал без билета? Ваше превосходительство знает». Ваницкий глубоко поклонился. «Ведь швейцар собрание это же мой кум». «Боже мой, у него везде кумов я здесь». «Но билет», и она захлопала в ладоши. «Билет господину Ваницкому! Билет!» Застенчивая девушка в форме сестры милосердия с красным крестом на шелковой косынке присела перед Аркадем Иларионовичем в глубоком в глубоком реверансе. «В ее руках поднос, а на подносе билет!» «Почти билет!» «Билет!» «Действительно лежит!» «На раненых русских воинов, господин Ваницкий, на раненых!» «Пожалуйста!» бросил на поднос он сотенную бумажку и повернулся обратно к губернаторше. «Теперь я свободен?» «На оборот! Теперь вы мой пленник!» И она взяла его под руку. «Вы ведь были в Москве, да?» «Как же я завидую вам!» «Книпер, Качалов, вишневый сад!» «Это же ведь просто незабываемо!» «Правда ведь?» «Кстати, а что там носят сейчас в столице?» «Хм!» «Ну, по преимуществу плакаты!» «Плакаты носят!» «Хм!» «Объясните!» «Ну, кусок красной материи на двух палках, а на ней надпись «Долой!» «Долой!» пишут «Неважно что, но непременно долой!» «Эх, опять политика!» «Даже здесь, на балу!» «Я хотел спросить, что носят там дамы?» «И дамы тоже носят плакаты! Всех долой!» «Честные слов даю!» «И кроме плакатов кажется ничего!» «Фиваницкий, вы так неприличны!» «Хо-хо-хо!» рассмеялся подошедший губернатор. Нашла кого спрашивать про женские тряпки. «Иди, командуй своими делами, а мы потолкуем о своих!» «Вы когда приехали, Аркадий Иларионович?» «Как Чацкий, Анатолий Иванович!» «С корабля и сразу набаловат!» «Похвально!» «А что нового в Петрограде?» «Отойдемте в сторонку, а?» «А что там нового?» «Нева течет!» «Наверное, и по-прежнему Финский залив течет!» «Ну, только ее не видно из-за толп демонстрантов, этих флагов и разных плакатов!» «На всех углах говорят речи! На всех!» «Знаю, знаю, даже кухарки ораторствуют!» «Хм! Если бы только кухарки!» «Речи говорят рабочие!» «Это более серьезно, чем кажется нам здесь, из Сибири!» «На этой мутной волне всплывают Чхеидзе, Церетели, демkiir...» «Да...» «У нас тут тоже вчера солдатики устроили митинг возле вокзала, выбрали даже делегацию для переговоров со мной». «Но на этот раз наша полиция...» «Дам близко?» «Нету, дам!» «Насчет дам наша полиция!» И нагнулся к уху Ваницкого, прикрывшись ладонью, и громко расхохотался. Седая бородка затряслась, и, внезапно посерьезнев, нахмурившись, сказал доверительно, полушепотом. — Ну, вообще-то ужас творится, Аркадий Ларионович. Тихий ужас. — Ну, я уповаю на патриотизм и, наверное, подданнические чувства истинно русских людей. Не рабочих, конечно, а мыслящих русских. И, понизив голос, спросил. — А что в Петрограде говорят о Распутине? Как переживает такую потерю царская семья? — А? — Анатолий Иванович, кто этот долговязый человек с независимым бидом? — М? На балу, да еще и с трубкой. — А, этот? Это мистер Ричмонд. Превосходный человек, но плохо воспитан, знаете ли. Так что там говорят о Распутине? — Есть слухи в убийстве, что в убийстве замешан Юсупов? — А кто ему здесь покровительствует? — Распутину? — Нет, Ричмонду этому. И губернатор тут забеспокоился. Хм. Догадался или уже пронюхал. Но все равно сказал с небрежной усмешкой. — Я об этом ничего не знаю. Иностранцы, пройдохи. — Ужасные ваши превосходительства. Этот мистер Ричмонд плохо воспитан. Но отлично хопает русское золото. И его чертова Гольц-компания. Гольц-компани. Слыхали? Она собирается проглотить сейчас один из лучших рудников в нашей тайге. Один из лучших во всей тайге. — При чем-то содействии работает. Ваше превосходительство. — Сразу же закашлялся губернатор. Ваницкий заметил его замешательство и заговорил горячее. — Разрешите быть откровенным, Анатолий Иванович. Двадцать семь английских компаний грибут свой кварман все наше сибирское золото. Двадцать семь компаний. В каждом городе склады. Склады и сельскохозяйственных машин. Маккормики, Диринги, Джонсоны, Эмилия Либгарта. Что вам, все перечислять, что ли? В каждой волости представители Зингера. Чуть не в каждом селе маслобойки Лунда и Питерсона. Синдмак. И так без числа тебе. Все, утекают наши рубли за границу. А русский мужик все, ходит в лаптях. Все высосут. Об этом Ричмонде я имел специальный разговор в Петрограде. Еще немного, кажется, я возьму красный флаг и выйду тоже на демонстрации. И что же вы хотите? — Одну минутку, Анатолий Иванович. Подойдемте поближе. Частица черта в нас заключена подчас. Пела на эстраде актриса. Складки ее широкого черного платья расходились. Алыми маками вспыхивал шелк в раструбах. И сила женских чар творит в сердцах пожар. Так и запивала. — М? Каналья! — щелкнул пальцами губернатор и оглянулся. — А моей половины здесь нету? — Да, Аркадий Лоренович. — Так как же с Распутиным, а? — А с Ричмондом как? — Вы сами, насколько мне известно, заключили конвенцию с месье Пежьеном. А теперь что? Пойдете махать красным флагом, что ли? — Так это совсем другое дело, ваше превосходительство. Совсем другое дело. Слова почтительны, почтителен и тон. Но каждая фраза колет губернатора, как ость, попавшая под белье. — Русские банки не могли дать мне займ в десять миллионов. Так я уговорил французов и датчан построить дорогу на свои же деньги. — Вон оно, совсем другое дело. — Это же ведь благоустройство, благоустройство окраин империи. — Анатолий Иванович, а вы еще не подписали это письмо? И губернатор отвел глаза. — Вы ведь не подписали, который вам приносил мой адвокат, господин Бельков. — Да? А я не видел такого письма. — Ну, разрешите тогда завтра принести его вам лично. — Пожалуйста. Для Аркадия Иларионовича дверь моего дома всегда открыта. — И как же далеко вы зашли в ваших сделках с этим мистером Ричмондом, а? — Как далеко вляпались, — думал Ваницкий. — Пронюхал. Не дай бог до газетчиков донесется скандал. — А он ведь такой. Ему все ни почем. И губернатор взял Ваницкого под руку и спросил с любезной улыбкой. — Откройте тайну по дружбе, Аркадий Иларионович. — А сколько принесла вам дешевь-то эта история с потоплением золота? — А? — Тут некоторые очень интересуются этой историей, знаете ли. — А вы что, имели намерение войти со мной в пай? — И поклонился учтиво. — Всегда буду рад. И, выпрямившись, сказал с грустью. — Да, живут иностранцы. Нам не чета. Ходят упорные слухи, что мистер Ричмонд месяц назад снял со счета четыреста тысяч. А совсем недавно еще будто бы триста. Так, на мелкие расходы. Угу. Живут же люди. Ну и язва. Все пронюхал, а? — Совсем уж разволновался губернатор. И шепотом пронесся по залу. — Яким Лисовик. Яким Лисовик. Подошла губернаторша и шепнула Ваницкому. — Вот первый сюрприз на сегодня. Боже, ну до чего же он хорош. Его стихи я читаю каждый день. И знаете, вы знаете, я плачу. Особенно вот эти. Каплями алой крови упали гвоздики на мрамор могилы. — Гомер. Честное слово. Сибирский гомер. Допускаю, кое-кто будет шокирован. Яким Лисовик — поэт полусвета ресторанных эстрад в благородном собрании. Но потомки рассудят. Я в этом просто уверена. Яким Лисовик шел через зал. Взволнованный, бледный. Он бледен всегда. Но сегодня лицо как из мрамора. Действительно. Тонкие, почти девичьи черты лица, нос с горбинкой, как у Гоголя. Такие же длинные волосы, черные-причерные. Они сливались с фраком. И, казалось, Яким нагнул на голову монашский капюшон. Накинул на голову. Гости все расступились, давая дорогу поэту. А Ваницкий даже чуть усмехнулся. Мне кажется, в бархатной блузе и потертых брюках он интересней будет. И губернаторша аж вспыхнула. Перестаньте вы. Не могу я это слышать. Поэты отмечены божьим перстом. Мы же ведь плачем над стихами поэтов. Над кровью их сердца. И бросаем им только объедки, как с комарохом. Я не гнушаюсь пожать ему руку. Не в пример некоторым. Я тоже. За моим столиком в ресторане Яким всегда был таким же желанным гостем, как и негр. Или какое другое заморское чудо. Но в Афраке он просто банален. Не идет ему все это. Сбрейте ему еще бороду. И он потеряет всю вот эту свою импозантность. Как растворится. Прошу вас, не кощунствуйте. Молодежь. Молодежь — это барометр истины. Да. Да. Я в этом просто уверен. Я вовсе не ретроградка и не могу слышать «Ах, это молодежь». Так вот, третьего для гимназисты выпрыгали лошадь. Третьего дня. И на себе везли санки с Якимом. Аж до самой его квартиры везли. Яким не пошел на эстраду, а остановился посреди зала, прикрыв глаза ладонью. А смотрел сквозь пальцы публику, тряхнул головой и начал. «В горностаевой мантии белой предо мною российский монарх», — Иваницкий шепнул губернаторам. Интересно, сколько ему заплатили за эти стихи, а? В кафе «Шантанах» он обычно воспевает голые ножки расшифоненных мэрий. А тут на тебе, российские монархи. Он как заговорил. Интересно бы послушать, знаете. А вы их не помните? В газетах он обычно прославляет возвышенную любовь только. С таким пафосом, с такой искренностью. «Набись, набись!» — все закричали вокруг. И оркестр на хорах грянул. «Боже, царя храни!» «Да чего же патриотичен русский народ!» — умилялся губернатор. «И вот объясните мне, Аркадий Ларионович, откуда эти демонстрации только берутся, а? Эти забастовки!» «Знаю, что вы мне ответите, что здесь совсем другой народ, верно?» «Но здесь его лучшие представители. Весь цвет!» «Господа, сейчас в парке будет фейерверк!» «Пожалуйста, надеть манто, Аркадий Ларионович!» «А я буду вашим чичероны!» «Скорее, идемте в парк!» «Идемте!» «Ожидается что-то неописуемое!» «И уже идя по заснеженным аллеям, губернаторша жаловалась!» «Вы не можете представить, сколько хлопот нашему дамскому комитету с этими балами!» «Все аж с ног сбились!» «Никосознание, что трудимся для отчизны!» «Для наших несчастных раненых!» «Только это еще придает нам сил!» «И ужас! Просто ужас, сколько все это стоит!» «Вы не поверите, Аркадий Ларионович!» «После прошлого балла остался дефицит 300 рублей!» «Купцы расплатились!» «И боюсь, что после этого дефицит будет еще меньше!» «А что же остается раненым, Екатерина Семеновна?» «Пока ничего!» «Но мы считаем, что наша основная задача – это привлечь публику!» «Правильно?» «А потом можно баллы делать уже более скромными!» «Ведь один только фейерверк стоит нам...» «Это страшно просто сказать!» «Тысячи!» «Сейчас так все дорого, Аркадий Ларионович!» «Все дорого!» «И ослепительная вспышка света заставила Ваницкого зажмуриться!» «Воздух взвились сотни разноцветных звезд!» «Они во всех направлениях бороздили темное зимнее небо!» «Ож шипели!» «Гасли!» «Рвались!» «Взрывались!» «А вдогонку им летели новые и новые звезды!» «В глубине аллеи сверкала голубым пламенем огромная корона!» «А под ней буква Н!» «Наталья!» «И римская цифра 2!» «По бокам крутились, шипя и бросая в воздух мелкие звезды!» «Огниные колеса!» «И зеленые тебе, и голубые, и синие, и красные!» «И это еще не все!» «Шептала растроганная и умеленная губернаторша!» «Вернемся в зал!» «Там ждет нас такой сюрприз!» «Сами увидите!» Симеон ткнул Арину под бок. «Вставай!» «Что ты, Семша?» «За окном-то темно еще чуть!» Потянулась в постель и прильнула к Симеону всем телом. «Целуй!» «Страсть целоваться люблю!» «Особливо поутру!» И Симеон нехотя чмокнул Арину в щеку. И, откинув одеяло, начал одеваться. «Тятька завсегда на приезд затемно приезжает!» «Встретит тебя!» «Сраму не оберешься!» «А мне теперь еще сраму нету!» «Я не мужняя уже! Все!» «С кем хочу, с теми милуюсь!» И, загнувшись, обвела Семена за шею. «Люблю я тебя, Семша!» «Ой, как люблю!» «Даже сказать не могу!» «Вот обняла тебя!» «Прижалась!» «И горы она там все синим огнем!» Симеон нашарил на столе спички, зажег огарок свечи. Желтый огонек осветил всю комнату, объедки на столе и пустую бутылку, измятую кровать и пухлые голые ноги Арины. «Ох, и бесстыжи ты!» И он встал и прошелся по комнате. «Не Люба!» И Арина соскочила с постели и, шлепая босыми ногами по холодному полу, подбежала к Семену. Старалась заглянуть ему прямо в глаза. «Для тебя одного только стыд потеряла. Родной мой, желанный, сколь раз ты мне сказывал, Арина, поженимся убегом. Жить-то как будем!» «Вот и я свободна тепереча, и бежать даже не надо. Упади в ноги отцу и скажи, вот, мол, моя ненаглядная». «Ну, Семша, Арина прямо трясла Симеона за плечи, прямо трясла его». «Ну, по что молчишь? По что не скажешь?» «Как и сказывал прежде, жена моя ненаглядная. А? Провинилась я в чем? Может, оговорили меня?» «Да некому тебя оговаривать». Снял с плеча Аринины руки и, присев, начал натягивать сапоги. Одевшись, Семен молча вышел из комнаты. И только тогда Арина застыдилась своей ноготы и, глотая слезы, начала одеваться. Одевалась поспешно, лишь бы одеться поскорее и бежать. На ходу укуталась даже в шаль. Отбежав полсотни шагов от дома, остановилась. Поняла, что не может уйти. Оглянулась растерянно и свернула с дороги. Утонула по пояс снегу и сама удивилась. Слез не было. Только глухая боль, обида. Острое чувство потери теснили грудь. Начинало уже светать. Резкими черными силуэтами выперли в небо громады гольцов. Первыми выперли. А над ними заря. Зимняя, тусклая, в сизой морозной дымке. И проснулась белка. Цокнула над Ариной. И сбросила с веток снежный навив. Арина стояла, не спуская глаз с дома. Она видела, как промчалась снежной пыли по дороге гусевка Устина. Потом проскрепел полозами длинный обоз с ящиками и железом. Над гольцами поднималось тусклое зимнее солнце. Еще несколько месяцев назад на отводе господина Ваницкого была полудрема. Шестеро рабочих проходили разведочные шурфы. А управляющий коротал время в своих хоромах или стрелял в пихточах зазевавшихся рябчиков. Ну, а теперь... Теперь снежную целину избороздили дороги. Дятлами стучат топоры в лесосеках. Скрижищут лопаты и хлюпают помпы на проходке капитальной шахты. Целая гора ящиков с деталями золотоношной машины возвышается напротив крыльца. Золотоносная машина. Золотомойка. А обозы все идут и идут. Идут и идут. Сбросив доху, Устин выбрался из кашевы. И, не заходя в дом, сразу направился к шахте. Кивнул головой только молодому инженеру в черном полушубке. С двумя рядами начищенных медных пуговиц. И, отозвав в сторону Симеона, протянул ему большой конверт. Прочти-кась. Из города видно. Из банка. Без тебя по обличию вижу. Такие конверты Устину приходили и не раз. Пишут-то что? Читай мне. Письмо было неприятное. Устин просрочил очередной платеж. И банк требовал деньги. Грозился применить даже санкции. И это незнакомое слово очень страшило его. Санкции. Будь-то я сам не знаю, что надо платить им, а? Вот будут деньги, так и заплачу. Не зажей, Элю, не бойся. И постарался скрыть свое беспокойство. Только мысленно упрекнул себя. Как же я эту промашку со свадьбой-то дал, а? Надо бы еще на масляное крутить Ксюху с Ванюшкой. На масляное еще. Ох, нечистый потянул за язык. Ляпнуть на красной горке, а? Аж вытянул. Сколь ждать, пока мисс Сызнова, богом дарованный моим, стает. Сколь ждать еще. Деньги-то все. Деньги-то на исходе. И Симеон словно прочел эти отцовские мысли. Надо бы на масляное еще Ванюшу женить. У Ксюхи золото так и плывет. Так и плывет. Не ной мне тут, отрезал Устин. Отец лучше знать, кого надо делать. Сказано на красной горке, значит, на красной. Чем гнусить, пошевелил бы своих на шахте. Толку больше был бы. И отошел к инженеру. Здоровайте. Ну, скоро шахту добьешь? Ну, дней через пятнадцать. Не раньше, Устин Силантич. На богом дарованном и инженеров не было. А шахту быстрее проходили. Инженер обиделся. Ну, вы же сами настояли проходить шахту, чтобы шурф был у самой стенки. Правильно? Ну, а теперь из него вода валит. Сами видите. Шесть помп поставили. А в забое там вообще воды по колено. Так ты еще поставь. Что, мало тебе? Так больше нет места ведь. Найди. Зато тебе и деньги плачу. На богом дарованном управитель сам из шахты не вылазит. Не вылазит. Вот и дело кипит. Работа идет. Не то, что здесь. Темша, а ну, принеси-ка сюда мою лопотину до сапоги. И тут же у шахты Устин натянул поверх одежды холчевые штаны, рубаху, рукавицы и, перекрестившись, влез в бадью. Велел спустить себя в шахту. Ну, здорово те. Как живем? Забойщики ответили, но недружно. Да, какая тут жесть. Как утки в воде. Чвакали помпы, а вода почти не мутилась. Не только из шурфа пребывала, но и из пласта регелей хлистала. Хлистала так точно из бочки. Тут немного отступим. Регеля – это водоносные галечники без глины. Водоносные. Они дают большие притоки воды. Называется регеля. «Дай-ка скайлу, а!» – крикнул Устин старшинке. И как размахнется, как вдарит. И аж брызги взлетелись на пами. Потекла вода по лбу, по бороде, застелила все глаза. «Ну и дела!» – подумал Устин. Но все равно решил не сдаваться. «Надо показать им всем, как следует работать!» И аж закрыл глаза. И кайлил, долбил, что есть силы. Аж брызги летели. «На вот, грузи!» Пока грузили бадью, черпая из воды разрыхленный грунт, Снова кайлил по углам. Аж сердце зашлось. И только окончательно уже выбившийся сил Отбросил к черту эту кайлу. «Робить вот так надобно, Чтоб от спины аж пар валил. Вот так вот!» «И не только мы от спины. Из всех мест пар валит. Со всех дырок шпарит. Поговори мне тут еще!» И обратился к старшинке. «Когда шахту добьешь, а?» «Ну, говорю же, По этой воде день пятнадцать прохлюпаешь. Не меньше!» «А правильно хоть бьем? На самом богатом шурфе стоим?» «Но ежели сумлеваешься, Вот их спроси. Вместе разведку вели. Все золото видели. Видали. Никак не меньше полфунта было», Подтвердил подручный старшинки. «Да, подтвердил и второй забойщик. Да, не меньше полфунта было. Да и золото хрусткое, В ноготь, как на подбор». И Устин тут немного успокоился. Прикинул. «Ежели шурфа полфунта, То с шахты, получается, Это не менее двух?» «Хорошо, хорошо. Пятнадцать день, говоришь?» Дотяну и к рабочим. «Вот, ребята, какое мое слово. На пятнадцатый день добьете шахту. С меня четверть водки. А раньше на два дня три». «Все поняли?» «Ну, как не понять?» «Достараемся, хозяин». Две недели крутил буран. «Все дороги перемело. Село завалило аж по самые крыши. Выйдешь на улицу, И даже избушек не найдешь. А снег все валил тебе и валил. Ни сги, ни просвета тебе». И вот сегодня солнечный зайчик ударил Ксюше прямо в глаза. Разбудил. Потянулась девушка сладко. Хотела повернуться на другой бок, Да и открыла глаза. В избушке полутемь. Снег завалил окошки, И только в крайнем, В самом крайнем, что напротив печи, Вверху, Чуть-чуть приметная щелочка. И от нее, Через всю избушку, Протянулся узкий солнечный луч. А в нем дрожат пылинки. Переливаются, Бегают, Аж мерцают. «Крестна, Солнышко вышло! Вставай!» Крикнула Ксюша, И, отбросив одеяло, Подбежала к окну. Привстала на цыпочки, И заглянула в эту самую щелку. А там, Над горами, Чистое-чистое Синее небо. «Крестна, Вставай!» И она оделась проворно, Хотела умыться, Да в ведрах ни капли воды не было. Выбежала в сене И сгребла с оконца Пушистый натрусившийся снег. Долго терла им лицо, Потом шею и руки. И холодные струйки воды Щекоча сбежали за шиворот, На грудь. Девушка ежилась, Ойкала, Но при этом хохотала. «Люба-то как! Люба!» Радостной бодростью, Силой наливалось все тело. И Ксюша вбежала в избу, Стряхнул Нарину с рук капли воды И сразу же к зеркалу. Большое зеркало, В полный рост. И всю себя сразу увидела Ксюша, И босые покрасневшие ноги, И черные брови, И чистый, Высокий лоб. Заплетая косу, Любовалась собой. То боком встанет, Взглянет через плечо, То приосанется, То подмигнет Сама себе. Ведь это зеркало, Это зеркало подарил ей Ванюшка На именины. Из города привез. Вот уже как три недели прошло, А Ксюша все никак не может Привыкнуть к нему. Одно оно На всем селе. Одно единственное. Ни у кого больше такого нету. Ни у Кузьмы Ивановича. Ни даже у дяди Устина Нет такой красоты. А на столике Перед зеркалом Стоит берестяной туисок. Каждое утро, Каждый вечер Берет его Ксюша И тайком прижимает К щеке. Люба-то как! Как же хорошо жить! Шептала девушка И еще крепче прижимала К щеке себе этот туисок. Красиво зеркало. Ну туисок ближе. Роднее будет. И сердцу дороже. Ну хватит уже беса тебе тешить, Окликнула Ксюша Арина. Хватит! Навертися уже Перед зеркалом. Иди похлебай горошницей. Да и собирайся на прииск. Хватит! И девушка потянулась, Забросила руки за голову И стрельнула глазами. Эх, кривостно! А неохота мне сегодня на прииск? Ой, как неохота! Это как же так, неохота? Две недели буран дурил. На прииске поди, все замело. А ты неохота? Иди, иди! Без хозяйки, работники, Это шубчелы без матки. Поди лежать там, Как в медведе в берлогах. И не прикрикнешь. Не прикрикнешь, На работу даже не встанут. Поняла ты? Нет, касатка, Иди, подымай медведей. Медведей! И Ксюша нехотя похлебала горошницу, Нехотя оделась, И, выйдя в сене, Услышала, Что кто-то шибаршит снаружи лопатой И шаркает по стене. Хм! Хотел дверь и крыльцо откопать Из-под снега. Да, видно, ошибся местом. Хм! Стучит лопата не по двери, А по стене. Возле маленького В две ладони оконца. По стене стучит, Шкрабает. Стой, стой! Закричала Ксюша. Правее бери! Правее чуток! Не то стекло порушишь! Слышишь меня? Правее, говорю! А ты куда это влево подался? Какой рукой ложку держишь? Вот в ту и давай! Правее! Эх ты! Право-лево не знаешь! Откапывать после бурана соседей Это давнишний таежный обычай. Тут уже не разбирают Кержак ты Или мирской Братишный Или табашный Если удалось выбраться самому Из-под снега Первонаперво надевай лыжи Бери лопату И иди откапывать дверь соседской избушки И так по очереди По цепочке Вот так и передают из рук в руки лопату Смотришь Полдня не прошло А все рогачевцы Все Все уже выбрались Из своих снежных нор И отгребают стайки С коровами С поросятами С лошадьми Топчут тропинки Возле домов Очищают снег Вокруг труб Это те У которых Избу с трубой Занесло И печь Перестала топиться А кто там копает-то? А? Все настойчиво И спрашивала Ксюша Но за стеной Молчали Молчок Только одна лопата Поскрипала по снегу Фу Бестолковый какой Не иначе Минька соседский? Глухарь? Ты? И застучала топором По косяку Может хоть стук услышит? Что за глухой такой? Во всей тайге Двери в избушку Открываются Только внутрь А иначе После бурана Из дома не вылезешь Все Снег не пустит И Ксюша Открыла дверь А за ней Ровной Белой стеной Сугроб Плотно закупорил Весь дверной проем Аж до самого верха И Ксюша И Ксюша взяла лопату И начала прокапывать лаз Отбрасывая в сени Под ноги себе Куски снега И вот Вот-вот заголубел Снеговой заслон Значит Остался тонкий слой Если сквозь него Стал свет сочиться И еще И еще И еще И навстречу Ксюше Из снеговой стены Просунулась лопата Дрогнула Повернулась И скрылась И раскололась Снежная стенка И глыбами Повалилась Под ноги И Ксюша Она аж Зажмурилась От яркого Яркого света Ворвавшегося В сени И вдруг Большой снежный ком Неожиданно Зашевелился Привстал И схватил Ксюшу за плечи Ванюшка Радостно Вскрикнула она А ты думала Кто Ванюшка И есть И прильнул К ее теплым Влажным губам И охнула Ксюша Ванюшка Милый Радость моя Шептала ему девушка И губы Ванюшки Ненасытные Горячие Смелые Жгли То щеки То шею Крестный Еще увидит А Пусть увидит Вань Пусти Привалила спиной К стене Дышало Порывисто Тяжело А у Ванюшки Глаза хмельные Как тогда У ключа Безымянки Когда Несли Они косачей По лесосеке И Ванюшка Очнулся Поднял Упавшую Шапку И отряхнул Ее от снега И глухо Сказал Эх Скорей бы Уже Это свадьба И Ксюша Простоватым Калон Еле докопался До тебя Посмотри Какая Мина Получилась Целый Колодец И Ксюша Взяла Лыжи Курчек Подсоби Вылезти Погодь Малость Потупился Погодь Это Денег Мне надо Куда Я же ведь На прошлой Недель давала Куда Куда Может Еще Учитывать Зачнешь Надо Мне И все И Посуровило Лицо Девушки От Тревожной Мысли Ванюшка Ты Никак Выпивать Начал Ну и Что И Помолчал Скучно Мне Ксюха Понимаешь Вот Поженимся Разом Все Отрежу А то Без тебя Муторно Мне Ты Чистю День По Селу Туда Сюда Как Слепой Котенок Тебя Все Высматриваю Эй Эй И так Засветились Его Глаза Так Ласково Зазвучал Голос Что Ксюша Даже Не Стала Спрашивать Его Ни О чем И Схватила Ванюшку За руку Ну Пойдем В избушку Не Уперся Ванюшка Ты Сюда Принеси Там Арина Стыдно Ванюшке Стыдно Обычно Ведь Жених Шлет Подарки Невесте Пряники Там Леденцы Побольше Достаток Если Побольше То Ленты Алые Или Сапожки А Ванюшка Все С Ксюши Да С Ксюши Зеркало Вот Ей Подарил Так И то На Ее Же Рубли Скорей Либо Либо Скорей Скорей Что Кто Кто Ну Пошли Где Твои Лыжи Помогая Друг Другу Выбрались Из Снегового Колодца Снег Лежал Пухом Лебяжьим На что у Ксюши широкие лыжи, и они тоже тонули Такой пух был, лебяжий Впереди белая целина, а за лыжами голубела канава, лыжня Ксюша шла впереди Ванюшке казалось, досадует она на него за деньги И сам начал было сердиться Но день сегодня такой ясный, что сердиться никак нельзя И он догнал Ксюшу и пошел с ней рядом Светло на душе от этой яркой праздничной белизны Аж глаза слепит Беспредельный, бескрайний От тихой торжественности засыпанной снегом деревни От яркого, почти летнего неба От того, что в кармане приятно хрустела денежка А Ксюша шла и тревожилась Пить начал Ванюшка И еще одна думка томила ее Но без Ванюшки нельзя решать Ваня Ванюшку так же думала А теперь нет Хватит ему своего По самое горло хватит И жмот он Вот что Жмот Согласила Ксюша А давай отдадим приз к рабочим Рабочим? А мы с тобой И Ванюшка остановился И удивленно взглянул на Ксюшу Шузит Али Али всерьез И рассердился Сдурело В городе знаешь, сколько денег надо Деньги это Это вообще Я и сказать не могу Это все, Ксюша, понимаешь? Это все Понимаешь ты? Все Все, что хочешь Вот я теперь Тебе зеркало вот подарил А не было денег Так колечко Колечко Ванюши дороже Скажешь Колечко семь гривен А за зеркало без малого Триста рублев отвалили Да и паровоз Сколь стоит Так не в этом колечко цена Конечно же не в этом Не в провозе ведь А еще в чем? Ванюшка чувствовал себя Повзрослевшим А Ксюша как была Так и осталась девчонкой Это чувствовалось Поэтому и сказала Совсем без злобы Но твердо Прииск отдать И думать не смей И добавил Ласково Как ребенку Дурная ты, Ксюха Вырастешь малость по боли Сама все поймешь А за эти дни Я много о жизни думал Много узнал Вот на тядьку смотрю Неправильно тядька живет Он все грезит Как бы Кузьму зажать На Ваницкого власть получить Не доспит, не доест Лишь бы только ему Копейку сорвать А к чему все это Зачем Нет, Ксюха На меднись мне вот Новосел сказал Сказал, говорит Ванюха Жизнь-то Одного ведь дается Одного Один раз Понимаешь Как жить-то надо Каждый день Как праздник Вот так надо Пост, Нончи А у тебя масленка на душе Запрягай лошадей Надевай на дугу колокольцы Все И гуляй Гуляй, мужик А я, Нончи, к примеру А я блинов хочу Ваньша Это ж грех-то какой Ксюха А без греха не прожить Это ж вон как вкусно Старики говорят Не согрешишь Не покаешься Правильно? А не покаешься Не спасешься Ну ведь правильно говорят? А? Выходит, чтобы в рай попасть Это ж Это ж грешить надо Ну, правильно? А как по-другому? По-другому никак Ну, а под старость уже грехи замаливать А что на старость делать-то? Ксюха В городе есть такие места Такие места Где красивше даже, чем в этой нашей церкви Сама увидишь Врешь Красивше, чем в церкви, поди, не бывает Ксюха Бывает Вот ресторан даже возьми Ресторан И золото тебе И картины разные Да еще музыка Музыка играет при этом Ну да Денег там надо страсть Только и давай Насыпай Есть деньги Кидаешь И будут тебе играть И Комаринского И пока же не уснешь там И ты деньги тоже бросал? Не Только видал Как другие бросали Затаенная зависть В словах Ванюшки А другой серебряных рублей наберет Да как швырнет их под ноги Целую горсть свырнет Колесиками аж раскатятся И девки-цыганки Девки Аж ползают на карачках по полу Собирают эти рублевки А после к нему Сразу к нему И на колени И целуют его И целуют И хохочут Вот это жизнь, Ксюха, а? Вот это жизнь Не то, что тут И совсем позабыл Ванюшка про Ксюшу Услышал гитару Звон бубна Увидел огневые движения Пляшущих девок-цыганок И как они целуют Целуют его И руки у них И плечи И шея Все аж ходуном ходит Да так, что аж в глазах Хряп идет Ванюшка даже руки Вперед протянул Будто ловил эту цыганку И только тут он Напомнился Перед ним Стояла Ксюша Глаза большие Испуганные Испуганные Смотрели на Ванюшку В упор Это и ты Девок тоже целовал? Не, не Тьфу На быстрых Тьфу Тьфу Смотреть даже на них Не хочу И не надо Ваньша Не надо Такой грех Нипочем не замолишь За деньги Хороший человек Никогда не будет Плясать Осуждающий Сказала Ксюша И увидела Как Ванюшка Затаился Будто поймали его На чем-то постыдном И будто знает Такое О чем нельзя Рассказать И тут он Отвел От Ксюши Свои глаза Вы тоже Мне писали В комментариях Ребята Что Ванька Все-таки Предаст Ксюшу Вы знаете Возможно Видите Он уже Как-то так И выпивает И все И про девок Думает Возможно Но с другой стороны Ребята Тоже возьмите Ну ведь Все же Надо попробовать Как так Вот жить Так Я не говорю Что все время Вот так жить В этих ресторанах А Ванька Завтра Хороший Хороший человек мыслей. Ой, как изменил. Заткнув рукавички за кушак, он пошарил в карманах и разочарованно повертел в руках измятую пятерку. — А ты сколь мне денег-то вынесла? Пять рублев? И взяла досада. — Тятька по рублю на день давал, а это как нищему дает. На неделю пятерку. А парни ждать нынче там не будут. Не будут. Сулили парню Ванюшке сводить его в Новосельский край. — Пост не пост, а там есть такое местечко. Такое местечко есть, где круглый год тебе праздник. — Ну ладно, на сегодня мне хватит, однако, — рассуждал Ванюшка. — А на завтра надо еще пятерку. Эх, скорее бы уже та свадьба. И оглянулся. В переулке у занесенной снегом банюшки стояли два парня, без лыж. Увязали по пояс снегу и махали Ванюшке. Хорошо идти рядом с Ксюшей. Так бы и шел. Но парни смеяться будут. Мол, за юбкой тянется. Эх, и зачем я только сказал им, чтобы ждали у баньки? Пожалел Ванюшка. Ой, как пожалел. Можно было и попозже с ними встретиться, чтоб не смотрели. Я остановился и говорит. — Ну, прощай, Ксюха. — Пока, да. Я это... Я в деревню пойду. — Может, еще проводишь? — Не. Я ж тядьке сказал, что брюхо болит. Правильно? — Ежели уйду на богом дарованный, узнаешь, что будет мне. Угу. И попрощавшись, отбежал шагов сто. Обернулся и крикнул в догонку. — Ксюха! Выходи к воротам по Скотины. Там наши батраки дорогу на Устиновский топчут. За ними-то по протоптанной легче пройдешь. Слышь? — Ладно, Ваня. Пойду к воротам. — И обидно все-таки Ксюше. Не проводил. И вспомнилась затуманенная, блуждающая улыбка Ванюшки. Чуть виноватая, но дерзкая, смелая. Что же у него на уме? Раньше никогда так не таился. Никогда так не улыбался. И тревожно на сердце у Ксюши. И одновременно и радостно. Что мужиком стал Ванюшка. В голосе, в жестах Власть появилась. — Мужик! А впереди Безмолвная белая цлина. Неровная. В перевалах, в буграх. Лога завалены снегом, заглажены, Еле-еле приметные. Летом от села до самой Паскотины Стоят молодые березы. Невысокие, но кудрявые. И земляники под ними Красно им красно. В березняке кричат дрозды, Сороки, корольки, А также дятлы стукают. Гомон стоит. А под березками, Под березками ручейки, ручеечки. Они тоже вплетают свой голос В эту таежную песню. Вечерами, когда умолкают дневные птицы, Горячий девичий шепот Слышится под березками. Да, горячий девичий шепот. Шуршукают там под березками. Ну, а сейчас тишина. Тишина и спокойствие. Снег завалил березки. Только самой маковки и видно. И вот заяц выскочил чуть низ под самых ног. Как подпрыгнет. И заблестели облитые солнцем снежные брызги. Заяц кувыркнулся через голову. И помчался к селу. А там его и парни встретили. Отту, косова, отту. И рванулся в сторону заяц. Белый комок на белой равнине. Кругами пошел. И исчез. Все. Нет его. А Ксюша шла широко, размашисто. На плече курчок. Широкая голубая юбка, незабудкой на снежной равнине. Батраков Устина нагнала в пихточах. Коротконогие, брюхатые кони-снеготопы ползли на брюхе по пухлому снегу, огребаясь короткими ногами. Не скакали, не шли. А именно ползли. Не бились, как бьются в снегу обычные лошади. Нет. Передние без упряжки. Только бы промять первый след. А там легче будет остальным. За ними идут лошади с пустыми дровнями. Снеготопов не понукают. Не гонят. А как невест уговаривают. Но, милые, но. Но требовательное ямщицкое но. Но, а короткое и ласковое. Но, родимые, но. Да, не кричит ямщик сегодня. Обогнав снеготопов, Ксюша стала спускаться к богам дарованному. И здесь ей навстречу неслось. Но, соколики, но. И показался Егор на лыжах. А за ним лошади-снеготопы с богом дарованного. — Ну, здорово тебе, Ксюшенька. Но ничего, тебя на прииске и не ждут даже уже. По привычке замял шапчонку в руках. По привычке. — Не ждут? — посуровила Ксюша. И прибавила шагу. — Верно, крёстно сказала. Лежи, буаки, и всё тут. И ещё быстрее заскользила по промятой дороге под горку. А прииск прям не узнать. Землянки и избушки завалило аж по самые крыши. Торчат среди белой равнины чёрные столбики труб. А местами их даже вообще не видно. Прямо над снегом стоят султаны дымов. Прямо из снега выныривают люди. Протоптали дорожки к конторе и к шахте. Ну, и, конечно же, к магазину. К промывалке тоже. Бежит вода по колоде. И первые боди золотоносных песков уже выданы на гора. И Ксюше стало неловко за своих лежебоков. И, чтобы скрыть смущение, закричала. — Здравствуйте, Федор! — Вавила! — Тарас! — О, же, как соскучилась я! — Аграфена, а где мой грибок? — Здравствуй, хозяйка! — Проверить пришла! — Усмехнулся Тарас. И слёзы блеснули на глазах у Ксюши. Словно стена поднялась между ней и товарищами. И припомнился и Егор с шапкой в руке. Тогда думалось, жарко, наверное, Егору. И только сейчас поняла. По привычке снял шапку Егор. Так как хозяйка ему повстречалась. И хотелось крикнуть. — Ну, я же такая! Я же такая, как прежде! Разве я поменялась, что ли? Но так и не крикнула. Поняла, что не поверят! Не поверят! Не жила теперь Ксюша вместе со всеми в землянке. Ведь так? Утром не ходила на работу. А приезжала в нарядной кашеве. Всё! Совсем другой человек. Да и то! Не каждый день приезжала теперь. — Эх, неужто старого не вернуть? — подумала Ксюша. И ответила сама себе. — Нет, не вернуть. Раньше на промывалке работали четыре человека. А сейчас Ксюша пятая. И пятая только мешала работать. Всю систему нарушала. Ксюша хотелось, чтобы Аграфена, как прежде, прикрикнула на неё. Как же и хотелось этого. Мол, опять рот разинула Ксюха. А ну, гриби! Я за тебя робить не стану! Так захотелось, что Ксюша нарочно уперла грибок поперёк колоды. Нарочно уперла. И бугром вздулась порода возле грибка. И чувствовала Ксюша, как сбился ритм. Ритм работы на промывалке. Нутром чувствовала. Вхолостую заскребли грибки по колоде. И с волнением, как ласки, ждала она Аграфениного крика. Но нет. Аграфена даже не крикнула. Даже не пискнула. А только перешла на другую сторону промывальной колоды. И молча, молча начал разгребать другую кучу породы. А Ксюшин грибок мешал. Спруживал гальку. И она аж горбом росла впереди крепка. Аграфене одной не управится. И лужка подошла к ней на помощь. И теперь Аграфена разбивала породу в головке колоды. А лужка обводила гальку вокруг Ксюшиного грибка. Ксюша все отмечала. Ишь, лужка, губы поджала. Даже не взглянет. Не чтоб сказать, убери, ну убери же. Мол, грибок мешает. А нет. Видно, Вавила ее так научил. Не перечить старшему. На. И услышала. Посторонись, Ксюша, малость. Я разгребу породу. Эво что гальки-то набуровила. Заискивающая просила, просила Аграфена. Не кричала. А я и без тебя разгребу. Не лезь. А злилась на нее Ксюша. И аж дрогнули. Аж дрогнули Аграфенены гобы. А у Ксюши еще сильней, сильней от этого вскипела обида. Нарочно хотят показать, что чужая, мол, ты, чужая. Шпыняют, как тетка Матрена. Вот только не бьют. Правда. А это как раз и кусает. Больше всего. Ксюша из-под лобья оглядела Аграфену. Правду Ваньша сказывал. Смеются они надо мной. Зло затаили. Эх, был бы Михей жив. Никогда не дал бы меня в обиду. И Ксюша посмотрела на тот пригорок. Где под березками насыпан холмик земли. Но сейчас... Сейчас и его не видно. Снег закрыл всю могилу Михея. Белым-бело. Тихий звон ямщицкого колокольчика донесся с горы. Все ближе и ближе. И громче. Кони вязли в рыхлом снегу, шли неровно, рывками. И колокольчик то иступленно, неистово заливался, то умолкал, захлебнувшись. И, наконец, совсем умолк. Скосив глаза, Ксюша увидела, как от кашевы прошел к работам невысокий человек в черном нагольном тулупе и городской шапке из черного каракуля. Ксюша неожиданно для самой себя оттолкнула Аграфену. «По что заняло мое место? Уходи!» Аграфена молча посторонилась. Эта безропотная покорность сильнее еще рассердила Ксюшу. «Ой, что-то сейчас трясется», — подумала Ксюша. «Али ударю кого, али разрывусь. Может, лучше вообще убечь отсюда?» «Эй, барин, поберегись», — раздался насмешливый голос Федора. «Свалишься в шурф и все, и поминки справляй». «Зубы не скаль, а скажи, где я могу увидеть вашу хозяйку?» — ответил приезжий. «Хозяйка? Хозяйка на промывалке». «Эй, Ксюша, тут барин к тебе!» И то ли от этого веселого окрика, то ли от прежнего теплого Ксюша, а не хозяйка. Аж комок в горле стал исчезать, рассасываться понемногу. «Тут я, тут!» «Аграфена, стань за меня!» И шагнула навстречу, довольная, что можно хоть на время оставить эту промывалку. И с любопытством оглядела невиданный мех на шапке незнакомца. «В нашей тайге такого зверя нету!» «Черные усы с концами, загнутыми, как полозья усаней!» «Хм!» И хмыкнула про себя озорно. «Хм!» Целоваться, как зачнет, то вообще все глаза повытыкает своими вусами. И потупилась, встретив колючий пристальный взгляд гостя. Сказала «По делу надо к Ивану Ивановичу, а его сегодня нет. Так вон Вавила. Он лучше меня дело знает. Приезжий очень удивился за ляпанной глиной коцовейки. Грязным потеком на лице у хозяйки. «Хм! Простите, но мне нужно говорить лично с вами!» В конторе гость, сбросив тулуп, поклонился учтиво. «Разрешите представиться, Николай Михайлович Горев!» «Хм!» «Хм!» «Черт ее знает, как себя с ней вести-то, а!» «Назвать чин?» «Сообщить цель приезда, что ли?» «Подумал он!» «Сударня!» «А нет ли у вас свежих газет?» «Проклятый Буран держал меня две недели на каком-то расхрыстанном зимовье!» «Целых две недели я совершенно оторванный от мира сего!» «Газеты?» «Газеты у Ивана Ивановича где-то там были!» «И она закусила губу, вспомнив, что Иван Иванович и Вавила показывали газеты не всем!» «Не всем давали!» «Ага!» «Почта сюда газет не возит!» «Откуда же они?» «Ну, как же все-таки держаться мне с ней, а? Черт тебе побери!» «Утащить за овен такую?» «Это я понимаю!» «Ну, говорить с ней!» «Как?» И как только увидел медвежью шкуру, сразу оживился. «М-м-м! Какая великолепнейшая шкура! Кто же вам ее подарил такую?» «А-а! А это я сама!» «Хм-м! Вы хотите сказать, что вы сами убили медведя?» «Ну да! А кто же еще?» «Белковала, да и чуть не свалилась в берлогу!» «Да! И как взрывит на меня медведь! И на меня аж вздыбился!» «О-о-о! Аж в глазах красно стало!» «Я с перепугу-то и ствол ему прямо в пасть! Прямо в пасть!» «И пальнула!» «Вот шкуру снимать на морозе!» «Да! Это дядя Устин мне помогал! Сама бы я долго!» И Горев подошел к окну, прислонился плечом к косяку. Вспомнил, как полковник, потрясая письмом, кричал. «Читайте! Читайте, Горев!» «Какой-то доброжелатель предупреждает, что на прииске, богом дарованном, рабочие ведут с хозяйкой переговоры об артели. И хозяйка готова уступить!» «Это социалисты!» «Понимаете, родмистер, что значит в наше время такая артель?» «Кругом прииски!» «Заработки рабочих от силы рубль в день! От силы! Не больше!» «И вдруг на тебе! Артель! Заработок шесть, семь, а может даже и десять рублей за смену!» «А это искра в пороховую бочку! Понимаете ли!» «Так что поезжайте немедленно! С хозяйкой — мед, а с остальными даю вам карт-бланш!» И на крыльце послышался шум, торопливые шаги. Хлопнула дверь, и Егор закричал еще от порога. «Сюха! Свобода! Царя-то это! Царя коленкой под зад! Пенделя ему дали!» И шапка у Егора на бок, на бокир, а потные волосы аж прилипли к колбу. «Езжай скорее на село! Я лошадь твою пригнал! Там аграфена! И вавила ждут тебя! Ну, а я уже следом за вами!» «Господи! Что такое стряслось там?» И Ксюша сорвала с гвоздя шаль и коцовейку и выбежала в сене. Егор кинулся следом. Но сильная рука жандармского ротмистра, ротмистра Горева, схватила его за шиворот. «А ну стой! Ты как про царя знаешь?» «Как ты про царя говоришь? Сволочь! Имя! Имя твое!» И от удара аж лязгнули зубы Егора. И он упал. А от крыльца в это время отъехала Кашева. В ней сидели вавила и аграфена. Ксюша стояла впереди и размахивала вожжами над головой. Народ стекался к дому Устина. Бежали мужики, ребятишки, бабы. Ковыляли старики и старухи. Взмыленные лошаденки подвозили старателей с прииска. Сход аж шумел, как тайга в сильный ветер. А люди все прибывали и прибывали. И вот из дома Кузьмы Ивановича вынесли иконы. Несли их почтенные старики с обнаженными головами. В черных маленных одеждах. Ветер трепал их седые бороды. Колыхал под иконами холщовые расшитые рушники. Из российского края несли хоругви, привезенные из притаежной церкви. Пора. И вот с крыльца Устиного дома сошел господин Ваницкий. На нем нагольная до колен бекиша. Овчина. Но какие овчины! Мездра, как бархат. Ворс расчесанный, размытый. Пушистый и нежный, как бельчий мех. А на ногах Ваницкого белые чесанки выше колен. Особой, поярковой шерсти. Стройный, подвижный. Ваницкий кажется двадцатилетним парнем. Хотя ему уже далеко, уже за сорок. И народ почтительно раступился перед Ваницким. И он шел сквозь густую толпу стремительно, как всегда. Большой красный бант олел на его белой бекише. «Ну, здравствуйте, братцы! Здоровайте, мужики!» Невольно, подделываясь под кержацкий выговор, приветствовал рогачевцев Аркадий Иларионович. Говорил он негромко, а слышно было и в самых последних рядах. Кланялись все рогачевцы в пояс. Приветливому барину. Все кланялись. «Здравствуйте, батюшка!» Кланялся седобородый старик и шептал соседу. «Ух, силен мужик!» Сказывают, на полтораста шагов хош свечу из ружья потушит. «Ага! А хош трубку изо рта у любого тебе выбьет!» «Ух, силен мужик!» В рогачеве господин Ваницкий никогда не бывал раньше, но многие здесь знали о нем по рассказам. «А на кулачике?» На кулачиках Ваницкий перестал драться еще в первые годы женитьбы. А теперь старшему сыну Валерию двадцать один год. Но народ не забыл необычного барина, выходившего на кулачики, как заправский мужик. «Не забыл!» Приумножил, приукрасил в рассказах все его победы. Рогачевские парни с завистью оглядывали широкие плечи господина Ваницкого, молодцеватую фигуру и выправку. «А каждой, каждой из девушек казалось, что он смотрит только на нее одну». Среди приискателей, знавших Ваницкого, не было единого мнения. «Ну, не было». «Кто говорил?» «Живоглот!» «Ух, кровопивец!» «А кто утверждал совсем обратное?» «Аркадий Ларионович душевный к нашему брату. «Простой!» «Простецкий!» «Вот такой нам надо!» «Только такой!» «Вот управитель у него, да!» «Управители сволочи!» «Как один!» «Все!» «Так где ж ты хороших-то сыщешь, управителей-то этих?» «Вот сколь живу на свете, а хороших управителей ни разу не видывал». А за господином Ваницким шел Яким Лесовик. В кургузом дымисезонном пальто с бархатным воротником. На груди алый шелковый бант. А позади Кузьма Иванович и Устин следом. Много времени потратил Ваницкий, чтобы уговорить Кузьму Ивановича выйти к народу рядом с Устином. «Супостатом? Разурителем моим!» «Да я тебе голову раньше дам отрубить, чем с ним выйти!» «Кузьма Иванович, день-то какой!» «Такого же не было на Руси!» «Нужно все дрязги позабыть!» «Все забыть нужно!» Убеждал его Аркадий Ларионович. «Так ведь он у меня мельницу! Мельницу того!» «Год назад! А теперь свобода! Все!» «Это Кузьма Иванович, как Пасха!» «И вдруг уставщик пойдет против богатого соседа!» «Мельница же! Мельница! На два постава!» «Тьфу! Свобода на Руси наступила! Свобода! Какая мельница!» Рассердился Аркадий Ларионович и, взяв за плечи Кузьма Ивановича, как тряхнет его для вразумления. «Как тряхнет!» И тут Кузьма Иванович отошел в дальний угол горницы. И оттуда озабоченно поглядывал на Ваницкого, словно хотел спросить его. «И что дальше?» «Ну, а сейчас вот он идет рядом с Устином!» Отвечал на поклоны односельчан. И был даже довольный, что Ваницкий переборол его обиды. «Сила, Устин! Сила!» «Она сильного греха бежаться! Ибо сила идет от Бога всего!» Смирял сам себя Кузьма Иванович, придерживая красный бант на груди. И вот господин Ваницкий поднялся на крыльцо лавки Кузьма Ивановича, поднял руки, прося тишины. «Осени себя крестным знаменем, православный русский народ!» И закрестился. «Двуперстием!» «Ахнули старухи!» «Двуперстием креститься!» «И совсем притих сход, боясь пропустить единое слово!» Аркадий Ларионович, очень довольный произведенным эффектом, продолжал. «Свершилось чаяние лучших умов России!» «Николай II свергнут с престола!» «И солнце свободы взошло над нашей святой многострадальной Родиной!» «Свобода! Свобода вероисповеданий!» «Не за это ли отдал жизнь еще протопоп Авакум?» «А?» «Свобода для всего рабочего людо!» «Бросает Ваницкий в ту сторону, где стоят приискатели!» «Не за эту ли свободу отдали свою жизнь Халтурин, Желябов?» «Нет больше угнетателей!» «Нет царских жандармов!» «Есть только свободные люди в свободной России!» «Так крикнем же, братья!» «Братья! Ура!» «Ура! Ура! Что есть мочи!» «Кричал Кирюха!» «Его душило волнение!» «От самого сердца рвались слова!» «Долой царя!» «Долой супостата!» «Долой кровопивца!» «Ура! Ура! Ура! Ура!» «Ура!» «Ура!» «Недоумение!» «Тревога!» «Растерянность!» «Заставляли молчать большую часть рогачевцев!» «Они стояли и смотрели на это все!» «А старики!» «Старики испуганно закрестились!» «Господи! А как же так без царя?» «Как же так без царя-то?» «Помазанник Божий!» «Все! Рушатся тверди небесные!» «Ой, Бог ты мой! Что ж теперь че будет, а?» «Братья мои духовные! Сестры, матери и отцы!» «Привычно елейным, негромким голосом заговорил Кузьма Иванович и перекрестил весь народ!» «Царь не помазанник Божий! Антихрист!» «Сколь наши чашные от него натерпелись-то, а?» «За истинную веру терпели! Несчасть!» «Кузьма Иванович, родитель наш!» «Выкрикнул вдруг седобородый киржак!» «Так в Божьем Писании сказано, нет власти!» «Аще как от Бога!» «Аминь!» «Слуги антихристовы сжигали и плавили наши иконы!» «Анончи!» И голос у него прервался. «Но слов тут и не нужно!» «У всех перед глазами иконы сотни лет не видавшие солнца!» «Они подняты высоко над головами людей!» «Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи!» «Дождались!» «Крестились киржаки и косились на стоящих стороне новосельских!» «Ждите теперь, землички!» «Слава тебе, Господи! Слава!» «Дождались свободы! Крестились теперь новоселы!» «Свобода! Земля!» «И как ветром сдуло шапки с голов рогачевцев!» «Крестились киржаки и новоселы и все приискатели!» «Все вместе крестились!» «По-своему молились и татары, и евреи из новоселов!» «А многие, встав прямо в снег на колени, били земные поклоны!» «Многие даже плакали!» «Слезы так и текли!» «Вот они! Перемены!» «Плакали и матери, и жены, чьи сыновья и мужики погибли на фронте!» «Вот она! Свобода!» «Неужели и правда свобода?» «Спрашивал себя Вавила!» «М?» «Совсем не так он представлял себе революцию!» «Он думал, что буря как грянет!» «А тут... тут молитвы поют!» «А Лужка была счастливее всех!» «Маленькая, в серой шаленке!» «В рыженьком полушубке она стояла на коленях у ног Вавилы!» «И крестилась благодарственно!» «Истово крестилась!» «Смеялась!» «А слезы так и бежали ручьями по пухлым щекам!» «Господи, мам!» «Шептал Лужка!» «Ты посмотри-то на Вавилу-то моего!» «Его ж за свободу услали аж на каторгу!» «Каторга казалась ей черной дырой!» «Откуда слышались стоны и звоны кандалов!» «А теперь свобода!» «Свобода к Вавиле сама пришла!» «Даже ничего делать не надо!» «Братья-крестьяне!» «Братья-проискатели!» «Говорил Ваницкий!» «И великий освежающий ветер, ветер свободы, сдул с трона тирана!» «В столице власть взял комитет Государственной Думы!» «В городе создан комитет общественного порядка и безопасности!» «И я, член этого комитета!» «И полномочный эмиссар по распространению идей революции на юге Сибири!» Ваницкий все возвышал свой голос и аж сам зажигался своей речью. «Все получается!» «Все по плану!» «Чувствовал трепет от собственных слов, от торжественной тишины, от этих поднятых икон, от шелестевших над головами людей хоругвей. «Народ единый!» «Многие на коленях!» «И он, господин Ваницкий, как минин перед новгородцами!» «Мы свергли губернатора!» «Разогнали жандармов!» «Теперь наша власть!» «Моя!» «Устина Силантьевича и Кузьмы Ивановича!» «И твоя, мой друг!» «И твоя!» «И протянул руку к стоящему у крыльца Тарасу!» «И Тарас подошел ближе!» «И протянул руку!» «Господин хороший!» «Мне отвели землю неудобь, солонец!» «И то всего полторы десятины!» «А рядом, слышь, солнечная грива!» «Так там пух земля!» «Кузьма Иванович!» «Полсотни десятин засеват!» «Только сунься на солнечную гриву!» «А?» «Как зашипит сквозь зубы Кузьма Иванович!» «Только сунься!» «Мы, которые российские, совсем земли не имеем!» «Кричали новоселы!» «А как с нами-то будет?» И исход зашумел. Ваницкий попытался снова взять все его в руки. «Тише, граждане, тише!» «Имейте терпенье!» «Не все сразу!» «Свобода — это прежде всего порядок!» «Порядок!» «Тысячи лет копилось это народное горе!» «Так в раз все не решается!» «И у каждого из нас своя нужда!» «И никак нельзя сразу вот так вот разрешить все вопросы!» «Никак нельзя!» «Вот соберется учредительное собрание, и все ваши чаяния будут удовлетворены!» «Так пахать же скоро!» «Тер шею Тарас!» «Нам бы лошадок!» «Землицы!» «У кого по сто десяти, но у кого курицу выпустить некуда!» «Выкрикнул Федор!» «Тише!» «Тише прошу!» «Повторяю!» «Соберется учредительное собрание!» «Там все и решим!» «А с рабочими-то как?» «С приискателями!» «Спрашивал Вавила!» «Учредительное собрание!» «Рай на том свете нам и поп обещал!» «Выкрикнул кто-то!» «Войне-то скоро конец будет!» «Крикнул что из мочи Кирюха!» «Друзья мои!» «Мы должны воевать до победного конца!» «Отстаивать нашу землю!» «Нашу свободу, наконец!» «Все больше и больше раздражался Ваницкий!» «А Кирюха не унимался!» «А народ-то шибко супротив войны!» «Да как атака свобода?» «Ни земли тебе, ни роздыху!» «И что, и воюй только!» Перед самым отъездом господин Ваницкий горячо поспорил в комитете с представителем большевиков и в заключительном слове, пользуясь поддержкой председателя, высмеял его как мальчишку. «Уважаемый коллега говорил об антагонистических противоречиях!» «Я согласен!» «Между рабочими и предпринимателем есть некоторые недоговоренности!» «Так сказать, взаимные недовольства!» «Взаимные!» «Я тут подчеркну это!» «Но говорить об антагонизме в деревне — это значит сознательно сеять смуту!» «Коллега-слесарь грамоту знает плоховато!» «Правильно!» «И, конечно же, не читал трудов наших сибирских ученых!» «Сибирская деревенская община с океаном неосвоенных земель, имеющие табуны лошадей, не может иметь противоречий!» «И только лодырь, телепень, лежебок, а будет голоден в сибирской деревне!» «Твердо уверенный в этом, я вижу будущее в деревенской общине!» «И вот деревня бурлила на сходе!» «Требовала земли, лошадей!» «Требовали кончать войну!» «А это было неожиданно!» «Надо же ведь что-то ответить им!» «Надо приглушить это беспокойствие!» «Ну, хотя бы на время!» Иваницкий нашелся, говорит «Друзья мои!» «Граждане крестьяне и приискатели!» «Не будем откладывать дело до созыва учредительного собрания!» «Не будем!» «Начнем действовать сразу!» «Пишите заявления о своих нуждах!» «А я отвезу их в комитет!» «И за наше единство, братцы!» «Ура!» 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 Так кричал даже Иван Иванович, размахивая шапкой над головой!» «Он не стыдился!» «Он плакал!» «И подталкивал Вавилу плечом!» «Не зря мы на каторге!» «Ты хоть слово скажи про радость нашу, свободу!» «А?» «А про войну!» «Про землю сразу нельзя!» «Нельзя так!» «Скажи про учредительное собрание!» «Я бы сам, да!» «Да не могу!» «Да, надо что-то сказать!» Пожав руку Иван Ивановичу, Вавилу начал протискиваться крыльцо. Его мучило сомнение. Почему весть о революции привез именно господин Ваницкий? И чему он так радуется? Почему красные банты у Устина и у Кузьмы?» Но раздумывать тут некогда. Все приискатели кричали вокруг. «Вавилу! Вавилу послухаем!» «Товарищи!» Забравшись на крыльцо, Вавила поднял высоко над головой кулак. «Товарищи!» «Не стало царя!» «Учредительное собрание!» А в голове неотвязная мысль. «Всю жизнь боролся против Ваницких, против Тихустинов!» «И вдруг что?» «Вместе с ними получается!» И он замолчал. Но народ ждал его слова. И Вавила запел. «Смело, товарищи! В ногу!» «Федор!» «Тарас!» «Ксюша!» «Кирюха!» И Иван Иванович подхватили. «Духом окрепнем в борьбе!» «Духом окрепнем!» И песня зазвучала все громче и громче. И Вавила с радостью видел, что подпевали еще несколько человек, совсем незнакомых, и старался запомнить их. И тут он увидел растерянное и злое лицо господина Ваницкого. Он старался перебить все этих поющих, требовал тишины. Но Вавила теперь твердо знал, что надо делать. И когда песня кончилась, он, не надевая шапки, заговорил. «Дорогие товарищи!» «Народ победил!» «Гражданин Ваницкий сказал, что власть наша!» «Так возьмем ее и будем сами, своими же руками, строить свободную и новую жизнь!» Говорил горячо, торопливо. Казалось, не слова, а огонь бросал он своим товарищам. Даже угрюмые бородатые киржаки и те осветлели, одобрительно кивали головами, подталкивали друг друга. Вавила торжествовал. «Дорогие товарищи!» «Разойдемся, обдумаем, выберем свой рабочий крестьянский совет, и тогда уже...» И тут Ваницкий шагнул вперед. Встал рядом с Вавилой, обнял его за плечи и крикнул. «Ура, мужики!» «Правильно сказал гражданин Вавила!» «Сейчас же изберем комитет общественного порядка!» «Не комитет, а совет!» — крикнул Вавила. Ваницкий развел руками и рассмеялся. «А не все ли равно?» «Как говорят в народе, хоть горшком назови, только в печь не ставь!» «И зачем ждать?» «Свободу берут немедленно!» «Правильно я говорю?» «Правильно!» — поддержали все. «Даже Федор с Кирюхой!» «Мужики! Мужики! Тише, тише!» — просил Ваницкий. «Предлагаю избрать граждан справедливых, богобоязненных и уважаемых всеми!» «Хватит?» «Хватит!» «Так вот! Кузьму Ивановича, Устина Силантьевича и Вавилу! Вавилу!» «Друзья! Ура комитету! Ура! Ура! Ура!» И, улыбаясь, Ваницкий пожал руку Вавиле. «Поздравляю! С избранием! С народным доверием! Вы большевик? Надеюсь, правильно поймете животрепещущие задачи революции!» «Вы учтите, идет война с немцами!» «А крестьянину и рабочему война не нужна!» «Хм! Спорить не будем! Обдумайте хорошенько! Не бейте ножом революцию в спину!» «Вы слышали о Григории Ивановиче Петровском?» «Депутате Четвертой Государственной Думы?» «Именно так! Большевике! Члене большевистской фракции в Четвертой Государственной Думе!» «Так вот, сударь мой! Петровский сейчас председатель комитета общественного порядка в городе Якутске и комиссар временного правительства по всей Якутии. «Ему помогают Орджоникидзе и Ярославский!» «Эти фамилии вам тоже известны, я надеюсь?» «И тут Вавила растерялся!» «Думает, если Петровский комиссар временного правительства, то при чем тут тогда Ваницкий?» «М? Что-то тут не то!» И он подошел к Ивану Иванычу и шепнул «Соберите всех наших у Кирюхи, потолковать надо, а я разыщу тех, кто пел с нами» Иваницкий поднялся вновь на крыльцо «Граждане крестьяне, граждане-проискатели, вам скажет свое вдохновенное слово Яким Лицовик, наш известный, любимый поэт» «Батюшки, херувимчик какой!» — умиленно вздохнула Арина А Вавила уже не слушал этого Якима Он искал тех крестьян, что пели с ним смело товарищи Нашел четверых и отозвал их в сторону «Товарищи, нам надо обязательно встретиться!» «Знамо, надо!» «Да на кой ляд мне этот комитет, а?» — взорвался Никандор Маленький сухонький мужичок с красными слезящимися глазами «Я, сколь себя помню, всю чужую землю пахал Да чужое зерно убирал!» «Как по мне!» «Шо царь, шо этот Кузьма?» «Хрен редкий не слаще!» «Братцем меня называют, видите ли, братцем!» «Ты мне землю дай, лошадей!» «А после ты меня хоть горшком зови!» «Правильно, говорю мужики, а?» «Правильно!» «Земля наипервейшее дело!» «Крестьянину зарез без земли!» Поддержал его второй «Сколь устин Кузьму не кусал, А у Кузьмы все более ста десятин будет, а?» «Усекаете?» А глаза уникандра аж красные На фронте газом изъело И кажется, будто он плачет «Разделить нужно землю Кузьмы И других всех этих богатеев!» «Ну, правильно же говорю, мужики, а?» Захар сразу же пошел наперекор Щека у Захара пулей разорвана И зубы оскальны На вид он злее всех «Этот сейчас как завернет!» Подумал сразу Вавила «Видать, злой мужик!» Добр насолили ему А Захар тоненьким тенорком «Ты не кандра Кузьму Ивановича не замай!» «Кузьма перед Богом заступник!» «У новоселов надо бы землю отнять!» «Отчего!» И совсем неожиданно кончил «Нам, мужики, непременно надо большаков держаться Потому у них Ленин не курит И в Бога верует шибко» «Шот ты мелишь, Емеля!» Взорвался чернявый новосел Из Орловской губернии «Мы с тобой на фронте одну вошь кормили У меня на всю семью две десятины на дело» «Да неужто я тебе враг?» «Не про тебя, мой разговор», — смутился Захар «Я про других говорю А другие еще хуже маво маятся!» «Вон даже взять Арона, а? Глянь на него!» «А я вроде не про него и совсем растерянно» «Да вот нашинские мужики сказывают, понаехали российские» «Так жить не в пример плоше стало!» «Мужики поди знают!» «Мне сдается, новоселы тут вроде и ни при чем», — Перебил Захара Савелий «Борода у него растет аж клочьями Будто собаки борду порвали» А по глазам видно Раздумчив Савелий «Я грыжу так Надо правду искать На фронте людишки отовсюду были И никто ее, правду-то, в глаза и не видывал А сход слушал и слушал Якима лесовика «Знамя победное, знамя трехцветное, знамя российское, знамя Христа Вейся трехцветное, вейся победное, кровью крапленое, знамя Христа!» «Ура, ура, ура!» — кричал в восторге Иванюшка тоже «Истина, херувимчик, как райская птица воркует!» «Верно, Ксюшенька?» «Верно, Крестна, верно!» «Егора арестовали! Егора!» — послышали созбужденные голоса И махноногая лошадь уперлась в людскую стену На козлах растерянный солдат А в кашеве связанный Егор Рядом с ним ротмистер Горев А вокруг кашевы десятки разъяренных людей «Притесните ли в колья! Попили нашей кровушки! Хватит!» И Горев тут схватился за револьвер Кашеве протискался ваницкий «Стойте! Стойте!» — закричал он «Гражданин Горев! Что это все значит?» «Везу бунтаря, Аркадий Ларионович!» «В России нет бунтарей!» «В Новой России только свободные граждане!» И шепнул на ухо «В России революция, ротмистер!» «Царя больше нет! Не будьте ослом!» И вновь во весь голос «Именем революции приказываю отдать оружие! Вы арестованы!» «Симеон Устинович! Отведите его в свой дом!» И, наклонившись к развязанному Егору, Приколол к его груди красный бант И даже обнял его «Дорогой мой Егор! Мой товарищ по таежным скитаниям! Ты — последняя жертва этого произвола!» «О, как умело, а!» «Как умело все использовал господин Ваницкий!» «Всех использовал!» «И Устина! И Кузьму! И иконы!» «Все вместе приплел для большего эффекта!» «Прям политтехнолог!» «Ничего не скажешь!» «Правда?» «Как общественным мнением рулит?» «Туда-сюда!» «То, что надо ему, то и делает!» «Вот она, политтехнология!» «Это мое личное мнение!» «А как вы думаете?» «Мне кажется, чтобы никто не возмущался!» «Вот это все и было сделано!» «А кто будет возмущаться, вот так его вот посадят и увезут, как революционера!» «Да и то, мне кажется, этого Егора специально связали, чтобы его этот вот освободил!» «Чтобы прям вот так показательно еще и бант ему прицепил на грудь!» «Вот я такой вот хороший, видите!» «Вот вам и рекламации!» «Вот она, да!» «Черный пиар и белый пиар!» «Тогда таких-то и слов-то и не было!» «Все это делается, как я думаю!» «Все ради золота!» «Чтобы всех под себя подскрести!» «Всех и вся!» «Того же Устина и Кузьму и всех-всех!» «И Ксюша попадет под это все!» «И, так сказать, и без забастовок и без революций!» «Все дела, скажем, одним махом решаются!» «Давно бы так!» «Напишите, что вы думаете!» «Что дальше будет!» «Я вижу это так!» «Ну а на сегодня, ребята, все!» «Услышимся!» «Увидимся уже завтра в 12.00!» «Завтра в 12.00!» «Ставьте будильник!» «Будет у нас продолжение, как обычно!» «А на сегодня хватит!» «На сегодня все!» «Спокойной ночи!» «Полкендова!» «Вот так вот!» «Жизни и судьбы людей в тайге!» «Сегодня у нас аж часть 30-ая уже!» «Почти 30 дней!» «Месяц, да?» «Месяц!» «Завтра будет 31!» «Хе!» «Нормалек!» «В общем, став бедали и слухаем далее!» «Не забываем!» «Не забываем!» «Очень надо это!» «Так что продолжаем на сегодня часть 30-ая!» «И тут Иван Иванович начал уже сердиться!» «Ну ты просто не хочешь понять!» «Уперся как бы перед стенкой!» «Ни вправо тебе, ни влево!» «Ты подними хоть кверху глаза!» «Революция!» «К власти пришел!» «Весь народ пришел к власти!» «Весь!» «Воницкий с Устином, что ли?» «И ты в том числе!» «Дурна твоя башка!» «А какая я же власть, а?» И замолчал. На столе кружки с морковным чаем. Он давно уже остыл. Пользуясь перерывом в споре, лужка налила горячего и сказала приветливо, как могла. «Пейте!» «А то разопреет и станет не сладко!» Но, не получив ответа, отошла к порогу. Присела у печки на чурбачок. «Чай-то заварила!» «О, как старалась!» «Они хоть бы хлебнули хоть бы разок!» «Щурки из бумаги какие наделала?» «Кружево!» «На окно, на полки!» «Сразу в землянке вон как в горнице стало!» «Тоже даже не заметил!» «И аж слеза навернулась у нее!» «Не примете даже, что на каждое утро у него рубашка свежая!» «А ведь их всего-то две!» «Власть! Власть!» Вавило не раздражался. Сидел, подперев голову кулаками, и говорил, будто думал вслух. «Второй день вот ухожу уже!» «Хожу к Ваницкому и к Устину хожу!» «Скажите, когда же начнем уже что-то делать-то?» «А?» «Ведь сна уже на носу вот!» «Надо решать с землей!» «Ни в селе, ни на прииске школы ведь нету!» «А на Устиновском прииске рабочие по колено в холодной воде работают!» «А он мне...» «Имейте терпение!» «Ваницкий отвечает!» «Соберется учредительное собрание, все и решит!» «Вот так и говорит!» «Так какая же власть получается, а?» «Иван Иваныч!» «Дорогой!» «Давайте договоримся хотя бы в одном!» «Ваницкий сволочь!» «М?» «Он избранник народа!» «Вавила!» «Такой же, как и ты!» «И прошу говорить о нем уважительно!» «Но ведь сволочь!» «Что, молчите?» «Так-так...» «Не может быть власти у меня и у него сразу, одновременно!» «Не может!» «Ты хоть убей меня!» «Ну, не бывает такого!» «Умница ты!» «А Петровский?» «Арджоникидзе что?» «Что, они глупее тебя, что ли?» «Ничего не пойму!» «Революция — это святыня Вавила!» «Святыня!» «Таящий в сердце злобу!» «Не имеет права касаться этой святыни!» «Понятно тебе?» А Лужка слушала этот спор и думала... «Все к Вавиле идут!» «Вот и Иван Иванович тоже пришел!» «Управитель!» «Освавила и как на равных!» «Все, видать, неправильно как-то получилось!» «Ой, неправильно!» «Да будь моя власть!» «Я бы Кузьме этому, Устину!» «Не дала б я им людей терзать так!» «Луша!» «И ты понимаешь, как я!» Лужка аж вздрогнула. «Неужто я вслух сказала, Вавилушка?» «Вслух, слух!» «А это и хорошо!» «Иди-ка сюда! Садись с нами рядом!» «Садись, садись!» «Расскажи подробней!» «Ну вот как бы ты поступила?» «А?» «Я?» «Ну что ты! Куда мне?» «Илушка аж покраснела!» «Словно только-только из бани вышла!» «Сорвала с вешалки полушубок и хотела бежать!» «Но Вавила удержал ее и усадил все равно с собой рядом!» «Вот правда не смог добиться ни слова тебе!» «Но сам говорил, обращаясь все больше к ней!» «Я так понимаю, на селе пятьсот хозяйств!» «На прииске двести!» «Всего семьсот получается!» «И два кулака!» «Устин и Кузьма!» «Хм...» «Ну, теперь еще и Ксюша прибавилась!» «Так почему в комитет от семисот только один?» «А кулаков всех сразу гуртом записали!» «Ну, разве же это народная власть?» «А?» «Душа!» «Умело посолила груздочки Матрена!» «Умело!» «С богородской травкой, со зверобоем, с душистым листом таежной смородины!» «Ели гости и не могли нахвалиться!» «Аж хрустело!» «Даже Аркадий Ларионович не находил в груздочках изъяна!» «И очень-очень хвалил!» «Хвалил также и медовое пиво!» «Матрена аж таяла от похвалы!» «Оладушек испробуйте! Оладушек!» «Гостушки дорогие!» «Сама стряпала!» «На коровьем-то масле!» «Конечно, послаще!» «Да ночь ведь пост!» «Так я на кедром сделала!» «Хорошее масло!» «Селантич, налей гостюшкам медовушки-то!» «Так можно поститься, Матрена Родионовна!» «Так-то можно!» «Конечно!» «Честно, можно!» «Иваницкий подставил фарфоровый бокал под пенную струю медовухи!» «Из кухни тащили маковники с медовой подливкой, пироги с сушеной малиной и не весь какими путями сохраненный сотовый мед!» «Кушайте, кушайте, гостюшки дорогие!» «Отчевала Матрена!» «Впервые у нее такие важные гости!» «И она даже терялась!» «То подкладывала гостям угощения на переполненные тарелки, на переполненные сверху!» «То чопорно поджимала губы, краснела, как девка, не знала, как угодить!» «И все, повторяла и повторяла!» «Кушайте, кушайте, гостюшки!» «И вот Ваницкий поднял бокал!» «За здоровье хозяев!» «Устин Силантьевич, то, что я увидел вчера на бывшем Аркадьевском, а теперь Устиновском отводе, примирило меня с потерей!» «Да!» «Но не буду кривить душой!» «Как человеку мне по-прежнему жалко отвод, да!» «Но как патриот, как член Комитета общественного порядка, я искренне рад, что приз попал в хорошие руки!» «Да!» «Еще несколько дней, всего лишь еще несколько дней, и он даст первое золото!» «А это удар по врагам нашего молодого свободного государства!» «Нас предпринимателей рисуют жестокосердными эгоистами!» «А это все ложь!» «Неправда!» «Мы прежде всего патриоты!» «И нужды отчизны ставим превыше всего!» «Превыше всего!» «За наших гостеприимных хозяев!» «За Устина Силантьевича!» «Первого мэра села Рогачева!» «За великую свободную Русь!» «Ура!» «Ура!» «Закричали!» «И Матрена стряхнула украдкой слезу умиление!» «И вновь за свое!» «Кушайте, гостюшки!» «Устин Силантьевич!» «Подливай!» «Подлей-ка!» «Можно!» «Подставил бокал Ротмистер!» «Яким!» «Просим тост!» «Яким улыбнулся и решительно протянул бокал Устину!» «Налейте!» «Я должен выпить еще!» «Вино острит чувство!» «Мысли становятся тоньше, изящнее, и рифмы как-то сами ложатся!» «И стихи рвутся на волю!» «Для поэзии пью!» «Для народа, так сказать!» «Ротмистер!» «Лейте!» «И дайте минуту собрать разбродшиеся мысли!» И тут Яким закрыл глаза и задумался. Ваницкий аж приложил палец губам. «Господа!» «Пока Яким тут сидит, думает, прошу послушать маленький анекдот!» «Царский двор!» «Поздняя-поздняя ночь!» «И в спальню к царице заходит Гришка!» «Гришка Распутин!» «Матрена Родионовна, закройте глазки, чтоб не краснеть!» «Хе-хе!» «Закрыли?» «Вот так вот!» «Тут, знаете, такие пикантности, ну, из песни слова не выкинешь, сами понимаете!» «Заходит, значит, Гришка Распутин, прям в спальню заходит, к царице!» «Аркадий Ларионович, ну, прошу вас!» Иртмистер замял в кулаке салфетку. «Если от меня потребуют, я верой и правдой буду служить революции и свободе. Но я присягал его императорскому величеству и честь августейших особ!» «Для меня священно!» «Я человек военный!» «Вы прежде всего мой арестант!» «Отрезал Ваницкий!» «Но если так, только так, не иначе!» «Но я не злопамятный!» «Да!» «Поэтому поднимаю бокал и давайте чокнемся!» «Интересы революции требуют дружбы, требуют единства!» «Правильно!» «Зачем ссориться?» «Правда, Матрона Родионовна?» «Правда, голубчик, правда!» «В пост ссориться грех!» «Аркадий Ларионович, а я закрыла глаза-то!» «Кого увидел этот, как его, ваш приятель?» «Гришка-то!» «Но Ваницкий так и не успел ответить!» «Поднял руку Яким!» «Послушайте экспромт!» «Равенство, братство, свобода, поэзия!» «Славлю их, плачая, славлю их, грезия!» «Славлю их, видя над Русью родной!» «Поднимем, друзья, эти кубки хрустальные!» «Чокнемся дружно, и пусть и триумфальные песни прольются над нашей землей!» И Ванюшка аж сорвался со стула и как захлопает в ладоши. «Семша, слыхал, как он говорит?» «Будто песню поет!» «Девки городские за ним табуном бегают!» «На заборах пишут, Яким Лисовик — это солнце поэзии!» «Угу, сам видал!» «Дворник сотрет, а ночью опять во весь забор тебе!» «Яким Лисовик — гордость России!» «Во! Во, мужик!» «Чудесно, чудесно!» — аплодировал Ваницкий тоже. Радмистер резко отставил бокал и с укором посмотрел на Якима. «Давно ли славили монарха, Яким Лисовик?» «Да, славил и искренне, Радмистер!» «Я человек, проживший двадцать пять лет ночью, только ночью!» «Я любил жизнь и не знал, что на свете есть солнце, что есть день, потому и славил ночь!» «Искренне наслаждался ее тишиной, ароматом, блеском звезд, а ухань Ефилина считал лучшей из песен!» «Понимаете ли?» «Вот скажите, Радмистер, ну разве ночь не прекрасна? Разве она не достойна тысячи песен?» Но на двадцать шестом году я вдруг впервые увидел зарю. Рассвет. Капли росы на траве. И впервые услышал соловьиную трель. Кто бросит мне упрек, что двадцать пять лет я воспевал только ночь? Кто? Кто запретит мне теперь славить зарю? Рассвет и солнце. «Да, я заблуждался, Радмистер. Но теперь я прозрел. А вы до сих пор заблуждаетесь. Над вами сияет солнце, а вы тоскуете по ночи. И мне искренне жалко вас, Радмистер». Ваницкий зааплодировал. «Браво, Яким! Браво! Браво! Вы превосходнейший агитатор, знаете ли!» «Да!» «Благолепно так сказывает Яким!» «Как наш Кузьма!» Ожумелилась Матрена. «Спасибо, батюшка Аркадий Ларионович, что упредил глаза-то закрыть!» Зажмурившись, куда благолепнее слушать. «А про царицу-то больше не будет!» «Все!» «Вы вроде и не досказали чего!» И Радмистер бросил укоризненный взгляд на Ваницкого. И Ваницкий развел руками. «Мол, про царицу потом это скажу, Матрена Родионовна. Потом!» И захмелевший лесовик ушел в Ванюшкину комнату. Остальных Устин пригласил в кабинет. Кабинетом он очень гордился. Желтые кожаные кресла у стен. У окна письменный стол с массивным прибором черного мрамора. Адвокат выбирал. Сам адвокат. Шкаф с книгами. Тоже адвокат выбирал. Огромная картина в позолоченной раме. Там бурное море. И на нем корабль-корабель. А в углу лампада перед киотом. Устин рассадил гостей и сразу стал оживленней, подвижней. Потирая руки, толкнул под бок Симеона. «Притвори дверь покрепче!» «Вот так!» «А теперь что?» «Станови сюда!» «Станови сюда маленький столик!» «Вот так!» И достал из кармана колоду карт. «А?» «Перекинемся, гостюшки!» «Аркадий Ларионович, присаживайтесь к столу!» «Я не против!» «Ну только ведь пост!» «Это не грех будет, Устин Силантич!» «Ну так, как ведь вам сказать, Аркадий Ларионович?» Оглянулся Устин и посмотрел прямо на иконы. «В священном писании про всякое есть!» «Про всякое пишут!» «А про карты – ни слова!» «Стало быть, карты – не грех!» «Но на всякий случай привычным жестом задернул шторку перед киотом, чтоб не видели!» «Так-так!» «Вот она, философия жизни!» «Грех упрячем в орех, а ядрышко – в рот!» «Да?» «В преферанс перебросимся, да?» – предложил Ротмистер. «Устин Силантич, к тебе гость!» – крикнула из столовой Матрена. «Да отоприте дверь-то! По что закручились там?» Ротмистер приметил, как Ваницкий вздрогнул. «А ну тебя к бесам!» – рявкнул Устин. «Гость-то из банка! Из банка гость!» «Из банку?» «И лицо Устина аж как пылью покрылось!» «Согласно параграфу двадцать один договора, зачитываю его. Если покупатель...» «А покупатель – это вы, господин Рогачев!» «Если покупатель просрочит второй платеж...» «Банку представляется право вступить в управление прииском и наложить арест на все намытое золото до полного погашения долга». «Господин Рогачев, вы можете сейчас же...» «Вы можете сейчас же...» «Немедленно погасить свой долг перед банком?» «У Устина аж мускулы напряглись, задергались...» «Жилваки заиграли на скулах под бородой...» «И она, как рожь в непогоду, аж заходила волнами». «Так на пружине с еще и дед и прадед Устина готовились к встрече смчавшейся с гор лавины. Укращали уроса, жеребца...» «Или смотрели в маленькие злые глаза, ставшего на дыбы медведя...» «И молча смотрели...» «Именно так молчал и Устин...» «Господин Рогачев, ответьте, пожалуйста...» «Сможете вы немедленно погасить свой долг перед банком?» «Напоминал приезжий...» «Кого?» «Устин сторожка оглядел всю столовую...» «Все сидели молча...» «Опустили головы, как на поминках...» «Представитель банка у обеденного стола...» «Не успели убрать еще стол...» «Скартерть вся залита вином и медовухой...» «Обьетки горками на тарелках...» «Господин Ваницкий...» «Ратмистер...» «Симеон...» «Ванюшка...» «На стульях...» «Вдоль стен безмолвные зрители...» «Только одна Матрена стояла...» «Прижавшись спиной к белой печке...» «И он...» «Устин...» «В дверях кабинета...» «Устинушка...» «Родненький...» «Что ж такое деяться-то?» «Один прииск начисто отобрали...» «Теперь и че за второй принялись, что ли?» «Шкуру дерут...» «Ух...» «Варначья кровь...» «Она грозила кулаком представителю банка...» «И шикала на него...» «Как на гуся...» «Погоди, мать...» «Не кудахкай...» «Он отстранил Матрену...» «На основании вышеизложенного...» «Банк уполномачивает меня...» «Приступить к управлению прииском...» «Некредитоспособного должника...» «Устина Силантьевича...» «Рогачёва...» «Закончил представитель банка...» «Как точку поставил...» «Как неспособный...» «Возмутился Устин...» «И одновременно оробел...» «Как оробел год назад перед управляющим господина Ваницкого...» «Точно так же...» «Та же ситуация...» «И снова та же непонятная сила, как схватила за горло...» «И как давит...» «Зачем-то Ваницкий сел...» «Рядом с представителем банка...» «И Устину показалось, что теперь стало аж целых два судьи...» «И горло сдавило вдвойне сильнее...» «Перед глазами замельчишили чёрные точки...» «Как мошкара на покосе...» «Пал Палыч...» «Пристукнул ладонью Ваницкий банковские документы...» «Я не понимаю...» «И решительно осуждаю...» «Скоропалительные...» «Неоправданные действия банка...» «Я видел работы на Устиновском Приске...» «И свидетельствую своим честным словом...» «Через двадцать дней...» «Шахта будет пройдена...» «А вы разоряете дебитора накануне...» «Не даете ему работать...» «Как же он закончит-то шахту-то эту...» «Господин Ваницкий говорил ещё долго...» «Эти незнакомые слова мешали Устину понять...» «Всё, понять...» «То, что он говорил...» «Но самое главное он понял...» «Заступник...» «Брат ты мне...» «Брат...» «И когда Ваницкий перестал говорить...» «В свою очередь...» «Тоже стукнул кулаком по столу...» «Но лёгонько...» «С почтением...» «Правильно всё Аркадий Ларионович обсказал...» «Спасибо ему...» «И Устин поклонился...» «Да ежели в шахту не верите...» «Так после Пасхи я свадьбу...» «Сына играю...» «И Богом дарованный мой снова будет...» «Мой Богом дарованный...» «С него и заплачу...» «Всё, как есть заплачу...» «Но Павел Павлович продолжал невозмутимо читать...» «Кроме задолженности...» «Задолженности за прииск...» «Аркадьевский...» «Покупатель...» «Покупатель это вы, господин Рогачёв...» «Имеет долг перед банком за проданное ему...» «То есть вам, господин Рогачёв...» «За проданное оборудование...» «Ранее принадлежавшее господину Ваницкому...» «И согласно параграфу 24...» «В случае просрочки платежей...» «Означенное всё оборудование...» «Поступает в собственность банка...» «И реализуется им возмещение причинённых убытков...» «Господин Ваницкий...» «Я уполномочен вести переговоры о реализации...» «Поименованного в письме имущества...» «Вы купите оборудование?» «Аркадий Ларионович очень естественно как-то изобразил изумление...» «Я...» «Не...не знаю...» «Это как-то так неожиданно...» «Оно предназначалось для Аркадьевского приз, скажите...» «А приз-то теперь не мой...» «И...» «И тут он резко повысил голос...» «Я считаю бесчеловечным разорять Устина Силантьевича...» «Да ещё накануне пуска его первой шахты...» «Как так-то?» «Я не могу допустить этого как человек...» «Как член комитета общественного порядка...» «Я буду протестовать...» «Сколько есть сил буду...» «И если уж мой протест не поможет...» «То, конечно...» «Выручу Устина Силантьевича...» «Но...» «Сами понимаете...» «За половинную цену...» «Не обессудьте...» «За половинную?» «Да ведь оно же ведь ещё всё в ящиках...» «Да...» «Оно ещё всё в ящиках...» И Устин взмахнул руками и безвольно опустил их... «Не находя больше слов...» «Подождите...» «Павел Павлович встал...» «И прошёлся по комнате...» «Я тоже не понимаю...» «Аркадий Ларионович...» «Почему за половинную цену?» «Ведь это оборудование необходимо для других ваших приисков...» «Устин Силантьевич затратил на перевозку его в несколько раз больше ведь...» «Чем стоит само оборудование...» «Ведь так?» «И банк полагал, что вы возместите хотя бы...» «Хотя бы часть стоимости перевозок...» «Ну и дадите тысяч триста...» «Попрошу, прошу, сударь мой...» «Без нотаций...» «Устин Силантьевич, не бойтесь...» «Я защищу вас...» «Я докажу банку несуразность его политики...» «Хотя бы уж потому, что с вас он получит за оборудование полностью...» «А с меня... половину...» «Да-с...» «Половину...» «И ни копейкой больше...» «Прошу, Пал Палыч...» «Написать об этом прямо в направлении банка...» «Ведь не повезет же банк все это железо обратно в город...» «Не повезет же ж...» «Платя за провоз в три...» «В три раза дороже, чем стоит само это оборудование...» «Да кому оно черта сдалось...» «Одни перевозки стоят сколько...» «А вы, Матрёна Родионовна, угостите Пал Палыча...» «Угостите медовухой...» «И сообразите чайку...» «Это, знаете ли, в банковских операциях очень даже помогает...» «Ну а мне пора начернать сборы в дорогу...» «Итак, не забудь, Пал Палыч...» «Плачу только половину...» «Не больше...» «Вовсе не надо продавать оборудование...» «Уговаривал Устин...» «Через двадцать день я шахту добью...» «Добью...» «Так золото у меня станет... засыпешься...» «А Аркадий Ларионовича уже не интересовало дальнейшее развитие событий...» «И он пошел за Якимом...» «А господин Ваницкий действительно был прав...» «За чаем...» «Да за пирогами...» «За медовухой...» «Павел Павлович...» «Понемногу...» «Так и оттаял...» «Не грозился уже параграфами...» «И даже согласился не накладывать сразу арест на прииск...» «Но когда Яким Лесовик поднял тост за свободу...» «У Павла Павловича медовуха плеснулась из бокала...» «Свобода?» «Господа...» «Вы даже не представляете себе, что творится там в городе у нас...» «Да это просто уму непостижимо...» «Перед моим отъездом приходят в банк два вооруженных босяка...» «С какого-то там завода...» «И приносят требование...» «Выдать...» «Выдать им...» «Пять тысяч рублей...» «На нужды советов...» «Черт знает каких там депутатов...» «Да...» «Иваницкий тоже поставил бокал...» «Советы?» «А кто их вообще сейчас всерьез принимает?» «Тешится...» «Тешится...» «Заместитель председателя какой-то полуграмотный деповский слесарь...» «Я знаю его...» «Он у меня сейф скрывал...» «Когда я потерял где-то ключ...» «Так вот...» «Этот милейший слесаришка и подписал требование на деньги...» «Да...» «И что...» «Ему отказали?» «Натурально...» «Но тогда он явился сам...» «И арестовал управляющего банком...» «Ротмистер аж подавился глотком медоухи...» «И зажимая рот...» «Боже...» «Куда же мы едем?» «Надеюсь, его хоть освободили?» «Натурально...» «Вмешался комитет общественного порядка...» «И полиция...» «Значит, полиция еще функционирует...» «Обрадовался ротмистер...» «Ну, как вам сказать...» «Полицмейстер бежал...» «Сбежал...» «Губернатор сбежал...» «Жандармский полковник тоже сбежал...» «Аустин уже не слушал этих разговоров...» «Боль в груди понемногу утихала...» «Словно зверь разжимал свои лапы...» «И когти его медленно-медленно выходили из сердца...» «Ой, спасибо хоть господину Ваницкому...» «Помог все же...» «А тут Бог даст...» «А Бог даст...» «Медовуха проймет Павел Павловича...» «Сидел и думал Устин...» «Хоть тему сменили...» «Да...» «В полиции кого-то выбирают...» «Продолжал возмущаться Павел Павлович...» «Оно даже не полиция...» «Эх...» «И Павел Павлович пощелкал пальцами...» «Милиция...» «Посказал Ваницкий...» «Во-во...» «Ничего не поймешь...» «Тут необходима твердая власть...» «Ой, как необходимо...» «Чтобы из этих советов, комитетов, этих комиссаров...» «Аж перья полетели...» «Павел Павлович, потише...» «Крикнул Ваницкий...» «Я понимаю ваше возмущение...» «Но я сам член комитета...» «Сам эмиссар...» «А твердая рука будет...» «Будет, Павел Павлович...» «В этом я вам ручаюсь...» «За свободу, друзья...» «Чистую, прекрасную...» «Без советов этих депутатов...» «В столовую боком протиснулся приказчик Устина...» «И поманил Симеона...» «Господи, с людями-то поговорить не дают...» «Завздыхала Матрена...» «Семша, иди к столу...» «Чай стынет...» «А приказчику так и скажи...» «Чтоб не смел входить без спроса...» «Куда ему дорога заказана...» «Чтоб не смел...» «Да подожди ты, мать...» «И вернулся растерянный и крикнул еще от порога...» «На Богом дарованном сход...» «Садитесь, Симеон Устинович...» «Потянул его за рукав Павел Павлович...» «Эко не видали...» «Сход вы бы в городе посмотрели...» «Там у каждых ворот сейчас сход...» «А на каждом углу митинах...» «Две кухарки встретятся на базаре...» «И сразу одна из них председатель...» «Все...» «А вторая — оратор...» Иваницкий весело рассмеялся... «Сядьте, Симеон Устинович...» «И радуйтесь вместе с нами... «Что народ, молчавший тысячу лет...» «Запуганный весь, забитый народ...» «Наконец-то вот, наконец-то заговорил...» «Пусть митингует...» «Пусть в нем пробуждается гражданственность...» «Государственное самосознание...» «Это совершенно необходимо новой России...» «Та садитесь же вы на конец...» «Булен стынет...» «Симеон не мог успокоиться...» «Наклонившись к отцу, хотел шепнуть ему на ухо...» «Но прохрепел на всю столовую...» «Да они там артель устраивают...» «Богом дарованный забрали...» «Пишут какие-то письма на соседние прииски...» «Устин...» «Бросив на стол надкусанный пирожок...» «Чуть прищурившись...» «Ждал, что скажет Павел Павлович...» «И господин Ваницкий...» «Шуточки шутят...» «И вышел из-за стола...» «Артель?» «Стоит только поблажку дать, и завтра будет артель на Софийском...» «А послезавтра на Баянкуле...» «А потом и на Зацепе тоже...» «И решительно повернулся...» «И торопливо пошел к двери...» «Я, как член комитета общественного порядка...» «Должен пресечь это беззаконие...» «Ротмистер...» «Едем на Богом дарованный...» «А я арестован...» «Сейчас мне не до шуток...» «Заберите свой револьвер...» «Он у меня в портфеле...» «Да и шевелитесь быстрей...» «Но вы говорили, что в России теперь нет политических бунтовщиков...» «Перестаньте, ротмистер, придираться к словам...» «Тут вам не политика...» «Тут просто-напросто воровство...» «Понятно вам...» «Нарушается священный принцип частной собственности...» «А это...» «Это нож в спину революции...» «И поймите, ротмистер...» «Сейчас на сотни верст вокруг...» «Вокруг нас ни полицейского...» «Ни земского начальника нету...» «Ничего, ничего...» «К чему мы привыкли...» «Мы двое...» «Единственные представители власти здесь...» «Вот чего...» «Очень болели распухшая челюсть и сломанный зуб...» «А в ухо будто тараканы залезли...» «И копошились там...» «Ползли...» «И кусали...» «Егор сидел на топчане, поддерживая ладонью распухшую щеку...» «Качался, как Ванька-встанька...» «И тихо постановал...» «Он в землянке один...» «Даже капка с Петюшкой убежали на митинг...» «Да Бутина трижды проклята эта свобода...» «Ругался Егор...» «Еще раз так по морде ослабонят...» «Так вон и хлеб кусать нечем будет...» «Во-во...» «И совал палец в рот...» «Щупал шатавшийся зуб...» «И съежившись от боли...» «Вскрикивал...» «Ой...» «И на кой ляд мне такая свобода, а?» «Мне хлеба поболи...» «Мне Петюшку грамоте научить...» «А свобода я и сам с кем поделюсь...» «Вон она...» «Тайга-матушка...» «Иди куда хочешь...» «Только есть чё будешь...» «А?» «И тут распахнулась дверь...» «И капка с Оленькой с порога закричали...» «Папаня... Папаня...» «Тебя куда-то выбрали...» «Отчупись...» «То не валенком ещё...» «Не то валенком запущу...» «И девчонки исчезли...» «Но скоро капка снова прибежала...» «Маманя послала сказать...» «Что господин Ваницкий приехал...» «И все в контору побегли...» «Все...» «Станут рядить про новую жизнь...» «И опять убежала...» «И только тут Егор закряхтел...» «Засуетился...» «Бой вроде бы сразу приутихла...» «Натянул на плечи рваный полушубок...» «Получше...» «А графена надела...» «На голову шапчёнку с полуоторванным ухом...» «А лучше было...» «Да то на капке...» «Всегда норовит в отцовском пощеголять...» «Обвязав больную щёку платком поверх шапки...» «Концы торчали, как зайчьи уши...» «И вышел на улицу...» «В конторе собрались приискатели...» «Сидели на подоконниках...» «На корточках на полу...» «И толпились в коридоре...» «Ваницкого не было...» «Он с Ванюшкой и Ксюшей ходил возле шахты...» «Возле шурфа...» «Возле промывальных приборов...» «И критически всё осматривал...» «Осмотрел и копай город...» «Как в шутку называли приискатели своей землянки...» «Копай город...» «Взвешивал...» «Прикидывал...» «Что-то записывал...» «Расспрашивал...» «Сколько намывают золото за смену...» «И за месяц в целом...» «Потирал руки...» «Словно сам вымыл их...» «И говорит...» «Надо знать, как соседы здесь живут...» «Ну вот что, друзья...» «Положитесь целиком на меня...» «Сядьте в уголок и молчите...» «А то испортите всю обеднюю...» «Войдя в контору...» «Аркадий Ларионович сразу же почувствовал...» «Что у приискателей настроения приподнятые...» «Сбросил шубу у самой двери...» «И пошёл...» «Приветливо улыбаясь...» «Ба...» «Да тут у меня половина друзей...» «Здравствуй, Егор...» «Здравствуй...» «И крепко обнял...» «Пожал руку Егора...» «Как жена...» «Как ребятишки...» «А я соскучился по тебе...» «Помнишь, как бывало мы с тобой...» «Зальёмся в тайгу на недельку...» «На рябчиков...» «Или там на кос...» «Да...» «И соскучился я по байкам твоим...» «А дядя Жура...» «Здорово...» «А ну, давай твою лапу...» «Ещё не женился...» «Ну, смотри...» «Будешь в свадьбу играть...» «Я наипервейший гость...» «Не забывай...» «Протискиваясь с столу, господин Ваницкий балагурил...» «А сам из-под лоб я наблюдал за всеми приискателями...» «Особенно за теми, что сидели возле стола...» «Естественно полагая, что это и есть зачинщики...» «И тут поднялся Вавила...» «Тише, товарищи...» «Раз представитель новой власти пришёл...» «Собрание считаю открытым...» «Аркадий Ларионович протестующе замахал руками...» «Никаких собраний...» «Никаких протоколов...» «У меня здесь много друзей...» «И будет просто дружеский разговор...» «И помолчал...» «Вздохнул...» «Друзья мои...» «А вы меня огорчили, знаете ли...» «У вас были какие-то думки о самоуправлении...» «Рядом в селе находится же ведь представитель новой власти...» «Пришли бы к нему...» «Поговорили...» «Всё обговорили бы...» «А вы тут с бухты-барахты...» «Не подумав...» «Не подготовив вопросов...» «Всё...» «Всё на митинг...» «А это самоуправство, друзья мои...» «А свобода прежде всего...» «Строжайший порядок...» «Иваницкий пристально смотрел в глаза...» «То одному приискателю...» «То другому...» «И те действительно как будто стыдились от этого...» «Пристыживал их этот взгляд...» «Будто выговаривал каждому...» «Лично...» «Видел, что опускаются головы...» «Опускаются...» «А внутри...» «Торжествовал...» «И тут Вавила почувствовал...» «Перелом в настроении товарищей...» «Ещё немного...» «И начнут прощения просить...» «Да...» «И он решительно встал...» «И перебил Ваницкого...» «Никакого самоуправства...» «Гражданин представитель...» «Мы обсудили здесь устав артели...» «Написали протокол собрания...» «И выбрали к вам делегацию...» «Большинство посчитало, что устав надо у вас твердить...» «У вас именно утвердить...» «Но раз вы приехали уже сами...» «Вот и просим прочесть его...» «И утвердить...» «Всё же по закону, товарищи...» «Всё...» «А как же иначе...» «И тут Ваницкий почувствовал, что были всё-таки споры...» «И решил найти союзников...» «Гражданин Вавила...» «Мне говорили, что совсем недавно вы были противником артели...» «Да...» «Надеюсь, ваши убеждения не изменились...» «Нет...» «Но изменилась обстановка, гражданин Ваницкий...» «При царе говорить про артель...» «Это значило дразнить полицию и подставлять товарищей под удар...» «Вавила прощупывал и для себя прояснял обстановку...» «И не спускал глаз Ваницкого...» «А теперь у нас свобода...» «И свободные люди...» «Могут свободно выражать своё мнение...» «Так ведь, гражданин Ваницкий...» «Но Ваницкий уклонился от ответа...» «Приметив замешательство Ваницкого...» «Одёрнув гимнастёрку...» «Протянул тетрадь...» «Вот устав...» «Мы просим прочесть его...» «И утвердить...» «Так сказать, узаконить нашу артель...» «Очень хорошо...» «Я доложу об этом в комитете...» «До решения комитета, я полагаю...» «Всё остаётся по-прежнему...» «Так ведь...» «И быстро повернулся к Егору...» «Конец...» «Всему делу Венец...» «Не напоишь ли по старой дружбе чайком...» «А?» «Господи, до милости просим...» «И вокруг все одобрительно зашумели...» «Видал...» «Новая власть не брезгует нашим братом...» «И Вавила повысил голос...» «Гражданин Ваницкий...» «Мы настойчиво просим сейчас же прочесть устав...» «Дело не терпит...» «Устав велик...» «Я просто боюсь задерживать вас...» «Ничего...» «Мы подождём...» «Ну, как, товарищи...» «Подождём ведь...» «Подождём...» «Подождём...» «Егор протиснулся к двери...» «И остановился в недоумении...» «Как же это получается...» «Ваницкий, значит, говорит...» «Всё правильно...» «Вавила зачнёт напоперёк воротить...» «Так тоже вроде бы верно получается...» «Хм...» «Шо ж ты такое-то...» «И так, и так...» «И всё вроде правильно...» «И чайком попоить господина Ваницкого тоже хорошо бы...» «А чтобы устав сейчас утвердить...» «Ещё того лучше...» «Так мы и подождём, гражданин Ваницкий...» «Напирал Вавила...» «Вы же назвали себя слугой народа...» «Уж потрудитесь, пожалуйста, для него...» «Ваницкий покачал головой...» «Я утвердить не могу...» «Я просто не имею на то полномочий...» «И усмехнулся...» «Ага...» «Обороняться начинаю...» «Начинаю...» «А тогда чего вы обижались, что мы не пришли за вами в село?» «Но я могу дать совет...» «Так мы и просим совета...» «На наши митинги избраны ходоки в город...» «А вы прочтите устав...» «И дайте нам совет...» «Пожалуйста...» «Напишите, с чем согласны, с чем нет...» «Вот это и будет...» «Большая ваша помощь...» «Правильно я говорю, товарищи?» «Правильно, всё правильно...» «Всё верно...» «Присаживайтесь к столу...» «Тут будет удобней...» В каждом жесте Вавилы, в том, как он преувеличенно вежливо пододвинул лампу и стул, в его голосе и словах Ваницкий чувствовал торжество и издёвку... И, прикусив губу, Аркадий Ларионович сел у стола... Развернул тетрадь, исписанную чётким почерком Ивана Ивановича... И стал читать... И чем больше он читал, тем больше озлоблялся... «Да это же коммуна, чёрт их подери...» «Надо к чему-то придраться... Утопить всё это в споре...» «А у вас тут не всё ясно с системой управления, Артелью...» «Да, неясны взаимоотношения с хозяйкой...» И Вавила громко, чтоб все слышали... Объяснил, как они думают организовать управление... А Егор слушал, слушал... И неожиданно для себя... Для себя самого он перебил... «Помолчи, малость... Я слово скажу...» И сдёрнул по привычке с головы шапку... И замял её в руках... «Ребята... Да что Вавила сказывать? Как робить да что?» «Неужто в Артели Лодры какой объявится?» «Не в жизнь!» «Мы же за неё... За Артель!» «Во!» И показал распухшую щеку и выбитый зуб... «А другие и вовсе жизнь за неё положили!» «Так неужто какой-нибудь супостать Лодрыц думает, а?» «Да я его сам...» И как затопчет ногами... Затопал ногами Егор... Будто втаптывал в грязь этого супостата... «Нет, Вавила... Ежели и придётся за чем досматривать... Так разве только с работы домой загонять?» «Для себя ж робить-то будем... Для себя...» «Ребята... Надо б нам вот о чём потолковать... Нам школу бы надобно... Чтоб сарни нашей грамоты удалить... Вот чего... Ежели есть которые супротив школы... Так поясню... Я и сам-то неграмотный вовсе... Я так понимаю... Что без школы... Никак нельзя...» «Верно, Егор сказал... Верно!» Все закричали вокруг... Иваницкий горячо поддержал Егора... «Мне кажется, у тебя, Егор, очень дельное предложение...» «Давайте обсудим... Вопрос о школе...» «О частности потом...» «Прежде всего, ответьте... Согласны вы с нашим уставом... С нашей артелью?» «Допустим... Но тут изложено в такой форме... Всё... Всё изложено тут... Тут требуется... Редакция... Нарушив форму, вы можете погубить... Всё существо... Понимаете ли?» «Надо всё детальным образом обсудить... И обсудить в комитете...» «Тут гражданин Ваницкий, по-моему, прав...» Вмешался Иван Иваныч... «Свобода — это прежде всего порядок... Действительно...» «Золотые слова...» «Обрадовался поддержке Ваницкий...» «Гражданин Ваницкий говорил, что комитет общественного порядка прислушивается к нашему голосу...» «Непременно, конечно... Непременно...» «Иваницкий повысил голос, чтоб все слышали...» «Иван Иваныч сед...» «Он много видел...» «Давайте послушаем бывалого человека...» «Он много знает...» «И правильно понимает всю обстановку в России...» «Да, мне кажется, понимаю...» «Товарищи...» «Поможем комитету общественного порядка услышать подлинный голос народа...» «Напишем письма на соседние прииски...» «На заводы...» «На шахты...» «Расскажем им о нашем намерении организовать артель...» «Пошлем свой устав...» «Пусть рабочие обсудят его...» «И сообщат комитету...» «Свои решения...» «От про хвост как закрутил, а?» «Подумал Ваницкий и аж сжал кулаки...» «Но выдавил из себя доброжелательную улыбку...» «Да, этот Ваницкий еще тот политикан...» «Как это сейчас называется...» «Политикан...» «Технолог, да?» «Как говорится...» «Одно в уме, одно пишем, да?» «Вот у него так...» «Точно так же...» «На шаг...» «На два...» «На три...» «Вперед думает...» «Крутит, как ему надо...» «Як кит наглени...» «Ага...» «И даже мне кажется, ребята...» «Что он все это предусматривал...» «По поводу с этим оборудованием...» «Когда договаривался с Устином...» «Не зря...» «Он так все...» «Быстро ему отдал...» «А он это все, мне кажется, наперед планировал...» «Что все именно так и произойдет...» «Тот заплатит и за доставку в три...» «Дорого...» «И банк не будет забирать, потому что это в три...» «Дорого...» «Это уже будет даже дороже этого оборудования...» «И он его за половину...» «Хоп...» «И заберет...» «Все...» «Вот тебе...» «Все пазлы сложились...» «Вот такой вот он, господин Ваницкий...» «Политик...» «Политикан...» «Действительно...» «Используют народ как могут...» «Всеми способами...» «Что сейчас в мире и творится...» «А на сегодня, ребята, у нас все...» «Услышимся уже завтра...» «Так что...» «На сегодня все...» «Услышимся завтра в 12...» «Покедва...» «Пишите ваши комменты...» «Заключенные в тайге...» «Часть 31...» «На сегодня...» «31...» «Почти...» «Больше месяца...» «Уже его...» «Фигачим...» «Да...» «Уже месяц читаем...» «Смотри...» «Какой...» «Длинный рассказ...» «А что самое интересное, ребята...» «Мы даже не прошли...» «Что даже половины...» «Что даже третьей части...» «Не прошли...» «Вот чего...» «Так что...» «Это такой баян...» «Ты что...» «Растянули мы...» «Не знаю...» «Год читать будем...» «Ладно, ребята...» «Продолжаем сегодня...» «Ставим педали...» «И только тогда слухаем...» «Как обычно...» «Вы что знаете...» «Поставили пендаль снизу...» «Все...» «Перчатка синенькая...» «Все...» «Як мои буты...» «Кнышка пыше...» «А сегодня продолжаем...» «Тридцать первой части...» «Да...» «Мне кажется...» «Понимаю...» «Товарищи...» «Поможем комитету общественного порядка...» «Услышать подлинный голос народа...» «Напишем письма на соседние прииски...» «На заводы...» «На шахты напишем...» «В конце концов...» «Расскажем им о нашем намерении организовать артель...» «Пошлем свой устав...» «Пусть рабочие обсудят его...» «И сообщат комитету...» «Свои решения...» «Вот прохвост...» «Он как закрутил, а...» «Господин Ваницкий...» «Ожжал кулаки...» «Но выдавил из себя...» «Доброжелательную улыбку...» «Друзья мои...» «Вполне достаточно одного вашего обращения...» «Такие письма решительно...» «Ни к чему...» «Ни к чему все это...» «Нужны эти письма...» «И Вавила наклонился к Ивану Ивановичу...» «Так и пишите в протокол...» «Послать письма на прииски и на заводы...» «Правильно, товарищи?» «Правильно...» «Пусть везде будут артели...» «Все закричали в комнате и даже в прихожей...» «Иваницкий еще раз попробовал шутиться...» «Друзья...» «Торопливость тут не нужна...» «Она нужна только лишь при ловле блох...» «По что же не меня-то не спросят, а?» «Словно после мертвой манатки делят...» «М?» «Ксюша думала и даже обиделась от этого...» «А тут Ванюшка вскочил и выкрикнул...» «А нечего комитету писать...» «Я не отдаю прииска...» «И все тут...» «И приискатели все зашумели...» «Как не отдаешь...» «Да кто тебя спросит...» «Сударь...» «Зашикал на Ванюшку Аркадий Иларионович...» «Здесь решаются государственные дела...» «А вы...» «Сядьте, я вам говорю...» «Не сяду...» «Грабят...» «По миру пускают...» «А я что, сиди?» «Да кто тебя грабит, Ванюшка, а?» «Поднялся Егор...» «Ксюшеньку мы не обидим...» «Мы же так в уставе и записали...» «Каждый артельщик будет получать один пай...» «А Ксюшенька...» «Пять паев...» «Будет рабить с нами...» «Как все...» «Так и шесть паев получит...» «Неужто мы, Ксюшенька, без понятия...» «Мы ж тебя любим...» «А Ванюшка твой рабить будет...» «Так и ему пай...» «На семь паев заживете, как и царь не жил...» «Ну, право ж ведь...» «А ты откуда знаешь, сколько мне денег надобно?» «Плевал я на ваши паи...» «Я хозяин...» «И отдай мне мое...» «Вынь да положь...» «Хозяин...» «А янь-то мой не хош...» Старуха-проискательница повернула спиной к Ванюшке... И, нагнувшись, похлопала ладонью пониже спины... «Вот так их...» «Хохотали все вокруг...» «Пиши, Иванович, письма на соседские прииски...» «А Ксюха, ежели пять паев мало...» «Так ничего вообще не получит...» «Товарищи, товарищи...» «Тише, тише...» «У меня вопрос к гражданину Ваницкому...» «Да тише вы же...» «Тише...» «И наступила тишина...» «Тогда Вавила, положив руки на устав, сказал громко, раздельно...» «Чтоб поняли все...» «Гражданин представитель новой народной власти...» «Вы сделали по уставу отдельные замечания...» «А скажите, есть там хотя бы один единственный пункт, с которым вы были бы не согласны...» «Ну или согласны...» «С каким вы согласны...» «А как же...» «Конечно...» «Я вам потом сообщу...» «Нет, нет, скажите прямо сейчас...» «Прямо сейчас...» «С чем вы согласны...» «Все ждали ответа...» «Тишина...» «Приискатели поднялись с пола и подались вперед к столу...» «Где стоял Вавила и против него господин Ваницкий...» «Стояли как два борца...» «Измеряя глазами друг друга...» «Сказать, что согласен в принципе...» «Так это ж скандал...» «На комитете потом не отчитаешься...» «Завтра артель перекинется на мой прииск...» «Угу...» «Как пить дать...» «А согласиться с какой-то частностью...» «Так это выдать себя...» «Так еще на смех поднимут...» «Так и не дождавшись ответа...» «Вавила выпрямился...» «Уперся в стол кулаками...» «Потом, подавшись вперед...» «Проговорил очень тихо...» «Но как-то особенно убедительно...» «Товарищи...» «Господин представитель новой власти...» «Не может сказать...» «С чем он согласен в нашем уставе...» «Не может...» «Потому что он ни с чем не согласен...» «А это ж...» «Это ж ведь наша жизнь...» «Правильно?» «Правильно...» «Правильно, говорит...» «Значит, он с самой жизнью нашей не согласен...» «Вот что получается...» «Ну вот и решайте сами...» «Какая это новая власть...» «Господин Ваницкий...» «Давайте говорить напрямик...» «Вы капиталист...» «Вы боитесь, что ваши рабочие не организовали артель...» «На ваших приисках...» «И выходит, что нам с вами не по пути...» «После отъезда Ваницкого...» «Вавила попросил остаться членов рабочего комитета...» «Товарищи...» «В ближайшие дни никто не должен ночевать дома...» «Никто...» «Блаш...» «Возмутился Иван Иванович...» «Ты что, думаешь, нас всех арестуют?» «Бережливого Бог бережет...» «О чем ты говоришь, Вавила?» «Свобода...» «Революция...» Ваницкий сам своими руками освободил Егора из-под ареста... «И сказал, что это последняя жертва тирании...» «Сам же видел...» «Я лично ночую дома...» «А ты как хочешь...» «Все же как ни крути, Вавила...» «Ответил Егор, надевая шапку...» «А Аркадий Ларионович... «Душевный человек...» «Я его давно знаю...» По дороге в село Ваницкий долго молчал... «Обдумывал все...» «Сказанное...» «Потом повернулся к родмистру Гореву...» «Я дам вам понятых...» «И приказываю именем революции...» «Арестовать...» «Арестовать всех этих бунтовщиков...» «А списки я передам вам в селе...» «По списочку будет...» «Устина очень стесняла присутствие в доме представителя банка...» «Так получается и не поймешь...» «Кто теперь дома хозяин...» «Маленький сухонький Павел Павлович пересчитывал лошадей в конюшне...» «Хлеб в амбарах...» «Дрова в лесосеке...» «Несколько вечеров щелкал на счетах в кабинете Устина...» «А домашние ходили на цыпочках...» «Говорили в полголоса...» «Словно в доме покойник...» «И вот, закончив все свои подсчеты...» «Он позвал Устина...» «Устин Силантьевич...» «Всего вашего описанного имущества...» «Не хватит покрыть и десятую долю долга...» «Не хватит...» «Лицо у него еще больше сморшилось...» «Складки собрались на щеках...» «Под глазами...» «На переносице...» «Будто Павел Павлович...» «Собрался чихнуть...» «Под какое же обеспечение вы изволили брать в банке суду?» «Как же так вышло-то?» «А?» «Ну, не под сено же... «А под золото...» «Насупец пробасил Устин...» «А где оно, то самое золото...» «Хотел бы я знать...» «Как где?» «В шахте...» «В шахте?» «Почему вы хитрите?» «Почему же даете из шахты не золото, а какие-то пустые торфы?» «Упал Павлович...» «Я ж тебе объяснял...» «Шахта еще не добита...» «Нехотя ответил Устин...» «Вот-вот только добью...» «А банку нет до этого дела...» «Добудьте необходимое золото...» «И рассчитайтесь...» «И поскорее, пожалуйста...» «Я могу ждать не больше десяти дней...» «Теперь Павел Павлович...» «Днем...» «Или спал...» «Или взяв ружье...» «Бродил по окрестностям...» «Промышляя рябчиков...» «А вечерами, когда Устин приезжал с Приска...» «Они обедали...» «Вместе...» «Под медовое пиво...» «Потом уходили в кабинет...» «И садились за карты...» «Углубление шахты шло успешно...» «И к Устину возвращалась уверенность и спокойствие...» «Вот оно...» «Вот оно...» «На чем-то намотано...» «Вот оно...» «Тишина и спокойствие...» «Только бы добить...» «А пиво и карты создавали душевный контакт...» «С представителем банку...» «Оба играли азартно...» «Хлопали картами так, что ж пламя в лампе вздрагивало...» «И в стекле кружились золотистые искры...» «На Устин скрытный...» «Расчетливый...» «Хитер-бобер...» «А у Павла Павловича не лицо, а открытая книга...» «Все на лбу написано...» «Маленькое только сомнение...» «Все...» «Сразу же у него хмурятся брови...» «Большое...» «Лоб бороздят глубокие морщины...» «Если большое сомнение...» «Все...» «Сразу лоб бороздами покрытый...» «А если удачная карта...» «Все...» «Сразу видно...» «Глаза заблестели...» «Все...» «Все видно...» «Читабельный у меня Павл Павлович...» «Как книжку читаю...» «Посмотрит Устину кратко в лицо партнера...» «И все...» «И сразу же видит все карты...» «Но гневить представителя банка ему нет никакого расчета...» «И выиграв, он начинал ловчить...» «Давал партнеру сорвать крупный куш...» «Потом обдирал его снова...» «К концу игры непременно оставлял Павл Павловичу...» «Небольшой маленький выигрыш...» «И снисходительно улыбаясь...» «Смотрел, как тот довольный...» «Довольный...» «Прячет деньги в бумажничек...» «О, как наши играют...» «Хлопал по карману Павл Павлович...» «И начинал рассказывать про разные банковские дела...» «Речь русская...» «Но ничего не понятно, Устину...» «Ни черта не понятно...» «Какие-то депоненты...» «Дебиты...» «Хредиты...» «Черт его разберешь...» «И снова Устин проникался к Павлу Павловичу...» «С глубоким почтением...» «За такой вот игрой их и застал...» «Симеонов гонец...» «Именно так...» «Постучал в запертую дверь кабинета...» «Хозяин...» «Хозяин...» «Дошли...» «Дошли до золотоносных песков...» «Ну, наконец-то...» «Бросив карты, перекрестился Устин...» «И велел Ванюшке...» «Бери ружье...» «И дуй на прииск пески охранять...» «Скажи там, Семше...» «Чтоб сам глаз с песков не спускал...» «И пускай бьют шахту всю ночь...» «Всю ночь нехай бьют...» «А мы поутру подъедем...» «По Примороску...» «Мы подъедем...» «Песков-то должно быть не толсто...» «К вечеру...» «К вечеру Бог даст, добьем...» «Устин в эту ночь не спал...» «Всё...» «Как слезало...» «Ходил по дому...» «Умывался несколько раз...» «И всё никак не мог успокоиться...» «Ну, конечно...» «Такое-то дело...» «Несколько месяцев он ждал этого известия...» «Несколько месяцев...» «Устинушка, родненький...» «Что так маешься...» «Да ладно, всё будет...» «Ложись уже...» «Ложись...» «Надо оно тебе...» «Утро вечера мудренее...» «Но Устин...» «Ходил и молчал...» «Хошь, погадаю тебе...» «Не дождавшись ответа...» «Матрёна вылезла из постели...» «Набросила шаль...» «И кряхтя прошла в сене...» «Вернулась с поленом...» «Смотри, Устинушка...» «Как и мне досталось...» «Ровная...» «Гладкая...» «Без сучочков...» «Так что...» «Счастье тебе будет завтра...» «Счастье...» «И удача...» «Ента я и без тебя знаю...» «Ты мне лучше скажи...» «Сколь его будет...» «Счастье-то этого...» «Чтоб оно меня аж привалило...» «Счастье ента...» «За сколь день с банком я могу рассчитаться...» «За сколько дней...» «Полена ты...» «Счастье...» «Тоже мне придумало...» «И хотел выругать Матрену...» «Но неожиданно для себя похлопал ее по спине...» «И ущипнул даже...» «За тугое плечо...» «И прозрачная дымка затянула глаза Матрены...» «Устинушка...» «Родненький...» «И прижалась к его груди...» «Как давно ждала этой ласки Матрена...» «Как давно...» «А таежная дорога вьется...» «Виляет...» «Кружляет...» «Точно так же, как у Стинова жизнь...» «Дошла до скалы...» «Все...» «Свернула в сторону...» «И змеясь между пихт...» «Спустилась в ложок...» «И синей ленточкой...» «Проструилась по руслу...» «И снова в сторону...» «Опять на хребет...» «К своей заветной цели...» «Тони...» «Стучали подковы по крепкому утреннему чарыму...» «Поскрипывали полозья расписной кашевы...» «Розовая заря висела над громадами заснеженных гольцов...» «На душе Устина...» «Сегодня пра-а-а-а-зник...» Откинув воротник тулупа, подставляя морозному ветру лицо, он повернулся к Пал Палычу и сказал вроде негромко, но на морозе каждое слово аж звенит. — Так-то оно. Сегодня, Пал Палыч, плачу первый взнос твоему банку. Месяц пройдет, ну, два от силы, и начисто рассчитаюсь я. — А тогда приезжайте ко мне уже летом. Паровую машину на шахте поставлю. Едешь такой тайвой, а она — гу-гу-гу-гу-гу-гу. — Откуда в тайге гудок? — Это Устинова шахта гудит, гу-гукает. — Я дом каменный буду строить. Навечно. Так, чтоб навеки вечные. А по-другому не умею. На богом дарованный тоже машину куплю. — А сколь, Пал Палыч, в банке-то тебе там платят, а? — Ну, скажи, тысячу триста. — Это в месяц? В год. — Хм. Нежерно будет. И сразу на «ты», как будто младшему. — А ты это... А переходи ко мне, а? — Я тебе вдвое буду платить. На два множь. — Мне нужен такой человек, чтоб все банковские махинации знал. — Всё, чтоб знал. — Дом тебе построю. Точно такой же каменный, если хочешь. Чтоб на века. — Лошадей подарю. — Ну? По рукам? — Я подумаю. — Ну, думай, думай. Да только поскорей думай. — Я шибко ждать не люблю. — Эй, не как Сёмша уже там и мыть начал? — Шуешь? — О-о-о. Молодец. Молодец, парень. Знает, что робить. Гусёвка развернулась у тех кустов, где две недели назад стояла Арина и с тоской смотрела на Симеоновы окна. Впереди шахта. Ванюшка стоял возле груды песков с ружьём на ремне. Возчик подогнал лошадь с опалубком, награб пески и захлопнул глухую крышку. Ванюшка защёлкнул замок. Везти на промывку далеко, как бы возчики и не украли золото. — Молодец! — похвалил Устин и подвёл Пал Палыча к шахте. — А? А ну, посмотри, какие пески! — Сахар, а не пески! — Как цукер! — Хоть бери да сейчас на базар, а! — Цукер! Глянь! — А золото в них, а! В цукере! — Ванюшка, а инженер где? — Да вон, в шахте сидит. Забойщиков подгоняет. — Молодец! Молодец! — Пал Палыч! — А ну, пошли на промывалку! — Поднялось солнце. — Заискрились, заголубели дороги. Краснотал у ручья надел серебристые серёжки. Как пуховые птенцы повисли они на ветках. — И любо-дорого Устину! — Любо-дорого посмотреть! Звонкая, говорливая бежала по колоде вода. Симеон открыл замок на крышке опалубка, и красная галька с глиной повалилась на колоду, как пшеница из распоротого мешка. — Смотри, Пал Палыч, какие тут у нас песочки! — Не мог нахвалиться Устин. — А? Как тебе, цукер-ма-цукер? — Хе-хе-хе! — Вот такой у нас цукер тут есть! А по дороге мчалась вторая гусёвка. Огнями мелькали в просветы кустов рыжие кони, и кашева рыжая, обитая телячьей кожей. С разлёту усадил лошадей кучер. Осадил. Ледяные искры брызнули аж из-под копыт. Вылез Кузьма Иванович, сухонький, сгорбленный, в лисьей мохнатой шапке, и сразу же прямо к Устину шагает, как по рельсам. — Бог помощь, соседушка! Бог помощь! — Спасибо тебе на добром слове! — А шо ж ты меня на праздник свой не позвал-то, а? — Неладно так забывать старых друзей! Неладно! — Не в обычае всё это! — Твоя радость и меня тоже душу греет! — Я о радости человечей завсегда Бога молю! Устин усмехнулся одними только губами. — Вашими молитвами только и живой! — Да! — Не ты бы обовшивил, Пади? — Да! — Если бы не ты, я бы обовше обовшивил! — Да! — Хотел вернуть, словно покрепче так, но слишком праздно на душе! — Ты злобишься всё! Всё бес отешишь, Устин! — Не можно так! — Не можно! — А есть за что! — Есть! — Сам знаешь! — Ну, может, и было! Может, и было что-то! — Упрости! — Как и я всё простил! — И за мельницу зла на тебя тоже уже не таю! — Всё прошло! — Видит Бог! — Не таю! — Что было, Устин, то быльём и поросло! — А на месте чертополоха клевер расцвёл! — Клевер! — К гробовой доске мы, Устин, подходим! — Всё! — Всё, Устин! — Вот-вот и всё! — Финал! — И планка! — Так что не надо! — Не надо вот так! — Скоро нам с тобой перед Всевышним стоять надобно! — И надо, чтоб сердце... — Чтоб сердце не было скверны! — Ну, что правда, то правда! — Согласился Устин! — Правду, говорят, с собой ничего не заберёшь! — Так что надо отпустить! — Это да! — Я вот, к примеру, очистил сердце! И тебе надобно очистить! — Бог-то тебя возлюбил, Устин! Смотри, какую махину тебе в руки-то доверил! — А? — Ох, махина! — Так ты шо! И, прищурившись, прикрывая глаза от яркого света, осмотрелся вокруг Кузьма. Увидел дом за стеклянной верандой, шахту, рабочих у шахты и у промывалки тоже. И вздохнул. — Много тебе дал Господь! — Много и спросит! — Ну, сам посуди! Из всего рогачёвского рода тебе одному только такая власть дадена над людьми! — Ведь правильно! Тебя одного Всевышний осыпал такими щедротами! — Ну, верно ж я говорю! Устил даже снял шапку, перекрестился и сказал уклончиво. — Ну да, не обидел вроде Господь! — Вот то-то! — И ты его не обидь, Устин! Молебен надо служить! — Ишь, подлюка! Так и тянется к кошельку! — подумал Устин. Но кругом были только рабочие. Может, и слышали весь разговор? И ответил. — Служи! И хотел отойти, но Кузьма Иванович удержал его. — Свобода пришла, Устин! Кончилось гонение намалящихся двуперстием. Кончилось! А во всём нашем краю нет ни одной церкви истинной веры. Ни единой теперь. И место есть подходящее за селом, на бугре, где сосны растут. — Вот поставить бы там белокаменную церкву, чтоб на всё село благосвет разливался. — Хорошо бы так, — поддержал Симеон. — Куда бы лучше! — ещё громче заговорил ободрённый Кузьма Иванович. — Так вот, я и грежу. Идут рогачёвцы в белокаменный храм и славят Устина Силантьевича, чьим родением воздвигнут сей храм Божий. И тут теснее становится круг рабочих, теснее и теснее. А среди них — киржаки-рогачёвцы. Они одобрительным перешёптыванием встречают слова Кузьма Ивановича. Среди рабочих и пришлые, и каменщики, и плотники, и маляры. Нужда загнала их на прииск. А постройка церкви даст работу по специальности. Они тоже одобрительно кивают головами. — Конечно, надо б на. — Хм, ишь, как подъехал, — хмурит брови Устин. А Кузьма Иванович продолжает. — На Руси каждое дело молитвой начинается, молитвой заканчивается. А молясь, православный обед даёт. Кто свечу Богу сулит, кто рижу к иконе. — По кораблю и плаванье. И Устин ещё больше нахмурил брови и даже поджал губы. Развёл Кузьма Иванович руками, словно винился. — Да разве тебе, Устин, такую церкву построить? Разе такую махину денег собрать? — А где там? — сочувственно все вздыхали вокруг. — А ты что, мои деньги считал? — озлился Устин. — Дай только банку долги заплатить, а там, там уже и видно будет. Не то отказался, не то пообещал и сказал назидательно. — Так-то, Кузьма Иванович, храни молитву в сердце своём, как учили нас с тобой отцы наши. Но мысль о церкви прельщала Устина. Он уже видел себя, Симеона, Матрёну с Ванюшкой, стоящими у самого Амвона. Священник в шитых золотом ризах кодил на иконы, а затем на Устина и возглашал создателю храма сего Устину Силантьевичу Рогачёву. Многие лета. И односельчане крестились, кланялись и тоже нараспев повторяли. Многие лета. Многие лета. Весь день ярко светило солнце, и такое же чистое, словно умытое, закатилось за громаду гольцов. Вылез из шахты инженер, усталый весь, обляпанный глиной, и подошёл к Устину. Всё, Устин Силантьевич, добили мы шахту. Последнюю бадью песков выдали на гора. Последнюю? Ну и слава Богу. Есть поди хочешь? А? Есть ты? Да успею. Эй, на промывалке, зажигайте костры. Как хозяин, сами будете съёмку делать. Давай уж доводи до конца и снимай с съёмшей. Ванюшка, беги к кошеве, там у меня шестяная банка под золото. Да смотри осторожнее. Машну из банка не верни. Смотри меня. Синеватый сумрак скрыл кусты краснотала с серёжками и так же скрыл и деревья. Слил их в одну зубчатую чёрную стену. Вспыхнули костры у промывалки. Вспыхнули заготовленные факелы. Красным отблеском подёрнулся снег. Симеон с инженером, забравшись в колоду, грибками буторили породу. Пенилась вода возле ног. Всё меньше и меньше становилось гальки в колоде. Проглянула чёрная полоска шлиха. Безмолвно стояли приискатели. Вокруг тайга, высокая, чёрная. Костры освещали её мерцающим трепетным светом. Красные отцветы бегали по веткам. А жила тайга, шевелилась и тянулась к колоде. Ей тоже любобытно увидеть то самое золото. Узнать, что добыли люди у неё под корнями. Старшинка навис над колодой рядом с Симеоном. Тот толкает его то плечом, то локтём. Сторонись, не мешай! И отпрянет старшинка. А тут инженер толкает. Эй, борода, берегись, а то оторву нечаянно голову вместе с ушами. Старшинка опять сторонился. Но только чуть-чуть уже. — Господин инженер, ну, дозвольте поближе-то его посмотреть, а? Мы же его так добывали своими руками. Оно же нам как вроде дитя. И снова нависает прямо над колодой. Скажи ты, тысячи раз эту съёмку видал? Сотни раз сам с полоски делал. Кажись, надоело уже, как кособрюхая баба. А чуть съёмка, всё, опять тянет поближе к колоде. Ничего не поделаешь. Тянет в той колоде, как к полюбовнице на свиданку. И золото не твоё, а всё равно трепетно, да? Хе, конечно. Ну да, как дитё родное идёшь посмотреть. Посмотришь, да и отдашь в чужие-то руки. Вот то-то и оно, да то-то и оно. Тот не таёжник, тот не старатель, кто может равнодушно пить чай, когда на промывке идёт съёмка золота. Да к тому же ещё самая первая, наипервейшая съёмка. От неё всё и зависит. Смотри, смотри, блестит, кажись, толкнул соседа-старшинка. — Блэнд, видать, ответил сосед. Тут немного отойдём от текста. Что за блэнд такой? Блэнд. Блэнд на лексиконке старателей, на лексиконе, это золотистые чешуйки слюды. Слюда. Она тоже блестит, кстати. У меня в скважине, где вода, тоже очень много этих блёсток. Я, кстати, тоже думал, что это всё время золото. Честно. Там прям идёт и много-много у меня прям этого. Оно прям забивает фильтры. Аж фильтры такие, как золотые, получается, у меня. У меня очень много этих слюды. Я тоже думал золото. Нет, слюда. Так что это блэнд. Блэнда. Только чё блэнд, непонятно. Блэнд по-английски, как это? Блэндамет. Хе-хе. Блэнда. Будем знать. Это чё б запомнить. Теперь точно запомни, что слюда — это блэнд. Блэндамет. Ну, а теперь возвращаемся обратно к тексту. Блэнд, видать, ответил сосед. Эй, борода, примёрзнешь ещё к колоде, вновь закричал инженер на старшинку. Но закричал как-то беззловно. Его самого лихорадило от ожидания. Сёмши-то шпиртом споласкивал, шепнул Кузьма Иванович. В торжественной тишине нельзя говорить в полный голос. Сёмши-то шпиртом споласкивал. Так и шептал Кузьма Иванович. Шпиртом ведь? Баловство так же шёпотом отвечал Устин. И поднёс факел к самой воде. Остановил инженера. Мол, погодь, немного породы осталось. И обернулся к Кузьме Ивановичу. Начинай молебен служить. Хе, самое время. А ночь, тёмная, звёздная. Пламя костров столбами поднимается к небу. И кажется, будто это далёкий, усеянный звёздами свод держится на золотых колоннах костров. Именно на них. Только и держится. И тихо-тихо журчит по колоде вода. У промывалки поставлен маленький столик, покрытый чистой скатертью. На столике тяжёлый складень, трёхстворчатая литая икона. Тихо, но торжественно и душевно звучит голос Кузьма Ивановича. И ныне, и пресно, и во веки веков. И молятся все, и российские, и киржаки, и даже пленный австриец. Все молятся. Все заворожены тишиной этой звёздной ночи, торжественностью именно этой минуты, венчавшей многомесячные труды. Устину хотелось, чтобы молебен тянулся как можно дольше. Он прям упивался своим торжеством. — Аминь! — провозгласил Кузьма Иванович и стал снимать с себя холшовые ризы. Устину, Павлу Павловичу и Кузьме Ивановичу принесли стулья. Они сели у самой колоды под факелами. Симеон, подняв голенище болотных сапог, встал на колени на днище колоды и осторожно шевелил чёрный шлих деревянным грибком. Последние струйки шлиха скрылись в конце колоды. — И колода всё. Колода пустая. — Золото не крупинки тебе. — Павл Павлович паутиному крякнул и удивлённо развёл руками. И именно тут вспомнились байки бывалых старателей. — Есть такие ловкачи. Не приведи Господь. Начнёт съёмку делать, хоть пуд ему сыпь на колоду. Пробуторит — и всё. И хоть бы одна золотинка. — Да. Но слишком растерян Симеон. Удивлён и инженер тоже. Чувствуется, что случилось что-то непредвиденное. Несчастье случилось. Сбросив варежки, Устин нагнулся над колодой и зашарил руками под нищу. Прозрачная вода. Ярок свет факелов. Иголку можно увидеть в колоде. А Устин искал золото. Искал. А глаза его округлялись всё больше и больше. И руки тряслись всё сильнее и сильнее. Семь лет назад Устин запродал урожай на корню. Всё продал. На корню. Весь урожай. Получил задаток. Коровинку купил. Бабе обновки к спасу. И всё ходил любоваться на хлеб. На поля. Хлеба. Стеной стоял он над полями. Колосья, как рашпили золотые. Золотые. И Устин ходил вокруг поля. Слушал, как тинькали в хлебах куропатки. Тлохкотали тетёрки. И даже не сердился на них. Всем хлебушка хватит. Смотри, какой уродился-то. А? Аж звенит. Растирая на ладони колосья И, пересчитывая зёрнышки, Он повторял себе. Семь. Семь нонче хлебушка хватит. О, какой. Всего полчаса хлистал град. Полчаса. И вместо золотой Переливающейся на солнце стены Чёрная грязь на поле. И только серая Крупка градин по бороздам. Будто и не сеял в этом году Устин ничего. И именно тогда, Именно тогда впервые Он почувствовал в груди Эту самую боль. И впервые осознал Свою беспомощность. И сейчас, как тогда, Показалось Устину, Что стал он во сто крат меньше, Чем был полчаса назад. И каждый, каждый может пнуть его, И он аж улетит к небесам. Старшинку ко мне. Старшинку! Прохрепел Устин. Тут я хозяин. У старшинки лицо словно мелом белено. А ну иди-ка сюда! И Устин как схватил его за грудки, Как затрясёт. Где золото? Где? Старшинка аж захрипел. Да тут было. Все мы пятером золото видели. По боли полуфунта было. Пусти. Пусти, хозяин. Удушишь. Да ежели бы я тебя обманул, Так неужто бы я остался До самого последа возле тебя, а? Да, пусти! Извивался. Аж хрипел старшинка в руках Устина. И ростом не ниже, И в плечах не уже. А хрипел. Аж подхрипывал. Эх, как размахнётся Устин! Но ударить не смог. Резкая боль в груди Обессилила руку. Устин отпустил старшинку И заскрёб пальцами грудь, Словно хотел разорвать её И выпустить эту боль наружу. Ой... Смерть моя, однако, пришла. Всё. Нету силушки моей. Застонал он. И ему так захотелось уйти куда-нибудь От людей. Далеко. И забиться в чащу. Провалиться сквозь землю. Подальше. От мира сего. И Симеон подхватил отца под локоть. Дядь, тебе ровно не по себе стало? Пусти. И Устин распрямился и сказал громко, как мог. Ну что? Что вы рты загинули? А? Что? Разинули? Что вы тут увидели? Сёмша, Завтра же закладывай новую шахту. Мало одной, Закладывай две. Где закладывать шахты? Я четыре контрольных шурфа прошёл рядом с богатыми шурфами господина Ваницкого. Четыре? Там нигде ни одной золотинки даже не было, сказал инженер. Старшинка сам видел золото. Выходит, врет? Спросил Симеон. Не врет. Он видел то золото, что подсыпал шурфы управляющий господина Ваницкого. Ну вот так вот. О чём вы? Зачем управляющему подсыпать золото в шурфы? Изумился Павел Павлович. А? Да чтоб продать пустой приз к тому, кто подкупал старшинок. Во как! А может быть подсыпали золото в шурфы просто так, для престижу, для блефа, как делают многие золотопромышленники. Благо, что это ни копейки не стоит. Утром высыпал золото в шурф, а вечером оно снова в конторе. Да. Может быть, Ваницкий ставил тенета на крупную дичь. А попались вы, Устин Силантьевич. И съели вас мимоходом. Махом. Одним махом. Ну не выплёвывать же добычу. И Устин заметил на тонких губах Кузьма Ивановича ехидную усмешку. Услышал или только послышалось, как Кузьма, уступая ему дорогу, шепнул в догонку. Хошь, полтину запрись дам. Мне стекло на банюшку надо бно. Ух, хоть бы уж смерть поскорее, что ли, подумал Устин. И ему смерть показалась такой желанной. Дойдя до дома с верандой, открыл дверь в сене и так и рухнул на пол. Извиваясь, как раздавленный червяк, прополз в Симеонову комнату. И как закричит. О-о-о-о! Огнём палит! О-о-о! И приподнялся. Нащупал на окне бутылку с коньяком и прямо так, из горлышка, отпил несколько глотков. И боль начала понемногу проходить. А страх сменился желанием отомстить. Отомстить этому Ваницкому, Кузьме и всем-всем на этом белом свете. И Устин поднялся на четвереньки. Вцепился за стол и встал. Налил в стакан коньяку, но пить больше не хотелось. Душила. Грызла злость. И на самого себя, и на скрипящий пол. Устин швырнул стакан в стену. Как швырнёт, бздэй не вздребезги. И осколки аж разлетелись по полу. А на белёной стене расплылся огромный коньячный паук. И лапы его удлинялись. Казалось, паук живой даже. Его мохнатые, длинные, противные лапы так и тянутся, так и тянутся к горлу Устина. В голове всё шумело. Насмешливо искривлённые губы Кузьмы шептали. Хочешь дам за прииск полтину, а? Мне стекло на банюшку надобно. Добродушно улыбающийся Ваницкий говорил, словно гвозди в гров калачивал. А в случае чего, оборудование возьму обратно. Но за половину цены. Кого делать-то буду, как закричит Устин? И умолк. А на стене, на стене шевелил своими лапами этот мохнатый паук. Устин даже видел его морду теперь. И она походила сейчас на елейное с ехидной ухмылкой лицо Кузьмы. Стекла ему на банюшку надобно. Врёшь! Врёшь! И Устин как рванётся и упал грудью на стол. Скоро весна, а на Красной Горке богом дарованный будет мой. Устин вам ещё покажет! И как запустит в эту паучью Кузьмову рожу непочатой бутылкой коньяка. И у паука отросли новые лапы и потянулись к Устину. Вот чё-то я, ребята, не понял. Э-э-э... Как это так? Развели, что ли, Устина? Ваницкий и Кузьма вместе. Вот политтехнологи, а? Как работают-то? Все вместе, все подвязаны в системе. Все для общей цели господина Ваницкого. Получается так. Я вот только не пойму, зачем подсыпали-то? Чтобы он купил этот богом дарованный, что ли, или как? Чё-то пока непонятно. Ведь это ж Ксюша нашла, а чё-то пока всё перемешалось у меня. Погодите, богом дарованный это Ксюша, а это он новый у него перекупил какой-то, да? На котором ничего не было. Получается так. Правильно? И специально ему подкинул в шурфы золото. Но тоже, как так? Шурфы, это ж первые, я так понимаю, вот эти вот для статистики, которые берутся пробы. Или как это ж надо так подкинуть, чтобы они взяли золото. Тоже понять не могу. Потому что пробы берутся же от балды. Как они узнают, где именно на том месте возьмутся пробы. А если в шахту кинуть, то как тоже? Шахта же она большая, как так? Ну, то есть интересно, как это само дело происходит. Вот это, как так подкинуть, чтобы именно на том месте взяли эту пробу. Ну, я и не понял само, как исчезло. Вот действительно, как исчезло вот это золото. Над иконой помолились, все, и золото куда-то испарилось, исчезло. Вот это я не пойму. Что Кузьмаин все здесь забрал? Фокусник такой. Кто там фокусник был? Самый главный. Куда исчезло золото? Или это действительно Бог так? Бог дал, Бог взял. Что нам хотят сказать этим? Я так думаю, что про пшеницу нам рассказали, что у него была. Вот она уже в руках. Вот оно. Вот оно, богатство. И потом хоп, гроза, и ничего нету. И тут точно так же было. Вот оно, вот уже держишь. Как говорится, не говори, гоп, поки не перепрыгнул, да? И потом хоп, и его опять нету. Ну, тут я не понял, ребята. Как оно могло исчезнуть? Или они думали, что вот это эти бленда, блендомет этот, ну, слюда. Вот это я что-то не догнал. Так что, кто из вас догнал, напишите в комментариях. Интересно, я читаю ваши все комментарии сейчас. Интересно понять. Вот тут у меня что-то не это. И думаю, многие из вас тоже не въехали. Чем это такие тупые, че шо? Че непонятно. Или мы тут нам нахотят, чтобы мы сами уже тут додумали, придумали, как каждый хочет. Наверное, так получается, да? Наверное. Ну, на сегодня, ребята, уже у нас все. Мне главное, чтобы Устин тут сам коньки не откинул. Потому что после такого можно и застрелиться, и выстрелиться, и все. Смотри, долги висят. Везде ничего нету, золота нету. Все, нихрена нету. Надо продавать все машины, все. Все, вообще ничего нету. Банкрот. Ксюха забрала прииск. Ничего у тебя нету. Понимаешь? И шо делать? Все. Из потолка растет петля. Все. Как говорится, какой бы ни была ситуация плохая в жизни, но все равно нет нерешаемых ситуаций. Это мое такое мнение. Потому что это действительно грех на душу. Тем более, они же верующие. Кержаки. Это как староверы, я понимаю. Кстати, слово кержаки идет от реки Кержак. Или как? В общем, на берегу реки они жили. И потому от этого идет. Они, вот так понял, староверы. Просто так называются кержаки. Это я тоже первый раз слышу. Ну, в общем, если так понимать, это староверы. Вот для меня. На сегодня, ребята, у нас уже точно все. Завтра встретимся уже в 12.00. Все предыдущие части и последующие, вы знаете, находятся в плейлисте под видео. Помогайте каналу, включайте плейлист, слушайте на ночь. А на сегодня все. Услышимся уже завтра в 12.00. Ого, как обычно. Так что на сегодня покедова. А золото будет? Будет. Только вопрос только когда. Вот так вот. Экстазио в голд. Хе-хе-хе. Вот так вот. Заключенные в тайге, часть 32 у нас сегодня. Это уже мы больше месяца его читаем. Переходим на следующий месяц. Вот так вот. Бьем рекорды. Хе-хе. Ставьте ваши пендали синие снизу. Не забывайте. Поставили? Все. Слухаем далее. У паука отросли новые лапы. И как потянутся кустину. В первом в избушку протиснулся Егор. Чиркнул спичкой и проворчал. Какой-то растяпа дверь не прикрыл, а? Ишь, сколь снегу наполно трусил это. Аж под самые оконцы. Когда спустился в авилу, ему навстречу бросился заяц. Ударился головой в грудь, пискнул по ребячьи и забился под нары. Он и сейчас сидел там, хотя Егор успел растопить печку. Окно похоже на узкую-узкую щелочку в дернинах. Под окном столик из колотых плах, а на них зарубки. Шесть маленьких, крестик, шесть маленьких и крестик. Видно, какой-то зверолов вел на столе свой календарь. Учеты. И возле каждой, возле каждой зарубки ножом сделаны метки. Маленькие кружки. Треугольнички. Это счет. Счет добытым беличим, колонковым, выдровым шкурком. Да, не стол, а целая записная книжка. Рекорды. Учет. А в конце вырезан опрокинутый котелок. И одноногий мужик стоит. Он сидит на пне и держит в руках свою ногу, обутую в валенок. Хм. Что бы это все могло значить, а? Глянь, с ногой сидит. В руках держит. К чему все это? Размышлял Федор. Четыре шага в одну сторону, четыре в другую. Вавило шагал от двери к окну. И от окна к двери. Четыре туда, четыре сюда. Шагал прижимая правой рукой холщовую повязку на левом плече. А на повязке ржавые пятна крови. Ну, ругался Вавило. Ну что, поиграли в свою свободу? Проверили слово господина верховного эмиссара, комитета общественного порядка? Плюнуть бы на вас! И сиди вы в кутузке до кончания веков. Революция трусов не любит. Ух, герои! Ему очень болело простреленное плечо. От колючего взгляда Вавилы Федора аж корчило. А перед глазами этот мужик на пне с ногой в руках еще. Сидит и смотрит. Пфу! Егор сидел на нарах, теребил бородку и не спускал с Вавилы растерянных глаз. Вертел головой, как большой бородатый филин. На печурке зафыркал, забрызгал водой через край закопченный котелок. И обрадовался Егор. Вавилушка, чайку хочешь? Ну, беда, правда, заварки-то нет никакой. Да, так похлебаем. Хорошо же ведь похлебать кипяточку. Почитай, пять дней горяченького во рту не было. И Вавила невесела, но все-таки рассмеялся. Ох и лиса же ты, Егор! Ох и лиса! Да уж надавай ты лучше там по шеям, а! Морду разбей. Ну, не ругай боли, не ругай. Душу и так шумит. Все я понял. Понятливый. Все как есть понял. Не крути больше. Вавила посмотрел на Федора, а потом на Ивана Ивановича. Ты им объясни, начальнику боевой дружины и господину управителю. Угу. И они поняли. Верно я говорю. Тоже поняли. Поняли. И Федор вздохнул. Чушь там. Да печенок пропек. И прикрыл одноногого мужика ладонью. Чтоб не смотрел больше. Кипяточку, Вавилушка, кипяточку. Все предлагал Егор. Кружка-то одна. И Вавила подвинул чай Иван Ивановичу. Хотел сказать что-то колючее. Но увидел его повлажневшие глаза. И пришлось прикусить язык. В глубине души ему было жалко старого учителя. Своего старого учителя. Иван Иванович по-своему понял пристальный взгляд Вавилы и опустил голову. Да, он снова прав. Я уговорил комитетчиков спокойно ночевать по домам. Я... Вспомнил, как поздней ночью постучали к нему в контору. Откройте. Телеграмма. Да ну! Насмешливо отозвался Иван Иванович и стал поспешно одеваться. И одновременно вспоминал, нет ли чего в конторе нелегального. Но у дверь стучали настойчиво. Забарабанили уже и в окно. Иван Иванович наслаждался последними минутами свободы. Открывай! И вот наружную дверь сорвали с петель. И в контору с револьвером в руке вбежал ротмистер Горев. А за ним охранники из притаежного. — А ну, руки вверх! — Ты почему не открывал? Мерзать! — Моя фамилия Многореков. — Господин ротмистер! — Доброе утро! — Доброе утро! — опешил Горев и сразу понял, что гусь стреляный. — Надо держаться в рамочках, чтобы арест, обыск, чтобы все было по форме. — А не то! — Кто его знает, как при новом правительстве? — Угу. И повторил, поклонившись. — Доброе утро! — Желаете доброго утра мне, да? Наводя в лицо револьвер? — Какого не мог придумать даже Марк Туен? — Ммм, господин Нагореков, — Почему вы так долго не открывали? — А где почтальон с телеграммой? — Ммм... — Вы, кажется, забыли, ротмистер, что должны для начала предъявить свои документы. Ордер или извиниться за ночное вторжение. И Горев действительно протянул ордер на арест. — А чья это подпись? — Эмиссара Вревенного правительства, господина Ваницкого. — Ого! Раньше ордера на арест подписывали прокуроры. А теперь что, фабриканты, что ли? — Молчать! — Я попрошу с этого вашего слова и начать протокол. — Где Вавила? — Где Вавила Уралов? — А в конце припишите, что господин Многореков свободный гражданин свободной России, что он отказался подчиняться царскому жандарму. — Связать его! А в санях уже лежали Егор и Федор. Руки у них были связаны. И рядышком положили Иван Ивановича. — Где Уралов? — продолжал допытываться ратмистер. Иван Иванович обрадовался, что Вавила, видимо, ночевал не дома. — И спасся! Это действительно его и спасло. Хоть на прииске останется свой человек. Кучер понукнул лошадей. Иван Иванович поднял голову. Прииск был залит холодным светом луны, и засыпанные снегом домишки чуть виднелись. Только копер над шахтой чернел ажурными переплетами крестовин. — Вавила прав, — думал Иван Иванович. — Действительно, удастся ли еще встретиться? Удастся ли вообще вернуться сюда, в Богом дарованный? А вернуться очень хотелось. В начале Иван Ивановича пугала Кузнецкая тайга. Такая дремучая и темная. Совсем не похожая на редкую и светлую тайгу Забайкалья, где он отбывал свой каторжный срок. На чистые дубовые рощи Курской губернии. Ее и зовут здесь не тайга вовсе, а чернь Тавалган. В черневой тайге трава выше человеческого роста. До полдня в ней роса стоит. До полдня. Идешь в этой влажной парилке, Мокрый аж по шею, как в бане. Зимой снег под самые крыши, Под самые, И без лыж даже воды не достать. В начале хотелось бежать на степные просторы. Бежать! Ну, на худой конец В Забайкальскую тайгу. А ведь на тебе, Пабвык, Сроднился. Даже крысы ко всему привыкают, Недоумевал Иван Иванович. Тайга стояла по обеим сторонам дороги. Заснеженная, Тихая. Тихая, словно даже взруснувшая, что ли. Вот она, Тишина и спокойствие. Но Иван Ивановичу вдруг стало страшно. И, закрыв глаза и скорчившись, Он прижался щекой к спине Егора. Мечтал показать товарищам Лучшую жизнь. А оно что получилось? Загубил два года. Хотя впереди осталось так мало. А что вообще я сделал в жизни? Неужели? Неужели все это одна сплошная ошибка? А лошади бежали. Хрустел под полозьями снег. Покрикивал возница. А Иван Иванович все думал и думал. Дневали в каком-то селе. А в ночь двинулись снова в дорогу. Когда пересекали широкий, заросший густыми кустами овраг, Иван Иванович отметил про себя, Что здесь снегу меньше. И очень удивился, Услышав голос Вавилы. Стой! Стой! И неизвестно, откуда появившийся Вавила держал под узцы первую лошадь. Вся кашева остановилась, как вкопанная. Ротмистер выхватил револьвер и выстрелил. Застонал Вавила, Но не выпустил из рук узду. Возле саней, словно из-под земли, Появились товарищи из рабочей дружины. Несколько дней пробирались окольными путями К старой охотничьей зимовьюшке в тайге. Вавила молчал. Наконец добрели. Землянка занесена снегом вровень с трубой. Но оконца кем-то недавно очищена, И вокруг него пухлый куржак. Будто обредили землянку в теплую доху С добротным воротником из куржаков. Подпоясали цепочками зайчих следов И положили в таежную трущобу Среди сугробов и тонких густых пихточей. Прямо здесь положили. Да, благодать-то какая! Умилялся Егор, оглядывая землянку. Хоромы! Ты смотри ты, а? Смотри, какая печурка ладная! Камушек камушку сложный. И труба по-хозяйски. По-хозяйски все сделано. Да и ключ совсем недалеко. Водица вкусная. Вкусная, шо твоя медовуха. Шо ты его сделать? Аж зубы выкручивает. Хороша, согласился Федор. Видал, Егорша, на перевале на кедрах кое-где Шишка даже еще осталась. М? Может, с орехами, а? Непроменно с орехами. И товарищ хороший попався. И полез под нары и вытащил зайца. Прижал его к груди, как ребенка, И защекотал ему подбородок. Бяшенька! Бяшенька! Ну и жизнь! Жизнь держись! Грызи орешки, да и зайки уши чеши! Хе! Вот она жизнь! На старости Рокев! А на пычурке вон чугунок закипает. Все! Вообще! Благодать! И вот тут-то и прорвало вавилу. Благодать, говоришь? Из-за вашего слюнчайства все оказались в тайге. Все! Че мы здесь делаем-то? На нелегальном положении сидим. Да еще в самый нужный момент сидим. Там! И вавила кивнул головой в сторону города. Там большие дела. Именно там революция. Там мы нужны, а не здесь. Каждый человек на вес золота. А мы тут четыре дурака. Будем сидеть здесь, В этой заброшенной таежной землянке, да? Забившись в норы, Как этот заяц. Под нарами сидеть. Да? И что, будем сидеть так и ждать, Пока товарищи нам пронесут пожрать? Позор! И рука болела, не давала покоя, И бесила сознание своей беспомощности. Это все из-за вас. В свободу они заигрались. Свобода! Злился вавила. Вот именно тогда-то Егор и предложил попить Капиточечку. Гудела в углу каменная печурка, Отогревая замерзшие стены и избушки. Таяли под потолком куржаки. Возле каждого куржака клуб пара, Прям как туча в ненастье возле горы. Струйки пара текли по полу Из щелеватой двери. Крупные капли испарины Падали на земляной, Еще не оттаивший пол, На черные в лишайниках нары. Нежелью, Задхлостью пахло в землянке. — Да, Неудобь вышла, — Завздыхал Егор. Неудобь. Как про эту артель я услыхал, Сразу же аж сердце зашлось. — Господи, думаю, Жизнь-то теперь пойдет Что Петюшке маму, Что девкам, Что аграфене. Всем. И затрясся клинышек бороды. Кипяток из кружки на колени Аж плеснулся. Но Егор только бровью дернул. — Господи, Да как же сарень-то там без меня-то, а? Аграфена одна ни в жизнь их не прокормит. И запричитал, Как на пожарище. — Слобода! Корова ее забодай, Слободата! Ослабонила мою Петюшку От харчей. — Да как же жить-то нам, братцы? М? Куда податься теперь? И большая слеза Задрожала на белесых ресницах Егора. — Да... Податься и правда некуда. Согласился Иван Иванович. И вздохнул. — Революция! А что изменилось? — Многое изменилось, — Озлился Вавил. — Раньше господин Ваницкий был просто сволочь. А теперь стал революционная сволочь. Попробуй побори теперь. — Братцы, помрет ведь царинь-то моя. Все помрут. Застонал Егор, И, глядя на него, Каждый спрашивал себя. — Действительно, А что же дальше делать? — Что делать? — Вслух сказал Федор. — Ждать! — Ответил Иван Иванович. — Революционер должен уметь терпеливо ждать. Егор натянул шапочку и решительно направился к двери. — Ты это куда? — Остановил его Вавила. — На прииск. — А будь что будет. Саринь-то помрет без меня. — Видите, Иван Иванович, Мы не имеем права сидеть и ждать. — В революции никак нельзя ждать. Никак. — А то захлестнет. Потом и берега не найдешь. — Товарищи, Надо кому-то пробираться обязательно в город И попытаться установить связь с городскими товарищами. Они-то, наверное, знают, куда наметти. — Ну а теперь, Егор, давай думать, Что делать с твоей саренью? Настырная лужка раздражала Ксюшу. А тут еще Арина со своими ахами, вздохами, Прочитаниями. И так без нее тошно. Ксюша решительно отстранила Арину и прикрикнула. — Да погодь ты, крестна. Не стревай в чужой разговор. — Это как чужой? С каких это, Ксюшенька, пор ты чужой-то мне стала? — Да роднее тебя. — Сама разберусь, крестна. Ну не встревай. Арина смешалась, Обиженно заколохтала что-то в полголоса И присела на лавку. Ксюша решительно повернулась к лужке И сказала уже примирительно мягко. — Я, Луша, ничего не могу. Я совсем сторона. Вот те крест — сторона. — Врешь. А кто привез на приз Кваницкого? А рабочие-то твои? Твоих рабочих забрали? Сама за шиворот не хватало, Сама по мордам не била. А приказ-то твой? Ты приказала забрать их И в город отправить. Ты в глаза смотри. Что? Боишься, небось? Ксюша стояла у печки, Высокая, строгая, С нахмуренными бровями. На плечах шаль. Кисти аж до самого пола. На грудь переброшена коса С алой лентой. Лушка в полушубке, Подшитых валенках, Стоит у порога. — Так сторона, говоришь? — Сторона? Наступала она. — Сторона. Богом клянусь, Меня саму Ванша На прииск привез. Я и не знала, Что рабочие там хозяйничают. Говорила она искренне. А где-то глубоко Неприятно подсасывала. Согласилась бы с приискателями. Может, ничего бы этого и не было. — Тебе что, шесть паёв мало было? — Да не о том разговор. Я и слыхом не слыхала, Что Вавилу и дядю Егора Решили забрать. — И где они сейчас? — Не знаю. — Врёшь. — Все на селе знают, Что Вавилу отбил арестантов. Только об этом и разговору. А хозяйка не знает. Врёшь ты всё. — Да тебе стоит только слово сказать, И их искать перестанут. — И всё. И они вернутся. — Ну что они тебе сделали, а? И Арина снова вскочила. — Как что? — А прииск хотели забрать. — Ксюшеньку, доченьку, Померу пустить. — Крёстно, не встревай. — Лиходея они. Ух, разбойники. — Не встревай. — Помолчи, говорю. — Луша, я ничего не могу. Моей вины тут нет. — Врёшь. — Устин на тебя указал. — Врёшь. И Лушка шагнула вперёд, И вдруг плюхнулась на колени. — Ксюша, Молю, Как Богу клянусь. А графена больна. Сарень совсем загинается. — Вавила. — Что если бы ты Твоего Ванюшку, а? — Ну, замолви хоть слово. — Ну? — Не хочешь? — И она вскочила. — Не хочешь? — Эх, шкура ты! И потянулась к Сюше. Вот-вот в косу вцепится. Арина кошкой между ними. Загородила ухватом. Лушка выбежала во двор С непокрытой головой. Так простоволосая И бежала прям на самый прииск. — Эх, куда же ещё податься? При царе на каторге гнил. И сейчас. Уйду. Уйду к Вавиле. В тайгу уйду. Прямо сегодня ночью уйду. А тебе, Ксюшенька, Я тебе этого в жизнь не прощу. На коленях стояла. Может, и вправду Не ты приказала забрать. А заступиться могла. Хозяйка. Хозяйка и есть. Уйду в тайгу. А как аграфяна старенью? Тут хоть я куском-то делюсь. Ах, вернусь. Заставлю Ксюху. Пусть хоть ребятишкам поможет. Испугается, наверное. И сразу протянет рубли. А я ее возьму. Сама аграфяне отдай. И побежала обратно. И снова остановилась. Нет. Иначе надо б на. Как Вавила меня учил. Мне терять нечего. Мне терять нечего. Повторяла Лужка. С теми прибежала на Богом дарованный. И сразу к конторе. Схватила Билла И как ударила в обечайку. И тревожные набатные звуки Повисли над всем прииском. Ванюшка выбежал из конторы. Он временно управлял Богом дарованным. Ксюша только золото забирала. И кинулся к Лужке. Ты что, сдурела? Кто тебе приказал? Я вот тебе. Но Лужка как замахнется на него Тяжелым Биллом. И как толкнула в грудь. И опять тревожный набат Рвал таежную тишину. Из шахты, с промывалки, С лесосеки бежали люди. Из землянок выныривали старики, Старухи, ребятишки, Приискатели, Спавшие после ночной смены. Натягивая прям на ходу одежонку, Бежали к конторе. А набат становился только громче и громче. И с каждым ударом росла у Лужки решимость. Решительность. Вот и собрался народ. Лужка бросила это Билла И, вбежав на крыльцо, крикнула Мужики! Бабы! А перед ней целая сотня глаз. И тут роба взяла. Но Лужка крикнула еще громче. Мужики! Приискатели! Вы выбирали артельный комитет. Вы? Ну где же ваш комитет? Где? Я у Устина была, у Кузьмы. С хозяйкой вот сейчас говорила. Никто не хочет помочь. Никто. Давайте приведем этих кровопивцев на сход. Устина, Кузьму, Ксюху с Ванюшкой. Да и учиним суд над ними. Сколько ж можно? Да коли наших мужиков будут травить в тайге. Да коли мы будем терпеть эти измывки. Прямо сейчас пойдем всем миром и притащим на сход притеснителей. Золотистая корона волос на голове делала Лужку выше. Немного выше. А щеки ее заливал яркий румянец. Щеки. Большие серые глаза полны решимости. Мужики, неужто трусите? Я первая пойду. И сбежала с крыльца. Стой. Дядя Жура схватил ее за плечи. И тряхнул. И приказал Тарасу. Держи пока. Надо народу все как есть обсказать. Пусти, пусти, вырывала Служка. Трусы. И бросилась в толпу и застонала. Хотелось по бабе заплакать. Но уже не было слез. Народ шумел, но Лужка не могла разобрать, к чему этот шум. В осуждение ее или в поддержку. Дядя Жура не стал выходить на крыльцо. И так на голову выше всех. И крикнул зычно. Да помолчите вы. Дайте слово-то вымолвить. И наступила тишина. Дядя Жура покряхтел, покрутил головою. Непривычное дело быть вожаком. Да некому больше. И как рубанет кулаком в воздухе, прогоняя робость, и начал опять. Мужики. Мужики. Мэй тут, которые... Мэй тут, которые... Решили промеж себя. Мэй. Мэй. Да кое-кому еще и по шеям накостылять за это самое самоуправство. Мэй. 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 Ну, как, мужики и бабы? Конечно, миром порешим. И опять как рубанет кулаком дядя Жура. Мы грезили прощение то в Питер послать и в губернию. Ну, как, мужики? Дело, конечно, надо послать. А еще лучше бы Ходоков. Кого Ходоком-то? Уж думали, на дорогах, но не сказывают этих... Этих ловят, которые с фронта бегут. Заставы везде. А у нас... Патч-порта знаете сами какие? Угу. Я пойду. Я. Ты, Лужка. Я проберусь. И город знаю, и жила там. Вот только с деньгами-то как. У меня не гроша. Постой о деньгах. Ну, как, мужики? Значит, решили? А Лужку как? Ну, чего там? Послать. Баба пробойная. А с деньгами уж, мужики, я ночь по землянкам с шапкой пройдусь. Все одно и Лужке в дорогу, и Аграфене надобно помочь. Ты, Лужка, когда же двигаться думаешь? Да хоть когда. По мне так прямо в ночь. Проснулся с Исой и сразу к календарю прошлепал по полу босыми ногами. Поеживаясь от холода, зажег свечу и стал перелистывать замусольные листочки. До Красной Горки двадцать два дня осталось. Через пятнадцать день надо ехать. Ни то не поспею к Ванюшкиной свадьбе. Это выходит, надо ехать на самую Паску, получается. Угу. Давно решено, что первый день Паски он проведет дома. А только в понедельник уедет. Но Сысой вновь мусолил пальцы и перебрасывал листки календаря. Он прикидывал. Первый день еду на поезде. Потом беру лошадей. И ежели выехать затемно, то вроде бы должен успеть. А крутим Ксюху с Ванюшкой. А наутро вступая в хозяева половины богом дарованного. И все. Промышленник. Второй Ваницкий во всей губернии. Ха! Сысой по птичьему, переступая босыми ногами на холодном полу, зашкреб в затылке. А какую половину прииска брать-то, а? Вверх от шахты а ли вниз от шахты? Вот вопрос. И он закутался в одеяло и сел на постели. Ежели верхнюю, так оно может и так и так обернуться. А ежели нижнюю, то как промахнешься, все, всю жизнь будешь сам себя казнить. И вот рассвет посинил все окно. Посветлели, порозовели крыши домов. А Сысой все сидел и сидел. Размышлял, прикидывал. На иконке в углу строгий лик Христа. Правая рука поднята вверх и как бы предостерегает Сысоя. Не прогадай! И мачеха крикнула в дверь. Вставай, Сысояшка! Вставай уже! Отец скоро завтракать выйдет. Наскоро одевшись, Сысой долго молился перед иконами. И, забыв даже умыться, вышел в столовую. Отец постился, говел и всю неделю ел только хлеб с квасом, лук с конопляным маслом и постные-постные щи. Он и сейчас сидел за столом в теплом заячьем жилете, похудевший, строгий, и густо солил ломать хлеба и запивал его квасом. И после каждого глотка повторял «Свят-свят, отпусти мне грехи мои, вольные и невольные». И копался в памяти, вспоминая грехи, чтобы не забыть исповедоваться попу. На прошлой неделе глажку-кухарку ущипнул за грудки «Эх, не надо бы! Эн-то грех! Каюсь, прости господи!» И опять кусок в рот. Увидев сына, показал ему на стул напротив себя и протянул ковригу хлеба и луковицу, мол, на! Ешь! Не хочу! Пантелеймон Назарович вздохнул, сокрушённо. В твои-то годы и я перед святым причастием бывало вот это. Три дня только воду одну холодную пил. Угу. А теперь вообще всё, сил не стало. Вот сижу и ем. Эх, сизой-сизой! Живём, грешим, потом каемся, даём за рог впредь не грешить. И твёрдо решил, надо рассчитать глажку, а то уж больно ядрёная. Надо её рассчитать, а то до греха доведёт. Опять согрешишь, не замолишь потом. И посмотрел на сына, забеспокоился. греха на душе какой незамоленный. греха на душе достал. Всё. А приёмной дочери будто достался. О, грех детей на родителей натравлять. Ой, грех. И аж прищурился. А тебе-то какое дело до бога дарованного. А? Сысой тут вздохнул. Да знакомый тут есть один. Он все эти дела обделал. Утрекись от него. Богохульник он видно. Фамилия как? Да не в фамилии тяде дело. Ну, сказывай, не тяни. Восемь мне непременно в церкву надо, а потом в лабаз. Дел нончу не в проворот. Так что не тяни меня тут. И сысой начал понемногу рассказывать, не торопясь. Обстоятельно все рассказывал. А Пантелеймон Назарович поглядывал на часы с кукушкой. Поторопливал. А глаза щурился больше и больше. Так половину богом дарованного мужик получает? Шепотом переспросил он. Хм! А не врешь? Как перед богом клянусь. Хм! Так это почитай пол миллиона. Ну и ловкач! Ну и ловкач! И встав со стула маленькими стариковскими шажками заходил по комнате. Ну и ловкач! Ты смотри, а! ловкач! И в голосе Пантелеймона Назаровича чувствовалось восхищение. Пол миллиона за понюх табаку? А? Хе! Хвамилия как? А с лысой все свое гнул. Одно дело было торг вести, а другое решить, какую половину прииска брать. Да хоть любую, все одно, это не меньше, пол миллиона. Кукушка на часах прокуковала уже девять раз, а Ку- Пантелеймон Назарович отмахнулся от нее несколько раз досадливо. Нехай ку-куи. Нутром почувствовал, недаром печется и сохнется сой. Эх, недаром! Есть у него тут какой-то свой интерес. И стало старику вдруг жарко, и он сбросил заячью душегрейку и сел на стул рядом с сыном. А тут, брат, их прям задача. В верхней половине золото побогаче будет. Может, даже и три миллиона даст. Да кто ее знает, насколько россыпь вверх протянулась там, а? А вдруг золото разум откажет? И такое может быть. Соберешь тысяч на десять, да и все, проваливай, откуда пришел. Советуйся сой мужику нижнюю половину брать. Нижняя может и победнее будет, зато вернее будет. Тысяч пятьсот отгребет. А что, если вверху три миллиона? Три миллиона? Да а ну нехитри меня тута. Ты то от этого дела чего получишь? А? Все? Да ну побожись, расскажи-ка еще разок, да поподробнее. Тут дело такое, что чуть обмешулись и все, все миллионы в трубу полетят. Кукушка на часах прокуковала еще десять раз. Пантелеймон Назарович и на этот раз отмахнулся. Роскуковалась отута. Жена зашла сказать, что в церкви обед не отходит и из лобаза приказчик прибег. Так подушка из дивана в нее как запустил. Не мешай, баба! Одолела его точно та же забота, что и свисоя. Все, проехали. Ну? Ну, какую же половину нам брать-то? И все. Напрасно ждали в этот день Пантелеймона Назаровича. Напрасно ждали в лобазе купцы. А домашние все на цепочках ходили. По дому. На цепочках шушукались у плотно прикрытых дверей. Гадали, чем это встревожен там хозяин. И заслыша его шаги, испуганными галками разлетались от двери. И вот уже кукушка прокуковала двенадцать раз. А Пантелеймон Назарович так и сидел в столовой с сысоем. Уже не обращал на нее внимания. Кукуха! Может это в горный округ сходить? раздумывал старик. С господином отводчиком побеседовать? Сунуть сотнягу ему? А? Тасовал уже. Говорит, разведку надо вести. Без разведки, говорит, ничего сказать не могу. Все они так инженеры. «А как до дела так сразу в кусты? Разведку говоришь? Да ежели с разведкой, я и сам без тебя соображу, где жирный кусочек то лежит». И огорченно вздохнул. И засеменил по комнате от зеркальной горки с разными безделушками. Еще от первой жены, от черкешинки горка осталось. От этой горки и к столу, от горки и к столу, потом от стола к окну и снова сел рядом с Исоем. Вот какая задача с Исоюшка, а ежели это к гадалке, к фасэне пойти, а? Намеднися на Гарашкину сыну? Да был, был я, да толку чего. Раскинула на столе бабы и заладила. Писана краля скучает по тебе, сысоюшка. Дорога ждет тебя дальняя и большой интерес при казенном доме. Вот так вот, а я ей добром. Ты мне, бабка, толком скажи, вверх мне брать, а ли низ? Четко. А она опять меня про эту писану кралю. Писана краля скучает по тебе и так дали. Да, сысоюшка, че ж делать-то будем? Собраться в город оказалось не так-то и просто, как думала Лужка. Надо было переписать письма. Переписать не диво, но где бумаги-то достать? У Ивана Ивановича где-то была, да при аресте, наверное, забрали. Да и с деньгами не все так просто. Набрались медяки медяшки. А приказчик Кузьмы никак не хотел обменять их на бумажки, ну, никак уперся. И вот, наконец, все готово. Лужка уложила в мешок запасную юбку, кофту, портянки, запрятала деньги и письма. Завтра чуть свет, можно и в путь. Потушила коптилку и сразу же скрипнула дверь. Не увидела, по шагам поняла Лужка, кто вошел, и крикнула, соскочив стопчана. Вавила, родненький, и всхлипнула громко и припала к плечу. Да тише ты, тише, что я дома никому знать не надо, но как живешь здесь без меня? Да в город вот собралась Вавила, рассказала все, как было, про разговор с Сушей, про набат, про письма. А ты даже весточки не прислал, приходил же тут Федор за хлебом. Письмо то мое получил? Получил. А в город тебе не надо ходить. Я сам я сам иду в город. Да тебя же заберут по дороге, нельзя тебе. Не заберут, буду беречься. А иначе, лужка, никак нельзя. И забеспокоилась лужка, затомила предчувствие, но тихо, покорно сказала. «Тебе лучше знать, только уж ты береги, береги себя, береги». Промолчала и залилась румянцем. Темно, а лужке казалось, что ее горящие щеки аж светятся во тьме. И уткнулась лицом вавиловой ладони и прошептала. «У нас ребеночек будет». После долгого разговора с отцом Сысой вышел на улицу и побрел без цели, мучаясь все тем же нерешенным вопросом. И грудь в грудь столкнулся с каким-то человеком, поднял голову и испугался. «Простите великодушно, господин лесовик». «Сысой летишь как корабль без руля». Яким потирал ушибленный бок. В руке у него толстая папка, на плечах щегольской полушубок с серой мерлужковой выпушкой. У ног в весенней грязи лежала новенькая каракулевая шапка пирожок. Черная струйка весенней воды забегала на шелковую подкладку. Сысой торопливо нагнулся к шапке. Но две девичьих руки, одна в пуховой варежке, а вторая в лайковой перчатке, опередили его. Схватили эту шапку одновременно, подняли и протянули Якиму. «Возьмите, пожалуйста, господин лесовик». Две гимназистки, смущенные, взволнованные, улыбались Якиму. «Спасибо», и Яким взял шапку. Девушки присели в привычном к Никсене и боком, не спускаясь Якима откровенно влюбленный глаз и одинаково прижимая к груди учебники, отошли. Яким, улыбнувшись им, взял Сысоя под руку. «Проводи, я тороплюсь. Скажи, ты партийный? Я-то? А как же? Я из той партии, что девок брюхатыми делают». Хе! И Яким обиделся. «Не смейся. Есть вещи, над которыми не смеются. Россия раздирается смутой, и ни один человек не может сейчас стоять в стороне. Ни один!» И, шлепая по лужам, потащил за собой Сысоя. Говорил негромко, но горячо, не давая Сысою даже слова вымолвить. «Есть партии, которые хотят нам вернуть царя. А тебе, я знаю, тебе не нужен царь». «Верно, не нужен. А к чему мне царь?» подумал Сысоя. «Есть партии, которые против Бога. Есть немецкие шпионы. Ты же не можешь стать немецким шпионом?» «А зачем мне быть немецким шпионом?» подумал Сысоя, оглушенный, горячей, изволнованной речью Якима. «Нужно не допустить к власти безбожников». «Никогда», убеждал Яким. И Сысоя согласился в душе. «Не нужно безбожников». «И есть наша партия, народная партия, которая стоит за разумную свободу. Так неужели ты останешься в стороне, а?» «Я сам по себе. На что мне какая-то ваша партия?» «Наша партия приведет Россию к светлому будущему». «Да и пусть ее ведет», думал Сысоя. «Приведет, так и я поживу». «Правильно? Зачем мне еще что-то делать?» «В нашей партии все лучше. Все самые лучшие люди губернии. И Ваницкий, и Устин, и Рогачев». Да, ребята, власть меняется, все. И смотрите, как. То был прииск Устиновый, то стал Ксюшин. Теперь какие-то забастовки. Теперь уже и Сысой на него метит. Уже и голову ломает, как лучше урвать, как получше все сделать. Уже и отец его думу думает, гадает. Все. Все гадают, как побольше урвать. Вот видите, ничего не имеешь, у тебя нечего забрать. Как только ты начинаешь что-то иметь, все. Найдутся люди, которые захотят у тебя что-то забрать. Возьмите даже с нашим каналом. Сколько работы было вообще разогнать, разработать. Сколько лет мы работали. Да? И как только вот сейчас начало что-то уже быть за сотню, сразу же находятся у нас, сколько раз присылают. Хочу купить канал, хочу то, хочу рекламу, хочется какие-то программы присылать, чтобы как-то забрать аккаунт, забрать у тебя нелегальными путями, вообще тебя отстранить. Как они это делают? Они делают полный клон, как будто это ты туда зашел, и все, то есть абсолютно ну как вот с этой золотой жилой. Вот есть у тебя, каждый хочет забрать, забрать, отстранить, побольше рвануть. Да. Как то у нас ограничения были, то монетизацию снимут, то еще что-то. Ну, палки в колесах, короче. Я вот так параллели провожу, читая этот рассказ. Благодарен вам, ребята, что вы поддерживаете нас в такие сложные времена, что гоняете плейлист снизу, и ночью, и днем. Молодцы, ребята. Это самая лучшая поддержка, и самое лучшее спасибо вообще за эту всю работу. И мотивации добавляет. Не забывайте ставить ваши пендали снизу, это очень нужно для развития канала. А на сегодня, ребята, у нас все. Такие философские мысли. Встретимся уже завтра, как обычно, в 12, ого. А на сегодня все. Пока-два. Приключения уже завтра. Золото партии будет уже завтра. Вот так вот. А на сегодня все. Пока-два. Заключенные в тайге. Часть 33 у нас сегодня. Три-три-три-три и дырку про трэш. Да? Хе-хе. 33 богатыря. Сегодня у нас 33 часть. Ребята, я заметил, что очень активность на канале упала, но может быть из-за того, что не приходит уведомление вам. Ко мне тоже не приходит. Я так понял, это политика Ютуба. Они сейчас сделали, чтобы если вы даже подписаны, все, уведомление не приходит на почту, как раньше. Вот чего. Я тоже думаю, что они видео не выпускают или что, на кого я подписан. Чтобы узнать, нужно зайти сверху слева, подписки нажать и выбрать там, там будут показаны новые. Либо заходить и искать каждый раз этот канал. Коляныч пишите и смотрите последние видео. Вот так вот. Так что, ребята, проверьте, вам тоже наверное не приходит и потому я смотрю, что у вас упала активность. Многие даже не знают, что вообще выходят новые ролики. Так что имейте ввиду, что вот такое вот сейчас сделали на Ютубе. Вот так вот. То есть надо заходить каждый раз на канал, чтобы понять, что новое загрузили или чего. Ну, такие нюансы. Пишите. А сегодня продолжаем 33 части у нас уже. 33 часть продолжения. Есть партии, которые хотят нам вернуть царя. А тебе, я знаю, не нужен царь. Правильно? Верно. Не нужен. А к чему мне царь? Подумал Сысой. А есть партии, которые против Бога. Немецкие шпионы. Ты же не можешь стать немецким шпионом? Ну, да. А зачем мне быть немецким шпионом? Подумал Сысой, оглушенный горячей, изволнованной речью Якима. Нужно не допустить к власти безбожников, убеждал его Яким. И Сысой согласился в душе. Ну, да, действительно. Не нужно нам безбожников. И есть наша партия. Народная партия, которая стоит за разумную свободу. Так неужели ты останешься в стороне, а? Да я сам по себе. Ну, шо мне какая-то партия? Наша партия приведет Россию к светлому будущему. Да и пусть ее ведет, думал Сысой. Приведет, таки я хоть поживу. В нашей партии все самые лучшие люди губернии. И Ваницкий, и Устин Рогачев. Аркадий Ларионович? Устин? Эти ничего зря не сделают. Палец о палец не стукнут без выгоды, насторожился с Сысой. И впрямь надо вступить. Однако. И когда наша партия будет править Россией, установится всеобщая справедливость. Всеобщая. И никто не посмеет обидеть другого, продолжал говорить Аким, но Сысой уже не слушал его. Улучив момент, он сказал. Ладно, пишите в свою партию. Вот умница! Сегодня тебе и билет пришлю даже. Ну, прощай, мне бежать дальше надо. Постой, а как же партия называется? Крикнул Сысой. Эсеров! Ну-ну, хорошая партия. Не то, что эти, кивнул он в сторону лозунга, призывающего голосовать за партию социалистов революционеров. Революционеров Сысой ой, как не любил. Дома его ждал посыльный с короткой запиской, написанный широким размашистым почерком. Сысой Пантелеймонович. По делу, не терпящему никаких отлагательств, прошу немедленно и немедленно аж дважды подчеркнуто снизу. Немедленно зайти ко мне. А точка Ваницкий точка. Лакей Ваницкого проводился Сысой в небольшую мрачную комнату с низким сводчатым потолком, с одним небольшим окошком на северную сторону. Из-за стола, заваленного книгами, в потрепанных кожаных переплетах поднялся Бельков. Сысой Пантелеймонович, очень приятно. Проходите, пожалуйста. Здорово живем. А где Аркадий Ларионович? Уехал в клуб поразвлечься. Как? Он же меня от делов оторвал. Ему развлечься, а меня от делов? Ну, извините, пожалуйста. Садитесь, пригласил Бельков, показывая на стул и огорошил его вопросом. Вы, кажется, собираетесь ехать на свадьбу? На свадьбу молодых Рогачевых? Сысой очень удивился. Хм, откуда он все знает? Адвокат пояснил. Лошадей емщикам заказали? А, только собираюсь. Надо проведать друзей. Может, и вас прихватить? Спасибо за приглашение, но мне этот вояж ни к чему. Да и вы уезжаете зря. На самую пасху. Распутится грязь. Знал бы ты, зачем я туда еду, усмехнулся про себя Сысой и невольно приложил руку к груди. Там в кармане лежала новенькая чековая книжка. Новюсенькая. На невзрачной зеленой обложке была надпись крупными буквами Сысой Пантелеймонович Козулин. Нужды нет, что пока на текущем счету всего-то сто рублей. Пройдет неделька, вторая, и золотой поток аж захлынет с богом даровного. Но пока об этом счете никто не знает. Но вскоре вскоре все прояснится. А вы поторопились обзавестись чековой книжкой Сысой Пантелеймонович? Усмехнулся ему адвокат. Откуда вы знаете? Что вы поторопились? Вот, пожалуйста. И он протянул Сысою газету. Красным карандашом жирно обведено напечатанное большими буквами. Объявляются торги на прииск богом дарованный, ранее принадлежавшей крестьянке при Таежинской волости Ксении Филаретовне Рогачевой. Сысой аж сглотнул воздух и закашлялся. И только нечленораздельное к-к-как вырвалось у него. А вот так Бельков был тоже взволнован. Наступил завершающий этап борьбы за приз богом дарованный. Вот оно момент истины. И последний ход должен сделать именно сам Сысой. Адвокат с нескрываемой тревогой смотрел на его побагровевшее лицо. На то, как трепетали тонкие ноздри хищного крючковатого норса. Врете, Ксюха-хозяйка, захрипел Сысой. Я пойду в управление. Я докажу. Я все докажу. И поднялся с дивана. И Бельков проворно загородил ему дорогу. Оттеснил к дивану. Успокойтесь, успокойтесь, Сысой Пантелеймонович. И выждав немного пояснил. При ревизии дел неожиданно обнаружилось, знаете ли, что владелица прииска богом дарованного Ксения Филаретовна Рогачева, то, что она не внесла по десятинной оплаты десять рублей сорок копеек. Чепуха, кажется, на первый взгляд, да? Правда? Но закон есть закон. Он и адвокат подавил свою невольную улыбку. Не ревизия, а он указал, где надо на отсутствие в деле соответствующей квитанции. Именно он указал. Ксения и Филаретовне посылали письма с напоминанием. Вот копия почтовой квитанции, вот копия второй квитанции, а вот и третья. И на все, на все три письма не было никакого ответа. И снова на тонких губах адвоката чуть приметно задрожала улыбочка. Он мог показать бы Свисою и самые письма. Они лежали в углу его сейфа, а рядом с ними расписки Маркела Амвросевича. Крупные суммы перепали Маркела Амвросевичу, чиновнику горного ведомства, чтобы эти самые письма оказались в сейфе адвоката Ваницкого. А в Рогачеву пошли совсем другие пустяковые письма. Вот так вот Сысой Пантелеймонович. Да. А затем было обнаружено, что эта сумма 10 рублей 40 копеек, что она внесена в управлении от имени уже Устина. Да. От имени Устина Силантьевича Рогачева. И, по всей видимости, именно он вносил ее за прииск богом дарованный. Но в дело о владении прииском неожиданно вмешались вы, Сысой Пантелеймонович. И когда черным по белому было сказано, что владелицей прииска является Ксения Рогачева, то, понимаете, взнос Устина оказался совсем ни при чем. Ему написали письмо, прося согласия на зачисление этих денег на счет Ксении Рогачевой. Вот все квитанции почты. Видите? И никакого ответа тебе. И получается, что прииск богом дарованный оказался бесхозным и был секвестрован. Я говорил Маркелу Амвросевичу, ограниченный вы человек. Так и говорил. Не видели своего счастья. Взяли бы и внесли свои деньги. Десять рублей сорок копеек. А потом Ксения Филаретовна, да и не только Ксения, и Сысой Пантелеймоновича золотили бы вас с головы до ног. Да. Не было денег. Позвонили бы мне. Чего не позвонили? И Бельков замолчал, уставясь на Сысоя по-стариковски красными выпуклыми глазами. Медленно, медленно осмысливал все Сысой Пантелеймонович. Прииск Устиновский без золота оказался, а сам Устин без копейки. Если у Ксюхи богом дарованное отберут, так с кого же я спирт получу за лошадей, да за оборудование, что отец отпускал Устину. Да я сам по уши в долги залез, ублажаю этого семжу. Унаследованная от матери горячая южная кровь так и проливала к голове, аж штукала наковальнями. Врешь, врешь, иступленно крикнул Сысой. Это ты с Ваницким все подстроил. Ух, воры, бандюги. И тут испуг перекосил лицо адвоката, и он отступил за стол. Что, прячешься, сволочь? А мне куда от вас спрятаться? Некуда. Что? Вот, всего, до нитки обобрали. Иссой стой, как застучит кулаком об стол. Вскочил, ударился головой об угол шкафа, и даже не почувствовав боли, только ярость сильнее скипела. И с криком «Ах ты, грабитель! Кровопивец!» Скачками обежал вокруг стола и схватил адвоката за горло и как швырнет его на пол. Очнулся сысой. Два дюжи хвакея держали его за руки, а в углу за столом поднимался с пола бельков. Крахмальная манишка разорвана, галстук черной бабочкой висел на волосатой груди. Из рассеченной губы текла струйка крови. Сысой рванулся к нему. «Все равно убью и тебя, Иваницкого!» «Свяжите его!» устало попросил адвокат и, держась за стенку, вышел из комнаты. Он вернулся нескоро, умытый, припудренный. Только губа распухла и в серых глазах сверкали искорки бешенства. Взглянув на лежавшего на полу связанного с Исоя, он приказал лакеям «Посадите его на стул и идите!» И подошел к сейфу, вынул папки и сел к столу. Он раскрыл их и, казалось, забыл обо всем на свете. «От гад! Ух, сволочь!» хрипел Сесой и рвался, стараясь освободиться от пут. «А вы еще упражняетесь в красноречии? Ну, валяйте, валяйте!» «Убью!» «Все равно убью!» «Не сегодня, так завтра!» «Пожалеете! У меня мать старушка, сестра больная, внучок, и их никак нельзя огорчать!» «Ух, все равно убью!» «Никого не пожалею!» «Успокойтесь, успокойтесь!» «Мне нужно обстоятельно поговорить с вами по делу!» «На зеленом поле бильярда целая россыпь шаров!» «Как зверки разбежались они по столу и замерли в ожидании!» «Лево в угол шара!» «Спугнутый кием мчится звербиток через поле и ударять другого и тут юркает в норку!» «В норку!» А биток прижался к борту и замер. Иваницкий сделал новый заказ. «Туз от шара в середину!» «Не каждый аркашенька падает!» И то, слава богу, управляющий банком в жилете вздернул кверху на крахмальные манжеты, помилил кий и заказал. «Шестерку оборачиваю к себе в середину!» «Чувак аркашенька!» «Ха!» «У меня партия!» И, надевая пиджак и вытирая на своим платком руки, управляющий банком тихонько рассказывал Ваницкому. его превосходительство губернатор с супругой добрались до Харбина и взяли теперь курс на сам Париж. Я вот получил телеграмму «Перевести все наличие моего счета Лионский кредит!» «Все перевести!» Я вежливенько в получастом в получастном таком порядке говорю «Не доверите ли вы ваше превосходительство бурку рассчитаться вашими поставщиками?» И в ответ грозное знаешь, как он умеет «Ага!» «Немедленно!» «Немедленно перевести все деньги Лионский кредит!» И точка «Исполнение доложить!» «Точка!» «Да!» А для ответа дает уже Пекинский свой адрес «Вот так вот!» «Но все же это все свинство, по-моему!» «Ну, выгнали!» «Ну, сбежал!» «А сапожник тут при чем?» «Причем тут модистка, обшивающего его супругу?» «Осуждаю за это!» «Решительно осуждаю!» «Да, Аркашенька!» «Ты просил выписку о состоянии твоих счетов!» «Официальное уведомление получишь утром!» «А так?» «На полмиллиона можешь рассчитывать!» «Хорошо!» «А триста тысяч я наберу!» «Итого восемьсот!» «Торг обеспечен!» «Неужели за Богом дарованный нужно бросить почти миллион, а?» «Целый миллион?» «За Богом дарованный?» «А кто его знает?» «Но я готовлюсь!» «А ты послушай!» «У меня есть сведения, что на Богом дарованном не все так благополучно, как ты думаешь!» «Будто бы...» «А!» «Ерунда все это!» «Туда выехал мой инженер, и пока от него никаких панических заявлений не поступало!» «Никаких!» «Только хорошие!» И управляющему банком даже показалось, что последнюю фразу Ваницкий сказал несколько громче, чем надо, в расчете на то, чтобы его услышали!» «Как подчеркнул!» Несколько часов просидел Сысо и привязанный к стулу. Ярость давно уже прошла. Теперь мучила боль. Если б можно было встать, хоть размяться, или хотя бы переменить позу, то боль бы, наверное, прошла. Но веревки крепко-накрепко держали Сысоя. А в голове темной сжижей текли обрывки безрадостных мыслей, а у ног валялась выпшившая из кармана чековая книжка. И стала смеркаться. Вошел адвокат и зажег лампу. Развяжите, прохрипел Сысой. Подожду. Мне надо говорить с вами. А вы чуть что сразу за горло хватаете. Больше не буду. А я вам, знаете ли, не верю и считаю, что так говорить с вами удобнее. И только так. Могу я начать разговор или дать вам еще передохнуть? Говорите. Давно бы так. И сел к столу. Показал Сысой папку в зеленой обложке. Дело о подделке векселя с Сысоем Пантелеймоновичем Козулиным. Такая надпись была на этой зеленой обложке. Название несуразное, согласен, но содержание любопытное. И если ее передать в суд, то тюрьма Сысоем Пантелеймоновичем обеспечена. И он поднял папку в серой обложке. Вторая с надписью дело о мошеннических деяниях Сысоя Пантелеймоновича Козулина, связанных с оформлением прииска богом дарованного на имя крестьянки Ксении Филаретовны Рогачевой. Вот такое вот длинное название. Но со смыслом. Не дергайтесь, иначе я уйду и вернусь только утром. Понятно вам? Я знаю, что в самом факте установления прав Ксении Рогачевой нет ничего преступного. Нету. Она законная владелица прииска. Но поправлюсь. Была. Ну, сколько с Исой вы раздали взяток, а? Сколько? И здесь показания всех, всех, кому вы их давали. Смотрите, вот, вот они, все подписи, все есть. А это тюрьма с Исой. Тюрьма. И надолго. Так что мы, давайте отложим эту и возьмем третью. Так, зачитываем. Дело о попытке убийства с Исой Пателем Моновичем Козулиным господина Белькова. Ага, это меня. Вот свидетельские показания прислуги. Видите? А вот моя фотография. А вот это заключение врача о нанесенных побоях и повреждении хрящевого сустава горла. Вы слышите же, да? Слышите? Я до сих пор говорю с хрипотцой. А вот заключение товарища прокурора о возбуждении уголовного дела против ССОя Пантелеймоновича Козулина по статье Сейчас я вам найду эту статью. Вот, смотрите. Пятнадцать лет каторги. Угу. И ССОй прям чувствовал. Он чувствовал, что опять задыхается. Мертвящий холод проник в его грудь и понял, что не вырваться и прохрипел. Ну и чего же вы хотите? Ну вот, наконец-то первый деловой вопрос. С вашей стороны требуется только одно. Сказать несколько слов. Всего несколько слов. А с нашей вы становитесь владельцем владельцем всех вот этих вот папок. Откажетесь? Вот тогда и станет перед вами во всем своем неприглядном виде наша российская каторга. Ну-с, сами выбирайте. торги на землю в пределах горного отвода богом даровного прииска назначены на вербное воскресенье, на вербную неделю. В зале городского театра люди заполнили портер, ложи, амфитеатр и балкон. не каждый же день продаются миллионы. Все хотят посмотреть. Дородный седовласый представитель акционерного анонимного золотопромышленного общества под названием Сибирь Серафим Гаврилович Выскубов вошел в зал. В директорской ложе корреспонденты газет. Телефон. Серафим Гаврилович улыбнулся довольно. Молодцы, газетчики. Чувствуете, где жареным пахнет? Да? Хе-хе. Конечно. И раскланялся с корреспондентами именитыми купцами. Для него оставлено место. Место в первом ряду. И он сел и поискал глазами господина Ваницкого. Где же он? Ишь ты, ложу специальную занял рядом с директорской. Уселся и газеты читает, словно торги его даже не касаются. Ну ж какой? И встретившись глазами с Ваницким, Серафим Гаврилович привстал и приветливо помахал рукой. Радужно вспыхнули камни в тяжелых перстнях. «Салют, дорогой!» даже крикнул Ваницкий и рассмеялся. «Салют тебе!» От этого смеха, от необычного приветствия, в котором чувствовалась насмешка. Выскобов обиженно засопел. «Дорогой!» «Хм!» Нарочно выводит подлец! «Выводит меня из себя!» А торги это спорт, это состязание нервов, где выигрывает тот, кто умеет вовремя сделать ставку, вовремя прекратить торговаться. «Рассерженный, потерявший душевное равновесие противник, это есть залог победы!» «Один из методов, так сказать!» И, сохраняя свое спокойствие, Серафим Гаврилович отвернулся. «Скоро уже двенадцать часов. Молоденький товарищ прокурора сел рядом с Серафимом Гавриловичем и протянул ему руку. «Здравствуйте! Как поживаете?» «Живем помаленьку с хлеба на квас». «А после кваса стерлядок под красным соусом?» «А?» «Хе!» И оба рассмеялись. «Бывает и под красным, а бывает и под белым». Хитро прищур согласился Выскубов. «Бывает и с Портвейном, бывают даже и с Мадерой. А что там нового в городе? Бунтуют с вашего разрешения?» «А власти руками разводят и в бирюльке играют, да?» «Кто на что способен, Серафим Гаврилович?» отпарировал товарищ прокурор и кивнул в сторону ложи Ваницкого. «Кто на что способен?» «Вот мы с вами в остроумии тут изощряемся. Аркадий Ларионович, он предпочитает шампанское». Захмыкал Серафим Гаврилович, наблюдая действительно, как в ложу Ваницкого вносили шампанское, столик и два подноса с бокалами. «А что, заранее предвкушает победу?» «Чепуха!» «Психологическая атака!» расчетно слабонервных воспитанниц Института Благородных Девиц. И он даже отвернулся. «Не скажите», возразил товарищ прокурора, с любопытством разглядывая, как, деловито суетясь, официанты ставили бутылки в ведра со льдом. «Мне кажется, он играет наверняка. Да посудите сами, если после таких приготовлений он проиграет, то его ж куры засмеют. Да, кстати, город полон слухов, что на прииске богом дарованом какие-то там неудачи, вроде как золото отказало. «Ерунда!» «Впрочем, я навожу справки и жду ответа с минуты на минуту, вот», отмахнулся Выскобов и затасковал. «Прав прокурор, наверняка играть собирается», подумал он. На сцене за столом накрытым зеленым сукном появляется председатель и удар деревянного молотка по столу. «Бэмс!» «Торги начинаются, господа!» Секретарь, сяденький старичок, неожиданно звонким голосом прочел постановление. «Выше поименованная Ксения Филаретовна Рогачева трижды уведомлялась почтовыми отправлениями о необходимости погасить задолженность в подесятинной оплате за пользование землей по ключу безымянки в пределах отвода прииска богом дарованного». Председатель только кивал головой, словно подтверждая каждое слово зачиночного протокола торгов. Действуя на основании статей свода законов и распоряжений министра двора, бывшего его императорского величества, постановили за невнесение по десятинной арендной платы за землю по ключу безымянки прииск богом дарованный секвестровать, объявить об оных деяниях в губернской газете. Торги начинаются с первой же предложенной цены. И сразу же раздался голос. «Сысой Козулин тысячу рублей!» Председатель поднял молоток. «Сысой Козулин тысячу раз!» И удар молотка. «Сысой Козулин тысячу два!» «Сысой Козулин!» И Ваницкий поднял руку и крикнул. «Ваницкий две тысячи!» «Ваницкий две тысячи раз!» «Ваницкий две тысячи два!» «Ваницкий две!» И тут крикнули. «Анонимное акционерное общество Сибирь!» «Три тысячи!» пробосил Серафим Гаврилович. В торгах участвовало много людей и установился порядок. Каждый знал, после кого набивать ему цену и ждал своей очереди. «Вы говорите, бунтуют у нас?» продолжал товарищ прокурора начатый разговор. «Ерунда! В нашем городе полный порядок! А вот в Петрограде это да! Вы читали последние номера газет?» «Читал! Ничего особенного! Франция и Англия признали правительство князя Львова!» «Все образуется, как говорят народе! Все образуется!» «А вы читали правду?» «Фу!» «Прокурор!» «Я таких гадостей не читаю!» «Ну то, что гадость тут не спорю! Но читать ее нужно!» Из-за границы приехал Ленин и выступил с программной статьей. Призывает ко второй революции. Призывает народ брать власть в свои руки. Даже Плеханов! Он на что прохвост! Даже Плеханов и тот возмутился! Черт знает что! Куда же смотрят министр юстиции, а? Сысой Козулин пять тысяч! Керенский товарищ прокурора пожал плечами. Хм! Хотелось бы мне, чтобы Ленин приехал сюда. Я бы с ним нашел тему для разговора. Слава Богу, закон Российской империи еще действует. А там есть хорошенькая статейка о подстрекательстве к неспровержению власти. Кстати, как поживают ваши августейшие покровители? Какие августейшие? Не знаю таких. И так как подошла его очередь делать ставку, он выкрикнул Сибирь 7200. Будто говорят, настаивал товарищ прокурора, говорят, за вывеской анонимного общества скрывается великий князь Николай Николаевич Кирилл и еще кто-то из августейших. Как? Я не знаю. Я человек маленький. Ваницкий 9000. У Серафима Гавриловича есть и еще забота. В городе неспокойно, а у него свои пароходы. Приближается навигация, и опять забастовки начнутся. Везде комитеты, советы. Не знаешь, с кем и как поговорить. Угу. Переставали бы вы этих зачинщиков. Кнахтю и все, и мокрое место. Вам же власть дана, а уж мы бы вас поддержали. Сибирь, 9500. Акционерное общество Сибирь, 9500 раз отбивал по столу председательский молоток. Акционерное общество Сибирь, 9502 Акционерное общество 9500 Сысой Козулин, 9600 Так, Сысой Козулин 9600 раз, 9602 и вновь застучал молоток. Милый Серафим Гаврилович, а где вы живете? Наставительно говорил товарищ прокурора. В России. Приходит ко мне вчера из совета мужик в смазанных сапогах. Полгода назад швейцар боевый из прихожей Девшей, а сегодня все, пожалуйте, прошу. Ага. А он заходит и прямо так. Вы такое-то распоряжение министра Керенского получили мне? Не вздумайте выполнять, а то забастовка. Эх, да что говорить тебе. Скоро корида начнется такая, о, Серафим Гаврилович, мало не покажется. Какая корида? Ну, бой быков. Вы же с Ваницким быки, как-никак. Как есть. Хе, вот хе-хе, острый у вас язычок. Только настоящий бой начнется под вечер, когда цены к полмиллиону подскочат. Вот тогда да, а сейчас так, цветочки. перестрелка, пристрелка, так сказать. Акционерное общество 10700. Во-во-во! И подумать только представитель великого князя Николая Николаевича, великого князя Кирилла, и выходит на бой с каким-то Ваницким. То ли такое было полгода назад? Кому сказать не поверил бы. И Серафим Гаврилович тяжело вздохнул. А вернется это доброе старое время? А ли уже нет? Вернется. Побалуются немного в министрах, в демократию, доведут Россию до полного разорения. И снова к варягам. Все. Все будут говорить. Страна наша велика и обильна, как обычно. Да хоть бы варяги эти скорей. Дайте войну с немцами сначала кончить. А там... И товарищ прокурор сжал холеный белый кулак, в ложе репортеров зазвонил телефон. Сысой Козулин двенадцать тысяч раз и ударил молотком по столу и скосил глаза на ложу прессы. Вот сейчас за Козулиным Ваницкий подбросится отнягу, а потом я. Бой наизмор, кто скорее заснет, шепнул Серафим Гаврилович и приустал. И как-то весь подался в сторону ложи Ваницкого. Мол, что там происходит? А председательский молоток медленно-медленно поднимался. Сысой Козулин двенадцать тысяч два. Господин Ваницкий, возьмите же трубку, говорил репортер. Скажите, что я занят. Скажите, что меня нет в театре. Сысой Козулин двенадцать тысяч и председатель не спускал глаз с ложи Ваницкого. Его нет в театре. Да, да, кричал репортер в трубку. Что? Что? Аркадий Лоренович. Срочно просят. Что-то там случилось на Богом Дарованном. Ну, чего же вы молчите? Перегнувшись из ложи, Ваницкий выхватил трубку и прижал ее к уху и закричал. Ваницкий, я слушаю. Что? Что? Сысой Козулин двенадцать тысяч, повторял председатель. Тррррр. Одну минуточку, одну минуточку, остановил председатель Аркадий Лоренович. Ради Бога, одну минуточку, Ваницкий. Выскубов чувствовал все, что все вот это, все вот это штучки Ваницкого. Часть его представления. Психологическая атака. Что же он затеял про хвост? Сейчас его очередь делать ставку. Если не сделает, то прииск купит Козулин. А если и верно, что на прииске что-то случилось, а? И мысли сгрудились, как льдины в заторе. И Серафим Гаврилович не мог их никак разобрать. А разобрать надо было немедленно. Иначе прииска не видать. Что там на Богом дарованном? Что там случилось? Не выдержав, звучно крикнул Выскубов. Ваницкий! Аркадий Ларионович положил телефонную трубку. Ваницкий не делает ставки. Ох! И выдохнул аж весь зал. Ох! выдохнул и Серафим Гаврилович, пропуская драгоценный момент. Три! И председательский молоток ударил по столу. Прииск Богом дарованный продан Сысою Козулину за двенадцать тысяч. И кто-то силой увлек Сысоя в директорский кабинет. Там на диване под разноцветными афишами сидел Ваницкий. Садись, садись, Сысоя Пантелеймонович. Вот тебе сто рублей за труды, как и обещал Бельков. Стой, господин Бельков, позовите сюда нотариуса. И вошел нотариус. Здравствуйте, господин нотариус. Заверьте, пожалуйста, купчую. Да, да, я покупаю у господина Козулина приз Богом дарованный. Прошу засвидетельствовать. Благодарю. И прикрыв дверь за нотариусом, Ваницкий протянул Сысою сто рублей, а затем и все обещанные папки. На, возьми и впредь больше не греши. В пустом фойе у стены на диванчике сидел Серафим Гаврилович Выскубов. Он жадно попивал лимонад и пил прямо из горлышка, а в перерывах между глотками ругался. Эх, простофиля, дурак! дурак, дурак, Это ж надо так! Эх, дурья твоя башка, ох, дурья! Павел Павлович торопился домой к Пасхе. Запрячь лошадей дело недолгое, но ямщик, казалось, еле шевелится, нарочно путает постромки у пристяжных. Медленно затягивает супани. Быстрей, быстрей шевелись, каналья! покриквил Павел Павлович на ямщика. Надо успеть четвергу, не позже. Жена там куличиками займется, печеньем, вареньем, а наливочке непременно надо три дня настояться. И окорок запечь, это тоже не бабье дело. Надо его честь честью тестом обмазать, чтоб в самый раз все было. А толсто обмажешь и не пропечется, а тонко так жир вытечет. Я вон прошлый год как доверил бабам запечь. Ох, такой конфуз получился. И снова ходил Павел Павлович по высокому крыльцу. Потирал застывшие руки, предвкушая, как вернется он от пасхальной заутрени. Как нальет себе рюмочку, рюмочку сливянки, как отрежет ломать ветчины, намажет ее чуть-чуть горчицей и маленькими букашками разложит по ломтию крупинки хрюона. «Барин, не вам ли депешета?» Почтительно кланялся Павлу Павловичу хозяин постоялого двора. «Только сейчас мальчонка вот прибег». «А с чего это мне? Кто знает, что я буду в этой деревне менять лошадей?» Но вот нечего делать, он взял таки телеграмму и, не разрывая заклейку, прочел адрес. «По всей линии, по всем постоялым дворам до села Притаежного Павлу Павловичу Бельгорскому». «Ого! Что-то случилось!» И он разорвал заклейку и читает. «Сегодня на торгах продан прииск Богом дарованный ТЧК. «Немедленно возвращайтесь обратно за ПТ и примите все меры взысканию хотя бы части долга Устина Рогачева. Хотя бы части. Точка!» Не дочитав, он аж сплюнул. «Всем людям праздник, а я болтайся тут по степи, как бездомный пес». «Да и что с Устиной возьмешь, если он гол как сокол?» «М?» проворчал Павел Павлович и протянул телеграмму хозяину. «Нет, не мне, депеша. Да и прикрикни ты там на своих ямщиков, а то копаются как мокрые вши. Мне в город надо. Понимаешь? В город!» И тут в глаза бросились эти самые последние строчки недочитанной телеграммы. гарантируем лично вам два процента от всей взысканной суммы. А как же ее взыскать? Устин думал рассчитаться, когда станет хозяином богом дарованного. Угу. А прииск-то тю-тю. У Ксении Рогачева есть сейчас золотишко. Есть. Так что если сейчас поторопиться, пока еще никто не знает о продаже прииска, то можно припугнуть Рогачевых. И он перечел еще раз телеграмму. Ну да, два процента на земле не валяются. Так пожалуйте депешку-то напомнил хозяин. Депешку? Так она братец для меня. Крикни мальчонку, я за нее распишусь. И расплатившись хозяином вскочил в тарантас. Застоявшиеся лошади рванули. И вынесли на улицу. Эй, вы залетные! По привычке нараспев, как затянул ямщик. Стой! Ты куда? А ну поворачивай обратно. Ну че ты глаза выпучил? Тебе говорят обратно в притаежное едем. Пустынная дорога. Зелеными лоскутями расшвырены по желтой холодной степи озими. Расшвырены и прошиты редкой строчкой телеграфных столбов. Подчеркнуты жирной чертой переселенческого тракта. А ветер свистит в проводах. Хлюпает дорожная грязь под подковами лошадей. И клочья сгломы липнут к ободям колес. Словно десятки ежей вцепились в ободе и крутятся вместе с ними. Крутятся и крутятся, отсчитывая длинные версты весенней распутицы. Никто без особой нужды не рискнет. Никто не рискнет пуститься в дорогу, когда в каждом лагу поток вешней воды. Да и все мосты покорежило, перекрутило. И все же не совсем пустынна дорога. Пара гнедых везет в Рогачева Павла Павловича. А в сотни верст от него торопится, скользит, плывет по колено в грязи тройка соврасых, везя в Рогачева Белькова. Кутаясь в плащ, адвокат лежит, развалившись на сене и прикидывает, лежит и прикидывает. Богом дарованный миллион и похлопал рукой по тугому портфелю, где спрятаны документы на имя нового владельца. Нового владельца прииска Аркадия Иларионовича Ваницкого. Миллион! Миллион, да! Да еще пустой аркадьевский отвод за полтора ста тысяч продали. Вот оно, вот оно! Операция с оборудованием принесла триста тысяч не меньше, не меньше! А это тебе полтора миллиона уже! Копейка в копеечку! Ого! Ха! И Бельков довольно рассмеялся. Всю жизнь он добывал деньги Аркадию Иларионовичу. Всю жизнь посвятил. А добыв, радовался. А проиграв, огорчался. Будто проигрывал свое кровное. И добывал тоже себе. Да, вон они как крутят, мутят, а? Як кит на глыне, да? И то же самое у нас, ребята, творится. Все хотят за ничто купить что-то. У нас то же самое эти заводы, эти олигархи покупают за копейки. Да в любой стране так. Наверное. Так и здесь-то когда это было? Сколько лет назад? То же самое, смотри, все крутится. То же самое, только на более примитивном таком уровне. А сейчас поставлено на лапу с этими высокими технологиями. Сейчас делается так, что даже не прогадаешь, как и что. Всех подключили. Всех. Вон он, политик, господин Ваницкий. Всех перекрутил. И что самое удивительное, те люди, что ему служат, они тоже рады, когда они ему зарабатывают деньги. Хотя в случае чего он их вообще может от них избавиться и взять другого. Вот чего. То есть он эти даже самые преданные люди для него просто инструмент для зарабатывания денег всего-то. Если найдется другой, который будет лучше исполнять эту работу, он спокойно на него переключится. Такая она правда жизни. Не забывайте, ребята, проверять вашу подписку, потому что я смотрю, подписки не приходят. Это я так понял, YouTube поменял. что-то там поменялось. Они решили теперь на почту не отсылать уведомления. Я тоже мне это неудобно. И как включить его заново? Там я заходил в эту шестеренку там сверху, где колокольчик там сверху приходят эти уведомления. И там тоже я там что-то накляцал, но все равно ничего не приходит. То есть теперь чтобы зайти на новую книгу, нужно заходить на сам канал. есть нужно вбивать в поиски коляныч и вы зайдете на канал в видео и в списке найдете последние загруженные книги. Только так. По-другому как-то. Ну или нажать слева там есть подписки. Ну согласны это же неудобно. Правда было как-то пришло загрузил и все. И будильник ставить не надо. Сейчас все ставьте будильник на 12 ОГО по Киеву и в 12 А на сегодня все. Услышимся завтра как обычно. Покедова. Продолжение следует...